Здравствуйте, мои любители книг. Создала для вас бесплатный телеграм-канал, где размещаю аудиокниги с реальными названиями и аннотациями. Книги в телеграме будут пополняться каждый день. Спасибо за внимание и приятного прослушивания. Глава первая. Не садитесь играть с сочинцами, они знают прикуп народное творчество. Что за ерунда? Хмурится Юра, откуда здесь пост? Затянутый в портупею гаишник в белом мотоциклетном шлеме, машет нам жезлом, самого мотоцикла поблизости не видно. Юра Адысит, знаменитый ялтинский шулер, законопослушно сдает к обочине. Нам сейчас совсем не нужно привлекать внимание. В скромном чемодане дипломати, который лежит у нас в багажнике, находятся 300 тысяч рублей с советскими денежными знаками. Мой выигрыш. Чуть поскрипывает опускающееся стекло на водительской двери. Гаишник подходит к машине и молча стреляет Юре в лицо. — Федор Михайлович, с вами все хорошо? — подскакивает ко мне девушка. — Да, извините, задумался, — отвечаю. — Можно мне воды? Высоченная, метр восемьдесят, не меньше, в белой блузочке и очень короткой, но строгой черной юбке, она моментально приносит мне стакан воды со льдом на крохотном подносе. — И где их таких красивых только находят? Все одинаковые, как на подбор, только цветом волос отличаются. Эту по имени Юля лично ко мне приставили. Лет двадцать назад я бы порадовался, но сейчас она обращается со мной не как с мужчиной, а как с ценным антиквариатом. Не дай бог рассыплется от старости, а ей влетит. — У вас было такое лицо, словно вы привидение увидели, — волнуясь, — говорит она. — Почти, милая, почти. Я увидел большой зал ресторана «Прага», в котором не было уже полвека. Именно здесь началось то, о чем я всю последующую жизнь хотел, но не мог забыть. Кажется, что здесь ничего не изменилось, хотя я понимаю, что вокруг почти сплошной новодел. Новый владелец старейшего ресторана столицы отметил завершение реконструкции большим турниром по преферансу, в духе модного сейчас советского винтажа. Любимая игра ушедшей эпохи, в которую сражались инженеры и академики, прокуроры и киноактеры, сейчас оказалась на обочине жизни. Слишком медленное, слишком много надо думать. Сейчас всем подавая холодом, с его мгновенными выигрышами и комментаторами на околоспортивных каналах из той породы, которая умеет вынос мусора превратить в зрелище. Преферанс — это такой же, в своем смысле, антиквариат, как и я сам. А еще отличное шоу для тех, кто в теме. Все столики в зале забиты зрителями, а на сцене стоит большой горный стол на четверых. Финал. Одно из мест — мое. Пора, Федор Михайлович. Перерыв заканчивается, и Юля подкатывает мое инвалидное кресло ближе к столу. Партнеры улыбаются мне. В их глазах смесь уважения и жалости. К таким взглядам я привык, как и к своему креслу, в котором провел больше половины жизни. Не спился, не сдался. В свои 74 года написал несколько десятков книг и стал широко известным в узких кругах специалистов по карточным играм. Кстати, ни в одно казино Россия меня не пускает. В Монако, Монте-Карло и Черногорию тоже. США уже 20 лет как отказали в визе. Такие, как я, у них на особым счету. Да и врачи давно запретили волноваться сердце. На приличную и безбедную старость хватает сбережений. Только для этого турнира я решил сделать исключение. Пас. Я неуклюже кидаю раздачу на стол. Непослушные пальцы торчат во все стороны. Со временем я научился держать в них вилку, карандаш, для карт пользуясь специальным держателем. Иначе рассыпется. Мой соперник, молодой мужчина, в солидном темном костюме улыбается и записывает себе в пулю 4 очка. Очередная семерная игра прошла без вистов. Поверили на слово так сказать. Владельца ресторана Виталию Арнольдовичу удивительно везет. Финал он прошел легко, как нож сквозь масло, и сейчас явно лидирует. Как говорится, в своем доме и стены помогают. Он явно рассчитывает сегодня на триумф. Сидящая по правую руку женщина заметно злится. Она очень красива, то есть зрелой, эффектной красотой, которая приходит после 35 и не уходит, пока не заканчиваются деньги. Прямые волосы цвета вороного крыла, темные глаза, золотистый южный загар, который подчеркивает серебристое коктейльное платье. Светлана Ларская, бизнес-леди и меценат. Женщины в преференции — редкость. Слишком эмоциональны и неусидчивы, а уж настолько яркие чаще всего бывают подсадными. На стоимость ее украшений можно купить десяток моих квартир, но играет хорошо. Разве что слишком любит риск. На прошлую раздачу я оставил ее без двух и записал в гору приличный штраф. Это Арнольдович на сверкание декольте загляделся, а нам, старикам, на такое наплевать, мы в карты смотрим, а не выше. Так что очередной круг торговли она тоже пропускает. Четвертый игрок, спортивный журналист Семен Лозинский, высокий и точный мужчина, лет 50 и заметно уступает остальным. Сейчас он на раздаче. Обычно как раз после этого сидящему по правую руку от него Виталию Арнольдовичу особенно везет. Вот и сейчас он расплывается в улыбке. «Раз», — говорит он, заявляя игру. Голос звучит значительно и весомо, словно лев накладывает свою лапанную добычу, объясняя всем, кто здесь царь зверей. Ему достаточно одного хорошего розыгрыша, чтобы закрыть пулю. Арнольдович смотрит на нас поверх развернутого веера карт, предвкушая свой бенефис. «Пас», — бесит Саларская. «Что же вы, ребята, эмоциональные такие? Здесь не покер, конечно, но по вам читается все насквозь. У Арнольдовича полная рука крупняка. Само надуло? Или Лозинский подложил? Оставим вопрос открытым. Важен факт. Подтверждает это Иларская. Будь у нее хоть что-то приличное, поторговалось бы, а так сразу упало. Интересно, а в каких изданиях печатается этот самый Лозинский? Что-то я не припомню такого журналиста. Сергей Петрович, спрашиваю, а вы где работаете? В какой газете? Тссс, Ларская выпускает через зубы воздух. Получается у нее это очень по-змеиному. Это к игре не относится. Раздраженно говорит Виталий Арнольдович. Говорите уже свое слово. Только Лозинский молчит, выдавая тем самым роль глубоко подчиненную. Ну что же, это даже на руку. Если расклад для Арнольдича готовил он, то картам других игроков вполне мог не уделить внимания. Обычное дело для людей с быстрыми руками и медленным мозгом. Мизер, говорю. Если хозяин обычной игры обязуется взять как можно больше взяток, то сейчас я делаю заявку не взять ни одной. Этакая игра в поддавки. В игровой торговле почти самая старшая. Перебить меня может только девятерная или тотус. Обязательство взять все десять взяток. Девять, — припечатывает Арнольдич. Его лицо идет пятнами, наливается дурной кровью. Видно, что он рассчитывал на что-то меньшее. Семерную или восьмерную сейчас рискует. Ларска от любопытства прикусывает кончик языка и становится похожа на хитрую лисичку. Чувствуется, что ее симпатии на моей стороне. Женщины любят победителей. Мизер без прикупа. — Соглашение это не обговаривалось, — выкрикивает Арнольдич. — Обратно я тоже говорю. — Обговаривалось прикупу в морду не кидать. Я выразительно смотрю на Лозинского, и он опускает глаза. Соглашение — это договоренность перед игрой, по каким именно правилам она идет. Проферанс существует во множестве вариаций. Сочинка, Ленинградка — это только самое известное. Поэтому все спорные моменты проясняются, что называется на берегу. К Виталию Арнольдовичу подходит представитель жюри. Они о чем-то шепчутся. «Признанный авторитет» — ловит мое чуткое ухо. «Репутационные потери» — живая легенда. — Какой злой дедушка, — смеется Ларская, — отнимает у мальчика игрушку. Арнольдович снова густокраснеет, и на меня накатывает скверное воспоминание. Сердце колотится, как ненормальное. Только не сейчас, милая. Продержись немного. Мой мизер далеко не идеален. Если бы крупные карты были раскиданы по рукам моих соперников, они смогли бы подловить меня. Весь расчет на то, что Арнольдович загробастал все себе. Единственная возможность перебить меня — объявить десятерную. Но для этого он слабоват. «Играем!» — кивает, наконец, Арнольдович. Они с Ларской раскладывают свои карты в открытую. Теперь будут ловить меня вдвоем. Проверять мизер на прочность. Но я уже не волнуюсь. У Арнольдовича две сплошных масти и одна единственная семерка треф. С нее он начинает, и я скидываю свою единственную бланковую восьмерку. Взятку забирает Ларская, а дальше мы раскидываем мизер, словно пасьянс. «Десять очков!» — громогласно сообщает ведущий. Итого тридцать два очка. Турнир завершен. Жюри приступает к окончательному подсчету. Но уже очевидно, что победителем стал Федор Михайлович Евстигнеев. Наш почетный гость. Знаменитый... Слышу, как громко аплодирует прикрепленная ко мне Юля. Все вокруг встают с места. Горло подкатывает давно забытый восторг победителя. Пытаюсь вздохнуть, но вслед за ним приходит боль. Она словно нож врезается в сердце. Звуки затихают. Кто-то вдалеке зовет врача. Еще кто-то визжит. Я ничего не чувствую и только вижу, как надо мной кружит громадная сводчатая люстра с хрустальными подвесками. И свет ее постепенно меркнет. Ресторан Прага. Первое, что я вижу, это люстра. Она уже совсем другая. Простая такая штука из семидесятых. Три пластиковых плафона веселенькой раскраски. Один салатовый, второй розовый, а третий голубой, да еще и с белыми полосками. Точно такая же когда-то висела у меня в спальне, когда я жил на проспекте Калинина. В Переделкино я переехал еще при Горбачеве, так что не довелось пожить на Новом Арбате. Вообще, это очень интересный глюк. Так-то в моей спальне интегрированные светильники, да и потолок тут какой-то странный. На больницу не похоже. На Прагу, даже на какую-нибудь подсобку тоже. Где я вообще? А потом я чувствую то, чего не было уже полвека, и что разом перекрывает все прочие несуразности. У меня начинает чесаться левая нога. Да так сильно, что это точно не может быть чем-то вроде фантомных болей, которые нет-нет, да и преследовали меня большую часть моей жизни. Рывком сажусь и, несмотря на сумрак, понимаю, что нахожусь не дома, а в той самой старой квартире. Модный югославский гарнитур, как сейчас помню, отдал за него премию со второй опубликованной книги. Две прикроватные тумбочки, письменный стол с печатной машинкой, целый ворох каких-то смятых и разорванных листов. Но все это ерунда по сравнению с тем, что я чувствую свое тело ниже пояса. И не только ноги, но еще кое-что. Скачив с кровати, я осматриваю себя в зеркале Алены. В памяти сразу всплывает имя моей пассии тех времен, когда я мог ходить, и у меня все было в порядке. Я молод и здоров, и у меня все прекрасно работает. Может, так и выглядит рай для атеистов? Я снова оказался в возрасте больших надежд и пика физической формы? Или, возможно, я сейчас мотаюсь между жизнью и смертью, а сердитые медики хрипло ругаюсь, колотят меня электрошоком, пытаясь вернуть в тело старой развалины, заскучавшую по свободе душу? Даже если это и глюки, и я сейчас лежу в коме в какой-нибудь московской клинике, то пусть так. Деньги у меня на счете есть, душеприказчик тоже так, что пусть этот глюк с путешествиями по моему прошлому продолжается. Честное слово, он мне нравится. Правда, когда я подхожу к письменному столу с до боли знакомой тяжеленной печатной машинкой «Москва», иронично названной портативной, хорошо помню, как мне ее выдали под роспись в Союзе писателей, то вижу нечто, чего в моей памяти не было. Печатная машинка «Москва» портативная. Наверное, еще недавно это было рукописью, но сейчас весь стол был завален порванными листами бумаги, сверху которых лежит один единственный целый, исписанный аккуратным женским почерком. — Евстегнеев, ну ты урод! Мало того, что вчера завалился пьяный, как скотина, чего я от тебя никак не ожидала, так еще и я прочитал твой роман. Это твоя Лидочка, о которой ты рассказывал, что вдохновлялся мной, мало того, что она ведет себя, как шалава, так еще и склочная и глупая истеричка. — Евстегнеев, это последняя капля. Раз ты обо мне такого мнения, то пошел ты в задницу. — И снизу приписка. Ключ от твоей квартиры на кухонном столе вещи я забрала. 17 мая 1972-го. Теперь уже твоя бывшая невеста. А вот это поворот! Что-то я не помню, чтобы мы с Аленой ругались, да еще и так сильно. Она была девушкой, яркой, но тщеславной, и прощала мне богемный образ жизни писателя ради знакомств, которыми можно было хвастаться перед подругами, и интересных событий, на которые у меня всегда были приглашения. Алена меня бросила значительно позднее, когда я уже стал инвалидом, а, следовательно, бесперспективным. Честно сказать, я вздыхаюсь с облегчением. Баба с воза кобыли легче. Я помню, что у нас с ней так ничего и не получилось. Пусть виной всему и был тот злосчастный случай в Крыму, но все-таки обида на Алену преследовала меня очень долго. А так, переживаний от разлуки никаких, посторонний, почти забытый человек. В рассуждениях о внезапно бросившей меня подруге из прошлого я как-то привыкаю к окружающей меня действительности, к молодому телу, к моей старой квартире, к яркому и теплому солнцу за окном. Не похоже это все на бред умирающего мозга, слишком подробное. И вообще, вдруг это не глюки, а что-то совсем иное. Второй шанс. Реинкарнация путешествия в прошлое. Не знаю. Но в любом случае, раз уж этот самый второй шанс мне выпал, то грех им не воспользоваться. А еще прощальное письмо Алены подсказывает мне две вещи. Какая сейчас дата и, самое главное, какие у меня нынешнего планы на следующие несколько месяцев. Мне же издательство заказало роман о виноделах. И именно сегодня я приглашен в Прагу на закрытую дегустацию новинок крымских заводов, которые организовали для чиновников из Мост-Орга и директоров ресторанов. Я очень хорошо помню это время и сейчас, словно сверяю свои новые чувства с воспоминаниями, тогда все считалось таким обычным, а сейчас самое простое действие кажется мне удивительным. Щелкаю оконным шпингалетом, и в комнату врывается шум московской весны. Несмотря на календарь, лето уже практически вступает в свои права. На улице очень солнечно, и столбик термометра замер на отметке 24 градуса, и это в тени. Погода ясно дает понять, что одеться мне нужно легко. В одних трусах и майке алкоголички, даже странно, что в молодости, а сейчас мне всего 25, мне нравилось носить их, я прохожу в кухню. Хоть Алена в своей записке и написала, что я пришел вчера домой пьяным, но сушняка или головной боли совершенно не чувствуется. Вот что называется повезло. Зато желание своими руками приготовить завтрак и заварить чай, желательно с травами, чабрецом или зверобоем, у меня ого-го какое сильное. Как-никак я этих радостей, которые другие люди из-за радости не считают, был лишен очень и очень долго. Так что наслаждаюсь этими простыми вещами, даже боясь в глубине души, что меня реанимируют и вернут в постылое будущее. С квартирой мне откровенно повезло, как и со многим другим на заре моей писательской жизни. Складывается впечатление, что судьба щедро раздавала мне авансы, чтобы потом буквально за несколько дней все отобрать. Свой первый сборник рассказов я опубликовал в 17 лет. Вряд ли его заметили из-за больших художественных достоинств. Скорее заинтересовались самим автором. Упрямый пробивной мальчишкой детдома и с беззнакомств и связей, поступившей в ЛИТ-институт имени Горького. Самым молодым членом Союза писателей я не стал, оставив пальму первенства 19-летнему Евтушенко, но в 21 год уже обзавелся заветной корочкой. В отличие от избалованных коренных москвичей, я хватался за любые заказы издательства, писал повести о хлеборобах и миллиараторах, спортсменах и манекенщицах. Мне были интересны люди как таковые. Их мотивы, поступки и психология – это прекрасно пересекалось с другим моим увлечением, которое позволяло жить не только безбедно, но порой и шиком. Когда я защитил дипломы, прав на пребывание в вузовской общаге не стало, оказалось, что собственной жилплощади я не имею. Как раз в ту пору я закончил повесть о монтажниках-высотниках, тех самых, что ни кочегары и ни плотники, обогатившую Литфон сразу на несколько десятков жилищных ордеров. Начальство оценило мои успехи, и неожиданно для себя из обшарпанной командушки на четырех человек я переехал в новую двушку на Калининском проспекте с отдельным, как и положено писателю, кабинетом в двадцать квадратных метров. Кухня встречает меня тихим дребезжанием холодильника Зил. Он у меня сейчас вполне соответствует духу времени. Закругленные линии, блестящая никелированная ручка и большой черный бытовой трансформатор, который стоит сверху. В холодильнике обнаруживается батон колбасного сыра. Даже странно, что в молодости я ел эту гадость. Сливочное масло в масленке, пяток яиц, початая бутылка молока и докторская колбаса. А в навесном ящике над холодильником нахожу хлеб, чай и заветную трехлитровую банку с травами. Так и есть. Зверобойчий брец. Обожаю это сочетание. Пока руки заняты приготовлением омлета, деланием сразу двух бутербродов, колбасный сыр оказывается парадоксально вкусным, и завариванием чая я размышляю. Это дело настолько затягивает, что я продолжаю думать и за завтраком, наслаждаясь ароматным, собственноручно заваренным чаем. Роман о крымских виноделах был моей давней мечтой. Культура, которая пошла еще от древних греков и развивалась в генуэзских колониях, впитала в себя традиции множества народов. Несмотря на шутки коллег, что пускать Евстигнеева на винзавод как козла в огород, я упорно шел к своей цели. Обивал множество порогов и прошел через десятки кабинетов. Но сейчас я этого просто не хочу. При одной мысли о поездке меня охватывает ужас. Слишком мрачные остались воспоминания, так что даже само слово «Ялта» вызывает фантомные боли. Я даже не замечаю, как погружаюсь в воспоминания о том, что случилось всего через полтора месяца. У меня есть деньги. Много денег. Вру я с трудом шевеля разбитыми губами. Своей ложью я покупаю себе еще несколько минут жизни. Если я стану налетчиком неинтересен, то мой труп останется остывать здесь, на дороге, рядом с Юрой. Я давлю на их единственное слабое место, на жадность. «Где они?» Наклонившись ко мне, спрашивает один. «В городе. В тайнике?» «Я покажу». «Ты нам все покажешь и расскажешь. И не вздумай с нами играть, мы тебе не фраера». Бонет поднимает ногу и давит каблуком ботинка мне на правую руку. Я слышу хруст и понимаю, что хрустят мои пальцы. «Покажу, честно?» «Тащите его в багажник». Он снова заносит ногу, бьет и меня накрывает темнота. Темнота закончилась на дороге. Наверное, замок у багажника машин оказался с браком, так что он не сработал как следует. А может, просто поторопились. И на одном из ухабов багажник открылся. В тот момент я долго не думал, что меня ждет и так понятно. Поэтому я приподнялся на сломанных руках, боль была адская, и вывалился из машины. Благо, что на этой дороге, несмотря на вечернее время, были и другие автомобили. А при свидетелях эти уроды вряд ли рискнули останавливаться и запихивать меня обратно. Так и произошло. Машина не остановилась, а наоборот водитель дал по газам. И все бы было хорошо, но на мою беду прямо за машиной моих похитителей ехал 130-й ЗИЛ. Затормозить он не успел. Выжить-то я выжил. Но вот все, что ниже пояса, оказалось парализовано. Включая то, о чем вы подумали. Вообще все. Часто потом я гадал, подарок ли это судьбы или издевка. Из воспоминаний меня вырывает телефонный звонок. Машинально хлопаю себя по карманам и только потом вспоминаю, где искать аппарат. Прохожу в прихожую и снимаю черную бакелитовую трубку. «Алло, Михалыч, ты?» Слышу я голос. Через секунду понимаю, кто это. Мой редактор в издательстве. Костя Синицын. «А кто еще?» Отвечаю. «Конечно, я». Внутри возникает странное чувство, что я играю сам себя в любительском спектакле и сейчас не должен сфальшивить. Синдром самозванца, так, кажется, это называется. «Звоню тебе напомнить, что у тебя сегодня вечером встреча с крымскими виноделами». «Значит, дату я угадал верно. Тот самый день». «Знаешь, Костя, я что-то не хочу писать эту книгу». Говорю, отголоски воспоминаний о Ялте по-прежнему вертятся у меня в голове. «Отдай это задание кому-нибудь другому. Любой зубами вцепится в возможность летом за государственный счет поехать на юга». «Э, нет, старик, ты не соскочишь», — смеется Костя. «Главный хочет роман именно нашего молодого дарования. Напомнить, кого так называют?» «Не надо, я помню. У меня вдруг возникает чувство, что время — это такая упругая субстанция, которая сопротивляется моим попыткам его изменить. Но я все равно не буду его писать». «Вот что, товарищ Евстигнеев!» Тут же голос Синицына становится серьезным. «Выкиньте эту дурь из головы!» «Нет, еще раз нет, я в Крым не поеду». Услышав это, он тяжело вздыхает и продолжает более участливо. «Писатель, твою мать! Творческая натура, чтоб тебя! В общем, так, до этой дегустации еще целый день, так что подгребай в редакцию. Если ты так сильно настаиваешь, то сам говори с главным. Но сначала зайди ко мне. Хочу разобраться, почему ты отказываешься от того, что сам добивался три месяца. «Ты же сам идею этого романа предложил!» «В общем, жду тебя через час!» Сказав это, Синицын кладет трубку, а я достаю из телефонной тумбочки сигареты и коробок спичек. Надо же, помню, где они у меня лежали. Выкурив сразу две сигареты в открытое окно кухни, я захожу в ванную, умываюсь и иду собираться. Глава вторая. К старинному особняку с белыми колоннами я подхожу минут за пятнадцать. Это здание, известное в Москве как Дом Ростовых, знают все счастливые обладатели корочки Союза писателей СССР. Улица Воровского, которая до и после советской эпохи именуется Поварской, как раз соединяет старый и новый Арбат. То есть сейчас просто Арбат и проспект Калинина. В Советском Союзе, чтобы быть писателем, недостаточно просто марать бумагу. Нужно быть признанным коллегами, старшими товарищами, собратьями по Перу. Писатель — это такая же профессия, как слесарь или бухгалтер. Так что одного желания мало, требуется квалификация. Чтобы быть причисленным к составу избранных, надо не просто опубликоваться в журналах и получить известность. Но и пройти специальную аттестационную комиссию. В составе моей, например, присутствовала сама Наталья Дурова, знаменитая дрессировщица. Только потом я узнал, что она еще и детские книжки пишет. Прохожу вдоль кованой ограды, вбегая вверх по мраморной лестнице, которую можно снимать в кино про балы и дворянские усадьбы, и погружаясь в круговорот людей и кабинетов. В редакторской висит густой сигаретный дым, постоянно звонят телефоны, и по ним отвечают сразу несколько голосов. Место Костя Синицына пустует, его блондинистая коллега из-за соседнего стола пожимает плечами, и я ухожу на поиски, ныряя обратно в людской поток. — Евстигнеев, ты почему без носков? — Слышу за спиной строгий женский голос. На мне по случаю жары надеты сандалеты. Прошу не путать эту обувь с несерьезными сандалиями. Сандалеты практически то же самое, что и туфли, но с многочисленными прорезями, позволяющими ноге дышать. Сейчас в таких на улице каждый второй, если не каждый первый. Разнообразия в одежде и обуви вообще маловато. Но это не может испортить мне впечатление от возвращения в сильное и молодое тело. К тому же, в отличие от большинства жертв, в фабрике Скороход, воспетой журналом «Крокодил», у меня на ногах чехословацкие цеба. К ним я надел легкие парусиновые брюки и рубашку пола, которую все в то время почему-то называли «бобочкой» с лихим якорем на нагрудном кармане. Передо мной возвышается Просковья Валучик, поэтесса и общественница, дама баскетбольного роста и рубенсовских статей. Творит она под псевдонимом «Зинаида Фабричная». «Завод гудел своими трубами, и ты сказал в потоке дней, пускай ты, Зинаида, люба мне, на пятилетку выполнить важней». Так начиналось первое стихотворение ее сборника. Сколько лет прошло, до сих пор помню. Внутри ее монументального тела скрывается большое и впечатлительное сердце. Но годы, проведенные в роли школьного завуча, дают о себе знать. Просковья терпеть не может беспорядок. «Я тебе больше того скажу, Просковья. Я продвигаюсь к ее уху. По последней парижской моде не только носков, но и трусов носить не полагается». «Вот ты, охламон!» Он совеет она. «Врешь ведь?» «А ты у Фима Егорова спроси. Хохочу. Он там недавно в командировке был». «Вот, малохольные!» Качает головой Просковья. «Не знаю, кого она так называет. Меня с Фимой. Или легкомысленных французов. Ефим действительно ездил этой зимой в Париж в составе советской культурной делегации. Оттуда он привез красный нейлоновый плащ для Алены, на который ушла половина моего гонорара за последнюю повесть. Писатели вообще живут не как все нормальные люди. Если обычные трудящиеся каждый божий день ходят на работу и получают зарплату, то писатели кажутся беззаботными словно птицы. Никакого распорядка и трудовой дисциплины, никаких статей за тунеядство. Зато гонорары такие, что можно на них автомобиль купить. Ну, ладно, автомобиль — это только у писателей из первой обоймы, с миллионными тиражами, государственными премиями и прочими регалиями. У середнячков — на мотоцикл. Или, в лучшем случае, на мопед. Вот только капы. Такой гонорар не каждый месяц, а хорошо, если раз в полгода. Какая-нибудь повесть или даже простой рассказ должны отлежаться, проверяться на актуальность и идеологическое соответствие. Так что писатели живут как студенты сначала по принципу правой руки, когда в ресторане заказываешь, закрывая ладонью цены, потом по принципу левой, когда прикрываешь название и смотришь, на что хватит денег, а затем волчка. Покрутишься, покрутишься и уходишь. Правда, ко мне это не относилось. У меня был свой способ безбедного существования между гонорарами, который позже и сослужил мне дурную службу. — Федя, дай четвертной взаймы, — ловит меня за пуговицу Феликс Забавлин, детский писатель-сказочник. У него округлое добродушное лицо и такие же круглые очки с большими диоптерами. Настоящего имени Забавлина уже никто не помнит. — Федя, в лесу съел медведя, — говорю, — а я, Федор Михайлович. К своему имени я отношусь трепетно еще с детского сада. Сколько с тех пор носов было разбито не счесть. — Хорошо, Михалыч, — покладисто соглашается Забавлин, — ты, главное, одолжи. Веронике сапоги предложили, новые, югославские, а я тебе со следующего гонорара верну. — Вот, сказку несу новую. Тебе почитать? Детский писатель Феликс Забавлин был твердым и окончательным подкаблучником. Если бы не жена Вероника, так бы и прозябал на последних страницах журнала «Мурзилка». Но растущие потребности супруги выявили Забавлина на невероятную продуктивность. Как говорится, за каждым успешным мужчиной стоит очень неудовлетворенная женщина. Я имею в виду материально неудовлетворенная. Откуда у меня деньги, Феликс? Говорю. Я уже полгода ничего не публикую. На новую книгу материал собираю. Так все уже знают, что ты вчера Лотарева с Юшкиным в проферанс обнес. Потирает ладони Забавлин. Юшкин на силу при своих остался. А Лотарева жена из дома выгнала. Во как, говорю. А я думал, мы в доме писателей пили. Пили, охотно подтверждает Забавлин. Лотарев гонорар свой отмещал. Потом ресторан закрылся, и вы к Юшкину поехали. А уж что дальше было, история умалчивает. Странно, не помню я в своей прошлой жизни подобного эпизода. Хотя в произошедшее охотно верю. Расписать пулю было любимым развлечением. А азарт, который не находил выхода в размеренной советской жизни, в таких случаях зашкаливал. Даже в дружеской партии по копейке за вист можно было проиграть несколько червонцев. А уж если ставки росли. Уже в школе я обладал прекрасной памятью и мог перемножать в уме многозначные числа. Мне пророчили карьеру в математике, но свою роль сыграло врожденное упрямство. Я не хотел становиться вундеркиндом и цирковым медведем, на которого сбегается посмотреть, как на диковину. Поэтому свои способности перестал выпячивать. И со временем все решили, что ничего такого у меня и не осталось. Подростковый возраст он такой. У одних голос ломается, а у других цифры из головы вылетают. Но мои способности никуда не делись. Более того, я нашел им отличное применение. Отточил до совершенства. Все началось с пионерского лагеря «Елочка». Мой сосед по комнате огненно-рыжий, Коля Жук, предложил разыграть ежедневное дежурство в подкидного дурака. «Кто продует, тот и полы моет», — заявил он, вытаскивая засаленную колоду. Выгода была очевидна. С тех пор я не проигрывал в карты никогда. Кстати, дома я денег не нашел. Ни иначе, как Алена, не совладав с жадностью, решила прихватить их в качестве выходного пособия. Легко достались, легко расстались. Синицын тоже вчера с нами пил? Уточняю внезапно возникшую идею. «А куда он денется?» — отвечает Забавлен. «Эй, ты куда? А четвертной?» — кричит он уже мне в спину. Костю Синицына я нахожу в буфете. Он поправляет свое здоровье бутылкой нарзана и бутербродами с солями. Перед ним стоит блюдце с винегретом, на которое Костя поглядывает с явным отвращением. Хотя современный писательский буфет и уступает описанному Булгаковым Грибоедову. Осетрину тут не получишь в любой свежести. Но за многие деликатесы из меню большинство граждан готовы были бы стоять в очереди хоть несколько суток. А как готовят? Одно только заливное из судака или пожарские котлеты чего стоят. А уж что говорить о главном зале ресторана Дома Литератора в Дубовом. Стены здесь отделаны массивными панелями резного дерева. Вдоль одной из них тянется резная лестница на второй этаж. А рядом с ней красуется самый настоящий камин, не горящий по причине жаркой погоды. Дубовый зал ресторана Дома Литераторов. Во втором по размерам зале пестром располагается длинная барная стойка, специально для любителей формата 50 грамм и бутерброд. «О, молодые, будьте стойкие при виде ресторанной стойки!» Писал об этом месте советский поэт Расул Гамзатов. Балует сторона своих писателей. Это и понятно. Находясь в тепличном мерке буфетов, банкетов и ведомственных командировок, гораздо легче поверить, что все идет по плану, и скоро наступит коммунизм и всеобщее процветание, так как книги получаются бодрее и оптимистичнее. Кстати, попасть сюда можно только по заветным членским корочкам. Ходит легенда, что однажды сюда не пустили самого Анастаса Микояна, хотя тот занимал высокий партийный пост и, более того, был приглашен на мероприятие. «Будешь, Силас, Костя продвигает мне блюдце с винегретом. Я сам не осилю». «Спасибо, говорю, я позавтракал». «Везет тебе». Обличительно указывает на меня бутербродом Синицын. Мало того, что увел в плен первую красавицу столичного дома моды, так она ему еще и завтраки готовит. Я себе и сам могу приготовить, не соглашаюсь я. Костя не случайно считается одним из лучших редакторов в Союзе. Намеки и детали он ловит на раз. «Поругались?» — спрашивает он. «Видимо», — пожимаю плечами. Подробностей добавить не могу. Все не прошли мимо меня. В прошлой жизни столь серьезной ссоры с Аленой у меня перед командировкой не случалось, хотя мелкие стычки происходили регулярно. Моя избранница отличалась на редкость склочным и истеричным характером. «И зачем я терпел эту дуру?» — приходит в голову. «Ради престижа, наверное, чтоб такие, как Костя, мне завидовали». Алена была чрезвычайно хороша собой. Жгучая брюнетка с загадочными темными глазами и весьма аппетитной фигурой. Каноны женской красоты в начале 70-х были куда гуманнее, и по подиумам ходили не костлявые вешалки, а весьма симпатичные девушки с нормальными человеческими пропорциями. Не зря она бросила филологический факультет ради карьеры модели. В Советском Союзе, между прочим, весьма уважаемой и почетной. Советская мода гремела в Европе, и для девушек это был шанс увидеть далекую и запретную заграницу и прикоснуться к местным материальным благам. Но и престиж, куда же без него. Внешне моя избранница была похожа на модную в то время Софи Лорен, а еще больше на знаменитую модель 60-х Регину Збарскую, которую западная пресса называла самым красивым оружием Кремля. Регина Збарская, советская манекенщица 60-х-70-х годов. — Ушла? — участливо интересуется Синицын. — Ты из-за этого в командировку ехать не хочешь? — Нет, конечно, — говорю. — Ну а почему тогда? — На лице у Синицына проступает сочувственно понимающее выражение, за которое хочется съездить ему по физиономии. — Просто планы поменялись. Импровизирую я, но не слишком удачно. — Ну что это за тема виноделия? Лучше про нефтяников написать или про геологов. — Михалыч, ты дурак? — говорит Костя с искренним сочувствием. — Тебе охота в тайге гнус кормить? — Три месяца, в Крыму, на всем готовом. Вино, пляж. — Да я бы черту душу заложил, лишь бы в такую поездку смотаться. — Ялта, где растет золотой виноград. На нас оборачивается, причем некоторые с откровенной завистью. Слухи про мою командировку просочились глубоко в писательской среде. Наверняка не один труженик блокнота и пишущей машинки стучал дома по столу, говоря, «Меня, заслуженного человека, к пчеловодам в тамбов отправляют. А этого прыщелыгу, который в союзе писателей безгоду недели в Крым вино пить и на солнышке греться. Ни одной резонной причины для отказа у меня нет, но и двигаться навстречу слепой судьбе, сотворившей из меня калеку, не хочу, поэтому упираюсь изо всех сил». — Костя, — говорю, — ну не могу я. Долго объясняют, но это чистая правда. Может поменяться с кем-то. Любой согласится на три месяца в Ялту поехать. Синица мотает головой. — Главный тобой уже на всех уровнях похвастался, — объясняет, — и на краевом, и на республиканском. Едет, мол, к вам наше юное дарование, лучше из лучших. Ты сам соображаешь, что говоришь. Как он другого пошлет? Иди сам с ним разговаривай. Главный — это оргсекретарь Союза писателей Сергей Сергеевич Бондарь. Человек с армейской выправкой и понимающим взглядом. Злые языки утверждают, что выправка не случайна, и Сергей Сергеевич имеет звание полковника. Причем в тех службах, где погоны носить не принято. Ни одной книги за его авторством я так и не читал. Если по всему зданию царит шум и суета, то коридор напротив его кабинета с медной табличкой пуст. Такое чувство, что здесь даже температура воздуха на несколько градусов ниже. Когда стоишь перед дверью, слегка знобит. — Федор, заходи и присаживайся. С ласковой отеческой улыбкой приветствует меня Бондарь. — Как твоя командировка? Уже оформил? Смотри и не затягивай. Кабинет у Бондаря смотрится представительно. Посредине огромный стол буквы «Т», обтянутый зеленым сукном. На нем ни единой бумажки, только медный канцелярский набор с пресс-папье и лампа со светло-зеленым абажуром, как в Ленинке. Дорогой Леонид Ильич на портрете — молод, бодр и чернобров. На его груди всего две скромных звездочки. Сбоку стоят сразу три телефона — черный, желтый и красный. Когда у Бондаря звонил черный телефон, он просил всех выйти, даже если шло совещание. Красный при мне не звонил ни разу. — Я как раз по этому поводу говорю. Я не могу поехать по личным обстоятельствам. — Да ты смеешься? Бондарь хлопает к ладони по столу. Какие могут быть личные обстоятельства? Тебя уже люди ждут. Я их лично просил о твоей персоне. — Черт, я думал, что найти желающего поехать вместо меня в Крым будет легко. Пошел по пути наименьшего сопротивления. То ли в этой моей командировке и правда замешаны административные рычаги, которых я не знал, то ли сам поток времени толкает меня на уже накатанные рельсы. Может, я поменяюсь с кем-то? Понимаю, что мои слова выглядят и правда каким-то глупым капризом. — А что? Голос Бондаря становится вкратчивым. — Могу тебя с Юшкиным поменять. Улетишь через неделю в анадырь. Писать повести про жизнь оленеводов за полярным кругом. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Оргсекретарь пристает и начинает приплясывать, от чего мне становится немного жутко. — На полгода! — выкрикивает он, чтобы лучше тему изучил. — Не люблю, когда меня гнут через колено. В целом я человек дружелюбный и не злой. Но чем больше на меня действия, тем сильнее оказывается противодействие. Да и после всего пережитого, крики оргсекретаря выглядят для меня как дурно сыгранная пьеса. — Отправляйте, — говорю, — воля ваша. Партия сказала надо, комсомол ответил есть. За полярным кругом тоже люди живут. Наши, между прочим, советские люди. Бондарь, понимая, что кавалерийским наскоком ничего не добиться, тут же меняет тон. Не нужен я ему в анадоре, а в Ялте нужен. — Что ты, милый друг, совсем скис? Моментально переключается он на сочувственный тон. Устал, перегрелся, творческий кризис. Ты пока с выводами не торопись. Сходи в Прагу, поговори с людьми, выпей вина. Туда ж самое лучшее привезли. Я тебе даже завидую, дегустатор. Сергей Сергеевич, все, никаких возражений. Довольный собой, Бондарь хлопает в ладоши. Федор Михайлович, шагай на дегустацию. А после мы с тобой о командировке поговорим. На трезвую, так сказать, голову. Глава третья. Как там говорил товарищ Ленин, чтобы ему в мавзолее икалось? Объективные законы развития общества? По-моему, так. Исходя из этих объективных законов, мне, как ни крути, нужно вечером в Прагу. Как я не старался соскочить с этого мероприятия, ничего не получилось. Это не отменяет того факта, что я очень не хочу ехать в Крым. Но еще больше я не хочу подводить Костю и тем более навлечь на себя гнев Бондаря. Он, Бондарь, запросто может устроить мне такую сладкую жизнь, что небосовщинку покажется. Я, конечно, могу хорохориться и даже пойти на принцип. Но спастись от проблем, сломав себе карьера, тоже вариант так себе. Устроить, что ли, в Праге дебош, такой основательный в лучших традициях советских литераторов времен НЭПа, пойти по стопам Есенина, так сказать, накидаться в дым и начать приставать к присутствующим дамам с разными скабрезностями. Да, мы там наверняка будут. Лучший ресторан Москвы, крымские виноделы, работники Мосторга и элитного столичного же общепития. Сто процентов как минимум пяток, а то и больше красоток. Из общесоюзного дома модели одежды в просторечии московский дом моды там точно будут. А девочки в этом, пардон, бледушники соответствующие. Я лично с некоторыми вводил очень тесное знакомство. Год назад именно там я встретил Алену. Московский дом моды. Я только что сдал свою первую рукопись в издательство, и Бондарь, восхищенный глубиной смысла в богатством слова, и там еще много восторгов было, тут же выдал мне новое задание. Сто процентов этому хрена запал в память визит столицы самого передового государства рабочих и крестьян, модели крестьян Диор в пятьдесят девятом. И он захотел роман, ну или пояс на худой конец, о наших красотках из этой индустрии. Советская мода все последние десятилетия на подъеме. Принцип «все лучшее советское» очень удобно демонстрировать с помощью красивых девушек. Только что закончился показ. Мини-бикини шестьдесят девять, та сценка из бриллиантовой руки, была, как говорится, основана на реальных событиях, и меня, как писателя, пропустили за кулисы. Сыграли знакомства в писательской среде, да и вообще парень я всегда был очень видный, бабе и магнит, так и таких, как я, говорили. — Так ты писатель? — удивилась моя новая знакомая. Я сразу запомнил имя Алена. Очень соответствует популярному стилю под русскую старину. Совершенно фантастическая девушка с ногами от ушей, высокой грудью и полной противоположными официозу взглядами на то, какая должна быть советская комсомолка. — Именно так, милая, — подтвердил я. — Как раз сейчас пишу производственный роман про парский путь самых красивых девушек Советского Союза. И мне нужна муза. — Федя, ты меня смущаешь, — зарделась она. Таким, как она, я всегда прощал Федю. Федор Михайлович или, не дай бог, Федор Михайлович в постели звучат, но очень нелепо. — Ну, а что, каждому времени нужен свой символ, — соловьем заливался я. Ты же видел репродукцию картины «Свобода ведущая народ». Чем ты хуже модели, которая для нее позировала? А девочка молодец, культурный уровень у нее на уровне. Но как же мило она смущается. Таким красоткам очень идут румяные щечки. После этого я повел ее в ту же Прагу. Кошелек с гонораром у меня в кармане пиджака это позволял, и к концу вечера смущение и след простыл. А уж какая она стала, когда мы приехали на такси ко мне. Так меня за ночь никто не уматывал. С тех пор Алена и задержалась в моей жизни на целый год. В общем, да, надо будет как следует дать джазу в Праге вечером. Глядишь, и проблема исчезнет. Из дома Ростовых я решаю тоже возвращаться пешком. Обычные люди, те, кто привык ходить на своих двоих, не понимают этого кайфа. Пройтись по майской Москве, чувствовать асфальт мостовой под своими ногами и улыбаться по летним одетым девушкам. А их в моем любимом городе просто аномальное количество. Сказывается наш вечный русский центризм. Так уж заведено, что столица — это центр притяжения тысячи тысяч молодых парней и девчонок. В покинутом мною времени вузов в Москве было две с половиной сотни. Сейчас меньше, но все равно их очень много. А в них очень много студенток. И на тротуарах центра сейчас самый настоящий цветник. Так что, несмотря на думы горькие, прогулка до дома у меня вышла приятная. И она была тем более приятной, потому что я не ловил на себе взгляды полной брезгливой жалости. Как ни крути, но советское общество в базе своей создано исключительно для здоровых людей. Такие, как я, после той истории в Крыму в это общество не вписывались органически. Не предусмотрены были в светлом коммунистическом обществе инвалиды-колясочники. Нас, а я все еще нутром воспринимал себя как инвалида, как и безруких, безногих ветеранов войны, которые вообще-то свое здоровье отдали за то, чтобы вот эти девочки на московских улицах наслаждались солнцем, а не отрабатывали своим телом рабскую пайку в немецких борделях, вкупе с больными детьми, не должно было существовать в природе. Не вписывались мы в светлое коммунистическое завтра. Но это все лирика. Ласковое московское солнце светит так, что мои мысли кажутся брюзжанием. В любом случае мне предоставлен новый шанс. Раз уж от банкета в Праге мне не отвертеться, то выглядеть на нем нужно соответствующе. Благо, что я пока ходил-то старался следить за своим гардеробом. Я не помню, как одевался в 72-м, но краткая инспекция гардероба показала, что все не безнадежно. Парочку двубортных костюмов из катастрофически грубой ткани по меркам 20-х годов 21-го века, конечно, я отметаю сразу. И цвет, и фасон были такие, что в них впору на похороны идти, а не на светское мероприятие. Куда только смотрели мои глаза, когда я их покупал. А впрочем, сейчас время развитого социализма, так сейчас многие ходят. Твидовая двойка, висевшая рядом с похоронными костюмами, больше отвечала моим представлениям о прекрасном. Фасон очень неплох. Но вот сама ткань. Тяжелая, очень плохо дышащая. Спасибо, но нет. Спасением стали пиджак и брюки, занимавшие сиротское место в самом углу платяного шкафа. Льняные, о чем свидетельствовали бирки, те, которые на самом деле инструкции для женщин, как эту вещь стирать и как за ней ухаживать. Лен это очень хорошо. Легкий, удобный. Он, конечно, мнется, но это все равно. Свет тоже вполне соответствовал моим взглядам на прекрасное. Серый такой, то, что надо. Подобрать рубашку не составило особого труда. Как сейчас помню, мы с Аленой полгода назад устроили настоящий набег на двухсотую секцию ГУМа. Спасибо родному союзу писателей за пропуск в это благословенное место. Мы там купили для меня сразу четыре одинаковые польские рубашки, белые и очень приятные на ощупь. Там же и тогда же я приобрел югославские туфли. Не черные, как принято сейчас, а не кондиционного бежевого цвета. Я практически определяюсь с одеждой, и остался последний штрих, он же непременный атрибут любого уважающего себя советского мужчины – галстук. С ним натуральная беда. Все, что находится в моем платиновом шкафу, просто отвратительно. Понятное дело, что сейчас такая мода, но все, абсолютно все галстуки соответствуют времени. Они короткие и очень широкие, вот прям очень. Я в них словно клоун на арене цирка, что на цветном бульваре. Как я с ними не колдовал, как не прикидывал, но все равно получается какая-то порнография. В любом случае выглядит очень глупо. В итоге я решаю плюнуть на этот атрибут мужского костюма и обойтись без него. Буду фрондировать окружающих, хотя на этот момент это почти бунтарство. Но я же скандалить собираюсь. Мне можно. Определившись с одеждой, я иду в ванную. Щетина на моей физии буквально кричит, что надо с ней что-то сделать. Время, когда трехдневные небриты считаются нормой, еще не пришло. Там меня ждет простое советское мыло, помазок и опасная бритва с броским названием «жилет». Даже странно, что я не помню, что она у меня была, вернее, есть. Но руки помнят, как этой устрашающей острой штукой пользоваться. Я даже не порезался. Закончил с мыльно-рыльными процедурами, спрыскиваю лицо шипром и отправляюсь гладить рубашку и брюки. Бритвенно-острые стрелки на брюках — это обязательный стандарт. Марля, через которую и полагается гладить брюки именно там, где и должна быть, висит на гладильной доске, которая примастилась за диваном. Через час после того, как я зашел домой, все готово. Смотрю на себя в зеркало в прихожей и понимаю, что лучше уже не сделать. Каблуки-туфель, конечно, высоковато, но сейчас других и нет. В общем, все готово. Разврат-то готов. Как сказал герой Василия Шукшина в известном фильме. У двери Праги уже выстраивается приличная очередь. Молодые парни с нарядно одетыми девушками и люди постарше терпеливо ждут, когда освободятся посадочные места. Хотя девять залов Праги могут вместить больше тысячи человек, желающих попасть в этот легендарный ресторан всегда больше, особенно по вечерам. Конкретно эти граждане по какой-то причине не прошли фейс-контроль сурового белобородого швейцара. Для меня до сих пор остается загадкой, как он определяет, кого пустить внутрь, а кого оставить у вечно ожидающих. — Молодой человек, вы куда? Вас здесь не стояло, — слышу сзади возмущенные голоса. Виде меня суровый страж расплывается в улыбке, распахивает дверь. — Добрый вечер, Федор Михайлович. — Добрый, Тимофей Кузьмич. Я пожимаю ему руку в белой перчатке, и пятирублевая купюра по волшебству меняет владельца. Это не взятка, скорее ритуал. Многим сюда не попасть и за пятьдесят рублей. Сегодня я на работе, и мог бы вообще не платить, но зачем обижать уважаемого человека? — Где дегустация проходит, — уточняю у швейцара. — В зеркальном зале, — поясняет он. — Началось уже. Оказываюсь в фойе и чувствую укол страха внутри. Еще несколько часов назад меня, немощного старика, закатывали сюда на инвалидной коляске. — Боюсь того, что все вокруг окажется бредом, и я вдруг приду в себя, понимая, что отчаянно этого не хочу. Хорошо, что дегустация организована не в королевском зале, где проходила игра. Там бы мне было совсем не по себе. Ресторан «Прага» — зеркальный зал. Дегустация устроена по случаю невероятного события. В конце мая в Москву прибудет президент США Ричард Никсон. Кормить его предстоит поварам из Праги, которые, в числе прочего, обслуживали Большой Кремлевский дворец. А вот за право поить гостя развернулось настоящее сражение. Производители вин прекрасно понимали, что после договоров о дружбе и разоружении между двумя странами могут быть подписаны торговые соглашения. Так что, распитая за успех переговоров, бутылка вина может проложить путь к экспорту, что поднимет престиж предприятия на небывалую высоту. Так что формально дегустация сама по себе, а Никсон сам по себе. Но по факту и сами виноделы, и экспертные жюри держат нос по ветру. Зеркальным рябеет в глазах от бутылок с вином и красивых девушек. Совершенно чумовое сочетание, и хитрые винозаводчики прекрасно это понимают. Великаны, такие как Массандра, Инкерман и Нима Гарач, выставляют целые стенды со своей продукцией. Представляете себе, научно-исследовательский институт, который занимается изучением вина. Хотел бы я там защитить хотя бы кандидатскую диссертацию. Не сильно отстают от них и предприятия помельче. В Крыму едва ли не каждый совхоз сделает свое вино, и зачастую отличного качества. Мускат белого и красного камня, крымская Мадера, черный доктор, качинская Каберне. Глаза разбегаются от этого великолепия. Как говорится в анекдоте, все такое вкусное. — Михалыч! — слышу громкие, уже слегка нетрезвые голоса. — Ты чего там застрял? Подгребай к нам! Из-за столика машет мне Костя Синицын. Рядом с ним Володя Лотарев и Толик Юшкин. Вся наша компания в сборе. — А вы здесь чего? — Удивляюсь. — Главный прислал. За тобой присмотреть. Комментирует Костя. Ему такие мероприятия в новинку, и Синицын непрерывно вертит головой. Пускай ресторан СДТ не уступит Праге в изобилии блюд, но вот количество красивых девушек вводит его в ступор. — Спасать тебя пришли, — заявляет Лотарев. Бондарь так и сказал. Загинается, мол, ваш брат-писатель, от любви. Долговязый губастый Володя Лотарев похож на троечника из Яралаша. От него все время ждешь, что он скажет какую-нибудь глупость, и он почти всегда оправдывает эти ожидания. Самым невероятным образом к нему моментально липнут совершенно незнакомые женщины. Мне кажется, он сам не знает, как это получается, и просто привык к происходящему. Вот и сейчас проходящая мимо блондинка в эффектном платье-тунике обновляет его бокал и одаривает кокетливой улыбкой. Это его качество приводит в бешенство Володькину, супругу. Она дико ревнует и регулярно выгоняет Лотарева из дома с фразой «Иди туда, где ночевал». Совершенно неэффективная, на мой взгляд, тактика, поскольку человека с такой магической способностью лучше держать под присмотром. Обычно Володька уходит жить на пару недель холостому Толику Юшкину. Ко мне было нельзя, у меня была Алена. — Номер двенадцать, вино десертное красное, — объявляет ведущий. — Ну, конечно же, это дегустация. Напитки пьются вслепую, после чего жюри выставляет оценки. Мнение остальных собравшихся коих, оказывается, не так мало, никого не интересует. Мы просто приобщаемся к прекрасному. — Старик, да ты что, скис? — хлопает меня по плечу Юшкин. — Не сошел со свет клином на твоей Алене. Вон какие вокруг королевишны порхают. Проворная невысокая брюнетка приносит мне бокал и наливает туда немного вина из бутылки без этикетки. При этом она с любопытством стреляет глазками. Девчонки и правда симпатичные. Нет в них ни холодного высокомерия вышкаленных официанток, ни хищной любезности постоянных посетительниц, которых швейцарам велено пускать для атмосферы. Дорогие гости, заверяю вас, что все девушки, которые помогают нам на сегодняшнем мероприятии, являются сотрудницами винодельческих предприятий. Прошу относиться к ним вежливо и уважительно, а сейчас поприветствовать аплодисментами, объявляет ведущий. Костя и Торик громко хлопают, Лотарев свистит, хулиганский засунув в рот два пальца. Брюнетка рядом с нами мило краснеет. Черт, я ж хотел скандал устроить, дебош. К таким невинным созданиям и приставать как-то неудобно. Или наоборот, винным, ведь они работают на винзаводах. Крепкое бархатистое вино постепенно обволакивает мозг своими парами. Отсюда и странные мысли. Помню только, что в прошлой жизни нашей гоп-компании на дегустации не было, и прошла она чинно и благородно. «Заокоска дрянь», — заявляет Лотарев. На блюдцах на столике разложены слабосоленый сыр и безвкусное печенье. В открытых бутылках стоит минеральная вода. «Милая, выручай!» — Лотарев ловит за локоть пробегающую блондинку. Та внимательно слушает, чуть наклонившись вперед, так что из-под туники выглядывает эффектная грудь. «Можно нам какой-нибудь нарезочки, колбаски?» «Заокоска должна быть нейтральной по вкусу, чтобы оттенять букет вина», — объясняет она. «А вы правда на винзаводе работаете?» — вступает Коля Синицын. «А кем, если не секрет?» «Правда. Она смущается. Я лаборант». «Вот!» — пихает меня локтем Костя. «Тебе же надо пообщаться с работниками, обзавестись контактами». «А у нас тут товарищ?» — подхватывает Юшкин. «Он знаменитый писатель». «Я, правда, тоже знаменитый писатель, но он еще знаменитее». Блондинка впивается в меня заинтересованным взглядом. «Он знаменитый», — пихая пальцем в Юшкина, и как раз пишет книгу про виноделов. «Нет, он!» — Юшкин возмущен моим коварным маневром. «Юля!» — разносится над нашим столиком строгий голос. «Ты почему от работы отвлекаешься? Мы сюда не веселиться приехали». Рядом с нашим столиком возникает мужчина с простым, даже, я бы сказал, крестьянским лицом, но в дорогом импортном костюме. «Вот вроде бы и фасон тот же, что висит в секциях мужской одежды наших магазинов, но качество пошивы, самое главное, ткань, сразу выдают импорт. И, скорее всего, не из стран народной демократии, а из стана идеологических противников лучшей в мире страны. На ласкане костюма прицеплен прекрасно узнаваемый значок депутата Верховного Совета СССР». «Тут товарищи говорят, что они писатели», — оправдывается блондинка. «Что-то про виноделов пишут». «Нехорошо, товарищи», — качает головой депутат. «Просили же к девушкам не приставать. Зачем же вы им головы морочите? Это вы тут развлекаетесь, а они работают, большое дело делают, не то что некоторые». Он с осуждением окидывает меня взглядом. Видимо, мужчина без галстука на официальном мероприятии не вписывается в картину мира товарища депутата. «Сергей Геннадьевич, а вы меня не узнаете?» — спрашивает Юшкин. Тот прищуривается, а потом радостно вскидывает брови. «Юшкин Толя, правильно? Значит, не соврали бисовы души и, правда, писатели. Юленька, неси наше марочное». «А как же дегустации, Сергей Геннадьевич?» — удивляется блондинка. «Без тебя обойдутся», — отмахивает сон. «Эти ребята для нашего совхоза могут сделать очень и очень многое». С этого момента наш столик откалывается, словно льдина от большого айсберга дегустации, и отправляется в гордое одиночное плавание. Сергей Геннадьевич Бубун оказался директором совхоза имени Сидора Артемьевича Ковпака, что в окрестностях Ялты. Не побоявшись конкуренции, наплевав на спущенный сверху план, он набрал технологов с агрономами и открыл собственное производство. Не иначе нашел поддержку в районном, а то и в Республиканском управлении сельского хозяйства. Но и без партийных органов наверняка не обошлось. Сейчас не то время, чтобы какому-то директору совхоза, пусть даже и депутату Верховного Совета СССР, позволили самоуправство. На международной выставке в Ялте в 70-м году наш Портвейн серебряную медаль взял. Гречится он. «Магарач обошел!» «Инкермановских обошел!» Интуиция подает неотчаянные знаки. Не тот ли это товарищ, которому наш главный наобещал писателя? И то ли Кьюшкин слишком подозрительно оказывается с ним знаком? «Портвейн — это хорошо!» — ловит ключевое слово Лотарев. Без Портвейшка в душе тоска, ни тверд, ни разум, ни рука. Юля смотрит на Лотарева с обожанием. Юля, неси Портвейн. Командует депутат. Блондинка по какой-то причине в одиночку не справляется. Вместе с ней появляется брюнетистая и фигуристая Галя. Скорее всего, Галя не хочется бегать с бутылками по залу и хочется посмотреть на писателей. Компания к ее появлению относится с большим одобрением. «Толя!» — говорю, когда депутат покидает нас на время по естественной надобности. Это судьба. Вы с товарищем Бубоном практически приятели. Девушки у него на заводе вон какие знойные. Езжай вместо меня!» Юшкин внимательно разглядывает черноглазую Галю через бокал с Портвейном. «Да и черт с тобой!» — соглашается вдруг он. «Поеду. Раз уж ты такой баран, что с тобой поделать?» Я вздыхаю, словно с плеч падает груз весом в тысячу тонн. «Полегчало?» — Лотарев опрокидывает мне в бокал остатки Портвейна из бутылки. Чокаюсь с ним и пью до дна. Мне действительно полегчало. В этот момент мне кажется, что Лотарев подмигивает Толику, но списываю это на пьяную гримасу. Тем более, что он и Юли подмигивает сразу после этого. Та демонстрирует пример чтения мыслей на расстоянии и без единого слова отправляется за следующей бутылкой. Дегустация неожиданно заканчивается, но нам это не мешает. Из зеркального зала мы плавно перемещаемся в зимний сад. А к аскетической закуске добавляются фрукты и, кажется, дичь. Мы танцуем. Я с Галей, а Толик с блондинкой. Депутат что-то втолковывает Костю Синицыну, а Лотарев спит, положив курчавую голову на скатерть. Потом я помню заднее сиденье такси. Такой теплый, в то же время немного пыльный запах бывает только в такси. После меня куда-то тащат. Ключ под ковриком. Бормочу я на тот случай, если тащат домой. Тыдых-тыдых. Тыдых-тыдых. Мою постель почему-то ритмично покачивает. Открываю глаза и вижу нависающий столик и узкую полоску окна, в котором проносятся березки. Какого хрена я оказался в поезде? Глава четвертая. Серега, открой окно, а то тут такой духан стоит, что можно топор вешать. Слышу я голоса. Открываю глаза и голову буквально пронзает болью. Толком еще ничего не соображаю, на автомате спрашиваю. Где я? Ответом мне становится смех сразу двоих. Но ты, мужик, даешь? Ты в поезде Москва-Симферополь. Это же надо так нажраться и не помнить, как в поезд сел. С трудом я сажусь, голова просто раскалывается. А во рту очень гадкое ощущение, да еще и пить хочется. И да, я в поезде. Купы, если быть точным. Четыре полки, обитые коричневым дерматином. Сетчатые полочки под полотенце. Столик, на котором разложена какая-то снять осветительные плафоны тусклого пластика. Перестук колес. Весело мелькающие за окном столбы и деревья. Ну и два моих попутчика. Одного из них, как я понимаю, зовут Серега. Мужики, есть что попить? Спрашиваю я, кряхтя сажусь. Держи, болезный, отвечает мне один и, порывшись в сумке, достает оттуда стеклянную бутылку из синтуков. Володь, ну что ты ему минералку суешь, не видишь, что ли, что человек очень плохо от того, что вчера было хорошо? Тут надо поправлять здоровье совсем другими методами. И как звать-то тебя, болезный? Федор, мой голос буквально скрипит, как несмазанная телега. Но можно просто, Михалыч. Надо отдать должное этому Володе. Он сразу все понимает, и через секунду вместо зеленой бутылки минералки появляются сразу две другие, на сей раз уже коричневые. Держи, Федор, говорит Серега невысокий и плотно сбитый мужик, лет примерно на пять-семь меня старше. Это рижское пиво, дежелус. Корешок из Латвии привез целый ящик. — Управляй здоровьем, не стесняйся. Он ловким движением сбивает пробку прямо об столик, проигнорировав специальную открывашку под ним, и протягивает мне пиво. Видимо, его только недавно вынули из холодильника, так как бутылка запотевшая. Обычно я не похмеляюсь, не имею такой привычки, но сейчас голова работает словно троящий движок с перебоями. Поэтому, как в тумане, беру привет из Латвии и делаю сразу несколько больших глотков. Я небольшой любитель темного пива. Вернее, я его люблю, но предпочитаю пить Портера в более камерной обстановке. Но сейчас это то, что нужно. Характерная для Портера сладость карамелизированного солода смывает мерзкий привкус изо рта, а достаточно крепкий градус разгоняет из головы похмельную муть. Березки за окном перестают опасно раскачиваться, словно я стою на штормовой палубе, а колеса стучат не по вискам, а как им и положено по стыкам рельсов. — Ну что, полегчало? — учасовым голосом спрашивает Серега. — Есть такое дело, — отвечаю. — Ну вот и славно, — кивает он. — Теперь тебе бы еще в вагоне ресторана ничего-нибудь навернуть, желательно мясного и горяченького. И все, считай, что заново родился. А лучше бабу, как хочет он. — Ну а где ее сейчас найдешь? — Спасибо, — отвечаю я, — сколько с меня за пива. Мой пиджак, в котором я отправился в Прагу, висит на крючке рядом с окном. Нагнувшись и посмотрев под стол, я вижу еще и свой парусиновый чемодан с медными уголками. Все страньше и страньше, как говорила Алиса. — Да хорош тебе, мужик, медицина у нас бесплатная, — смеется Володя. Исключительно дружелюбные и приятные попутчики мне достались. Их голоса кажутся мне смутно знакомыми, и эта мысль не дает мне покоя, словно в памяти сидит какая-то заноза. Но будем разбираться с проблемами по мере их поступления. — Спасибо, парни. Пойду-ка я в тамбуре постою, проветрусь немного. Сначала надо узнать, как я вообще попал в этот поезд. И лучший способ для этого — прямо сейчас подойти к проводнику, ну или к проводнице. Без их участия мое, несомненно, бесчувственное тело не могло оказаться в этом купе. Я беру свой пиджак, по идее сигареты, а также документы и билет должны быть в нем, и выхожу в коридор. Поезд идет уже несколько часов, так что вагон уже приобрел черты места обжитого и освоенного с точки зрения дорожного быта. Это, конечно, не плацхард, где к финалу поездки попутчики становятся практически родственниками. Уровень комфорта и уединения здесь другой. Но уже носятся по коридору дети, которым трудно усидеть несколько часов в одной клетушке. Сейчас нет гаджетов, которые можно уткнуть чадо-носом, передоверив его воспитание авторам туповатых мультиков. Как и все дети на свете, эти моментально знакомятся и сколачивают банду из двух девчонок лет десяти, пацана немного постарше и мелкого карапуза младше детсадовского возраста, который не совсем понимает, чем заняты старшие, но таскается за ними щенячим хвостиком. Мимо меня величаво проходят молодящиеся дамы лет пятидесяти в совершенно домашнем халате и меховых тапочках. Где-то в глубине вагона, ближе к туалету, слышен звон гитары и девичий смех. Двери в большинстве купе приоткрыты, кондиционеров не имеется, и таким образом создается естественная вентиляция. Благо, что окна и в купе, и в коридорах опущены и создают необходимый сквозняк. Надеваю пиджак и тут же запускаю руки в карманы. Так и есть мой щегольской, привезенный с Кубы одним из наших дипломатов и благополучно у него выигранный пару лет назад бумажник на месте. Как и командировочные, которые я получил крупными купюрами, путевкой в ведомственную гостиницу, два трояка пятерка, а также мелочь, примерно рубль мелкими монетами. Мое удостоверение члена Союза писателей оказывается во внутреннем кармане пиджака, а вместе с ним сложенный в четверо лист бумаги. Развернув его, я понимаю, что на самом деле надобность искать проводника пропала. Объяснение вот оно, я держу его в руках. Это, оказывается, записка, которую кто-то из моих друзей, скорее всего, Синицын, это его манера, оформил, пародируя казенные бумаги с их извечным канцеляритом. Да еще и на моей же печатной машинке напечатал Козлина. Это западающие вверх Л я ни с чем не перепутаю. Данная квитанция выдана для сопровождения мужского тела в количестве одной единицы, которая силами подсобных рабочих погружена в поезд Москва-Симферополь. Данное тело принадлежит молодому талантливому автору Федору Михайловичу Евстигнееву и направляется в Крым для написания шедевра советской литературы, а также для того, чтобы оно и тело проветрило мозги и привело их в порядок. Погрузка тела в поезд была произведена после консилиума, в котором принимали участие мы ниже подписавшиеся. Итогом консилиума стал вердикт, что данное мужское тело решило загубить свою карьеру из-за одной несознательной особы женского пола, которая своим поведением, несомненно, позорит высокое звание советской женщины и комсомолки. И ниже подписавшиеся приняли трудное, но необходимое решение довести вышеупомянутого товарища Евстигнеева до нужной кондиции, а потом, после того, как вышеупомянутый эту кондицию достигнет, погрузить его в поезд. Дальше идет дата и подписи. Ну и приписка, ручка и, видимо, сделанная уже в купе. Михалыч, ты, конечно, не обижайся, но ты чудак на букву М, раз решил отказаться от поездки в Крым ради того, чтобы вернуть Алену. Попей там вина как следует, загори до черноты и обязательно познакомься с девушкой, а лучше даже с несколькими. А вот уроды! Прошипел я и стукнул кулаком по окну в коридоре. Сами вы чудаки на букву М. В голове крутится еще много ругательств касательно моих друзей, но от их обдумывания меня отвлекает женский голос. Я вижу, вы проснулись, товарищ Евстигнеев. Оборачиваюсь и вижу дородную пожилую тетку в форме сотрудника Министерства путей сообщения. Очевидно, это проводница моего вагона. Да, все верно, говорю. Сказать по правде, я не собиралась пускать вас в поезд, строго говорит она. Мне вдребезги пьяные в моем вагоне не нужны. Так и не пускали бы, в сердцах отвечая ей. Ваши друзья оказались очень упорными и убедительными, объясняет она. Кроме того, за вас поручился сам товарищ Бугун, депутат Верховного Совета СССР. Он, как и вы, едет в Крым. — Пришлось пустить, но учтите, дебоша в поезде я не допущу. Обещаю, что буду паенькой. Я понимаю, что зря сорвался. Тем более представляю себе пьяных Лотарева с Юшкиным и от души ей сочувствую. Юшкин как-то раз убедил пилотов малой авиации за водкой на кукурузнике лететь, а здесь какой-то поезд. Тетка кивает и собирается уходить, но я ее останавливаю. А можно чаю? Простого, черного, покрепче и без сахара. — Конечно. Проводница уходит к себе, а я прохожу мимо ее купе в тамбур. Достаю сигареты, спички, пускаю дым в потолок, начиная думать. Наверняка мужики еще и главному сегодня доложили о том, что отправили таки строптивого меня в Ялту. Сходить с поезда в каком-нибудь Орле или в Курске с Харьковом — не вариант. Прослову ненадежным человеком и истеричкой. Физически останусь цел, зато репутация окажется с инвалидностью. Поезд, как говорится, ушел, и я внутри него, хотя что я мандражирую? Всего-то и нужно не повторять прошлых ошибок и держаться подальше от тех, кто в прошлый раз и привел меня на той Ялтинской шоссе. С этой светлой мыслью я возвращаюсь к купе. «Проветрился сосед?» — спрашивает меня Серега. «Усвежало в голове? Может, чтобы не скучать, в картишки перекинемся?» И тут я замираю, как громом пораженный. Я же знаю, кто мои попутчики, эти добренькие Володя и Серега. С них-то все тогда и началось. Они каталы. Самые обыкновенные советские шулера, которые катаются по стране, и обыгрывают лохов, вроде меня. В прошлый раз мы как начали расписывать пули сразу после Тулы, так до самого Симферополя не останавливались. Первые две игры мне карта шла, а потом все поменялось. Я тогда понадеялся на свою память и игровые таланты. Не зря, мол, весь союз писателей в проферанс окучиваю. Еще остальным деятелям культуры и искусства от меня достается. Даже обрадовался тогда, что бюджет свой курортный пополнен, представил себе номер в Арианде с балконом на набережную. Серега тогда нефтяником представился, мол, едет с вахты греться под южным солнышком. У таких всегда деньги водятся, и расстаются они с ними легко. Володя напирал на прибалтийские знакомства. Латвия тогда для всего Союза была маленькой заграницей. Не слишком умело разыгрывали случайное знакомство, но я тогда не настолько разбирался в людях. А уж когда начал выигрывать... Это потом я понял, что они так закидывали удочку, подкармливали рыбку. Глупый карась наживку проглотил, и в итоге остался вообще без денег. Я их пытался просчитывать, а меня просто и грубо разыграли на пару, как обычного лоха. Когда двое играют против одного и могут обмениваться информацией, то все мои карты для них все равно, что открытые. Я все командировочные тогда спустил, даже те самые два трояка и пятерку. Рубль мелочи мне благородно оставили. Ну а с этой самой нищеты начались все мои дальнейшие неприятности. Правда, сейчас я уже ученый, и таких глупостей не наделаю. Всего-то и нужно, чтобы деньги, которые находятся в моем кошельке, его так и не покинули. — Нет, — говорил, — что-то башка не варит. Я лучше чайку попью. — Дело твое, — равнодушно отвечает Серега. — Отдыхай. Мы пока пойдем, пройдемся. Не зря поезд Москва-Симферополь в определенных кругах называют золотым. Для всех любителей незаконной наживы он набит бабками под самую крышу, как инкассаторский грузовичок. Вот только вместо зубастой охраны со штатными пистолетами хранятся они у расслабленных оболтусов, у которых все мысли о теплом солнышке, ласковых волнах и нежных деющих округлостях на крымских пляжах. Люди едут отдыхать и везут с собой сбережения, накопленные иногда за целый год упорного труда. Ехать долго скучно, а тут как раз соседи веселые и говорливые. — Толь, может, не надо, — слышу я женский голос буквально из соседнего купе. — Люсь, да мы по копеечке всего, ради интереса, оправдывается мужской. Пошли к нам, у нас места побольше. Это точно Серега, его нарочитое северное оконье теперь сразу узнаю. В духе, будете у нас на Колыме, тоже мне, вологодец недоделанный. Ну вот и нашли себе жертву. Едет к морю какой-нибудь инженер или учитель, а может и простой работяга, семью на отдых везет. — С одной стороны, это не мое дело. Каждый сам кузнец своего счастья, ну или неприятности. А с другой стороны, какого хрена, Евстигнеев? Ты же нормальный русский мужик, не какая-то там гниль малодушная. Ну не станешь ты с ними играть, и что? Будешь по-сиротски сидеть на уголке своей нижней полки и смотреть, как эти два ублюдка обывают какого-то лоха. Будешь смотреть на это, все понимать и ничего не сделаешь. Своя рубашка ближе к телу, так, Евстигнеев? Чтобы не сталкиваться с ними, снова иду в тамбур и вытягиваю из пачки пижонского Кэмела сигарету. Мой очередной трофей. Веня Кулесов, мой знакомый из Масторга, привез их из турпоездки на загнивающий Запад, а потом отдал ими карточный долг. Сигареты Кэмел в Советском Союзе, получившие прозвище «Самец» для эрудитов, прозвище появилось задолго до фильма «Бригада». Сказать проще, чем сделать. Обыграть этих ловкачей я со своей практикой и опытом смогу, даже если они учились своим фокусом у самого Игоря Кио. Вагонные каталы Майс далеко не высшего расклада. Руки в них быстрые, а вот мозги не очень, иначе бы они играли в других местах и по другим ставкам. А вот только в одиночку им шустричь никто не позволит. Наверняка эти умельцы правильных для себя раздачи только им понятных способов коммуникации вдоль и с сопровождающими состав ментами, а то и с начальником поезда лично. Ну, пойдешь ты к ментам, ну, поднимешь шум. А толку-то? Тебя же и ссадят на ближайшей станции, а то и чего похуже. Нет, тут надо действовать по-другому, вот только как. А потом, когда огонек сигареты доходит до фильтра и обжигает пальцы, мне в голову приходит идея настолько яркая и дерзкая, что я бросаюсь в вагон едва ли не бегом. Стучусь к проводнице, ты открываешь с дежурной недовольной физиономии. Подскажите, спрашиваю, а товарищ Бубун в каком купе едет? Хочу лично поблагодарить его за участие. Депутат Верховного Совета и начинающий, но уже успешный винодел Сергей Геннадьевич Бубун следует в свой совхоз, обитая в отдельном СВ. Федор, кажется, что искренне радуется он мне. Ну, как твое самочувствие? Друзья твои мне вчера рассказали про сердечные раны. Поверь человеку, бывалому и опытному, горный воздух и доброе вино излечат и душу, и тело. А уж какие девушки у нас, и красивые, и ласковые, и работящие. Мигом эту стерву московскую забудешь. С утра уже полегчало, говорю. Кстати, как там Юля и другие ваши совхозницы? Они тоже в этом поезде домой возвращаются? О, шельмец, смеется он. Они в плацкарте едут. Упе вчера персонально для тебя выбили. Все-таки член Союза писателей. Ну, ты учти, пока в поезде я лично за ними присматриваю. Никаких вольностей. Да их и едет двое всего, Юля и Галя. Остальные это девочки из вашего дома моды. Ты даже не представляешь, сколько они посуд перебили. Пока мы их выдрессировали. Ну, все хорошо прошло. Да поим Никсона нашим хересом. Нет-нет, я с пониманием, отвечаю. Просто скучно вот так ехать. Мне тут соседи по купе пулю расписать предложили. Так я сразу про вас вспомнил. Вы вчера рассказывали, что хорошо играете? Бью наугад, но с очень большой вероятностью попадания. Что вчера на дегустации было сказано, уже никто не упомнит. А советскому руководителю не играть в проферансы — это все равно, что дворянина в девятнадцатом веке не умеет плясать мазурку и стреляться на дуэлях. Позор. Я попадаю в точку. У депутата сразу загораются глаза. Почему нет, если да? Я еду один. В СВ нам никто не помешает. Приводи их сюда. Сыграем. Глава пятая. О, пропащий вернулся. Радуется Володя. Как самочувствие, беспокоится второй попутчик. Если покемарить охота, можешь наверху прилечь на моем месте. Мы тихо посидим, не помешаем. Понятно, что я им уже не нужен. На столе лежит расписанный тетрадный лист с пулей. Пока по чуть-чуть. Всего десять очков в гору. Договорились, небось, играть по мелочевке. На интерес. По копеечке, к примеру, чтоб страшно не было. После ставки, понятное дело, подрастут. А вот фраера, которого они собрались окучивать на месте, пока нет. Слышно, как за стенкой он спорит с женой, уверяя, что водку пить не будет и играть станет на просто так. Наивная ложь. Казалось бы, жертва сложная. Как можно обчистить мужика прямо под оком бдительной супруги? Но все имеет две стороны. Опасаясь гнева жены больше, чем укора совести, лох сам становится соучастником кедао. Так что без проблем отдаст долг, лишь бы шум не поднимать. Может и вещами расплатиться, часы с руки снять или перстенек, если имеется. Жене потом соврет, что потерял. Кому-то, возможно, было бы неприятно, что я использую слово «лох». Скажи такое, кому в глаза обидится же. Уважаемый человек, ценный сотрудник, семьянин, а его лохом кроют. Я делаю это нарочно. Особенно в разговоре с самим собой вещи надо называть своими именами. Особенно если имена эти неприглядные и унизительные. Коррупционера вором, даму полусвета шалавой, а простого человека, который сам несет свои деньги мошенникам лохом. Важно понимать, что эти улыбчивые парни не испытывают к тебе ни симпатии, ни сочувствия. Им на тебя, в принципе, все равно, как на овцу, которую стригут на шерсть, или на куренка, которого отправляют в суп. И нет в этом ничего обидного. Я в глазах этой парочки точно такой же лох, только лох зубастый. — Уже нашли с кем сыграть? — говорю между делом. Небрежно так, но с легким разочарованием. — А ты что, надумал? — спрашивает Володя. — Можем и на четверых поле расписать. Дело недолгое. Шмотки мои, сигареты импортные, они уже давно срисовали. Не удивлюсь, если и деньги в кошельке пересчитали, пока я спал. И так же аккуратно положили обратно. Зачем красть, если сам отдам, только позже? — В отношении меня они не спешат. В одном купе едем, дорога дальняя, никуда не денусь. — Знакомый предложил, — говорю. — Ну, раз уж вы начали, то, значит, огорчу его. — Пускай приходит, — радуется Серега. — Мотыльки к ним сами на огонек слетаются. Не пойдет он сюда. Моршусь я. Там такой гусь, его с места не сдвинешь. В СВ едет с полным комфортом. — Да ладно, парни, не берите в голову. Пойду найду еще кого-нибудь. Парни переглядываются. — А что за гусь? — любопытствует Володя. — Директор винзавода, — говорю. Я с ним в Москве познакомился. Вернее, не с ним, а с его работницей. Есть там такая Галя. Так у нее такая зад... — Ты про Галю погоди. — Перебивает меня Володя. — Ты же не с Галей играть зовешь? — Нет. С Галей я другое хочу, грустнее я. Самое главное, что она не против. А этот прицепился, сыграй да сыграй. А вдвоем какая игра? Вагон СВ для моих попутчиков территория неизведанная. Хотя бы потому, что нет у них никакого основания в нем оказаться. Едут в нем люди ответственные, праздного шатания, неодобряющие. Можно, конечно, подловить их в вагоне-ресторане. Но это подразумевает сложную комбинацию, на которую в вагонных катал нет ни времени, ни желания. Вон курортники в каждом купе, только успевай нахлобучивать. Лучше синиться в руках. Но тут пресловутый журавль, оказывается, не в небе его, можно сказать, преподносят на блюдечко с голубой каемочкой. Эмоции двух бедняг читаются по их глазам. Ну, что мы поимеем с бедняги-отпускника? Сотни три накопленных рублей, часы славы с пятнадцатью омнями, потертые обручальные колечко, чтобы сдать в ломбард. Случается и такое. В азарте отдают последнее, а советский директор, может, и пару тысяч на столе оставит, не поморщившись. Ну, а если в азарт войдет, то тут не просто золотая жила, тут целый прииск. — Пойдем, перекурим, — предлагает Володя. Чувствуется, что из них двоих он более заводной. Наживку проглотил вместе с удочкой. — А этот директор твой, он что за мужик? — уже в тамбуре спрашивает осторожный Серега. — Спокойный, — говорю, положительный. Совхоз у него, и при нем винзавод. Сдаю я бубуна с потрохами. Каталы переглядываются, угощая их камелом, намеренно светя импортные сигареты. — Вот, угостил. Незаслуженно приписываю товарищу директору щедрость и некоторую легкомысленность. — Бери, — говорит Михалыч Супачков, — у меня такого добра много. — Пошли. Приятельский хлопает меня по плечу. — Не вежливо заставлять человека ждать. Про соседа-курортника они уже забыли. Забавно бедняга даже обидится, наверное, не зная, мимо какой неприятности его жизнь пронесла. СВ, что означает всего лишь спальный вагон, как будто в плацкарте пассажиры по умолчанию уснуть не могут, роскошь и не поражает. Все отличие от купе заключается в отсутствии верхних полок и мягких спинках вдоль стен, на которые можно откинуться, как на диване. Но особое отношение чувствуется. Шторки на огне сияют чистотой, словно только что выстираны и выглажены. Стол застелен белой на крахмаленной скатертью. Это даже лучше. Карты скользить не будут. На деревянной вешалке висит пиджак, перевернутый ласканами к стенке. Об этом я с товарищем народным депутатом заранее договорился. Парни простые, — объяснил я ему, заробеют, еще и играть не сядут. Тот посмеялся моей осторожности, но значок убрать с глаз позволил. Бубун приветствует новых знакомых, а я, даже не присаживаясь, тороплюсь к выходу. — Федор Михайлович, ты куда? — удивляется Бубун. — Да я это... думал девчат ваших сходить проведать, — говорю, подмигивая Володе. Да и играю я так себе. Посредственно играю, честно сказать. — Ты девчатам головы не морочь, — хмурится винодел. Я за них ответственность несу. Должен вернуть домой в целости и сохранности. — Распеешь еще, Федя? Самым некомпанейским образом осаживает меня Володя. Первым делом, как известно, самолеты. А девушки потом. Садись. Четвером игра веселее. Губит жадность фраеров. Малые им одного жирного гуся решили еще и меня под шумок обобрать. С искренним вздохом сажусь играть. А за Федю я вам отдельный штраф выпишу. Серега ловко расписывает пулю, и мы уговариваемся о правилах. Немного на свете игр, которые позволяют так много разнощений, как проферанс. Иные конвенции так различаются, что думаешь, об одной ли игре вообще идет речь. Катало играет ленинградку с жесткими и азартными дополнениями. Так после каждого круга раздач следуют обязательные двойные распасы, которые даже при небольших ставках позволяют вписать в гору солидные штрафы. Такие особенности мне знакомы. Обычное дело в игре против математиков, честных и сильных игроков, побеждающих за счет стратегии аккуратности. При них возрастает роль везения, а значит ловкости рук. Бубун такими правилами немного смущается, но я, как истинный лох, пожимаю плечами, и он тоже соглашается. Первую пулю расписываем минут за сорок. Бубун остается в небольшом плюсе, всего шестьдесят две копейки, и мы, смеясь, всыпаем ему в кучку свой проигрыш. Володя предлагает поднять до десяти копеек, а то столько меди ни у кого не наберется. Возражения идеи не находит. Володя ведет себя эмоционально, много шутит, иногда даже смешно. Серега сидит насупившись, делая вид, что расстроен. Я играю авантюрно, часто остаюсь без одной-двух взяток при заявленной игре, и даже получаю замещание от Бубуна, чтобы не так сильно гусарил. Мне важно увидеть, какой трюк исполняют каталы. В арсенале у мелких шулеров их обычно немного. Слишком ленивы они, чтобы совершенствовать свое мошенническое мастерство. Изучат пару финтов и дурят с их помощью доверчивое население. И вовсе не обязательно эта ловкость рук. Способность к карточным фокусам присутствует далеко не у всех. Намного чаще используются разные трюки, которые помогают узнать расклад на картах своего соперника. Как оно бывает в обычной дружеской игре. Сидит в квартире компания, режется в дурака и раз за разом заваливает какого-нибудь лоботряса. Не везет ему и все. С чего бы они зашли, всегда не в масть. И невдомек ему, что сзади стоит шифоньер, и в полированной двери его все карты отражаются, как в зеркале. Много в квартире таких отражателей. Серванты со стеклянными дверцами, экраны телевизоров, которые, правда, сейчас за великую редкость, светильники, окна. Даже полированная поверхность стола зеркалит умелому глазу. И это хорошо, когда такой бестолковый товарищ с приятелями сражается и за свою глупость только щелбаны получает. В СВ никаких подобных поверхностей не обнаруживается. Но, вернувшись с первого перекура, Володя небрежно кладет на стол массивную отполированную стальную зажигалку, похожую на американскую зиппо. Теперь на своей раздаче он видит все наши карты. Дальше дело техники. На раздающего, который сидит на прикупе, никто не обращает внимания. А тот, между делом, семафорит партнеру. Если трет нос, к примеру, то на прикупе мусор. А если прикашливает, то Серега серьезно усилится и можно объявлять игру. И коронная, если губы вытянуты в трубочку, то пора объявлять бомбу. Распасовку в темное с повышенными штрафами. На следующей пуле мы предсказуемо проигрываем. Немного. Депутат — двенадцать рублей, а я — семь. Это только в голливудском кино. Лохам сразу дают выиграть. Не выигрыш, — разжигает азарт, а желание отыграться. Не за деньги ведь садятся играть поначалу ради победы. Проигрывать обидно, душа требует реванша. Как трясина затягивает утонувший сапог с каждым рывком все глубже. За окном темнеет. Очень вежливая и симпатичная проводница приносит чай с лимоном в тяжелых подстаканниках. Все-таки в вагонах СВ обслуживание отличается. После очередного перекура мы проседаем еще на несколько рублей, а Серега сразу на сорок. У них с Володей даже перепалка между собой возникает. Талантливо играют парни, с душой. Красивая штука. Неожиданно беру в руки Володи на зажигалку. Тот аж дергается от неожиданности. Решил, наверное, что я раскусил его трюк. Продай, а? Прошу. Пятьдесят рублей за нее дам. Депутат даже оборачивается, удивленный моим бескультурным поведением. Не могу. Пугается Володя. Друг подарил. Дорогая как память. Сто. Я же сказал. Не могу. Сердится он. Ну, ладно. Разочарованно кладу зажигалку на стол. Володя аккуратно поправляет ее, чтобы легла на правильное место. Следующие пули нам дают отыграться, но не слишком сильно, чтобы итог был все равно не в нашу пользу. Память человеческая имеет интересное свойство. Последнее произошедшее с ней действие она ценит намного сильнее, чем все, что было раньше. Делал тебе человек годами подлянки, а потом взял и пивом угостил. И верится тебе, что не мудак он, а причины у него были так скверно поступать. А вот сейчас он настоящий, хороший. Вот и бубун душой воспрял, чувствует себя победителем, хоть и в минусе сидит. Плечи расправил и подбородок поднял. Я его движение копирую, потому как такая реакция для лоха естественная. Давайте рублю завист, предлагаю. — Подовой, — поддерживает меня Серега. — Ращит сразу, — предупреждает Володя, — в долг не играем. Для депутата это последняя капля. Ему, как человеку денежному, подозрение в нищебродстве неприятно. Не то, чтобы он привык купюрами швыряться. Наоборот, видно, что мужик он правильный, советский. Его задевает невысказанное обвинение, что он слово свое может не сдержать и долг не отдать. — Играем, — говорит Бубун. Володя берет в руки колоду. — Итого 374 рубля. Неплохо ты нас обставил. Это уже четвертая по счету игра, и катал и позволяет себе фамильярность в отношении Бубуна. Это нормально. По-другому и быть не может. В последней игре Володя с Серегой резко поменяли тактику раздачи карт и дали Бубуну выиграть крупно. И как это было сделано? Например, один раз Володя сдал Сереге шесть старших карт одной масти, два туза и марияж. Любой бы тут заказал девять взяток. Серега так и сделал. И в результате остался без двух. — Ложимся, — говорю я Бубуну. Тот не стал вестовать на девятерной. Как говорится, на девятерной вестуют только пьяницы и студенты. Ну, или люди, которые точно знают, что сейчас произойдет. Выход Бубуна первый, и мы кладем карты на стол. Серега смотрит расклад и тут же в раздражении швыряет карты в своего напарника. — Руки тебе оторвать надо за такие расклады. Я его понимаю. У меня семь пикушек, туз и валет бубей и единственный козырь — восьмерка червей. У Бубуна же семь крестей, две маленькие буби и тоже единственный козырь — семерка червей. Правда, мой выход и значит, что Серегиного пикового туза заберет козырем Бубун. Потом то же самое мы провернем с крестовым тузом. И я закончу выходом в Бубнового туза. Итого три взятки. Так как ставки уже серьезные, а рубль это как ни крути много, Серега сейчас разыгрывает целую комедию, наезжая на своего кореша. Повод у него железный. Шестнадцать в гору — это сразу минус сто шестьдесят рублей. Целая зарплата. Вот такими несложными, но действенными методами катал и подводит ситуацию к тому, что будущая жертва не только отыгрывается за предыдущие, но еще и в плюсе остается. Я, кстати, тоже проиграл в этой игре, но немного. Сорок рублей из общего выигрыша товарища директора МАИ. А значит, что время повышать ставки. Тем более, что и наше путешествие вот-вот подойдет к концу. До Симферополя осталось четыре часа. Как раз на одну хорошую игру. Вы как хотите, — говорит Серега после расчета с Бубуном. Ну, я хочу отыграться. Так что предлагаю финальную пулю расписать и на этом закончим. Отчего бы и не расписать еще раз, — добродушно отвечает Бубун, открывая окно и раскуривая Кэмл. Угощайтесь, мужики. Все, я не исключение, берут из пачки импортные сигареты, и вскоре в СВ стоит такой дым, что хоть топор вешай. Если бы тут ехал кто-то другой, а не Бубун, то нам бы давно замечание сделала проводница. Но, учитывая масштаб личности этого пассажира, она и слова не говорит. Так же по рублю, — спрашиваю я. Я бы поднял стовки, — говорит Серега. Последняя игра как-никак. Может, по червонцу? Ты что, совсем? Тут же откликается Володя. Умножь на десять то, что сейчас спустил. Тебя Любка домой не пустит, если узнает, что ты две с половиной тысячи проиграл. То, что по первоначальной версии они были незнакомы, парни уже подзабыли. Да ладно тебе. Не будешь трепаться, она и не узнает. Да и не может мне два раза подряд так не фартануть. В общем, товарищи, я за игру по червонцу. Ну, как знаешь, кретин. Володя делает паузу. Вот честно, я могу в каком-нибудь провинциальном театре играть. А потом машет рукой и говорит. Ах, черт с тобой, я тоже за. Не возражаю, улыбается Бубун. Для него это уже серьезные деньги, но не чрезмерные. Не буду отрываться от коллектива, говорю я. Вот и славно. Тут же откликается обрадованный Серега. Только ты огниво свое прибери, говорю. А то оно меня блеском своим так и манит. Отвлекает от игры, зараза. Дожидаюсь, когда недовольный Володя спрячет зажигалку в карман и потираю ладони. Вот теперь поиграем. Блин. Карта неловко рассыпается у Сереги в руке. Сгребая их со стола, он словно бы нечаянно заминает угол на пиковом тузе. Примятно, говорит Володя. Как дальше играть? У меня новая колода есть. Виновато, говорит Серега. Упакованная. Сейчас открою. Ах, ну да. Новая колода, конечно. Серега, отточенным жестом, открывает колоду и выкладывает ее на стол. Давай, Геннадьевич, сдавай. Так, Володе, вычеркиваем. Только что я сдал товарищу Бубуну лихой мизер, который закрыл каталу, и народный депутат поимел на катале сразу сто вестов. А это, учитывая стоимость одного веста, сразу целая тысяча рублей. Появление новой колоды снимает с моей души всякие моральные терзания. Действие, как известно, равно противодействию. Так что я включаюсь в милую игру по правильным раздачам правильным людям. Сложных финтов, понятное дело, опасаюсь. С моими искалеченными пальцами опыт у меня был много лет чисто теоретический. Но мне и нужно засадить их всего пару раз. Только сдаю я не для себя. Да и как это сделать, учитывая, что при игре вчетвером сдающий не играет? Нет, я сдаю Сергею Геннадьевичу. Но аккуратно. Так, чтобы каталы раньше времени не прочухали, что их обувают. Это дает то, что товарищ Бубун уже в неплохом плюсе. Теперь надо Серегу засадить. И как же хорошо, что мы с каталами сразу обговорили второй круг распасов. И моя раздача последняя. Еще минут пятнадцать и эту сладкую парочку ждет большой сюрприз. Сначала раздает Володя, а Серега третий. Они специально сидят друг напротив друга. Так проще невербально общаться. Первый круг распасов. Володя вскрывает первую карту. Девятка червей. Нормально. Валет от Бубуна. Король Сереги. И я забираю тузом. Нормально. У меня на руках еще две черви, но это молки. Тут я, по идее, ничего не возьму. Следом Володя вышел своей второй картой. Снова черви десятка. Бубун берет королем. Серега сбрасывает даму, а я восьмерку. Потом депутат вышел в пику. Я бью тузом и забираю оставшиеся, чтобы потом отдаться. Нормально. Итого у меня четыре взятки. У Бубуна пять. Серега забрал одну, а Володя списал с горы. Следующие два круга прошли ровно. Мы с Бубуном подросли еще на восемь в сумме. Не критично. А теперь я сдаю. Пора. Если бы эти ребятки поменяли колоду еще раз, как они уже сделали перед распасами, у меня бы ничего не получилось. Но нет. Это сделано не было. Но это их проблемы. Это только кажется, что рубашки карт одинаковые. На самом деле нет. Качество советской полиграфии такое, что есть крошечные, практически незаметные дефекты. Где-то поплыл рисунок в уголке, где-то краска на четверть тона другая. В общем, для внимательного человека меток достаточно. А так, где их не было, поработали уже мои руки, оставив заметные только мне следы. Так что я тасую колоду, нарочито смотря то на одного, то на другого, и при этом знаю, что происходит в моих руках и как лягут карты. Даю снять Володе. При должной сноровке и это не проблема, а потом начинаю раздавать. Ну вот и все. Ловите, товарищи, которые мне совсем не товарищи, пламенный привет от члена Союза писателей СССР. Вскрываю первую карту. Король пик. Может показаться, что это плохо, но все учтено. У Сереги бланковый туз. Десять в гору. Получите и распишитесь. Снова мой выход. Стараюсь не улыбаться, вскрываю вторую. Король крестей. Гейм, сет и матч, как говорится. Да ты гонишь! Буквально кричит Серега, кидая карту на стол. Да как так-то? Видать, он в этой паре младший, не умеет сдерживать эмоции. Володя, напротив, внешне спокоен. Хотя я понимаю Серегу. У него в руке еще один туз крестовый. А кроме него полная бубновая масть. Итого десять взяток. Плюс десять в гору и минус тысяча рублей из кошелька. А ну-ка, закатывай рукава. Показывай, что там у тебя. Кричит Серега. Это какая-то херня. Володя! Ты что молчишь? Как так-то? Как попугай повторяет он. Сергей, вы хотите сказать, что Федор Шулер? Удивленно спрашивает Бубун. Он молодец. И с соображалкой, как и с умением считать в уме, у него все в порядке. Он уже прикинул, что в итоге выиграл не меньше двух с половиной тысяч рублей. Даже для человека его калибра деньги немалые. Не буду я платить. Между тем распалялся Серега. Не буду и все тут. Так, дружище, не кипятись, отвечает Володя. Давай спокойно перегорем в тамбуре, и ты остынешь. Извините, мужики, мы сейчас. Это уже обращаясь к нам. За бабки можете не переживать. Мы же не фраера какие-то. Когда дверь за ними закрывается, я говорю Бубуну. Теперь будем ждать. Денег не понимает он. Нет того, как нас арестовывать будут. Голова шестая. С чего ты взял? Удивляется Бубун. Может, конечно, бандиты придут. Но я лично ставлю на милицию. Беру очередную сигарету, раскуриваю и продолжаю. Это катало, Сергей Геннадьевич. Я сначала не понял. Только потом дошло. Из них получились бы неплохие актеры. Они всю дорогу подводили. Вас? Время фамильярничать прошло. Именно вас к большой игре. А мы ее им испортили. Вот они и решили, что нарвались на своих коллег. Если это катало, то им милиция, наоборот, опасаться стоит. Не соглашается депутат. Такие без прикрытия не работают, говорю. А поскольку здесь не улица, а пространство замкнутое и герметичное, силой вопрос не решить. Значит, у них прикормлены дежурные милиционеры. И мы сейчас увидим продолжение банкета. Ты уверен? Ты уверен? Да я же писатель. Мы для подготовки к книге с разными специалистами общаемся. Выдаю объяснение и хуже иных прочих. К нам даже с Петровки-38 уполномоченный угро приходил про подобных супчиков рассказывал. — Что ж, муж, ты прав. Тогда лучше я приготовлюсь, — отвечает Бубун и тянется за пиджаком. Там у депутата и значок, и удостоверение. — Э, нет, Сергей Геннадьевич, лучше не надо. Так вы спугнете оборотней в погонах. И же тут же повяжут этих катал и сделают вид, что вообще их не знают. А если дать им проявить себя, то можно взять всю банду разом. — Слово-то какое придумал интересное. Оборотни в погонах, — говорит Бубун. — Сразу видно писателя. Его глаза горят мальчишеским азартом. Не хватает жизни директора совхоза приключений. Едва мы успеваем договориться, как в дверь стучат, а затем самым решительным образом отодвигают в сторону. К нам заходят двое милиционеров. Высокие и крепкие парни, примерно моего возраста, с простыми крестьянскими лицами. Прямо двое из ларца, одинаковых с лица. Я слышал, что сотрудников в транспортную милицию набирают из солдат сверхсрочников. Такие за себя постоять могут и дебошировать, и хамирить, и любое другое безобразие пресечь. Дорожный отдел милиции, сержант Егоров, старшина Нечипаренко. Говорит, стоящий спереди, сразу за двоих. Предъявите документы. Мы с Бубуном протягиваем им свои паспорта. Депутат и винзаводчик едва сдерживают улыбку. Сержант невнимательно листает документы и передает коллеге. Пройдемте с нами, решительно говорит он. На каком основании? Спрашиваю. Вы подозреваетесь в мошенничестве, поясняет милиционер. Имеется соответствующее обращение граждан. Эти граждане с вами карточные шулера? Вступает в бесполезный спор Бубун. В этом компетентные органы разбираться будут, отвечает сержант. Когда мы вас с поезда снимем и на станции им передадим. Угроза прозрачная, как слеза. Статьи за шулерство в уголовном кодексе нет. Нельзя организовывать притон. А вот обыгрывать в карты сограждан можно сколько угодно. Так что, будь мы настоящими каталами, нас бы после разбирательств отпустили. Хрен знает, где отставших от поезда без вещей и денег. Да чего ты с ними цескаешься? Подает голос Тарой. Где-то я видел эту рожу. Он тычет пальцем в Бубуна. Похоже, в розыске он. Вы не имеете права. Не выдерживает такого понебратства Бубун. Я депутат Верховного Совета СССР. А я маршал Буденный, смеется Егоров. Пройдемте, граждане. Далее ситуация развивается стремительно. Бубун встает и пытается дотянуться до пиджака. Сержант резко толкает его обратно. Хрен его знает, что ему приходит в голову. Может, думает, что Бубун правда рецидивист в розыске, и там у него пистолет лежит. Агенты под прикрытием из винодела не выходят, и это приводит к совершенно неожиданной вспышке насилия. Я, не ожидая такого расклада, тоже вскакиваю с места. Старшина Нечипаренко резко бьет меня кулаком. Стопаюсь башкой о стенку и отключаюсь. — Очухался? — спрашивает Бубун. — Голова как? — Вроде цела. Я трогаю затылок. Там набухает здоровенная шишка, но крови нет. — Давно я так? — Минут десять. Башка побаливает, но тошноты нет. Значит, обошлось без сотрясения. Осторожно оглядываюсь, чтобы не усугубить свое состояние резкими движениями. Никакого карцера или обезьянника в поезде, естественно, нет. Нас посадили в пустое купе, заваленное узлами с постельным бельем и штабелями жестких, как наждак, одеял. — А ты молодец, — уважительно говорит Бубун, — сразу эту падаль раскусил и заступаться сразу полез не зрефил. Ничего, доберусь я до телефона, эти гниды у меня попляшут, своими руками раздавлю. И раздавит. Именно поэтому я и привлек товарища депутата ко всей этой операции. Это меня и менты, и начальник поезда могли смело слать нахер, несмотря на писательскую корочку. А вот обладатель маленького, но очень значимого значка депутата Верховного Совета — это совсем другая величина. Бубун, в принципе, не подсуден. Депутатская неприкосновенность. Он вообще мог каталом в своем купе ноги прострелить и санкции на его арест после этого должен будет выдать лично товарищ Подгорный. Сейчас именно Николай Викторович рулит этой советской декорацией парламента. Так что сержант со старшиной, даже если их связь с каталами не будет доказана, сейчас люто превышают свои полномочия. Лет по пять уже себе заработали. Скорее всего, они сейчас роются у Бубуна в вещах, и удостоверение со значком уже видели. Теперь многое зависит от того, умные они или дураки. Поймут, кого задержали, или поверят своим корешам, что мы каталы и работаем на пару. Так-то все складно выходит. Я их выдернул, а Бубуна выиграл. А то, что мы корочками и регалиями трясем, чтобы вывернуться, так это трюк известный. Игроки в карты находятся где-то посередине между миром обычных советских людей и криминалом. На одном полюсе находятся крепкие стратеги с развитой логикой и памятью, на другом кидало уголовники, которые сдадут четыре туза подряд, а потом еще четыре с той же колоды. И первые ни в коем случае не подпускают к себе других. Единственная возможность честному человеку обыграть шулера вообще не садиться. Это как гонка пешего с велосипедистом. Поэтому каталы всеми способами стараются попасть в круг честных игроков. Через знакомства, легенды, фальшивые документы. Конечно, подделывать депутатский мандат — это за гранью добра и зла. Но моим попутчикам в это легче поверить, чем в то, что их обнес настоящий член Союза писателей. А где один липовый документ, там и другой. В голову лезет скверная. Восемь лет спустя в Москве на Ждановской сотрудники транспортной милиции задержат майора КГБ. Польстятся на колбасу из продуктового пайка. Начальник патруля, узнав, что сотворили подчиненные, вместо того, чтобы отпустить майора, решает подчистить концы. Нет человека — нет проблемы. Ментов потом расстреляют. Но майору, погибшему из-за бутылки водки и палки колбасы, от этого не легче. Не перемудрил ли я с комбинацией? Вдруг эти двое найдут мандат и впадут в панику? Первым к нам заходит Нечапаренко. — Знаете, фрейра, насколько вы сядете за такие ксивы? Он кричит и размахивает руками. — Мошенничество! Подделка документов! Сопротивление представителям власти! — Я депутат Верховного Совета! — чеканя слова, произносит Бубун. — И вы за это поплатитесь! — Видал я тут и адмиралов, и докторов наук! — издевается Нечапаренко. — Заткни, пасть, урка! Его сменяет Егоров. — Зря бы упрямитесь, — говорит он. — Вернули бы деньги, поговорили бы с потерпевшими. Может, они бы и не стали заявлять. Нам ведь тоже лишние хлопоты. Протокол писать, состав задерживать. Решили бы все полюбовно. — А сколько вернуть-то, спрашиваю? — 3542 рубля 38 копеек. Читает с бумажки Егоров. Судя по взгляду Бубуна, это точная сумма наших с ним наличных денег. Нечапаренко и Егоров еще несколько раз сменяют друг друга. Мы проезжаем какую-то короткую остановку. Я надеюсь, что так за разговорами доберемся и до Симферополя. Но тут состав еще раз останавливается. — На выход, эфиристы! — объявляет нам сержант. Высаживают нас в Джанкуе. Стоит обычная для крымского мая погода. На небе не облачко, яркое солнце и безветрие. У Москвы сейчас тоже очень неплохо, но юг есть юг. Если бы не все происходящее, то настроение у меня было бы приподнятым. Но нет. Приходится в сопровождении этих козлов Нечапаренко и Егорова идти в привокзальное отделение милиции. Одно радует. Пока эти двое здесь пояс с нашими вещами и документами не уедет. Помещение линейного отдела милиции в Джанкуе оказывается на ремонте. Оборотням в погонах приходится вывезти нас на привокзальную площадь и... Расстрелять! В назидание всем шалерам! Конец книги. Сдать своим коллегам наряду ППС. Мы им уже неинтересны, а наше имущество потеряется в дороге. Ищи ветра в поле. Егоров шушукается о чем-то в стороне с постовыми, угощает сигаретами. Даже издалека узнаю свой кэмэл. Местные менты зыркают в нашу сторону с опаской. Не иначе, как сержант сгущает краски, чтобы к нам отнеслись построже. В конце концов, нам выделяют сопровождающих и под конвоем ведут в отделение в центр города. По дневному времени вся привокзальная площадь Джанкуе плотно заставлена машинами, легковушками, в основном москвичами и старомодными победами. Правда, есть и Волги, и даже одна невесть, как оказавшаяся чайка. Не иначе какая-то важная шишка кого-то встречает или провожает. Люди, которых на площади тоже было полно, смотрят на нас с неприязнью. И понятно, от чего. Как ни крути, мы с Сергеем Геннадьевичем, даже несмотря на почти сутки в поезде, выглядим значительно более презентабельно, чем большинство крымчан вокруг. И наверняка вон та бабулька с большой хозяйственной сумкой думает сейчас, что наша доблестная милиция задержала спекулянтов как минимум. Соколики, за что вы их? Бабка не выдерживает и останавливается рядом с джанкойскими ментами, чтобы удовлетворить свое любопытство. Гражданочка, проходите, не мешайте сотрудникам органов внутренних дел делать свою работу. Она у них очень важная. Не выдерживаю и отвечаю бабке. Поговори мне еще, блатата подзаборная. Тут же вспыхивает мент, совсем еще зеленый сержант, с говорящей фамилией Зеленуха. Вот уж и правда Зеленуха. Его напарник старше и спокойнее. Он никак не комментирует мои слова и просто отвечает бабке, как мошенники. Народ дурит. Их с московского поезда сняли. Вот ведь хер этой проклятой. Тьфу на вас. Злобно рычит бабка и плюет нам под ноги. Мне нужно позвонить, говорит Сергей Геннадьевич, едва мы оказываемся в отделении. По летнему времени окна в дежурке и в кабинете, куда нас привели, распахнуты настиж, и с улицы идет еле уловимый аромат смеси полевых цветов и хлопных газов и подсолнечного масла. Задержанным не положено. Бурчит усатый возрастной инвестиционер с погонами лейтенанта и тут же обращается к одному из тех, кто привез меня и Бубуна с привокзальной площади. Что у нас здесь? Мошенник, товарищ лейтенант, рапортует тот. Их с московского поезда сняли. Говорят, по фальшивым документам ехали и сопротивление оказали. Этот особо опасный. Тычет он в мою сторону. Но кличка писатель. Понятно, кивает тот. А где сотрудники, которые подозреваемых задержали? Лейтенант, не выдерживает Бубун, если ты сейчас же не дашь мне позвонить, то у тебя будут очень большие проблемы. И не только у тебя, но и у твоего начальника, и у всего вашего отделения, вплоть до шоферов и уборщиц. Я директор совхоза имени Ковпака и депутат Верховного Совета СССР Бубун Сергей Геннадьевич. Ты хоть понимаешь, что с тобой будет, когда твое начальство узнает о том, что здесь творится? Солнечный Магадан тебе раем покажется. А документы твои где, депутат? С какой-то издевкой интересуется пока что безымянный лейтенант. А это ты лучше у этих спроси, кивает депутат на привокзальных ментов. При задержанных никаких документов не было. Пожимает плечами патрульные. Нам их передали вот в таком виде. Как в таком виде? Битый жизнью лейтенант чует подвох, но пока не может сообразить, в чем он. И сопровождать не стали. Но что ты будешь делать? Ситуация? Он имитирует озадаченность. И поезд уже наверняка ушел. Ну ничего, сейчас вас сфотографируем, сделаем запросы и выясним, кого и чего вы там депутаты. — Товарищ лейтенант, так стоянка московского поезда час, до отправления еще четверть часа, а то и больше. Подает друг голос Зеленуха. — Дайте распоряжение, я мигом до вокзала доеду, одна нога здесь, другая там. — Сержант, не лезь не в свое дело. Без сопливых разберусь. Сердится лейтенант. — Лейтенант, тут уже я решаю, что хватит в молчанку играть. Видимо, только у сержанта. Тут мозги от жары не поплавились. — Лучше тебе послушать, что он говорит. Если поезд уйдет, а мы вдруг правда окажемся теми, кем представляемся, подумай о последствиях, лейтенант. — Не нужно бежать. Слышится еще один голос. Поезд никуда не пойдет до выяснения обстоятельств. На пороге появляются два новых участника этой трагикомедии. Проводница моего вагона и мужик в железнодорожной форме, вид у обоих очень испуганный. — Валерий Петрович Красников. — Представляется он. — Я начальник поезда, с которого сняли этих пассажиров. А это Нина Владимировна Усачева, проводница. — Я как увидел, что товарищ депутата на станции милиция уводит, а в волнение перебивает его проводница. — Так к начальнику поезда и побежала. Я же в Москве его мандат видела, когда вы, товарищ писатель, в поезд садились. — Мы с Ниной Владимировной пошли в его купе, продолжает начальник поезда. А там какие-то посторонние. Увидели нас и бежать. — Вот ваш пиджак, протягивает ценный предмет одежды, проводница. Тут и мандат, и кошелек, и депутатский значок. — Вы уж извините меня, товарищ народный депутат. Это уже к Бубуну. — Что я по вашим карманам лазила? Сказать, что Летеха сбледнул с лица, это все равно, что промолчать. Попытка ареста депутата — это такой залет, что после него никому не отмыться. Бубун же, получив атрибуты своего положения, был на коне. — Кто главный в этом гадюшнике? — Быстро, лейтенант, отвечай, если погон не хочешь лишиться. — Полковник Петренко, но он на совещании в исполкоме. — Хорошо, я с ним еще поговорю. В лучших революционных традициях депутат берет командование на себя. — Сейчас тебе будет лучше брать наряд и ехать на вокзал, а лучше сразу два наряда. — Зачем? Мед смотрит на Бубуна, как баран, на новые ворота. А затем, что там целая банда. Вместо него, отвечая я, двое катал и два милиционера, которые наверняка их крышуют. — Не Чапаренко и Егоров сто процентов в доле. Быстрее, лейтенант, думай. Но лейтенант находится в ступоре. Предвкушает, наверное, службу в Магадане. Хорошо, хоть напарник Зеленухи, старший сержант, оказывается смышленнее этого горе-офицера и вызывает еще одного обладателя звездочек на погонах. И этот, оказывается, уже не такой тормознутый, так что через десять минут сразу три милицейские машины с мигалками едут в сторону вокзала. Удивленных сотрудников транспортной милиции прихватывают прямо на рабочем месте. А вот катала успевает соскочить с поезда, и их задерживают уже в городе, правда, по горячим следам. В итоге нам с Бубуном приходится задержаться в Джанкое на целый день, в основном для дачи свидетельских показаний на всю четверку Володю, Серегу, Нечапаренко и Егорова. Серега, кстати, действительно был самым слабым звеном. Он как начал петь уже на вокзале, так и не останавливался. А товарищ Бубун оказался, ну, очень большим человеком для Крыма. Герой соцтруда, депутаты, директор большого совхоза. На начальника местной милиции было больно смотреть, когда он приносил Бубуну извинения за действия его подчиненных. А тут лейтенант сразу же получил неполное соответствие, которое, скорее всего, закончится понижением в должности. Бубун собирается возвращаться в совхоз служебной машины. Предлагает и мне, но я решаю добираться до Симферополя поездом. Мои вещи, заботливо собранные и уложенные, ждут меня на вокзале в камере хранения. Когда мы с товарищем депутатом выходим, наконец, из милиции, Серегу с Володей как раз сажают в зарешоченный тюремный спецавтобус. Серега идет, повесив голову, а Володя вдруг выворачивается в руках у конвоиров и орет с пронзительной злостью. «Ты ведь наш, сука! По-нашему исполняешь!» Рычит он, выплевывая слова. «Я всем людям малявы отправлю, тебя найдут, падла!» «Вы что-нибудь понимаете, Федор Михайлович?» В присутствии посторонних Бубун переходит на «вы» и официальный тон. «Он вам угрожает?» «Отыграться хочет, наверное», отвечая ему. «Только кто к нам с колодой придет, тот на распасе с десятью своими останется». Бубун смеется, а у меня на душе, несмотря на жару, сквозит холодком. Не успев появиться в Крыму, я уже здесь наследил. Глава седьмая. Не то чтобы слова неудачливого шулера меня всерьез задевают. По его уголовным понятиям он сам накосячил по полной программе. Сначала отказался платить карточный долг, потом еще и милицию привел. Неприятно другое. Не успев еще даже приехать в Ялту, я уже отметился в игровом мире. Такое чувство, что судьба, дав мне шанс прожить жизнь заново, все равно толкает меня на уже пройденный путь. Сначала поездка в Крым, который я сторонился изо всех сил. В этом сопротивлении было больше неразумных рассуждений о страхе животного, попавшего в капкан. При слове Ялта на меня накатывали фантомные боли в сломанных пальцах. Избежать ей не удалось. Невероятным, почти мистическим образом я, как персонаж знаменитого фильма, оказался в поезде. После игров карты с попутчиками. Казалось бы, что может быть проще? Проживи другую жизнь без карт, пиши книги, женись на Алене или найди себе другую девушку по душе, и все у тебя будет нормально. Так судьба снова подсунула мне двух катал, и не просто, а прямо в мое купе. Хотя ни с каким товарищем Бубуном в прошлой жизни я знаком не был и писал свою книгу на базе знаменитого завода в Массандре. В мыслях об этом забираю свой потрепанный чемодан и сажусь на проходящий до Симферополя. Мало кто знает, но любой пассажир может устроить себе остановку в пути на десять дней, просто выйти с поезда в понравившемся ему городе, пожить там, а затем сесть на точно такой же поезд и продолжить поездку. Учитывая ситуацию, мне охотно меняют билеты, и я оказываюсь в купе в точности, похожем на предыдущее. Только с шумным соседством в виде молодой семьи с дочкой дошкольницы и карапузом лет двух. Мне они не слишком рады, очевидно, надеялись доехать до пункта назначения в семейном кругу. Так что решаю наведаться в вагон-ресторан. За весь долгий путь у меня во рту маковой росинки не было. И тут я в полной мере понимаю, что такое гримаса судьбы. Денег в чемодане нет. Аккуратно свернутыми лежат мои льняные брюки и пляжные шорты, и рядом шлепанцы, даже солнечные очки на месте. Присутствует и путевка в гостиницу, оплатить проживание, в которой я должен самостоятельно, а командировочных, которые я положил в чемодан, отправляясь на игру, нет. Я предполагал, что игра закончится вмешательством крыши, и решил не брать с собой деньги. Чемодан казался более надежным местом, а каталы, очевидно, прежде чем отправиться за вещами бубуна, обчистили то, что ближе. И что теперь делать? Поезд ушел в прямом смысле этого слова. Мои деньги либо лежат сейчас в качестве вещдоков в милиции Джанкоя, либо, что вероятнее, скинуты кому-то из сообщников. Возвращаться и искать их? На это можно целую жизнь убить и правды не добиться. Где доказательства, что их взяли попутчики? Отпечатки пальцев с чемодана снять? Смешно. Забавная получается ситуация. Катал я обыграл, но денег все равно лишился. Как и в прошлой жизни, приезжаю в Симферополь с трешкой в кармане. Что бы я ни делал, все равно жизнь возвращает меня на прежний маршрут, как навигатор, который голосит, «Увы, отклонились с маршрута!» Получается, что все мои неприятности, которых я хочу избежать, так или иначе ко мне притягиваются. От судьбы не уйдешь. Скверно это? Чувствуешь себя как в фильме, в чем-то среднем между днем сурка и пунктом назначения. С одной стороны, все это с тобой уже было, с другой, хрен его знает, как это избежать. «Дядя, у тебя там змея?» Слышу обеспокоенный голос. Видать, лицо у меня от таких мыслей совсем скверное стало. Моя юная попутчица склонила голову и озабоченно грызет ноготь на пальцы. «Надя, не надоедай людям!» Строго отдергивает отец. «Извините, это уже мне». «Ничего страшного», — говорю. «А почему змея?» «А вы что-то страшное в чемодане увидели», — наивно заявляет она. «Просто я понял, что надувной спасательный круг дома забыл», — говорю. «Плавать я не умею, вот и испугался». «А я умею», — гордо заявляет моя собеседница. «Ты не переживай, еще научишься». «Может, вы покушать хотите?» — предлагает Надина мама. «Садитесь к столу, мы отодвинемся. Я, кстати, Светлана, это мой муж Николай». «Федор», — представляюсь я. «Нет, спасибо». «Может, вы с собой ничего не взяли?» — пронесательно замечает она. «Так угощайтесь, у нас с собой много всего». «Неудобно как-то», — действительно смущаюсь я. «Надо же, сначала о людях плохо подумал, и хотелось с купе сбежать. Они такими хлебосоленными оказались. ешьте, а то испортятся», — улыбается Николай. «Света всегда готовит на целый полк, не везти же это все в Евпаторию». Они оба невысокие, круглолицы и чем-то похожие друг на друга, как все удачные семейные пары. «Завидуем» в эту минуту, не представляя себе Алену, которая наготовит на целый полк. Верх ее кулинарных талантов яйцо в смятку, и там она умудрялась напортачить. «Может, неправильно я себе женщину выбираю?» Светлана выкладывает на стол домашние разносола. Тушеная курица, печень с луком, остро пахнущие чесноком сало, нарезает чуть помятый в дороге помидор. В животе у меня бурчит, тем более, что вагон-ресторан с тремя рублями в кармане не светит. На сытый желудок и мысли в голову приходят другие. «Да, денег я лишился, но вагонные шулера Серега с Володей тоже их не получили. Более того, благодаря мне они присядут на хорошие сроки. Их действия вполне тянутся на вымогательство, да еще и совершенные группы лиц. Значит, влиять на эту новую реальность можно и нужно, и не бегать от нее, а активно бороться. Кто предупрежден, тот вооружен. Теперь я совсем не тот лупоухий сопляк, каким был в прошлой жизни, когда на Ялтинском пляже меня встретил Юра-де-Сит. Он каждое лето играть приезжает, говорит Юра, с семьей, с детками, чин по чину. Только семья в одиночестве на пляже жопы греет, а он играет круглые сутки, нервы успокаивают. Мы сидим на террасе возле его дома, пьем парохладное шардоне и закусываем сливами. Над нами раскинулся темный купол бескрайнего южного неба. Перекрывая плеск волн, надрываясь, трещат цикады. Что за человек, спрашиваю? Мне лестно, что этот опытный матерый человек ведет себя со мной на равных. Не фраер, поясняет он, крепкий любитель. Большая шишка, я пробивал, но не смог узнать, откуда он. Почему я? Он к себе никого из наших не подпустит. Юра смеется открыто располагающий, примелькались уже. Да и не потянут нашу честную игру, исполнять сможешь. Ты не руками играешь, а мозгами. Без фокусов, говорю, я не шулер. За это и ценю, отвечает Юра. Интересуетесь? Голос Николая вырывает меня из воспоминаний. Что? Не сразу понимаю я. Доходит, что в раздумьях мой взгляд уткнулся в карточную колоду. Хотите сыграть? Повторяет он, а то Света только в дурака умеет. Может, до Симферополя гусарика распишем. Смотрю на него задумчиво понимаю, что все свои жилищные проблемы могу сейчас решить за его счет. Пара часов до Симферополя как раз хватит. Знаете, Николай, говорю, меня по дороге сюда шулера в поезде обчистили, все отпускные до копейки. Поэтому Джанко я и выходил, показания на них давал в милицию, так что вы аккуратнее с картами. Вру, конечно, но думаю, это святая ложь, что называется во спасение. В Симферополе это трудно себе представить еще жарче, чем в Джанкое. Когда поезд подкатывает к белым колоннам Симферопольского вокзала, кажется, что сейчас здание расплавится как восковое и станет оплывать с теориновыми каплями. Приезжие замирают у знаменитого фонтана с голубями, чтобы хоть тут ощутить немного свежести. Фонтан голубя архитектор Алексей Душкин Вокзальная площадь забита автотранспортом. К стоянке такси моментально выстраивается очередь. Видно, как стоящие впереди спорят с таксистом, остальные недовольно поторапливают. Два счетчика, слышно оттуда, или шагай на троллейбус. Туда я и направляюсь. Такси для меня немыслимая роскошь, а междугородний троллейбус экзотика, который грех не испробовать. После покупки билета на самый длинный троллейбусный маршрут в мире Симферополь-Ялта у меня остается всего рубль и восемьдесят копеек. Три обеда в заводской столовой. Деньги, безусловно, немалые, но их совершенно не хватит на весь срок моей творческой командировки. Что ж, как там древние римляне говорили двухконт валентам фата на лентам траунд? Или, если переводить с божественной латыни на наш великий могучий, желающего судьба ведет, нежелающего тащит. Вот я сейчас как раз такой вот нежелающий. Ну, хватит переливать из пустого в порожнее. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Доеду до Ялты, там уже буду действовать по ситуации. Пока же мне остается только наслаждаться шикарными видами по обеим сторонам дороги, да слушать других пассажиров. Видов пока немного, троллейбус катит через лес, а вот разговоров вокруг достаточно. Время сейчас такое, что ни телефона с выходом в интернет, ни даже плеера с наушниками еще нет. Можно было, конечно, купить газету, чтобы скрасить дорогу, но чтобы ее купить нужны деньги, а у меня сейчас каждая копейка на счету. Да и ни к чему отгораживаться от мира словами, напечатанными на газетных листах, я же писатель. А наши братья, особенно если она пишет книгу о современности, а не творит фантастическую нетленку или исторический роман, просто необходимо слушать и слышать, это как ни крути разные вещи, что говорят люди, наши с вами простые советские товарищи, выражаясь языком партсобраний. Вот такие вот подслушанные разговоры, это настоящий кладезь сюжетов, диалогов, типажей, нестандартных ситуаций. Жизнь иногда выписывает такие фортили, что если о них прочитать в книге, то можно только воскликнуть, но брешет же, падла писательская, брешет, как сивый мерин, не бывает такого. Э нет, дорогой слушатель, еще как бывает. Не недооценивайте широту наших широт и глубину наших глубин. Троллейбус Симферополь-Ялта и едва троллейбус трогается, я в этом очередной раз убеждаюсь, а заодно и подслушиваю замечательную идею для своей книги. Эту парочку я заприметил еще на Симферопольском вокзале, слишком уж они были разные. Высокий и худой, как щепка седой старик, который опирается на самую настоящую клюку, и совсем еще молодая девушка, одетая в сарафан с веселой расцветкой. Не сказать, что она красивая, во всяком случае, это точно не мой типаж, про таких еще говорят, что у них кость широкая, но все равно очарование молодости есть очарование молодости. Учитывая то, что у них не было ничего общего, я сделал вывод, что это просто случайные попутчики, которых судьба занесла сначала в одно купе, ну или на соседние полки плацкарта, а потом и в один и тот же троллейбус. И, едва зайдя в него, они продолжают разговор, который, судя по всему, у них начался давно. Ну и фантазерка ты, Нюра, голос у старика оказывается противный, как будто металлом по стеклу водит. Скажешь тоже, виноград в Сибири. Где ты там училась, ну как там ее? В Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Вот точно, в академии. Чему вас только в ваших академиях учат? Нет бы чем-то полезным заниматься, а не прожекты составлять. Захар Трофимович, это не прожект, какой выразились. Тут же вспыхивает от возмущения девушка. Наши товарищи из братской Болгарии вывели сорт винограда, плевень устойчивый. Вот видишь, тут же перебивает ее старик, и сама только что сказала, в Болгарии. Он со значением поднимает вверх палец. А где эта Болгария? Она же ежнее даже нашего Крыма, а ты мне про Новгородскую и Вологодскую область рассказываешь. Дед, что ты ее перебиваешь? Тут же вступается за девушку еще одна пассажирка троллейбуса, возрастом она точно ровесница этого Захара Трофимовича. Пусть расскажет, что там придумали. Анна, терпеть не могу, когда это красивое имя сокращают до ужасной нюры, с благодарностью смотрит на нее и продолжает. Ну так вот, в Болгарии вывели новый сорт винограда и вывели его специально для выращивания в том числе и в местах, климат которых не подходит для выращивания классических сортов винограда. И да, экспериментальное хозяйство нашей академии под Новгородом и Вологдой сейчас этот сорт культивирует. И результаты получаются отличные. Эталонные грозди по 500-700 граммов. Лозы практически не подвержены обычным болезням, характерным для тех сортов, которые, например, у вас в Крыму культивируют. И органолептика ягод превосходна, вкус, аромат, да даже внешний вид. Пройдет время этот сорт, будут выращивать по всей стране, как в хозяйствах, так и на приусадебных участках. Виноград сладкий, вкусный, а не такой, как сейчас, будет расти везде, в Новгородской области, в Костромской, в Вологодской, в Сибири. — В Сибири! смеется дед в ответ на эту пламенную речь. Исходя из нее, я понял, что девушка как раз и работает, ну, или учится в Тимирязевке. — И наград в Сибири! — Нет, ну, вы слышали это? Сначала вот такие вот умники, как ты, Нюрка, целину распахали, да так, что через пару лет чьи-то целину ветром сдуло. Потом другие умники придумали кукурузу за полярным кругом сажать. А теперь новые громоте и всю страну засадят этим твоим плевенем. Плевень на вас! Последние слова дед сопровождает смачным плевком в окно, а потом добавляет. — Лучше бы делом занялись. Ладно, Нюрка, моя остановка. Бывай! Продолжай выращивать свой плевень! Дед выходит из троллейбуса, тут же закуривает, поперхнувшись вонючим махорочем дымом. Окна троллейбуса открыты, и пассажиры тоже насладились этим ароматом. Смеется. — Плевень какой-то придумали! Громотей сраные! Было видно, что последние слова сильно расстраивают девушку, и она готова расплакаться. Ее тут же начинает утешать та же пассажирка, что одернула деда. — Деточка, ну что ты, нашла из-за чего расстраиваться? Из-за какого-то старого и дремучего хрыча. Да такие, как он, родились старыми и ворчливыми. Им все всегда не так. А сейчас он настроение тебе испортил и рад. А ты молодец. Продолжай выращивать свой виноград и все у вас получится. Это же просто находка на самом деле. Из очередного подслушанного мной разговора можно сделать отличный сюжет для книги. И в нем все будет. И конфликт какой? Задорной молодости, которой все по плечу, и застарелой косности, и невежества. Такое у нас в союзе писатели воспримут на ура. Да и героям книги можно сделать вот такую вот комсомолку. Женщин в народном хозяйстве страны тоже надо всячески воспевать и продвигать. Особенно, если это молодой специалист. В общем, идея для книги практически готова. Размышления о творчестве, а я, как-никак, в первую очередь писатель, и это моя работа, здорово поднимают мое настроение и отвлекают от дом горьких о хлебе насущном, поэтому остальная часть пути до Ялты пролетает незаметно. Тем более скоро за окном и обещанные виды появляются, и у меня захватывает дух от вырастающих вокруг поросших лесом гор. А вот и конечное. Выхожу из троллейбуса, тут же ныряю с крымской жары в прохладу здания автовокзала, переодеваюсь в уборный, хорошо хоть тут чисто имеются вешалочки крючки, а потом оставляю вещи в камере хранения, еще минус пятнадцать копеек. Тратиться на общественный транспорт мне теперь совсем не с руки, так что лучше на своих двоих прогуляюсь до пляжа. Творчество это, конечно, прекрасно, но мне нужна крыша над головой, а чтобы ее получить нужны деньги. До восьмидесятого года, когда по обещаниям товарища Хрущева, вот кто-кто, а он точно был сказочник и фантазер, наступит коммунизм еще долго, поэтому пока что рублей и копейки в советском обществе нужны. И эти рубли с копейками я могу получить, если вернусь с творческих небес на грешную землю. Азартные игры вроде как грех, если я ничего не путаю. Так что вперед, туда, где эти деньги лежат в кошельках. Мой путь лежит по залитым солнцем и украшенным зеленью улицам Ялты. Сказочный город, что ни говори. И его архитектура, так памятная всем советским, ну или постсоветским людям, это только подтверждает. Царские княжеские дворцы, ставшие всесоюзными здравницами и музеями, Примерский парк, Никитский ботанический сад, заносчиво возвышающийся над морем гостиница Орианда и венец всего полуторакилометровая набережная имени Ленина. Я как раз иду по набережной, как слышу, что впереди меня раздается заполошный женский крик. — Что вы стоите? Она же плавать не умеет. Роди, Влад, ну сделайте что-нибудь! — кричит совсем юная девушка в легкомысленном платье. А двое парней в шортах и рубашках пола синхронно прыгают в воду. Я подбегаю к ним ровно для того, чтобы помочь вытащить из воды еще одну девушку. Один из ее спасателей начинает делать реанимацию, но так неумело, что я понимаю, что он скорее ее угробит, а не спасет. А я умею действовать в таких случаях. — Так, отошли все. — Отошли и не мешайте. Откуда-то из недр сознания всплывает фраза «Верьте мне, я доктор». Глава восьмая «Шо Петренко?» — выселился судья Петр Степанович Абрамов. «Говорят, ты крупную рыбу поймал, самого бубуна заарестовал». Петр Абрамов считал себя очень остроумным человеком. Даже на максимальные сроки он отправлял подсудимых с улыбкой. Те его оптимизмы они разделяли и именовали Абрамова не иначе, как «упырем». Круглый, как колобок, полковник Петренко тоже захихикал. Был он из армейских снабженцев, попался на какой-то мелочи. Чтобы не вскрылось чего посерьезнее, старшие товарищи сплавили полковника во внутренние органы. А там, видя полную непригодность Петренко к серьезной службе, справили его в тихий джанкой. В кругах крымской номенклатуры Петренко заровнее не считали и слегка обрезговали. Случай с задержанием народного депутата, а затем с арестом целого преступного сообщества на железной дороге сделал вдруг полковника местной знаменитостью. Всем хотелось подробностей из первых уст, и бывший интендант купался в лучах славы. Компания сидела в залитом солнечном свете большом зале ресторана «Южный» в Симперополе, который знатоки меж собой звали «Зеленым змием» в честь двух драконов на фронтоне. Так что случилось-то? Неужели нашего почетного виночерпия в карты обыграли? Чуть кокетливо склонила голову единственная присутствующая женщина. Не томите нас, Петренко. Захоленной внешностью Зинаиды Райх скрывался железный характер. Она руководила республиканским ФТЭК, и даже безногие коллеги не могли считаться инвалидами без ее милостивого соизволения. В том-то и дело, что наоборот, заинтриговал всех джанкойский полковник. «Не в карты, а в шахматы, и не проиграл, а выиграл», захохотал еще один участник банкета рослый бородатый мужчина с пышной гривой волос, выдающим днем человека гражданского и даже скорее творческого. «Как раз в карты», поправил Петренко, «но действительно выиграл». «Обыграл вагонных катал», удивился Абрамов. «Как сказал бы ваш коллега Станиславский», он подмигнул бородачу, «де верю». Мужчина импозантной внешности, главный режиссер Крымского госдрамтеатра с достоинством кивнул. «Если верить их показаниям», осторожно объяснил Петренко, судья слыл человеком въедливым, «то обыграл их не сам Бубон, а его попутчик, некий Федор Евстигнеев писатель». «Гастролер», предположил судья. «Я тоже подумал», подтвердил Петренко, «даже запрос дал в союз писателей». «Подтвердили, что у них такой числицей, как раз сейчас находится в Крыму, книгу пишет о виноделах, производственный роман в стиле социалистического реализма, приметы все сходятся, двадцать пять лет высокие черты лица правильные». Полковник соврал, «Идею проверить личность Евстигнеева», пришла в голову его заместителю, капитану Пронину. «Вы прям красавчика описываете», улыбнулась Райх, «я бы с таким сыграла». «Смотрите, Зинаида Михайловна, а то выиграет приезжий писака ключи к вашему неприступному сердцу», вновь захохотал режиссер. Абрамов промолчал, но каждый подумал, что неплохо бы и вправду сразиться с заезжим карточным гением. За исключением Петренко, тот умел играть исключительно в козла. Девчонка совсем молоденькая, симпатичная, со слегка вздернутым носиком. Сейчас она бледная, как мел, губы посинели, ее приятели неуклюже топчутся вокруг нее, подружка от страха начинает хныкать. Стягиваю через голову свою футболку и, сложив, подкладываю ей под затылок. Берег на набережной каменистый, голова утопленницы лежит прямо на валунах, оттягиваю пальцами веки, зрачки расширены, не двигаются. У нее сердце не бьется, дрожащим голосом сообщает подружка. Она что? Давно она в воде, перебиваю. Еще не хватало мне здесь истерики. Да вот только что, говорит торопливо, у нее панама улетела, она за ней полезла. Воду надо слить, советует один из парней, Роди или Влад. У нее, наверное, вода в легких, нам в институте показывали. Что за имя такое идиотское Роди? Родион, наверное. Нет у нее никакой воды в легких, она просто не успела туда попасть. У девчонки рефлекторная остановка сердца, такое случается, особенно у тех, кто плохо умеет плавать. Результат паники. Кладу ей ладони на грудину. Раз, два, три. Не сломать бы ребра. Кости у девушки тонкие, хотя фигура ладная, спортивная. Теперь выдох. Эй, ты че? Ты че вообще творишь? Родик, уймись, это искусственное дыхание. Какое дыхание? Я и сам могу искусственное дыхание своей девушке сделать. А что тогда не сделал? Подруга встает на мою сторону. Растерялся? Раз, два, три. Выдох, выдох, выдох. Давай же, милая, дыши. Но вредить не хотел, спор за моей спиной продолжается. Да с чего вы вообще решили, что он врач? Боковым зрением вижу, что вокруг нас собирается толпа. Набережная, место людное, хоть с советами никто не лезет. А то это как сексом заниматься на Красной площади, разве что этот Роди вопит под руку. Родик, не лезь, а дергивает его приятель. Видно же, он знает, что делает. Выдох, выдох, выдох. Слышь ты, доктор, чувствую руку на моем плече, испытывая огромное желание врезать этому Родику, чтобы не мешал. Тут девушка под моими руками напрягается и резко, отрывисто начинает кашлять. Ира, ты жива, кидается к ней подруга. Останавливаю ее жестом и помогаю неудавшейся утопленнице перекатиться на бок. Ее тошнит морской водой. Ну, все, все хорошо, успокаиваю ее. Ирина выпрямляется, оглядывается, видит рядом с собой незнакомого человека и чуть отшатывается в сторону. Что со мной произошло? Утонул ты, поясняет ее подруга, невысокая и бойкая блондинка, а этот мужчина тебя спас. Я только первую помощь оказал. Говорю, а из воды вас друзья вытащили. Сцены ревности из-за прекрасной дамы мне совершенно ни к чему. Мне и дамы сейчас ни к чему, мне ночевать негде. Меня невыигранные капиталы на пляже ждут. Спасибо вам, дальше мы сами. Родион помогает своей зазнове подняться и галантно накидывает ей на плечи свою рубашку. Нет. Ира с неожиданной силой хватает меня за руку. Пойдемте с нами. Мне просто необходимо узнать о вас побольше, ведь вы мне жизнь спасли. Она тоненькая, темноволосая и большеглазая, словно героиня фильма «Человек-амфибия». Смотрит умоляюще. Как тому классика? Мы в ответе за тех, кого приручили. Самая красивая утопленница советского кино Анастасия Вертинская в фильме «Человек-амфибия». «Ирина, ты ведешь себя неприлично?» отчитывает ее Родик. «У мужчины наверняка есть свои планы». «Нет у меня никаких планов», говорил. «Я только сегодня в Ялту приехал, окунуться шел. Свободен, как ветер». «Зачем я так сказал?» «Одинокий мужчина, подозрительно, особенно если это новый человек. С какой целью он прибыл на этот праздник жизни? Не чужак ли это? Не гастролер? Не засланный казачок?» А веселой студенческой компанией я сразу впишусь в пляжный пейзаж, не вызвав никакого диссонанса в общей симфонии. Так мы отправляемся в путь через поредевшую толпу. Ирина, с одной стороны, держит за руку меня, словно боясь отпустить, другой подхватила под локоть Родиона. Влад и блондинка, которую, оказывается, зовут Алла, идут рядом. Говорит, в основном, Алла. Ирина еще слишком слаба, я вижу, что она держится на морально-волевых усилиях, а парни многозначительно молчат. Оба они крепкие и жилистые, видно, что приучены и к спорту, и к труду. Влад темноволосый и смуглый, ниже ростом и плотнее сбит, Родик, почти блондин, с есенинскими кудрями, видно, что привык к женскому вниманию, даже избалованным. Я им только представляю, с Федором Михайловичем, что вызывает у начитанной Аллочке смех. На своей профессии решаю, пока умолчать и больше слушаю. Динке я узнаю, что это действительно студенты одного из московских вузов приехали отдыхать на каникулы. Часть из них отправилась сегодня на экскурсию к Ласточкиному гнезду, а они остались загорать на Массандровском пляже. Мороженого захотелось, объясняет Алла. А поблизости раскупили все. Мы решили пройтись по набережной, а потом у Ирки по наму улетела. Ялта, набережная имени Владимира Ильича Ленина. Их пляжный лагерь осталось охранять еще одна подруга Татьяна. Дойдя до места, мы застаем ее в компании невысокого и плюгавенького парня в плавках, похожих на семейники и очках с треснутым стеклом. Ваш, спрашиваю. Первый раз вижу, говорит Алла. Парни синхронно кивают. Татьяна, круглолицая, высокая девушка с красивой русой косой выглядит смущенной. — Ребята, виновата, говорит она, вы не знаете, сколько стоит пятнадцать ящиков мороженого. Доброго днячка, улыбается плюгавый, сверкнув золотым зубом. Мне можно деньгами, я столько не съем. Здороваемся с ним и мы. Из-за неожиданного происшествия меня никто не представляет, и только Татьяна зыркает на незнакомого человека. Ира со вздохом облегчения садится на покрывало. Родик, изображая рыцаря, укутывает ее в большое махровое полотенце. Разруливать ситуацию остаются Вадим и Алла, но видно, что они в растерянности. — Куда же вам мороженого столько? — спрашиваю у плюгавого. — Гастроном держите? — Так это не я, разводит руками. Барышня предложила мороженым рассчитаться. Татьяна объясняет, что как только основная масса студентов ушла за мороженым, к ней подошел этот самый гражданин и предложил приобрести порцию. Мол, купил себе, но увидел изнывающую от жары девушку и решил уступить. Подарить не может, скромное имущественное положение не позволяет. — Нет денег? Все с собой друзья унесли. Давайте хотя бы в карты его разыграем, чтобы по-честному было. — Пятнадцать ящиков, ах, и Талочка. — Я выигрывала сначала, кивает Татьяна. Думала, вас удивлю. Придете, а я вас пломбиром угощу. — Барыш не исключительно хорошо играет, подтверждает Плюгавый, просто сегодня не ее день. — И во что ты ее так обыграл? — спрашиваю я, выдвигаясь вперед. — Да какая разница теперь? — со слезами на глазах отвечает Таня. — Зачем нам вообще что-то отдавать? Тут же взбрыкивает Вадим. — Вали отсюда хрен Плюгавый, спрашивает подошедший к нам амбал. До этого он изображал беспечного отдыхающего и лежал на полотенце прикрыв голову газеткой, а сейчас нависает на даме как гора и Петре. Понятно, мелкий играет, а этот крышует, и, судя по всему, делает это хорошо, учитывая его внешность. Рост по два метра, широченные плечи, нос перебит, а уши сломаны. Ну и мускулатура, спортсмен, боксер. Хотя нет, судя по сломанным ушам, борец, вольник или классист, неважно. Появление этой туши сбивает с Вадика всю его напускную смелость. Хоть нас и трое молодых и здоровых ребят, но лезть в драку с этой осадной башней никому не хочется. Ну так что, побежите скупать весь пломбир в городе или обойдемся без лишней суеты, спрашивает Аллу Плюбавой. Та дергается как от удара, током открывает сумочку и принимается в ней ковыряться. Вот у меня только двадцать рублей. Эх, молодая зеленая, кто же с такой совершенно незначительной суммой едет на юг отдыхать? Плюбавый сокрушенно качает головой, а потом обводит глазами всех остальных студентов и говорит. Так что, товарищи комсомольцы, придется вам проявить сознательность и помочь своему товарищу, который связался с подозрительным элементом и попал в такую щекотливую ситуацию. Он еще и глумится. Впрочем, тональность тут же меняется. Выворачивайте карманы щеглы, пока Игорек вам ноги не оторвал. Делать нечего, приходится всем друзьям, подружкам Татьяны раскошелиться. В результате они наскребают аж целых семьдесят четыре рубля. Ладно, с этим закончили. Рубль так уж и быть, отдадите потом. Плюгавый пересчитывает свой капитал. С процентами отдадите. Нам все, Игорек, пойдем пивка попьем, до жизни поболтаем. Так во что ты ее обыграл? Снова спрашиваю я. Как во что? В двадцать одно, конечно, не в дурака же. Давай еще сыграем, говорю, только теперь со мной. Не гоже этого урода просто так отпускать с деньгами этих студентов. Они ему, считай, две стипендии отдали, и для них это много. И эта ситуация уж точно им отдых сломает. А потом они еще и поругаются. Если не сейчас, то когда-нибудь точно. Одна сглупила, второй сдрейфил. Слово за слово кто-то обязательно вспомнит эту ситуацию. И понеслась. Да и получить первоначальный капитализ не с какого-то честного трудяги, приехавшего погреть пузо и накупаться в море, а вот с такого вот мелкого хищника это совсем другое дело. Хотя какой он хищник, так, крыса всеядная, раз решил девочку облакошить. Я в долг только с девочками играю, черец. Он вместо двух зубов у плюгавого золотые фиксы, да и то на мороженое. Денег у меня нет, начинаю я. Плюгавый тут же перебивает. А на что ж ты играть собрался? На просто так? И дико ржет вместе с подельником. Тем самым он сразу выдает себе уголовника. В будет говорить вслух, называя игру двадцать одно. А просто так это предложение на то самое очко сыграть. Этим он меня и проверяет и провоцирует. Человек с понятиями за такое сразу дал бы в морду, а вот лох вроде меня даже не поймет. Вот на это. Говорю я и снимаю с себя темные очки. Это фирменный Рейбан. Этого хватит. Конечно хватит. Такие очки двести рублей стоят. Даже странно, что каталы в поезде их не подрезали вместе с деньгами. Видать не нашли. Плюгавый крутит их в руках, чуть не на зуб пробует. Ну, пошли в тенек, предлагает он, в сторонку. Ирина вскакивает с покрывала и хватает меня за руку. Федор, вам не нужно идти, просит она. Это же уголовники. Получается, что вы из-за меня пострадаете. Ирочка, отвечаю ей, вы ведь так и не купили мороженое. Это непорядок. Вот я вам его и выиграю. Плюгавый щерится в улыбке. С его точки зрения я выгляжу полным идиотом, который перед бабами распустил перья и сам лезет в печь. Студенты естественно идут вслед за нами. Ты прав, ты знаешь игрок, посмехнулся Плюгавый. Знаю, только играть будем новой колодой. А это без разницы. Если судьба выиграть, то выиграю. Игорь, сходи до ларька, будь другом и купи новую колоду, а мне пачку беломора. Амбал молча кивает. Видимо, он тут на подхвате, помимо собственно крыши, и через пять минут приносит требуемое. Плюгавый щегольским жестом распечатывает колоду и подает ее мне. Сдавай. Нет, давай по жребию. Сую орел. Щелчком пальцев подбиваю монетку в воздух, ловлю ее и тут же показываю, что получилось. Орел Плюгавый раздает первым. Правила какие? Спрашиваю я перед тем, как он начинает сдавать. Давай с натуральным очком и вечерней Москвой. Без проблем, сдавай. Пока Плюгавый тасует карты, я объясняю студентам, что только что сказал мой оппонент. Натуральное очко это нужное для победы двадцать одно, но на двух картах сразу. Туз и десять. Вечерняя Москва это два туза. Хоть это и двадцать два, но эта комбинация бьет любую другую. Мои очки Шулер оценил в сто рублей. Ровно в пол цены. Вот на них я и буду играть. Ставлю я их на кон не сразу всей суммы, а как бы разбиваю на несколько игр. Так будет правильнее. Плюгавый заканчивает тасовать, протягивает колоду мне, я снимаю и игра начинается. Туз и еще один туз. С улыбкой говорю я и показываю карты. Вот и вечерняя Москва, о которой мы договорились часом ранее. Плюгавый от разочарования бросает карту в урну, закуривает свой беломор и матерится. Я его прекрасно понимаю. Только что я не только вернул те 75 рублей, которые ребята ему отдали, но еще сверху выиграл 325. Финальные коны мы уже играли по-взрослому. Не люблю ни 21, ни Блэк Джек с Бакарой, преферанс или на худой конец покер, вот мой выбор. Но не вот эти развлечения, в которых шулерам просто раздолье. Но это не значит, что я не умею в них играть. И не просто играть, а играть на результат. А умение читать людей у меня тоже есть. Плюгавому недоставало хладнокровие. Так что я поиграл с ним в кошки-мышки, а потом прихлопнул как муху. И уже он оказался в ситуации, когда должен отдать кучу денег. Вот правда у нас нет за спиной вот такого вот громила. Глава девятая. Вы исключительно хорошо играете, говоря плюгавому, но боюсь, что сегодня не ваш день. Попрошу рассчитаться. Девчонки смотрят на меня с восторгом и некоторым испугом, словно я только что по проволоке под куполом цирка прошелся. Наивные студентки не догадываются, что выиграть это не самое сложное. Труднее выигрыш получить, а получить надо. Тут дело даже не в жадности, хотя по всем рассуждениям это уже твои кровные средства. С тебя бы их стрясли точно. Если допустишь в таком деле именно твое слово, а не уклонившегося от уплаты прощелыги, не будет стоить ничего. Мы завтра продолжим, как ни в чем не бывало, говорит полюгавый, тогда и рассчитаемся. Уговора такого не было, отвечая ему твердо. Девочки мороженого хотят сейчас, а не завтра. Или хотят, скалится проигравший. Еще выяснить надо, с чего это тебе так карта шла. Не уверенный ты чересчур для простого что ты махлевал. Психологи называют такой прием отзеркаливания, а мудрость народная еще до возникновения мозгоправов назвала эту ситуацию, на воре шапка горит. И если сейчас оправдываться, то только ослабишь свое положение, что прямо сейчас и случается. Так он же в ваши колоды играл. Тут же влезает в бесполезный разговор Аллочка. Не моей, а покупной. Да как вам не стыдно на порядочного человека наговаривать, гречится Ира. Он не мошенник, он доктор. С чё я знаю? Люга выводит тему подальше от денег. Может, вы одна банда? Заманиваете честных людей сисяндрами своими полуголами, а шкуряете как липко. Ох, брюнетка краснеет от возмущения, машинально прикрывает руками грудь. Слышь, ты, повторяет любимую фразу что их нарочно на драку провоцирует. Я действительно не мог проиграть, говорю изумленным зрителям, а все благодаря им. Я поднимаю с лавочки свои стиляжные очки Рей-Бан, которые выкупил увернувшегося из США за безумные двести рублей. Ча выдавливает из себя плюгавый. Вы слышали про Вольфа Мессинга? Мой голос становится вкращевым. Я слышал, подает друг голос Игорек. А тетка на его концерте была в Евпатории. Ох, и страшный мужик! Рассказывала, что в башку ей залез и все мысли прочитал. У простодушного амбала от такой истории даже глаза загораются. Студенты вовсе рты пораскрывали. Не рад один плюгавый. Ты порождяк, не гони, шипит он. Помер твой Мессинг небось давно. Столько лет про него ни слуху, ни духу. Так ни один Мессинг обладает способностями к природному магнетизму, втирая ему на серьезных щах. Нинель Кулагина простая советская женщина заряжает вещи так, что они даже летать могут. Ее три академика изучали и сказали, что это неизученная сила природы. Советский экстрасенс Нинель Кулагина удерживает в воздухе шарик для пинг-понга. Я слышала про Кулагина, влезает Аллочка. Мне знакомый с физмата рассказывал. Рядом с ней стрелка компаса как ненормальная кружится, а часы в другую сторону идут. Поразительно, но про Нинель Кулагину я даже не особенно вру. Эта женщина, прошедшая войну и имевшая боевые награды, внезапно обнаружила у себя сверхспособности. Ее изучали несколько советских НИИ и тщательно фиксировали эксперименты на кинопленку, но подвоха обнаружить не удалось. На заре писательской карьеры я мечтал встретиться с ней и написать о ее удивительном феномене, но обнаружил непроходимую стену. Сначала Кулагину обвинили в мошенничестве по какому-то надуманному, не имеющему к ее способностям отношения предлогу. Якобы она собирала деньги на покупку мебели с черного хода. Потом вышла разоблачительная статья в правде. Писать о ней после такого мне, безусловно, ничего не позволили, хотя позже я узнал, что государственные институты проводили эксперименты с Кулагиной вплоть до начала восьмидесятых. Закрадывается мысль, не были ли те разоблачения дымовой завесой. Я лично на исследовании присутствовал, рассказываю. Меня как специалиста пригласили, и Нинель Сергеевна мне лично эти очки зарядила. Теперь, когда они со мной, я ни в одну игру проиграть не могу. И в шахматы, удивляется Аллочка, это не спортивно, укоряю я ее. Люди годами учатся, тренируются, и тут я возьму и буду гроссмейстеров обыгрывать. Этот гражданин другое дело, перевожу взгляд на Плюгавого, он сам влез, самый виноват. Брехня, заявляет Плюгавый, и бочком-бочком отходит в сторону. Куда? Хватаю его за рукав. Игорек, верещит он, наших бьет. Силовое прикрытие злобного хорька топчется в легкой растерянности. Похоже, обычно ему не приходится вступать в дело, видя этакую гору, люди сами охотно расставались с имуществом. К тому же, теперь играли не посторонние, а его собственный работодатель. Кроме того, похоже, мои мистические рассказы глубоко запали в его впечатлительную душу. Игорь, говорю я Амбалу, ты мороженое любишь? Крем-брюля, выдает Игорек, нахмурив лоб. Хочешь пятнадцать ящиков крем-брюля? А то, конечно, хочу. Тогда я угощаю, говорю. Только они вот у этого гражданина, и он отказывается ими делиться. Рывок, и хорек оказывается висящим над землей, его ноги пытаются бежать на совершенно без всякой пользы. Игорек аккуратно, даже нежно встряхивает плюгалого, отчего внутри у того раздаются булькающие звуки, словно потрясли бутылку с лимонадом. Бабки гони! С плюгалого удается получить все до копейки. Очевидно, до подхода к Татьяне он уже успел побродить по пляжу и пощипать отдыхающих. Денег в потертом лопатнике даже больше, и я отсчитываю свой выигрыш под пристальным присмотром Игорька. Не нужно мне потом разговоров, что я чужое взял. Мести нахлобученного криминального элемента я не опасаюсь. Обыватели склонны считать преступный мир чем-то единым и опасным. Это в 90-е из обнищавшего в конец населения бандиты и жилье вытянули все, что можно и принялись грабить и убивать друг дружку. Тогда даже торговка семечками не могла чувствовать себя в безопасности. Криминал создал систему высасывания денег вверх по пищевой цепочке, на вершине которой шла постоянная игра в царя горы. А в начале семидесятых это были мелкие хищники, которые довольно вольготно плескались в просторном океане законопослушных граждан. Если кто-то, кое-где у нас порой, как пелось в знаменитой песне. Этот хорек вполне мог и в гордом одиночестве на пляже промышлять со своим великанским прикрытием, либо в компании подобных ему доходяк. Существовал, конечно, блатной мир со своими ворами и понятиями, но его представители на показ себя не выпячивали, интервью по телевидению не давали и музыкальные альбомы не записывали. И до такой шелупони ему дела не было. Пляж большой, на всех хватит. Студенты получают обратно деньги, узнав по особой скомканности и каким-то другим приметам свои собственные бумажки. Татьяна даже плачет от облегчения. Картина «Незнакомки на пляже в Ялте в 70-е годы». Представим, что это счастливые студентки пересчитывают свои деньги. Одержав победу, мы всей компанией с примкнувшим к нам амбалом направляемся к киоску с мороженым. «Тут все продали», разочарованно вздыхает Аллочка. «Мы потому на набережную пошли». В подтверждении ее слов на киоске красуется табличка «Мороженого и фразой сколько ни стучите не появится». «Милый советский маркетинг, из-за этого кажется, что пингвин на рекламном плакате дразнится». «На набережной его еще раньше разбирают», удивляется Игорек. «Пошли, сейчас покажу». Мы переходим через дорогу, ныряем в один из переулков и натыкаемся на точно такой же ларек, только приветливо открытый. Вот в чем польза знакомства с местными. У вас есть пятнадцать ящиков в крем-брюле, наклоняясь я к окошку. Продавщица миловидная женщина лет тридцати хлопает глазами. «Куда ж вам столько?» Ее взгляд меняется на подозрительный. «Или вы на пляже спекулировать собрались?» «Ну да, элементарная операция по перераспределению товара туда, где он нужнее, в советское время уголовно наказуема». «У меня просто мальчик очень хорошо кушает». «Показываю ей Игорька». «Здрасте, Зин», лыбится человек-гора. «Здравствуй, Игорь!» Продавщица не теряет бдительности. «Чего это вы удумали?» Игорек чуть смущенно отводит меня от киоска. «Я думал, вы деньгами отдадите», басит он. «Куда мне столько?» «Ну, деньгами так деньгами», пожимая плечами. «Вообще-то я так и собирался сделать, просто пошутить решил. Настроение превосходное. Юг, солнце, симпатичные девчонки смотрят с восторгом. К тому же финансовая проблема решилась неожиданно и самым наилучшим способом». «Зачем мне учиться всем этим финтам?» спрашиваю. «Ты сам видел, что я любого обыграю и так?» Юра десит небрежно тасует колоду, даже не глядя на собственные руки. У него крупные и сильные ладони, совсем не похожие на тонкие пальцы фокусника. Кто-то говорил, что раньше Юра был моряком. Сам он утверждал, что в прошлом строитель и этот самый дом вместе с беседкой и террасой построил собственными руками. Глядя сейчас на его ладони, я в это верю. «Снимай», протягивает он колоду. Я небрежно толкаю колоду, раздраженный его молчанием. Юра принимается раздавать карты парами, как для преферанса, скидывая в сторону руку болвана. Ради любопытства беру карты в руки. Мизер практически идеальный. Две масти идут от семерки сплошняком, на пиках есть одна маленькая дырочка, крохотная. Чтобы она сыграла, нужен крайний неудачный расклад на двух других руках. К тому же прикуп улучшит положение с вероятностью процентов в девяносто, даже девяносто девять. Играешь? спрашивает Юра. Мизер, да? киваю. Открывай прикуп. Переворачиваю две прикупные карты. Бланковый король на бубях и пиковый туз. Сколько взяток ты возьмешь? Минимум три, говорю. Пять. Он открывает карты свои болвана. Финты и писатель. Нужно знать, чтобы их видеть. Проференс дело неспешное, а в другие игры я с приличными людьми не играю. Только тут я могу выиграть честно своим умом и талантом. Пока нашел бы партнеров, пока расписали бы пулю, стемнело бы уже. А тут я оказался в роли благородного разбойника и такого карточного Робин Гуда. Зло наказал, бедным деньги вернул. Главное, чтобы на мою голову не нарисовался шериф крем-бреле стоит 15 копеек за порцию, в ящике их 25 штук. Прикидываю я, держи свои 56 рублей и 25 копеек. Примного благодарен, отвечает Игорек, но никуда не уходит. При этом он похож на большого дворового пса, которого угостили сосиской. В глазах выражение «Можно, я просто побуду тут, пока не прогнали». «За буревестник борешься?» спрашиваю, возвращаясь к киоску. «За трудовые резервы». Отвечает Амбал, «О, как вы догадались». «Ой, Федор», восклицает Аллочка, «а может ты сам магнетист?» «Не знаю», смеюсь, но замечаю, что людей ко мне тянет. Щедрым жестом, несмотря на протесты, покупаю всем мороженое, шесть порций пломбира и одну крем-бреле. Рассаживаемся на длинной лавочке в небольшом сквере. С моря тянет вечерним бризом, пахнет солью, йодом от водорослей и эвкалиптами. Игорек, как я и предположил, оказывается местным, борец вольник, кандидат в мастера, а вот щуплый хмырь приезжим. Третий год подряд появляется в Ялте в начале сезона и шустрит на пляже. «Пятерки за вечер платит», простодушно признает сам Бал. «Просто, чтобы рядом постоял и подтвердил, что мы приятели». Сумма кажется небольшой, если не вспоминать, что средняя зарплата сейчас 120 рублей. Игорек в итоге получает в два раза больше. У Игорька простоватая круглая физиономия с наивными детскими глазами. Время от времени он кидает взгляды на Татьяну, похоже, спортивного вида студентка ему понравилось. Молчу, подсчитывая в уме свои капиталы. После всех расходов у меня остается 269 рублей и 25 копеек. Глядя на щебечащих рядом симпатичных студенток хочется забыть про эти чертовы карты и никогда к ним не возвращаться. Тем более, что деньги теперь есть. Пускай меньше, чем писательские командировочные, но прожить можно. В крайнем случае попрошу Лотарева или Юшкина перевод. Позже отдам с гонорара. Можно и сэкономить. Не заселяться в дорогую гостиницу, а поискать что-то в частном секторе. Законная прибыль любых командировочных. Девочка в гостинице дом, говорю, без особых прочим уверенности. По словам Игорька, дом его родственницы находится в частном секторе. Значит, если жилье мне по каким-то причинам не приглянется, то могу и по соседним домам поспрашивать. В сезон в гостинице без путевки не протолкнуться, так что обустройство на жительство отдыхающих, бизнес ходовой, что в те годы, что в современности. Прощаемся со студентами, те предлагают встретиться утром, особенно настаивает Ирочка с Аллочкой. Родик этому не слишком рад, но и не возникает. Отговариваюсь общими фразами, так далеко я о своей жизни пока не планирую. Добраться бы до подушки, день выдался долгим и чересчур насыщенным. Мы с Игорьком углубляемся в лабиринт, узких улочек с раскидистыми сливами и гранатами, кроны которых свисают прямо через заборы, постоянные хаотично надстраиваемых беленных домиков, скворечников и лая дворовых ковыздохов. — Чего тваль? Амбал останавливается возле одного из заборов, через который при своем росте с легкостью заглядывает. — Чего тебе? Оглушенный! — раздается недовольный голос. — Пьяный, что ли? — Я тебе жильца привел. Ничуть не смущаясь, продолжает Игорек. — Она у нас женщина серьезная, но с пониманием, — поясняет он мне. — Какого жильца? — продолжает невидимый голос. Мне, твои дружки, без надобности. Шелупони они у тебя все подзаборные. Мать твоя не дожила, прости господи, а то посмотрела бы, с какой ты швалью хороводишься. Еще не видя хозяйку, преисполняюсь к ней уважением. Наши взгляды на приятеля Игорька полностью совпадают. — Приличный человек! — обижается Игорек. — Доктор! — Доктор! — Калитка распахивается и на улице выглядывает Игорькова тетка. Я почему-то ожидал увидеть пенсионерку, но передо мной женщина лет за сорок. Жгут и черные волосы, убраны под косынку, томные темные глаза смотрят с интересом. Про таких говорят сорок пять, баба-ягодка опять. — Доктор! — киваю. — Федор Михайлович Евстигнеев. — Раз уж моя случайно обретенная специальность играет мне в плюс, зачем от нее отказываться. — Проходите. — Чего же вы стоите, молодой человек? — говорит она, сама при этом никуда не деваясь, так что мне приходится протискиваться мимо внушительного бюста. — Валентина Алексеевна, я. В крохотном дворике чисто вдоль дорожки наливаются бутонами несколько розовых кустов. Вдали видно очертания беседки, увиты виноградом. Дом мне нравится, да и искать что-то на ночь глядя категорически не хочется. Игорек, не желая удлинять общение со строгой родственницей, по-английски исчезает. Полученный полтинник ощутимо сжет ему карманы. Думаю, сегодня кого-то ждет гулянка. — Почем? — С места в карьер, спрашиваю я. — Два рубля в сутки. Хозяйка упирает руки в бедра, готовая торговаться. — Помилуйте, Валентина Алексеевна, возражаю, за такие деньги я в Арианде могу проживать. — От силы в трехместном, не соглашается она, зато здесь одни будете в комнате и воздух свежий. Сошлись на десяти рублях в неделю. Я бегом иду на автовокзал за чемоданом и возвращаюсь назад. К этому времени хозяйка уже постелила мне во флигеле. Едва голова касается подушки, проваливаюсь в сон. Просыпаюсь ночью, с трудом понимая, которой сейчас час. Слышу отчетливый шепот прямо в моей комнате. Вборы всплывают в сонном сознании. Голова десятая. От звуков чужих голосов за окном я мгновенно просыпаюсь и рывком сажусь на топчан, который в этом номере повышенной комфортности заменяет кровать. Хоть уже глубокая ночь, но жара стоит такая, что и температура не приносит долгожданной прохлады, а только слегка сбивает градус. И в этой гостинице еще и очень душно, поэтому окна распахнуты настежь. Не знаю почему, но я подумал, что это меня грабить пришли. Зря я Игорька послушал. В сердцах намысленно возмутился я. Это сто процентов тот плюгавый. Пришел за своими бабками и моими вещами. Он же знает, что те же очки все двести рублей стоят. А раз у заезжего фраера и шмотки должны быть понтовые. Плюс публика, подобная плюгавому, зачастую очень суеверна. Они верят во всякое разное. А тут аж целые очки, заряженные на удачу. Даже не став одеваться, и так оставшись в одних трусах веселенькой красно-синей расцветки, не начи тот, кто утверждал фасон болельщик ЦСКА, я аккуратно подкрадываюсь к окну, замечаю в углу что-то похожее на палку. И тут же приседаю, чтобы, не дай бог, меня не увидели с улицы. И не просто приседаю, но еще и зажимаю себе рот рукой, чтобы, не дай бог, не засмеяться. Потому что грабителями оказались три женщины, одна из которых хозяйка этого отеля. И ограбление действительно планируется, только нужны не мои вещи или деньги, а я сам. Значит, запал это на этого доктора Валька. Ты бы его видела. Высокие, спортивные, плечи широкие, а глаза какие. И что? Это уже голос третий. Ты этому красавчику скидку на комнату сделала или вообще бесплатно дала? Слышен смешок. Ой, прости, сдала. Дура, что ли? Натурально возмутилась хозяйка. Нет, конечно, я скидок не делаю, пусть даже и мужику, с которым хочу кое-что закрутить. Ну, вот и это, как я там, а вот, бизнесменша. Любовь-любовь, а деньги по расписанию. Смотри, капиталист-миллионщик, так и помрешь вдовой, Владимир Владимировича. Эх, какой у тебя муж был мужчина, слышу вздох. Капитана десского морского пароходства. Да не на балкере каком-то, или еще хуже сейнере, а на круизном лайнере. Какие он тебе шмотки привозил? Прекрати. Не порть мне весь настрой. Ну, помер мой Володька, все. А теперь я хочу развлечься. Оксаночка, выручу старую подругу, одолжи мне ту свою плесированную юбку и красные туфельки, чех, которые мне мой из Марселя привез? Да, а я про них. А вот знаешь что, Валька, не дам. Мой мужик в плавание ушел, да не просто так, а перед отходом судно еще и мать свою кошелку старую к нам привез, чтобы, как он выразился, я за ней присматривала. Ха-ха-ха, сразу две женщины рассмеялись. Это еще кто за кем присматривать будет? Что вы смеетесь, дуры? Конечно, он это сделал специально, чтобы его молодая жена ему новые рога не приделала еще раз кидисти прошлых. Ну и вот, ты, значит, будешь развлекаться с этим красавцем, а я в это время должна слушать гундение свекрови, но уж нет. Обойдешься. Злая ты, Оксаночка, ну хорошо, обойдусь и без твоей помощи. Только и ты больше на мое не рассчитывай. И когда твой в следующий раз у меня спросит, что мы с тобой делали днем или прошлым вечером, так и скажу. Я в кафе ходила, а что твоя жена делала, так это ты сам у нее спрашивай, она мне не отчитывается. Ладно, тут же пошла на попятную неизвестная мне Оксана. Будет тебе и юбка и туфли, и даже новый парфюм, Шанель номер пять, а то ты опять своей красной Москвой надухаришься. Только с тебя отсчет, что и как, раз уж сижу в клетке, то хоть за тебя порадуюсь. Но чтоб подробный. Да, да, подробный, поддакивает третья. Как, где, в каких позах и сколько. Новые дуры, отвечает хозяйка, на этом их собрание завершилось. Вот как, думаю, я лежа в постели. На меня тут аж целую охоту открыли. И охотник, судя по всему, хорошо подготовится, возьмет винтовку поточнее, да патроны помощнее. Не сказать, что я сильно против каких-то приключений на Амурном фронте, скорее даже за, учитывая то, что еще несколько дней назад я был беспомощным инвалидом в кресле. Но все-таки хозяйка этого райского местечка не совсем в моем вкусе. Она вполне привлекательная, спору нет, но я не люблю женщин бальзаковского возраста. Но в любом случае будет интересно понаблюдать за ее попытками соблазнить московского постояльца. Но в деловой хватке ей не откажешь. Несмотря на вполне определенные желания, цена мне озвучила, как и для всех. Рассмеявшись этой мысли, я уснул. Отель Валентина Алексеевна это прям типичное, практически клишированное место для южных приморских городов. Вся красота, которая так восхитила меня вечером, все эти розы, дорожки и беседка были перед домом. Там и правда очень и очень красиво. А вот во внутреннем дворе, который не виден с улицы, располагался самый настоящий Вавилон. На участке в каких-то восемь соток такое количество самостроя, что московский мэр Собянин словил бы сердечный тело. Потом, придя в себя, он, конечно же, распорядился бы все смести, что и было сделано лет десять назад в Москве. Небольшой уютный домик, который когда-то был единственной капитальной постройкой на этом участке, буквально оброс пристройками разной степени капитальности. И помещения в этих пристройках комнатами могут называться только условно. Не трешно просто крошечные чуланы. Вот честное слово. И в каждом из этих чуланов кто-то-то доживет. Кроме этого муравейня, она стояла на самом углу участка и окнами выходила уже на другой, владельцы которого не столь алчны, но или практичны. И помимо дома имеется беседка, не желая, в которой происходил ночной разговор. Контингент в отеле тоже соответствующий. Вот уж действительно большая семья народов Советского Союза. Кого тут только не было. Нефтяники из Тюмени с женами, желающие погрыть свои косточки после сибирских холодов, большая компания студентов из Воронежа, шумные, веселые, очень дружелюбные, большая семья из Ашхабада, дородная и почтенная мать семейства, муж, худой как щепка, ее полная противоположность и целый выводок ребятишек разного возраста. Их было столько, и они постоянно пребывали в движении, так что подсчитать точное шесть-восемь и сразу две парочки молодоженов. Валентина, очевидно, опытная в деле сдачи жилья в аренду, их поселила в самом дальнем флигеле, благо, что там как раз две комнаты и ни тех, ни других толком никто не видел. Оно и понятно, почему. В общем, повторюсь, это прям клишированные изображения советского южного отдыха для тех, кто решил сэкономить, как те же нефтяники. По обрывкам разговоров я понял, что мужики-то могли пожить в гостинице, а вот их жены отказались напрочь. Или для тех, у кого это в принципе единственный вариант, как у тех же студентов. Хотя, если разобраться, я и сам сейчас одно сплошное клише. Молодой, но уже успешный советский писатель решил выбраться из уютной тишины и прохлады своего кабинета и пожить немного среди тех, о ком он и должен писать свои книги, среди простых советских людей. По сравнению с условиями у всех остальных у меня еще все не так уж и плохо. Я хотя бы один, места в беседке много и окна открываются. Правда, с электричеством беда. Я пощелкал выключателем, не работает. Электробритва, которую я взял с собой вместо опасной бритвы, тоже не подавала признаков жизни. Что ж, придется идти на поклон к хозяйке. Облачиться в боевой наряд она еще не успела, утро же, но и не стала меня встречать в бегудях с лицом намазанным сметаной или что-то в этом роде. Нет, совершенно обычный внешний вид недавно вставшей женщины, но уже успевшей привести себя в порядок. Это ей в плюс на самом деле. Что-то случилось, Федор Михайлович? Да вот, что-то в хоромах, которые вы мне сдали, электричества нет, хотя вчера было. А, ну так это понятно. Я по вечерам все кроме своего дома обесточиваю. Нечего по ночам свет сжечь, да другим отдыхающим мешать. Валентина Алексеевна, это совершенно неприемлемо. Мне нужен свет не только днем, хотя днем он мне как раз и не нужен, но и по вечерам и по ночам я пишу книгу и мне нужно над ней работать. О, так вы не только доктор, Федор Михайлович, а еще и писатель. А о чем она? Это ваша книга. Надеюсь, о любви? Дамочка расцветала буквально на глазах. О страстной любви, вспыхнувшей на берегу прекрасного черного моря. Вы же дадите мне почитать что-то из вашего романа? Нет, книга о переломах шейного отдела позвоночника, методов лечения и ухода за больными. А почитать я вам, конечно, дам. Вам какую часть? Про сами переломы или про уход? Давайте про уход. Там такие страсти кипят, закачаешься. А-а-а. Она стремительно скисла, как оставленное на солнце молоко. Так это медицинская книга. Пожалуй, нет, что-то мне не хочется такое читать. Ну, так уж и быть, раз уж вы настаиваете, то будет вам свет. Только имейте в виду, именно у вас в беседке проводка достаточно слабая. Кипятильник и электроплитку одновременно она может и не выдержать. Странно. А вчера вы мне об этом ничего не сказали и взяли с меня, как и со всех, у которых таких проблем нет. Ой, доктор, ну что вы прицепились ко мне с этим светом? Ну, забыла я такую малость. А вообще, вы знаете, я часто стала что-то забывать. Может, посоветуете что-то? Или вам сначала нужно провести осмотр? Она достаточно выразительно коснулась лямки своего сарафана. Давайте в другой раз. А при когнитивных нарушениях нужно идти к соответствующему специалисту, который вам лечение назначит. Например, пироцетам, ну и народные средства есть. Ну, в другой раз так в другой раз. Легко согласилась она. А вы куда-то собираетесь сейчас? Да, мне пишущая машинка нужна. Не подскажете, где ее можно в аренду взять? Ну, вы и спросили, где я и где пишущие машинки? Понятно. Что ж, придумаю что-нибудь. Так что насчет света? Да-да, я сейчас вам все включу. Приведя себя в порядок и наводя лоск в одежде, еще одни льняные брюки, рубаха с коротким рукавом и легкие туфли, я прошел через уже проснувшийся человеческий улей, снял с лестницы ведущий на чердак ребенка, одного из отпрысков ашхабадской пары, поздоровался с одной из пар молодоженов, они как раз собирались в город, уже перед самой калиткой поручкался с невчаниками, эти спешили на пляж греть свои косточки, и выйдя на улицу вскоре сел в автобус идущий в центр города, чтобы доехать до елтинского филиала крымского отделения союза писателей Украинской ССР, а куда еще податься писателю, который остался без своего главного рабочего инструмента, только к коллегам. Коллеги вошли в мое положение, хоть и изрядно посмеялись над незадачливым московским гостем, но все ж таки я стал временным владельцем довоенного чуда, на котором впору печатать пролетарским поэтом, а не человеку 1972 года. Одна клавиша западала, а каретка возвращалась налево с таким шумом, что казалось, что это не составная часть печатной машинки, а затвор пулемета. Но в любом случае она работала. Но когда я уже вышел на улицу, держа в руках это довоенное чудо, то на меня буквально налетел один из моих московских знакомых. Поэт Владлен Алый, это псевдоним, конечно, в миру он был Владимиром Мухиным. О, Федор Михайлович, обрадовался он и стиснул мне руку в рукопожатие. Привет, Муха, вот так встреча. Да, я специально сюда. Он кивнул головой в сторону двери. Приехал, чтобы тебя найти. Я тут уже неделю, а ты как-то говорил, что в этих числах в Ялту приедешь. Вот я и подумал, что сюда-то ты должен заглянуть, отметиться. Ну да, Муха, ты прям дедуктивную работу провел, чистый Шерлок. Ну, все верно. А что хотел-то? Да есть у меня к тебе дело, по твоему второму профилю, но ты понимаешь? Глава одиннадцатая. Не понимаю, изображая удивление. С Мухой мы ни разу за одним столом не играли, а свою карточную репутацию я на показ не выставляю, да и вообще испытываю серьезное желание завязать с игрой. Может, и удастся мне соскочить с рельсов однажды прожитой жизни. И если Мухе тут не с кем пульку расписать, то я умываю руки. Ну, по карточной, смущается он. Наши говорили, ты в этом деле гроссмейстер. Просто везучий, отметаю подобную славу. Бабы-стервы попадаются, вот карты это дело компенсируют. Муха смеется, но в глазах его волнение и даже, пожалуй, испуг. Так что понимаю, что ни в пульке делай, ни в скуке по вечерам. Пошли, говорю, поэт-невольник чести, чебуреками с газировкой меня угостишь. Заодно и расскажешь, что тебя гнетет. Разные народы борются за право называться родителями чебурека. Но я убежден, что это блюдо крымское, а точнее крымско-татарское. В подтверждение своих слов скажу, что самые вкусные чебуреки я ел именно в Крыму. В дружбе на Сухаревской, той, что рядом со Склиффом, тоже делают такие, что пальчики оближешь. Такие сочные, что нужна ложка. Но здесь продукт совсем другого уровня. Вот сейчас небольшая чебуречная, расположенная через несколько домов, наполняет улицу такими ароматами, что я сразу вспоминаю об отсутствии завтрака и о вчерашнем скудном ужине. Организм у меня теперь молодой, энергии требует много, а режим питания, как сказал Пончик, нарушать нельзя. С этим сиборитом-коротышкой я полностью согласен. Мы берем горячий с пузырьками масла на румяных боках чебуреки, муха норовит напоить меня пивом, я отказываюсь и беру лимонад. Сам он проникает к бутылке ялтинского, как верблюд к источнику в оазисе, из чего я делаю вывод, что вчера муха злоупотреблял. Стаймя его поставь. Провожу я краткий курс начинающего чебурекаеда. Вертикально держи, кусай сверху, а то весь сок на штанах окажется. Какого хрена ты целую неделю в Ялте делал, если до сих пор чебуреки есть не научился? Играл, повесив голову, отвечает поэт. Поселили беднягу в гостиницу Приморская, что традиционно для командировочных работников пера. У меня тоже туда была путевка. Не орианда, конечно, но комнаты чистые, постельное белье свежее, публика приличная, а персонал по советским меркам хороший. Муха строчил свои вирши и любовался с балконы южными пейзажами, пока за завтраком не познакомился с одной компанией. Люди солидные, один спортсмен-плавец свои фото на пьедестале почета показывал, второй баритон какой-то провинциальной филармонии, а третий целый контр-адмирал. Уговорили поэта расписать пулю. И Муха пропал. Напрасно беспокоились теща и супруга. Владлен не вдохновлялся прелестями курортниц на пляже и не читал им своих сонетов под луной. Они сидели в номере у адмирала, между прочим, двухкомнатном люксе на пятом этаже и играли дни напролет. Адмирал проигрывал. К исходу третьего дня он был должен пловцу семьсот рублей, а баритону тысячу двести. Самым крупным держателем акции адмиральского долга было Муха. Ему морской волк задолжал три тысячи рублей. А сквич хотел купить. Наивно делится со мной Муха. Четыреста седьмой морская волна с березой. Моих на дачу возить. Теща давно мечтала, а я с моих гонораров даже мотоцикл с люлькой позволить себе не могу. Не понимают меня редакторы, хоть ты тресни. Хотя четыреста седьмой уже несколько лет как сняли с производства, взять такую машину с рук имелись хорошие шансы. Особенно если покупать у тех, кто пересаживался с этих эффектных но слабосильных автомобильчиков на первой Жигули, точнее еще по факту фиата отверточной сборки. Адмирал воспринимал свои проигрыши стоически, даже с юмором и совесть Мухи спала сладким сном, когда он мысленно пересчитывал чужие накопления. Не догадывалась теща, что лучше бы поэт проводил свое время на пляже, подцепил там легкомысленную отпускнице и предавался бы с ней всем прелестям курортного романа. Это было бы куда безопаснее для семейного очага, чем безвылазное сидение в гостинице. Даже если бы стыдную болезнь подцепил, и то не так страшно, это лечится. Антибиотики есть, без носа не остался бы, а так остался с носом, но в другом смысле. На четвертые сутки игра длилась почти 12 часов, Муха проиграл 20 тысяч рублей. Везунчик, плавец-чемпион, сразу перестал быть рубаха-парнем и намекнул на серьезные неприятности вплоть до полета вниз из кабинки фуникулера. Растерянный Муха под влиянием момента написал расписку на собственную квартиру в Москве, в которой на тот момент проживали теща, жена и двое пацанов дошкольного возраста. «И как они забрать собираются? Удивляюсь я. Выселить советского гражданина из собственного жилья не шутка. Это не девяностые. Черные риэлторы еще даже не родились. У них все схвачено», объясняет Муха упавшим голосом. «Оформляем обмен квартиру на частный дом в Подмосковье». «Якобы нам и природа захотелось к исконной сельской жизни», он криво улыбается, «но по факту там барак с земляным полом, туалетом типа сортир на улице и колонкой в паре километров». «Не знаю, как я это Наде расскажу. Она мной так гордится. Еще бы творческая командировка, сборник в очереди на печать. Хоть в петлю лезь, только бы в глаза им не смотреть. Твою мать!» Чебурек у изливающего душу поэта прорывается, брызгая мясным соком прямо на рубашку, по ней расплывается сочное темное пятно. Глаза у мухи краснеют, об ударе судьбы он рассказывал стоически, а теперь вот такая досадная бытовая мелочь срубает на повал. «Так двадцать тысяч или квартиру?» Уточняю у расклеившегося поэта. «Что-то я не понял из твоих рассказов». «Через три дня я должен отдать двадцать тысяч». Муха пытается оттереть пятно на рубахе носовым платком. Тогда они вернут мне расписку на квартиру. «Скажи, Михалыч, ты же с разными людьми играл. Разве такое бывает, чтобы квартиру проиграть? Может, это шутка такая, напугают и простят? У меня дома на сберкнижке две тысячи отложено. Не бог есть, сколько, но пускай забирают, может, поговоришь с ними. Не знаю, как я это Алисе Михайловне объясню. Теща у нас семейный бухгалтер, но это лучше, остаться без квартиры». Не простят, мне это понятно как белый день. Забрыкнуть, конечно, можно, пойти в милицию, заявить о факте вымогательства. А вдруг мстительные товарищи окажутся, просто раскинули сети в гостиницы, где много командировочных. А муха вырвался на свободу от супружеского присмотра и слопал наживку вместе с удочкой. Погляжу я на них, говорю, ничего не обещаю, но схожу с тобой и взгляну. «А мне что делать?» спрашивает поэт. «Подскажи, где тут можно позвонить». «Да я не про это, я про себя. Выпей вина, сходи на пляж. Самое главное, не отыгрывайся», советую. «Так что насчет телефона?» «В филиале можно», светлеет лицом муха, «в приемной». «Тогда бывай», говорю, «через три дня загляну к тебе в гостиницу, часика в два как раз после обеда». «И вот еще что, наклоняйся, шевчу ему на ухо». «Михалыч, это же подло», пугается муха, «Я тебя, получается, подставляю». «По его по плечу». «Не сымуха, прорвемся». Секретарша в приемной филиала вертлявая брюнетка, довольно симпатичная, но исключительно вредного характера, долго пытает меня на предмет того, не собираюсь ли я звонить в столицу или в другие места. Предлагаю недоверчиво особе самостоятельно набрать телефон совхоза имени Ковпака и пригласить товарища Бубуна к аппарату». «Федор», радуется мой знакомый, «А я уже удивился, куда ты пропал. Справлялся тебе в гостинице, говорят, не заезжал». «Все в порядке, Сергей Геннадьевич», отвечаю, «с барышней одной познакомился так, что гостинице не понадобилось». «Не знаю даже, зачем так сказал, наверное, чтобы секретаршу позлить». «Ну, ты силен, смеется Бубун, правильно я сделал, что к своим работницам тебя не подпустил». «Я по поводу книги», говорю, «можно мне к вам завтра приехать в хозяйство, наглядно, так сказать, познакомиться с материалом». «Приезжай, встретим тебя, как полагается». После происшествия в поезде Бубун радуется мне, словно старому товарищу, да и я откровенно испытываю что-то подобное. Хорошо он себя показал в этой непростой ситуации. Как нам раньше говорилось, с ним бы я пошел в разведку. А галочку увидеть можно будет? Уже откровенно веселюсь. «Ох, ламон, донжон недоделанный», резюмер Бубун, «завтра жду». Уточняю маршрут и вешаю трубку. Секретарша к тому времени успела рассмотреть себя в зеркальце, подкрасить ресницы и подточить ноготь специальной пилочкой. «Говорят, у них в совхозе очень вкусный мускат», говорит она задумчиво. «Вы любите мускат?» спрашиваю заинтересованно. «Очень люблю», улыбается она. «Обещаю, приеду из совхоза и, говорю уже от самой двери, обязательно вам расскажу свои впечатления». Томной домовладелец в зоне видимости не оказывается и свое механическое печатающее чудовище я доставляю в комнату без происшествий. Заправляю в него листок бумаги на работу категорически не идет. И этому есть объяснение. Уже второй день в Крыму, а в море до сих пор не окунулся. Решительно встаю из-за стола и отправляюсь на пляж. Несмотря на то, что сейчас только конец мая, на ялтинских пляжах не протолкнуться, просто яблоку некуда упасть. Отдыхающие со всей страны заняли буквально все возможные места для пляжного отдыха. Кто-то, кому было не жалко отдавать свои кровно заработанные, пользовались лежаками и зонтиками, которые тут сдавались в аренду, но таких было ничтожно мало по сравнению с теми, кто просто загорал на полотенцах. Я это не очень понимаю, какое удовольствие лежать голым телом на камнях, пусть даже если между тобой и этими самыми камнями полотенца. Да и вообще практически все ялтинские пляжи, за исключением разве что массандры, не отвечали моим представлениям о прекрасном. Галька. Кругом крупная галька, как, впрочем, и по всему Крымскому побережью, ну, кроме Евпатории, конечно. Но там климат намного хуже, чем в Ялте. Город же выжженный солнцем степи, так что наличие песка не могло полностью компенсировать его недостатки. На массандре чуть-чуть не так. Здесь галька мелкая и ровная, и не надо прыгать горным козлом, рискуя повредить себе ноги. Поэтому этот пляж и был самым популярным в городе, и местом протяжении не только огромного количества отдыхающих, но и шулеров всех мастей. А еще за время, пока был инвалидом, я и забыл ощущения, которые возникают, когда идешь голыми ногами по раскаленным камням. Хорошо, хоть у меня были тапочки для плавания, без них вообще беда. Пока дойдешь до воды, ожог получить можно. Но несмотря на то, что эта обувь пользовалась среди отдыхающих огромной популярностью, были и те, кто ей пренебрегал. Притом и взрослые и дети. Но это их дело. Благодаря щуплому деньги у меня были, поэтому свое первое посещение пляжа, как же я давно не был в подобных местах, я решил сделать комфортным и арендовал с дикой переплатой шезлонг и зонтик. Только устроился с комфортом, разложил полотенце, засунул под лежак сумку, в которой были нарезанные фрукты, купленные поблизости, и вода, как ко мне тут же подскочила какая-то дородная тетка с целым выводком детишек мал-мал-меньше. Ой, молодой человек, а вы что, один под зонтиком отдыхать будете? Я нарочито медленно покрутил голову и сказал, ну да, а вы что, видите рядом со мной еще кого-то? Вы же не против, если мы тоже им воспользуемся? Тут места еще полно, а у меня дети к солнцу не очень привычные, первый раз на море. Мам, как это первый раз? Тут же сказал мальчишка лет двенадцати, самый старший. Я же в прошлом году в Артеке был, пока вы с папой, и Машкой, и Витькой в Сочи. Ой, не слушайте его. Тут же перебила его маман. Он у меня фантазер. Если бы она мне так нагло в глаза и не врала, я был бы совершенно не против, тем более, что места действительно хватало, а так? А так я все равно махнул рукой и сказал, валяйте, но чур только не кричать у меня под ухом. Что я в самом деле не отказываюсь жить детям из-за их хабалистой мамашки? В общем, спокойно полежать позагорать не выйдет, хотя глупо этого ожидать от переполненного людьми пляжа, на котором на каждом квадратном метре по два человека. Это такое огромное людское море, но я не в обиде. Тем более, что долгое время, очень долгое, я был лишен и этого. Да не так уж это и плохо. Для какого-то социопата этот пляж был бы похуже одиночной камеры, но я-то не такой. Быть среди людей, хоть даже отдыхающих на пляже, это тоже своего рода удовольствие. Видеть радостных, довольных людей, слушать детские крики и смех, улыбаться красивым девушкам и видеть, как они улыбаются в ответ. Чистый кайф. Но еще большим кайфом было море. Пусть оно похоже на суп с фрикадельками сейчас, ну и пусть. Тем более, что всего-то и делов, что поработать пару минут кролем. До того инцидента я был отличным пловцом, да и после тоже старался плавать. Так что я отплыл от буйков и просто лег на воду, вдалеке от плескавшихся у берега и лежащих на гальке. Красота. Еще и соседи оказались отличные. Буквально через пару минут в паре метров от меня остановился катамаран с целой тройкой прелестниц. Все как на подбор молодые, красивые, да еще и в одинаковых ярко-красных раздельных купальниках. Советская пляжная мода была что надо, оставляла немало простора для воображения, но и открывала многое, если, конечно, обладательница купальника обладала соответствующей фигурой, как у этих красоток. «Здравствуйте, девушки», сказал я подплывках катамарана и уцепившись за него. «Можно я тут немного передохну?» «Отдыхать на берегу надо, дядя», сказала одна из них. «Тоже мне нашел отдых». «Все, девочки, мне тут уже не нравится, как обычно, нашелся дон Жуан, который решил познакомиться. Нигде покоя от них нет». «Катя, я не против», ответила одна из ее подруг. «Что-то как Бука, все тебе не нравится, все стараешься парней распугать». «Да достали они меня, парни твои. И в институте от них покоя нет, и в клубе тоже. Все норовят подойти, помочь, как будто мы сами с канатами и парусами не управимся». «Достали». Присмотревшись, я увидел у каждой из этих четырех девушек крохотные значки на купальниках. Очень милая парусная посудина и под ней надпись «Ленинград». «Девушки, так вы спортсменки». «Да, их смены». Времена уродских феминитов еще не пришли и красота центрального клуба профсоюзов, со значением ответила мне пока что безымянная противница излишнего мужского внимания. «Мы первая во всей стране чисто женская команда. Приехали сюда до регату. Вот только нас такие как ты, мужланы, не допустили до соревнований». В голосе девушки звучала обида. «Центральный яхт-клуб профсоюзов?» переспросил я. «Мой коллега и друг Володька Лотарев недавно про ваш клуб и спорт серию очерков написал». «Лотарев? А я его помню?» Тут же подключилась к разговору еще одна девушка. «Хорошенький такой. Он еще постоянно говорил, что у него жена ревнивая. Девочки, помните?» Ответом ей стали слова согласия. Вот ведь Вова и тут успел наследить. «Вы, значит, тоже писатель?» спросила меня Катя. «Если вы коллеги, то это так?» «Верно, мы с ним писатели. Разрешите представиться, Федор Михайлович Евстигнеев, а для красивых девушек можно просто Федя. Красивые, но радикально настроенные, кидая взгляд на феминистку, могут ко мне обращаться по имени-отчеству, ну, или товарищ Евстигнеев». «Федя, а нам а то втроем грести тяжеловато. Того и гляди, накачаем себе ноги, как у велосипедистов». «Думаю, это никому не нужно», ответил я, «ножки у вас и без этого отличные». Сказал и, подтянувшись, оказался уже на катамаране. Критик всего мужского пола тут же скривилась и подняла очи горея, а вот ее подруги были, наоборот, рады. Перезнакомившись, уже знакомой мне Катя добавилась еще и Вероника, предтеча феминисток оказалась с Сашей, мы поплыли вдоль береговой линии. Хорошо быть писателем. Язык у меня подвешен что надо, а байка интересных историй заготовлены на десятерых. А то, что писатель еще и молодой и симпатичный, то это вообще убойный выстрел. В итоге все три девушки, даже Саша прекратила быть букой, оттаяла, мой пассаж насчет имени отчества ее зажег, но она быстро потухла. Буквально силком взяли с меня обещание, что мы с ними встретимся послезавтра здесь же. Девушки вообще настаивали на завтрашнем дне, но я уже договорился с товарищем Бубу, но насчет моего визита в его совхоз. Да и округлости галочки тоже очень и очень приятные. Даже не знаю, кто сочнее, она или эти спортсменки. Хотя тут не стоит вопрос или-или я успею туда и туда. Идея сюжета для книги у меня была, спасибо тому подслушанному разговору в троллейбусе Симферополь-Ялта, но нужно ее идею наполнить фактурой, тем, что в будущем называли закрепками. Совхоз имени Ковпака для этого подходил как нельзя лучше. Мы причалили к берегу и я, еще раз пообещав девушкам следующую встречу, отправился к своему шезлонгу. Попасть в ту же ситуацию, что и герой Андрея Миронова в «Будьте » нашел свои вещи. Сыграл партию в шахматы со старшим сыном безымянной тетки. Парень оказался неплохим для своего возраста шахматистом и довольный увлекся на шезлонг, который вытащил из-под зонтика с намерением немного позагорать. И только я перевернулся на живот, как солнце скрыло чья-то тень. — Ага, а вот и ты, услышал я голос Щуплова, разговор есть. Глава двенадцатая — Долго ты еще? Толян Некрасов стоял над душой и никак не давал Саньке Бекетову поймать за хвост капризную музу. — Сейчас одну заметку накатать отсталость. Санька хмуро гипнотизировал чистый лист бумаги, надеясь, что буквы злополучной заметки проявятся там сами собой. А в редакции Ялтинского Вестника в обычное время забитый народом и заполненный шумом голосов из трех там печатных машинок было пусто. Санька тоскливо посмотрела на муху, ползущую по подоконнику. Муха доползла до раскрытой створки окна и улетела, а Санька остался вымучивать из себя заметку происшествия, которой надо было дополнить колонку в завтрашний номер. Ива холодная. Откроешь его, оно совершенно не помогало в деле Толян. Они с Санькой были коллегами и быстро сдружились на почве совместного распития пива и ухлестывания за курортницами. Но сейчас молодой репортер был готов задушить приятеля. Толя был старше, писал филитоны и спокойно укладывался в отведенное для работы время. А вот репортер Санька постоянно оставался работать сверхурочно. Криминальную хронику в курортной газете печатать не рекомендовали, к чему народ нервировать. Редактор потребовал от Санька историю бодрую и жизнеотверждающую. А где ж ее взять в такую жару? Два дня назад чайка в отпускнице золотые часы сперла. Включился мозговой штурм Толян. Утопила прямо возле волнореза. Там потом целый вечер мужики ныряли, но не нашли ничего. Санька задумался. История с часами выглядела симпатично, но не имеет ли она отношения к криминалу? Все-таки кража, хоть и курьезная. Не пойдет, покачал он головой. Часы утопили чего-то с жизне утверждающего. Вы чего тут торчите? Гремя ведром, в редакции появился уборщица наукаешь? Тамара Степановна, спросил Бекетов в отчаянной надежде, а вы ничего за ближайшие дни интересного не слышали? Вчера на набережной мужик какой-то студентку откачал, моментально ответила уборщица. Что за мужик? стрепенулся Толян. Он, как более опытный представитель профессии, тут же почуял добычу. Доктор какой-то, охотно поведала Тамара Степановна. Сама на происшествии не видела, но соседка описывала все настолько красочно и в лице, чтобы журналисты тут же поверили в подлинность истории. Она воды нахлебалась, помирала, а он такой расталкивает всех, кричит, я доктор, и как начал я искусственное дыхание делать, она и ожила. Может, и фамилию этого доктора слышали? Без особой надежды спросил Санька. Евстигнеев, удивил парней уборщица, так, девке и представился. Доктор Евстигнеев из Москвы. Ну, что это за тема? вздохнул Санька, когда уборщица удалилась. Мы, кроме фамилии, не знаем ничего, откуда я тут возьму две тысячи знаков. Тему тебя учить надо, салага? гордо подбочинился филитонист. Записывай, диктую, чудесное спасение. Купаясь в неположенном месте, прямо напротив набережной, отдыхающая студентка, едва не попрощалась с жизнью, ее спасло чудо. В нашем городе находился на отдыхе прославленный доктор Евстигнеев из первой городской клинической больницы имени Пирогова, город Москва. А почему оттуда, не переставая покрывать лист бумаги мелким убористым почерком, переспросил Санька? Я никаких других не знаю, признал Столян. Да какая разница, доктор от ты ли уехал уже, или через пару дней уедет? И вообще, какой шанс, что он купит наш ялтинский вестник? Не забивай голову, печатай. Быстро приступи к реанимации пострадавшей. Щуплый сегодня пришел без Игорька. Либо уволил своего нерадивого помощника, либо решил, что в переговорах со мной толку от него не будет. Да и вид укатал и спокойный, даже улыбку изобразить норовит. Рядом с ним маячит высокий худой тип с грустными глазами. Говори, предлагаю Щуплому, что прямо тут? Он косится на многочисленное семейство под моим зонтиком. А что? Людям помешаем мне со Щуплой. Так это родня моя, делаю удивленный вид, жены моей сеструха с племешами. У меня от них секретов нет. Я хотел предложить в картишке перекинуться, меняет тональность катала. Удачи попытать. Не хочу, щурюсь на солнце. Настроения нет, да и не люблю я это дело. Не по-людски это вмешивается тип. Отыграться не давать. Вместо ответа я поворачиваюсь к своей хабалистой соседке. Должна же быть от нее какая-нибудь польза. Вы бы за вещами приглядывали, говорю. Сдается мне, что это алкоголики местные. Прихватят еще что-нибудь. А ну, пошли отщедого, вскакивает она, скрестив руки на могучей груди. Дамочка, вы чего? Возмущается худой. Мы люди приличные, знакомые вашего родственника. Первый раз вижу, демонстративно пожимая плечами. Кануть отсюда шпана, пока я милицию не позвала, напирает соседка. А ну, бегом. Катало удаляется. Щупло идет, опустив плечи, словно побитая дворняшка, задавая меня с интересом и, похоже, с любопытством. Вот спасибо, говорю соседке. Они тут вчера ходили, третьего на бутылку искали, а сегодня затеялись в карты людей звать. Вы поаккуратней с ними, молодой человек, заявляет она. Чует мое сердце мошенники это. Вот уж действительно рыбак рыбака видит издалека. Вдоволь накупавшись и позагорав, возвращаясь в свое временное пристанище, по дороге делаю крюк, заглянув на автовокзал. Автобус до совхоза имени Ковпака отходит в 7.00, так что перед таким ранним подъемом решаю хорошенько выспаться. Сердце тянет на набережную поискать приключений, неожиданных знакомств и романтического общения, но выработанное с годами сила воли побеждает. Успей еще. У меня командировка на целых три месяца. Иначе бессонная ночь обеспечена, а какое с успехами крымских виноделов. Правда, вот так запросто попасть в свою комнату не удается. Федор Михайлович, встречает меня на пороге домовладелица, я вас прямо заждалась. Сегодня она при параде, на каблуке, в роскошной плесированной юбке и пышной цветастой блузе, подчеркивающей эффектный бюст. Очевидно, жадной подружке Оксане пришлось-таки поделиться своим гардеробом. В ушах у Валентины цыганские сережки кольца, на шее аж три золотых цепочки. Мне на секунду кажется, что она сейчас извлечет откуда-нибудь гитару и споет ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желает знать, желает знать, желает знать, что будет. «Очаровательно выглядите, Валентина Алексеевна», говорю, «на танцы собрались». «А в гости», стреляет глазами она, «да вот только собралась, как спина защемила, вы не посмотрите, доктор». Домовладелец схватает меня за руку и буквально затаскивает в прихожую. «Вот здесь, Федор Михайлович, посмотрите, вы чувствуете?» Она словно круизный лайнер, разворачивается ко мне кормой с изящными обводами и кладет мою ладонь на то место, где спина теряет свое благородное название. «Чувствуете?» повторяет она, «вот тут болит и еще ниже. Посмотрите?» С ее настойчивостью надо что-то делать, съезжать категорически не хочется. Комнатка мне нравится, да и расположен дом удобно. При этом обижать пылкую женщину нет никакого желания. «У вас явный строктилез нижнего отдела позвоночника». «На ходу сочиняю я. Это очевидно по симптомам о вашей позе. Есть один безотказный народный метод, но многие не решаются его применить». «Я согласна», говорит Валентина. «Если вы, доктор, будете меня консультировать». «У вас растет крапива?» спрашиваю. «Да», озадача накивает она. «Нарвите свежей крапивы, говорю, обязательно, чтобы кусачей, и приложите к больному месту. Чем шире будет охват, тем лучше». «И долго так надо повторять?» Энтузиазм в голосе Валентины тает на глазах. «Минимум неделю подпускаю в голос строгости, и в эту неделю никакого алкоголя». «Даже вина?» «Ни капли. А еще...» «Простите, Федор Михайлович, домохозяйка торопится к выходу. Кажется, мне уже лучше, меня уже заждались». «Ну вот, убежала». «Ничего, к следующему разу у меня есть история про лечебных пиявок». «Теперь уже спокойно скрываюсь в своей пристройке, до самой темноты печатаю наброски о девушке агрономии с троллейбуса, на юном великане горьке, о девушках яцменках и даже о влюбчивой Валентине Алексеевне. Память имеет дурное свойство искажать прошлое в пользу будущих впечатлений, поэтому я заношу на бумагу все таким, каким только что увидел. А наутро, погружаясь заслуженной, тяжело вздыхающей при открытии дверей лупоглазый автобус и еду в совхоз товарища Бубуна. Ага, а вот и наш московский талант. Довольно скалится Бубун, когда я пересекаю порог его кабинета в правлении совхоза имени Ковпака. Проходи, Федор Михайлович, устраивайся поудобнее. Кабинет у товарища депутата что надо. Видно, что он проводит здесь ну очень много времени и постарался сделать его как можно более уютным. Кожаная на потолке как будто это не окрестности Ялты, а какая-нибудь Аризонщина. И это не кабинет директора советского совхоза, а кабинет шерифа. В тему и книжный шкаф с очень подозрительно выглядящими книгами. Там у тебя тайная комната? Спрашивал у депутата. Советские чиновники всех мастей начинают директоров школ и заводов и заканчивая министрами и секретарями ЦК имеют что-то подобное. Верно, как догадался? Да просто он у тебя должен быть, замечаю. И книги странно стоят. Видно, что их никогда из шкафа не доставали. Ага, это так, декорация, показывает Бубун. Они у меня склеены, чтоб с полок не падали. И даже классики Марк Лена, усмехаюсь я, чуть ли не на самом видном месте стояло полное собрание сочинений Владимира Ильича и Капитал рядом с Энгельсом. В ответ Бубун только усмехается и разводит руками. Ну, понятно. Подойдя к шкафу, он что-то там нажимает и открывает его как дверь, за которой оказывается еще одна комната с большой двуспальной кроватью, диваном и прочим необходимым для создания уюта. Как видишь, все на высшем уровне. Это верно. Но ты сюда не для инспекции моих жилищных условий прибыл. Так что давай мы сейчас маленько продегустируем продукцию, а дальше я тебе дам сопровождающего, и он покажет тебе весь наш совхоз. Галочку? Он и тебя, Федор Михайлович. Ну, ладно, будет тебе галочка, а то ты до конца своей командировки так и будешь гальдеть. Смеется он своему каламбуру, но руки не распускать. Честная пионерская, сказал я, и шутливо поднимая руку в пионерском приветствии. Смотри у меня, усмехается он, а теперь приступим к дегустации. А не рано, на часах еще и десяти нет. Так мы же не пить будем одегустировать, это разные вещи. Бубон подходит еще к одному шкафу, на сей час винному, по тому настоящему, а не поддельному, и оттуда одна за другой появляется сразу чуть ли не десяток бутылок. В основном вина, но есть одна коньячная. Она и привлекает, мой взгляд, первый. А в Праге у вас не было крепкого на стенде? Правильно, не было. Это ж было мероприятие, связанное с визитом Никсона в Москву. А с араратом тягаться бесполезно. Армяне, считай, монополисты. У нас коньяк получается не хуже, но мы даже не пробовали соваться. Разводит руками бубон. С него и начнем, когда закуску принесут. Через десять минут, которые мы посвящаем обычным, ничего не значащим разговорам, появляется все та же галочка, толкающая перед собой ресторанную тележку с накрытыми тарелками. Под колпаками оказывается нормальная закуска. Вяленое мясо, колбаса, сыр и даже горячие. Это пусть настоящие дегустаторы и ценители, балуются нейтральными закусками. А мы с тобой, Михалыч, люди простые, верно? — Верно. Улыбнувшись, отвечаю я. Из народа мы. Бабун, открывая бутылку коньяка и разливает лентарную жидкость по стопкам. — Ну, с приездом в солнечный Крым тебя. Коньяк и правда оказывается чудо как хорош, ароматный, с хорошим послевкусием. Он обжигает жидким огнем горло и оставляет после себя приятное тепло, которое мы тут же поддерживаем второй стопкой. — Так, напиться мы с тобой еще успеем, говорит Бабун после коньяка. — А теперь давай к винам и начнем мы с нашего муската. Проходит час. Все это время мы старательно дегустируем. Именно, что дегустируем, а не пьем вино в кабинете Сергея Геннадьевича. Правда, дегустируем мы все-таки алкогольную продукцию, так что гостеприимный хозяин кабинета откладывает все свои дела и решает показать свое угодие лично. Для этой цели он звонит куда-то и вызывает машину. Я опасаюсь, что он лично сядет за руль. Хоть Бабун мужчина крепкий и количество выпитого на нем было почти не видно. Так, немного раскраснился, договорить стал громче обычного, но все равно за руль в подпитии нельзя, даже если ты выпил всего одну стопку. Но пронесло за рулем самого настоящего Виллиса оказывается шофер в кожаной кепке, а на переднем сидении я вижу все ту же галочку. Обещал Бабун ее в экскурсоводы и слово держит. Не удержавшись, я спрашиваю про машину. А это эхо войны у вас в совхозе откуда? Не поверишь, я его нашел несколько лет на Сиваше. Видать, машинка утопла во время войны. Мы ее подняли, привели в порядок и теперь вот катаемся на ней по совхозу. Именно на Виллисе катали в Крыму президента США Франклина Розвельта. Кто знает, может, именно эта машина потом утопла в Сиваше. Раз уж Бубун лично взялся меня сопровождать, то и рассказывать про свой колхоз принимается тоже он сам. И получается у него очень и очень интересно. Вот, смотри, Михалыч, наш совхоз сейчас, конечно, не самый большой в Крыму, но и не маленький. Общая площадь 354 гектара. Из них 313 заняты техническими сортами винограда, а 13 столовыми. Плюс еще 3 гектара занимает экспериментальная площадка Академии имени Тимирязева. Плевень устойчивый выращиваете. Вспоминаю я недавно подслушанный разговор. Верно. Откуда знаешь? Пока ехал из Симферополя в Ялту, подслушал один спор в троллейбусе. Девушку Ане звали, она с каким-то дедом насчет этого винограда спорила. Анастасия, я закуриваю очередную сигарету. Так вот, основными техническими сортами у нас являются олиготе, вино серый, каберне савиньон шардоне, два вида муската и, моя гордость, рислинг, вот мы как раз возле него. Давай-ка остановимся. Мы тормозим возле аккуратных рядов виноградника. Видишь, Федор Михайлович рислинг, негодник этакий, отличается от сортов, которые обычно культивируются в Союзе. У него завязи образуются довольно поздно, что хорошо уберегает его от заморозков, а вызревает он, наоборот, даже несколько ранее. Плюс сахаристость у него выше за счет того, что он подвержен благородной гнилии. Из-за нее-то и сахаристость выше, и аромат вина получается очень и очень необычным и изысканным. Вы так говорите, Сергей Геннадьевич, что складывается впечатление, что это лучший сорт для виноделия, заинтересовываюсь я. Почему только массово не культивируют? Это тебе лучше, Галя расскажет, уступает не только вино красиво приносить умеет, но и выращивает для него виноград. Агроном она у нас. Мы девчат в Москву не только за красивые глаза брали. Мы этой поездкой лучших сотрудниц примировали, а красавицы они у нас все. Есть свои подводные камни, смущаясь рассказывает Галочка. Он и требователен к почвам, и самое главное очень уязвим как к серой гнили, так и к другим заболеваниям винограда. Чтобы его культивировать, механизация должна быть на очень высоком уровне, и расходы будут сильно выше, если сравнивать, например, с мускатом или каберне. Не подходит он для всей страны, к сожалению. После остановки возле Рислинга Бубон еще несколько часов катает меня по всему совхозу. Рассказывает он о столовых сортах, главный из которых мускат янтарный и таврия, и про фруктовые сады, продукции которых тоже используются для изготовления вина и даже кальвадоса. А еще показывают мне пастбище, пашни, ангары для техники, которой, на мой неискушенный взгляд, оказывается ну очень много, одних только специальных тракторов для виноградников несколько десятков штук. Ну а заканчиваем мы посещением винодельни, построенной прямо на территории совхоза. Так-то у нас есть еще и завод в Алуште, но туда мы съездим в другой раз, там целый день можно провести, говорит Бубун. Да и в любом случае самое главное волшебство происходит здесь. В самом совхозе у нас не просто винодельня, а скорее винная лаборатория, где мои технологи выдумывают новые сорта вина, но это уже в другой раз. Спохватываясь, гляжу на часы, до последнего автобуса остается всего полчаса, и я торопливо прощаясь, спешу на остановку. Желающих вечером попасть в Ялту немного. Я нахожу себе свободное место у окна и успеваю даже задремать, пока автобус собирает народ на пригородных остановках. Молодой человек, у вас свободно? Слышу мелодичный голос. Можно рядом с вами присесть? Поднимаю глаза, и сердце проваливается куда-то в бездонную пропасть. Передо мной кинозвезда. Нет, мелко беру, богиня. Глава тринадцатая Не наш он, горячился щуплый, если клиент сам идет на игру, кто же из наших откажется? Этот отказался. Юра улыбнулся, принесший кружку пива официантки, сделал большой глоток и зажмурился от удовольствия. Щуплый и его тощий напарник все это время вежливо молчали, чтобы не портить уважаемому человеку удовольствие. Только у тощего кадык тоскливо дернулся. Пива им, разумеется, никто не предложил. На колоду даже не взглянул. Келнул тощий. Еще порожняк прогнал за родственников, хотя с клушей то они с пляжа порзень пошли. У наших как? Раз нашел игрока слабее себя, грузи, пока не Юра и оба его собеседника снова притихли. Это что же, выходит, тебя фрайер обыграл? У него стекла фартовые, обозмутился щуплый, самим Вольфом Мессингом заряженные. На всякий случай он решил приврать для солидности. Фарт среди картежников считался явлением серьезным. Едва ли можно найти людей суевернее уголовников. Только предприниматели в девяностые сумеют их переплюнуть скверных. Юра хмыкнул. Сам он не верил ни в удачу, ни в Вольфа Мессинга. Только в собственные руки. Он прикинул, стоит ли делиться информацией с сидящими напротив гигантами мысли, но все же решился. Малява до меня дошла, что к нам гастролер прибыл, сказал он. Легенда у него писатель, даже ксива нужна имеется. Это другой, замотал башкой щуплый, он доктор. Из тех самых студентов. Значит так. Юра допил последний глоток и встал, раскрывая пухлый бумажник. К фраеру больше не приближайтесь. Увижу рядом башку оторву. Я сам погляжу, что он за птица. Он небрежно бросил на стол червонец, при виде которого официантка от счастья залилась румянцем и не оборачиваясь вышел из зала. Чудное видение моментально прогоняет сон из моей головы. Я даже машинально придвигаюсь ближе к окошку и провожу ладонью по свободному сиденью, словно смахивая невидимую пыль. Моя суета не остается незамечена, и улыбка на лице незнакомки становится шире. Экипаж подан, делаю приглашающий жест. Присаживайтесь, подброшу вас доял-то. Какой вы смешной. Она садится, расправляя юбку на загорелых коленях. Я Алла. Федор, проглатывая Михайловича, которого обычно прибавляю при знакомстве. Алла, вам очень идет это имя. Внимательно, можно даже сказать, жадно разглядываю сидящую рядом девушку, но она ничуть этого не стесняется. Блондинка, которая в этом пригородном автобусе выглядит, как газель в стаде коров. Очень яркая девушка. На волосах у нее красная косынка и белый горох, но повязанная не по-крестьянски, а небрежная и эффектная, словно пассажирки кабриолета, чтобы встречный ветер не растрепал прическу. В тон ей алая помада, белое летнее платье с красным орнаментом оттеняет загар и завершает картину босоножки, конечно же, тоже красные. Девушка вспышка. Сидящая глубоко внутри трезвая иррациональная часть мозга подсказывает, что я несу полную чушь, но моя не смеется моим нелепостям. Алла оказывается лаборантка из химического завода в Самаре, они с друзьями собирались осматривать какие-то сады или дворцы, но блондинка подвернула ногу и вынуждена была вернуться в Ялту. Зачем вам этот завод, возмущаюсь я. Вам необходимо стать актрисой. Я устрою вас на Масфильм. У меня есть связи. Алла хохочет, отвечая, что актриса может стать любая, а вот хорошим химиком быть куда сложнее. Закатное солнце бьет нам в глаза, блондинка щурится и отдаю ей свои очки. В них она еще больше становится похожа на кинозвезду. Она выходит за одну остановку до автовокзала и я естественным образом увязываюсь за ней. Мы даже не прерываем беседы. На улице становится видно, что она немного прихрамывает, что придает ее эффектному виду трогательную беспомощность. Предлагаю меня под руку. Идти под руку с мужчиной это отдельный вид искусства, которым обладают далеко не все девушки. Одни при этом повисают тяжело, словно мешок с картошкой, другие тянут вперед, как буксир, третие никак не могут поймать ритм совместного движения и болтает вперед-назад на каждом шагу. Алла идет рядом, невесомая, словно пушинка, и в то же время изящная, как прогулочная яхта под защитой грозного крейсера. Крейсером я, естественно, считаю себя. Вдруг моя спутница запинается, сжимая мой локоть и с виноватой улыбкой просит присесть, чтобы отдохнуть. Все ближайшие скамейки, как назло, заняты, зато прямо рядом с нами светит неоном вывеска кафе. У меня сидя получше, говорю. Народу внутри не протолкнуться, но нам везет, прямо перед нами поднимается компания из трех мужчин. Алла кидается к освободившемуся столику с неожиданной ловкостью. Место очень удобное. Этакий отдельный кабинет у ниши, в котором можно полностью отгородиться от мира с занавеской. Ришлинг в наших широтах обычно не возревает. У меня появляется повод блеснуть эрудиции. Но для наших виноделов нет невозможного. Давайте отметим их успехи. Алла не возражает. Официант принимает заказ, а я, пользуюсь паузой отлучаюсь в туалет. Вернувшись, застаю сцену неожиданную и неприятную. Двое из трех мужчин, освободивших наши места, сейчас вернулись и сидят напротив блондинки, а моя спутница имеет весьма бледный вид. Более того, на ней нет золотой цепочки и крохотных золотых сережек. Добрый вечер, говорю без всякого дружелюбия. Чем обязаны вашему присутствию? Зонтик А поскольку дама скучала, развлекли ее парой фокусов. Он выкладывает на столе перед собой три карты рубашками вниз. Две дамы, бубновые и червоные, хитро подмигивают мне. Между ними, тяжелой жабой, лежит пиковый туз. У мужчины самая заурядная внешность. Выделяют его только глаза с неподвижным стеклянным взглядом, словно рептилии. Перевернув карты, он начинает быстро перекидывать их между собой. Как игра в наперске, я уже догадываюсь, с чем она закончится. Здесь Алла протягивает палец, едва я успеваю открыть рот. Мужчина с неподвижными глазами переворачивает карту, дама червей. Алла молча снимает с себя тонкие дамские часики и кидает на стол. Ее лицо бледно, а зрачки расширены. Алла, остановись, прошу я, ты все равно не угадаешь. Ты не понимаешь, она вырывает руку, я проиграл твои очки, мне нужно их вернуть. Она отворачивается и пытается содрать с пальца колечко с красным камнем, возможно с рубином, то упирается и никак не хочет слезать. Сколько за все? Спрашивает доставая бумажник. Я заплачу и мы расходимся. Второй мужик верзилась с помятым морщинистым лицом принимается гыгыкать. Вы обижаете нас таким предложением молодой человек, говорит рептильный, не желаете ли сами испытать удачу? Я в цирковые фокусы не играю, говорю, ты еще кролик из шляпы достань. Тогда Деберц предлагает он. Деберц игра почти забытая в 21 веке, ушедшая в тень буржуйского холдом и откровенно плебейского козла, а когда-то она совмещая вариативность, преферансы и быстротечность двадцати одного огремела по всем советским курортам, обогащая одних и разоряя других. То ли алкоголь в крови, то ли присутствие Аллы делают меня отчаянно смелым. Сама ситуация напоминает недавнее происшествие на пляже. Тоже девушка, которую обыграл мерзавица. Я заступник и спаситель. Новой колодой отвечаю. Согласен, пожимает плечами мой соперник. Тогда мы с вами прогуляемся, а Витя присмотрит за вашей спутницей, а то знаете, какие здесь казановы. Только оглянешься и ищи-свищи, как ветра в поле. Пугает, понимаю я. Не то, чтобы прямо угрожает, но на нервы действует. Алла кидает мне испуганные взгляды. Я пожимаю ей ладонь, мол, жди меня, и я вернусь, только очень жди. Мы выходим на улицу и прогуливаемся до ближайшего киоска Союз-Печаджи. Колоду карт, пожалуйста. Опережаю я рептильного. Тот, похоже, не имеет ничего против. Мы возвращаемся, Алла нервно пьет рислинг. Верзила читает вытащенную из кармана чрезвычайно мятую газету. Все выглядит прилично. Короткую, предлагаю. Время позднее, всем пора по домам. Рептильный кивайд раздает карты, а затем начинается разгром. Я точно вижу, что финтов они не используют, но при этом видят мои карты, словно они стеклянные. Никаких зеркальных поверхностей вокруг нас нет. Видя, как я озираюсь и прикрывая расклад ладонью, мой противник победно усмехается. Ради проверки я заряжаю колоды, и в следующей раздаче оба соперника меланхолично пасуют, несмотря на отличные комбинации. Полтинники у каждого на руках. Проходит меньше часа, деньги закончились. А вам видно, человек приличный, вкратчиво говорит рептильный, мы вам в долг поверим. Значит, вы обо мне лучшего мнения, чем я сам. Делаю вид, что поражение меня не расстраивает, и все же я предлагаю остановиться. 250 рублей переходят к моим соперникам, у меня остается мятая трешка. Маловат мой капитал для серьезной игры. Уходя, рептильный кладет на стол десятку. Банкет за счет заведения. Восмехается он. Если хотите вернуть побрякушки вашей прекрасной спутницы, жду вас завтра за этим столиком. Мы тоже долго не засиживаемся. У Аллы глаза на мокром месте, сережки оказываются маминым подарком, а часики бабушкиной семейной реликвии. Ты ведь не пойдешь завтра играть? Постоянно переспрашивает она меня. Пожалуйста, не ходи, я сама с ними договорюсь как-нибудь. Выкуплю твои очки. А насчет моих вещей не переживай, это я сама виновата. В итоге она добивается того, что завтра мы встречаемся утром возле того самого кафе. Отпускать ее одну я не могу, оставаться дома блондинка отказывается. У калитки какого-то частного дома Алла быстро целует меня в щеку и стуча каблучками скрывается в темноте. Я приду домой, точнее в мой съемный угол полной задумчивости и меланхолии. Загордился ты, Михалыч, возомнил себя непобедимым, решил, что ухватил бога за бороду, и тут тебя так образцово показательно высекли, да еще и при девушке. Яный был такое себе оправдание. И все же, как они это сделали? Сажусь на кровати, раскладывая перед собой колоду, никаких пометок на картах, нет рубашки, чистая колода совершенно новая. Медленно закрыв глаза, вожу по картам кончиками пальцев. Мне рассказывали, чтобы почувствовать краб, шулера, пемза и стирали себе кончики пальцев почти до мяса, делая их чувствительными к малейшему прикосновению. Свои руки мне на такие эксперименты сжали, как я потом на машинке печатать буду, так что аккуратно веду карты по тыльной стороне ладони, затем по запястью и только там определяю едва заметные бугорки на рубашке краб. Значит, в киоске нам продали уже помеченную колоду. За окном уже начинает светать, когда я, наконец, откладываю карты и проваливаюсь короткий на глубокий сон. Вчерашний разгром, а игра в Деберс была именно разгромом, начисто выбила алкоголь из моей головы и проснулся я до отвращения трезвым и очень-очень злым. Пошел умываться и чистить зубы и пока я это делал, то старался держать свою голову абсолютно пустой. Вот чтобы ни одной мысли в ней не было. Это мой личный способ концентрации и медитации, что ли, перед важным днем. Первые двадцать-тридцать минут вообще не думать и выполнять только простые, доведенные до автоматизма действия, а вот когда мое дыхание стало пахнуть приятной мятной свежестью, можно уже думать. Я просто идиот, по-другому не скажешь. Нашел себе на задницу приключений. И что мне мешало, остаться в совхозе у Бубона или хотя бы взять машину, чтобы меня довезли прямо до дома? Ну, нет, поперся на автобусе. Писатель хренов. И, как итог, влип в ситуацию. А всего лишь разговаривался с молодой красивой бабой и все. Поплыл, Федор Михайлович, как есть поплыл. Захотел построить из себя не весь что. В итоге второй раз на мою творческую командировку я без копейки в кармане. Ободрали, как липку, и во что? В самый вульгарный идиотский дибер. Хорошо, хоть понятно, как всего-то крапленные карты. Но какие молодцы, ребята, целый спектакль разыграли с этой колодой. Прикормленный продавец продал нужную колоду и все, клиент, то есть я обречен. Не хитрый трюк на самом деле, но очень эффективный. Тем более, что я сам ее и купил. И это показывает, что ребятки непростые. Вот только зачем такие сложности при игре со мной? Неужели из-за того, что я брякнул тогда на пляже щуплому про то, что очки мне удачу приносят? А что, вполне можно в это поверить. Шулеры, как и многие другие жулики, очень суеверные люди и верят зачастую во всякие глупости. Даже странно, в Бога такие ребята не верят. Верили бы, по-настоящему не играли бы, а вот в суеверие пожалуйста. Хотя это свойственно не только жуликам всех сортов. Вон в покинутом мною времени куча народа, причем вроде как образованного, культурного и богатого, начал искать эзотерические практики всех сортов. От каббалы до саентологии. И чем их обычное христианство не устраивает? Которое так-то намного глубже и дает ответы на куда больший спектр вопросов. Но нет. Шамбала куда как привлекательней. Так и здесь. Заговоренные очки это отличный повод и сладкий приз. А возвращать и мои и Алочкины вещи и деньги надо. Во-первых, мне именно эта модель от Рейбан очень нравится. Во-вторых, засаленная трешка это не деньги. А в-третьих, перед девушкой стыдно. Так что надо устроить матч-реванш. Только играть я буду не в Диберц или не дай бог в очко. А в то, в чем действительно разбираюсь. Проферанс. И желательно это сделать при Алочке, чтобы на месте совсем разобраться. Да и красивая баба в качестве способа отвлечения внимания это тоже очень хороший вариант. Осталось только сделать одну единственную вещь. Краб я, конечно, на колоде запомнить не смогу, слишком уж чувствительность пальцев низкая. А вот рубашку каждой карты вполне. Так что слава советской полиграфии во всем ее несовершенстве. Что колоды тех шулеров в поезде, что это? Они как сестры-близняшки, не в плане одинаковости, а в плане характера. У обеих он дефективный. Всю первую половину дня я запоминал карты. У меня даже голова разболелась от напряжения, так сильно я старался. Но в итоге результат неплохой. Я вижу расклады так, как будто карты сданы рубашкой вниз. Это хорошо. Оставался только вопрос, на что играть. Но вчера ребятки сами предложили сыграть в долг. Вряд ли они будут против того, чтобы сделать это сегодня. Вот только остается один маленький, но очень важный нюанс. Они наверняка снова купят новую колоду и играть будут только ей, а мне нужны эти карты. Есть вариант попробовать незаметно подменить карты, но это очень слабое решение. На лохов рассчитано. Мне это сделать не позволят. Значит, буду действовать по-другому, нагло и самоуверенно. До дома Аллочки я дошел пешком. Опять в кармане дырка от бублика, тут не до поездок на такси или даже автобусе. К моему счастью, она никуда не ушла и даже вроде как ждет меня. Это хорошо. Ну и какие у тебя сегодня планы спрашивает девушка после того, как мы поздоровались. Может быть, это и глупо, но я хочу отыграться. Федя, а может не надо? Тебе и так вчера ободрали, как липку. Да и я вчера уже говорила, что я об этом думаю. Вчера была ретроградная Меркурия и Сатурн в девятом доме. Несу я откровенную чушь. Вот вся эта астрология на меня и повлияла, а сейчас все указывает на то, что у меня будет удачный день. Ты веришь в астрологию? Недоверчиво спрашивает она, да еще и с таким видом, что становится понятно, что мои акции стремительно падают. В ответ я только засмеялся. Что? Нет, конечно, я пошутил, а если серьезно, то это просто несправедливо. Воспользовались тем, что я был в легком подпитии и обыграли. Сегодня я свеж, бодр и максимально собран и хочу все исправить. Раз другим способом это не удастся, то придется играть. Если только так, а то я уже начала в тебе разочаровываться. Хорошо, пойдем. Через полчаса мы на месте, и эти ребята тоже. Что, доктор? Нездороваясь, начинает разговор один из моих противников. Решили прогуляться с дамой? Нет, хочу отыграться. Ты вчера говорил что-то насчет игры в долг, я не против. Вот как. Хорошо, фортуна дама переменчивая, глядишь, и повезет тебе. Только у меня два условия. Первое, играем в проферанс. Отлично, только и сказал рептильный, нас это устраивает. А второе, играть мы будем той же колодой, что и вчера, говорю я и выкладываю карты на стол. Глава четырнадцатая. Зачем нам играть старыми картами? Недоуменно спрашивает рептильный. новая игра, новая колода. Сейчас купим такой же, сыграем. Ну, нет, так нет, притворно согрушаюсь я, просто колода мне уж больно понравилась. Колода как колода, рептильный удивляется, они во всех киосках одинаковые продаются. Ну, ладно тогда, легко соглашаюсь я, пойду схожу за новой. Пойдем вместе, встает наш спутник. Проферанс игра долгая, тишину любит, здесь в нее не поиграешь. Мамзель свою с собой будешь брать? Конечно, как иначе? А я и не против, красивая баба, ты завсегда хорошо. Будет на что посмотреть в перерывах. Он рассчитывается за мое пиво и бокал вина, который успела выпить Алла. Сам рептильный пьет минеральную воду, проходя мимо урна, вытаскивая из кармана колоду. Точно нельзя. Алла смотрит на меня почти с презрением, рептильный усмехается. Надеюсь, что на везение, говорит он с сочувствием. Снаряд в одну воронку не падает, объясняю. И раз вчера эти карты были не «Хватит уже!» восклицает Аллочка. «Не позорься!» Она берет у меня из рук колоды и швыряет ворону. Эффектно так получается. Они чуть веером не разлетаются по ветру. Мы доходим до киоска и получаем от румяного продавца с усиками точную копию вчерашней колоды. И едва отдаляемся от ларька, как с нами случается непредвиденное происшествие. Откуда-то из переулка выскакивает пара босоногих мальчишек, смуглых, как индусы от загара, и окатывает нас из водяных пистолетов. Точнее, пистолет есть только у одного другого приспособления, которое мы в детстве именовали «сиколка». Пустой флакон из-под шампуня, в колпачке у которого проделаны отверстия, где закреплена нижняя половина шариковой ручки. Устройство куда более дальнобойное и мощное, нежели фабричная поделка. Налетчики устраивают беспощадный обстрел, попадают больше всего по Алле, ведь она так забавно визжит в ответ. На тонком летнем платье у блондинки расплываются мокрые пятна, придающие ткани интригующую прозрачность. «А ну, пошли отсюда!» кричу. Но нарушителей порядка, и они с хохотом скрываются обратно во дворах. «Вот дряни!» ругается Аллочка. «Что поделаешь, дети?» пытаясь ее успокоить, но она возмущенно отворачивается, прикрываясь ладонями. «Идти недалеко, нам всего лишь требуется перейти дорогу и зайти в неприметную обшарпанную дверь, за которой скрывался своеобразный клуб по интересам. С громилой типа Игорька на входе, круглым столом под зеленой скатертью, пятком разномастных кресел и диванов и большим сервантом, на полках которого стояла разнообразная выпивка. Прислушавшись, я понимаю, что откуда-то идет небольшой гул, а само помещение, несмотря на жару, стоявшее на улице, было прохладным, да еще и легкий ветерок. Надо же! Хорошо, устроились господа ялтинские каталы. У них тут и кондиционер имеется. Это важный знак. Кондиционеры сейчас в СССР не производятся. Если я ничего не путаю, то только в конце семидесятых в Баку будет налажено производство знаменитых быка, шумно-громоздких, но при этом исключительно надежных и производительных кондиционеров. А здесь в Ялте образца 1972 года у каких-то катал есть, или тайкин, или ташиба. Знать бы, кто их крышует, раз ребятки могут позволить себе с комфортом обувать ничего не подозревающих граждан. Проходи, доктор, садись. Рептильный делает рукой приглашающий жест. Тут играть будет всяко удобнее, чем в ресторане или на пляже. Тут чужие не ходят, тут только свои. Я усаживаюсь за стол. Алла изображает обиду и молча проходит к серванту, выбирая себе напиток. Свои, так свои, соглашаюсь я. Где твой вчерашний дружок? Не в гусарика же нам играть? Сейчас, сейчас, доктор, буквально пару минут. Шулер уходит в глубину помещения и появляется буквально через минуту с каким-то мужиком в темных очках. Притом, судя по тому, что рептильный ведет его за руку, тот вообще слепой. А вот, доктор, поздоровайся-ка с одним моим хорошим приятелем. Он усаживает слепого в кресло, а потом тот протягивает ко мне свои руки. Я аккуратно кладу свою правую руку на его ладони, чувствую, как пальцы буквально забегали по моей коже. Ну, понятно. Он сейчас пытается понять, не обработаны ли подушечки моих пальцев на максимальную чувствительность. Интересно, тут всех так проверяют или их смутило мое предложение сыграть той же колодой. Ну, давайте, давайте, проверяйте. Вторую руку. Тоном нетерпящим возражений говорит слепой. Да, пожалуйста, мне не жалко, отвечаю я. Проходит еще десять минут, пока слепой заканчивается второй моей ладонью. Пойду я, пожалуй, Коленька. Говорит он. Ага, понятно. Значит, рептильного зовут Коля, запомним. И зачем ты меня только звал? С доктором познакомиться? Ну, познакомился я. Хороший он, наверное, доктор, раз ту девочку на пляже спас, но не хирург. У тех кожа от мылой воды совсем другая, а ногти острижены очень коротко, а у этого доктора руки, как руки ухоженные, но не более. Обычные у него руки, Коленька. Ну, вот и понятно, что это сейчас было. Этот слепой пью тут что-то типа охранной системы, вычисляет умельцев сыграть крапленными картами. И почему он слепой, мне тоже понятно. У них чувствительность пальцев очень и очень высокая, но теперь я чист, наверное. Все, Коля, проверка закончена. Я не шулера, можно играть? Спрашиваю. Я у своего вчерашнего оппонента. Ты у нас человек новый, не смущаясь, поясняет он. Зато теперь можно считать, ты принят в семью. Избави бог от таких родственничков, вроде как шучу. Уход слепого пью, как я прозвал про себя шулерского секьюрити, ускоряет события. В этом игорном клубе есть еще одна дверь, которая открывается, и за стол садятся сразу двое, вчерашний Витя, и еще один высокий грузный мужик, который представляется аж целым адмиралом. Интересно, это не тот же адмирал, который муху без штанов оставил? Если так, то просто чудесно, все пауки в одной банке, так сказать. Может, и получится мухе помочь, но сначала надо выяснить, тот ли это адмирал. В общем, так, господа товарищи, тут доктор предлагает пулю расписать. Берет слово Коля. Человек он проверенный. Я не против, скорее даже за. Вы как? — Я на мелочь не играю, заявляет адмирал. — По десятке завис как минимум, потянешь, доктор. — Да можно и побольше, предлагает Витя. А вот только вчера доктор сказал, что у него денег нет, и в долг играть он отказывается. Что-то изменилось? Нашлись деньги? — Нет, не нашлись, но я передумал, говорю, играть буду в долг. Вчера я был не в форме, так сказать, а сегодня верю в удачу и свою звезду. — Есть что за душой, мил человек? — вкратчиво спрашивает Витя. — Есть. — Три тысячи на книжке. В Москве остались и квартира. Я не беден. — Ну и хорошо, мы люди честные. Рептильный Коля улыбается. Верим на слова. Улыбка у него мертвая, резиновая, глаза так и не движутся. Мы быстро договорились насчет правил и кто будет писать, а потом я пододвигаю Николая только что купленную колоду. Он распечатывает ее на глазах у остальных, перетасовывает колоду, тасует медленно, тщательно, словно щупает. Так и есть. Он проверяет на месте ли краб. Взгляд рептильного теплеет, подвоха нет. Фраер на месте осталось только вонзить в него свои зубы. Конечно, это риск и очень серьезный. Я один, а их трое, да еще играем мы вчетвером, так что при необходимости сдать себе хороший расклад я не могу. Но зато все карты были у меня как на ладони. Абсолютно все и при каждой раздаче. Я знал не только прикуп, но и расклад у каждого на руках. Как? Очень просто. В руках у Николая была колода, которой мы играли вчера и которую я выучил лучше, чем апрельские тезисы на экзамене по марксизму-ленинизму. Для того, чтобы она там оказалась, мне понадобился небольшой сеанс уличной магии с ее последующим разоблачением. Для начала я купил еще одну колоду. Рептильный не соврал, по всей набережной в киосках они были совершенно одинаковыми. Чтобы извлечь из упаковки новые карты и запечатать внутрь вчерашнее, мне понадобилась безопасная бритва и капля канцелярского клея. Новые некрапленные колоды я размахивал перед Колей в кафе. Собирался выкинуть ее сам, но мое недостойное рыцаря нытье добило экспрессивную аллочку, и она сработала за меня. Далее следите за руками. Я покупаю новую колоду для игры под тщательным присмотром Николая. Мы идем по улице, и на нас налетают участие обошлось мне в две порции пломбира и 300 граммов ирисок. Еще две шоколадки я должен выдать им после успешного завершения операции, и обязательно это сделаю. Пока Аллочка визжала, рептильный пялился на ее полупрозрачные прелести, новая колода карт отправилась в урну, а старая в запечатанной пачке скользнула мне из рукава в ладонь. Финита. Рептильный тасует колоду, чувствует краб и доволен как слон. Ему и в голову не может прийти, что это другая колода. А еще и практически сразу выясняю, что нет, это не тот адмирал, который обыграл муху. Этот не был шулером, а так состоятельный, при этом скучающий бездельник на пенсии. Да и адмиралом Тихон Петрович Глебов никаким не являлся, а был он каким-то там начальником в одесском морском пароходстве много, а очень много, я понимаю практически сразу. Тут и часы неприлично дорогие, и это не наши котлы, а заграничные Брегет Тайп Твенти. В середине двадцать первого века такие стоят десять плюс тысяч долларов, а тут наверняка не меньше четырех. Сколько за них можно выручить на нашем черном рынке, даже страшно представить. Волгу а то и две, это как минимум. Плюс золотой браслет и печатка. Притом опять же это импорт и ни стран народной демократии даже не близко. Что-то из логова капиталистов. Наше цыганское желтое золото видно за версту, а у него что-то совсем другое. Да и та легкость, с которой Тихон Петрович получил двадцать восемь на распасах и только отшучивался, говорила об очень многом. Так что нет, он не в банде, скорее адмирал здесь для решили совместить стрижку двух фраеров разом. Что до меня, то мне карта не то чтобы идет, но благодаря тому, что я вижу расклады, оказываюсь способен несколько раз избежать опасных ситуаций. Один раз я не скинул бланкового короля при длинной масти, просто потому что видел, что адмирала и Вити нет передачи, а есть бланковый туз. Еще раз наоборот скинул то, что в обычной ситуации предпочел бы оставить. В общем, все идет нормально, даже более чем. Сама игра тоже не считая вчерашнему Диберцу. Я неоправданно много рискую, но с точки зрения обычного человека, но риск, хоть и дело свинячее, в данном случае полностью оправдан. Для того, чтобы выиграть, если видишь все карты противника, не нужны финты и трюки, надо просто играть головой, и в этом я оказываюсь значительно сильнее уже сыгранной парочки из Вити и Николая. На исходе игры становится понятно, что я выигрываю, и выигрываю много. Правда, больше у адмирала. Тот играет любительски, небрежно, часто отвлекается на блондинку, обсуждает с ней погоду и напитки, и, кажется, просто с удовольствием проводит время. Но и Вите, которому вчера достались мои очки и вещи Аллочки, тоже в серьезном проигрыше. И вот в этот момент меня стараются крупно подловить. Раздают практически задачку из учебника. Вроде как и девять взяток, но на самом деле шесть, которые я и заказываю. Был бы мой выход, нет вопросов, сыграл бы девять. А так туз-король перебивается козырями, при том есть передача, одна единственная. А еще один туз снова забирается бланковым козырем. В итоге только пять на старших козырях и марияж. Выглядит эффектно, а при розыгрыше получилось бы глупо. После этого Витя не отрываясь следит за моими руками. Пиджак ваш можно осмотреть, молодой человек? Говорит он ледяным голосом, когда мы заканчиваем. И рукава закатайте, будьте любезны. Не валяй, дурака, это не покер или блэк-джак с бокорой. Как я могу карты подменить, если будет дубль? Но я не возражаю, снимаю льняной пиджак и небрежно перебрасываю Витя. Осматривай, но только после расчета. Виктор, меланхолично говорит адмирал, вы не правы. В отличие от нашего сегодняшнего оппонента, все чисто. Так что, вот, доктор, извольте принять. Семь тысяч рублей под расчет. Спасибо, Тихон Петрович, с вами было очень приятно играть. Витя, обращаясь я к разозленному шулеру, тот хмурится, но лезет в карман за бумажником. Мне нужны мои очки и вещи аллы, говорю ему, не забудь. Кроме тех денег, что я выиграл у Глебова, мой бумажник пополняет еще пять сотенных купюр от Вити. Тот с недовольным видом ощупывает мой пиджак, тщательно проверяет каждый шов, явно имеет опыт в подобных вещах, после чего возвращает его мне и выкладывает на стол цепочку, сережки и, наконец, мои очки. Их я тут же цепляю себе на лоб, становясь похожим на стилягу. Алла, забирай вещи, мы уходим. Командую я. Блондинка молча сгребает свои украшения, на ее лице я не вижу особой радости, скорее злую сосредоточенность. Ладно, доктор, это было неплохо. Подводит итог Коля. Ну, хватит уже, повеселились и будет. Так и быть, забирай то, что вчера проиграл, и проваливай отсюда, все остальное на стол. С чего бы, небрежно откидываясь на стуле, закуривая первую сигарету за вечер, и при этом осматривая обстановку. окон нет. Единственный возможный проем заставлен сервантом. Может быть, чтобы прикрыть происходящее в комнате от лишних глаз, а возможно, чтобы предотвратить подобные побеги. В прихожей стоит бугай, через него не выбраться. Вторая дверь где-то за ширмой и ведет неизвестно куда. От адмирала помощи ждать не приходится. К тому же, постоянные партнеры по проферансу для него считают родные, а я двоюродный. Но, пожалуй, только ради адмирала Катала и пытаются предать своим действиям подобие справедливости. Он явно не в курсе их махинации. Не пойму я, в чем твой секрет, отвечает мне рептильный, но он точно есть. Какой секрет, Коля? Спрашиваю я. В отличие от вас, я окропленными картами не играю. Может быть, везение? Что ты сказал? Мгновенно реагирует Вить. А ну, повтори, урод. Глаза у него на выкате, а от крика изо рта летит слюна. Супли подбери. Смотреть противно, отвечаю ему и, надев пиджак, достаю из внутреннего кармана платок, который подаю ему. Позерство, да, не спорю, но сейчас оно очень в жилу. Я не дурак и знаю, что колода крапленная. Они по всему побережью крапленные, знаю я вашу породу. Ваш слепец же не случайно руки мне смотрел? Может, я их пьемзой вработал для большей чувствительности? Нет, я такими вещами не занимаюсь. У меня все честно, в отличие от вас. Ну, допустим, ты не шулер. Спокойно, говорит Коля, игнорируя мой выпад. А с чего ты взял, что колода крапленная? Да, доктор, мне тоже интересно. Адмирала вся эта ситуация все более увлекает. Адреналиновый наркоман, вот честно. Вроде и сидит, спокойно откинувшись в кресле, пьет коньяк, закусывая его сигаретным дымом и николашками. Видимо, в мои слова не слишком верит. Но вот глаза-то, глаза, зеркало души не обманывает. Блестят они у него, и это точно не блеск от выпивки и присутствия здесь красивой бабы. Очень Тихону Петровичу нравится то, что здесь происходит. Нравится настолько, что он готов и дальше открывать свой бумажник, лишь бы только нервы пощекотать. Что ж, не будем лишать его удовольствия. Позвольте вашу ладонь, Тихон Петрович. Я кладу руку адмирала на стол и провожу рубашкой карты ему по запястью. Чувствуете? У адмирала чуть сигарета изо рта не выпадает от удивления. Видимо, не первый раз он захаживает в этот клуб для своих и расстается тут с приличными суммами. Одно дело, если проигрывать мастерам, и совсем другое понимать, что тебя тут держат за дойную корову. Но ты же держал их по-нормальному в руках. От волнения он переходит на ты. Как ты мог узнать, что у кого? Я не пользуюсь крабом. Меня проверяли при входе. По глазам адмирала вижу, что его тоже подвергали когда-то подобной процедуре. Просто везение и мастерство. Вали отсюда, теряет терпение Витя, пока на своих ногах уйти можешь. А то что? — спрашиваю. — Мокруху на себя возьмете? И Тихона Петровича заодно, как свидетеля? Вы же понимаете, что с вами теперь никто за стол не сядет, что катран ваш в трубу вылетит. Забирай выигрыш и уходи, решает Николай. Но если будешь барабанить, тебя люди найдут и накажут. У меня другое предложение, говорю. Расписываем еще одну пулю. Я ставлю весь сегодняшний выигрыш, а вы играете на нее. И я киваю на обомлевшую Аллочку. Глава пятнадцатая. — Ты что себе позволяешь? — кидается ко мне Аллочка. — Ты... ты негодяй. Ты мерзавец. За кого ты меня принимаешь? — А за кого должен? — приподнимаю бровь. Ты хоть раз в Куйбышевой была лаборантка? — К твоему сведению, нет там химических заводов. — Какая разница? — Она упрямо складывает руки на груди. — Я приличная девушка. — Приличная девушка в карты с незнакомцами не играет, ухмыляюсь, особенно на чужие вещи. Так что ты у нас со всех позиций неприличная. А вот можно ли тебя выиграть? Это я не у тебя спрашиваю. Николай сверлит меня взглядом, словно пытается понять, всерьез я говорю или развлекаюсь досужей болтовней. Сейчас он особенно похож на змею, на удава, который пытается меня загипнотизировать. — Что ставишь? — бросает он. — Конкретно что? — Ой, как интересно. Затягиваются сигареты адмирал. — Много я чего повидал, но такое шапито с конями наблюдать не доводилось. — Вить, это он чего? — Аллочка тут же палится по полной программе. — Витя, скажи ему. — Ну цыц! — рычит на блондинку Витя. — Захлопнись и не отсвечивай. — Я ухожу. Дамочка демонстративно направляется к выходу. — Села. Не оборачиваясь, бросает рептильный. От его безжизненного голоса Аллочка словно прибивает к стулу. Она замолкает и только нервно теребит подол платья. — Что ставишь? — повторяет Коля. — Весь сегодняшний выигрыш. Я выкладываю на стол семь тысяч, полученные с адмирала и добавляю к ним пять сотен их выигранных у Вити. Горка получается немалая, учитывая, что советские деньги к таким легкомысленным расчетам приспособлены мало. И после реформы 1961 года светло-коричневая сторублевка самая крупная купюра. — Интересно, мухе двадцать тысяч в чемодане нести бы пришлось? — приходит в голову вдруг. — Извините, что вмешиваюсь. — А как вы эту мамзель разыгрывать собираетесь? — интересуется адмирал. — Поскольку вестов за руку, а поскольку, предположим, за задницу? Блондинка обжигает его взглядом, но силу волнительности сложившейся ситуации предпочитает промолчать. — Очень даже запросто поясняю. — Расписываем обычную ленинградку, а затем, если у меня вестов больше всех, я забираю приз. Ну, а если кто-нибудь в сегодняшний выигрыш? — Позорно, — качает головой адмирал. — Рисковый вы человек, доктор. — Кто не рискует, тот не пьет мускат, улыбаясь ему. Не желайте присоединиться к розыгрышу? — И ко двору у меня такая фемина. С сожалению, цокает языком адмирал. — Опасаюсь я, что Софья Марковна не оценит моих имущественных приобретений. Я лучше с трибун понаблюдаю за вашим состязанием. Игроков становится трое. С одной стороны, я заведомо в более слабом положении. Против меня играют двое, и если один будет заведомо подыгрывать партнеру, то преимущество станет еще значительнее. С другой у меня появляется возможность раздавать самому себе, а с этим и один в поле воин. — Пошли за колодой, говорю. Вы же не думали, что я этим фуфлом буду играть? Я игрок, а не самоубийца. Амбал при входе провожает нас удивленным взглядом. Видимо, клиенты после посещения этого милейшего заведения обычно выглядят иначе. — Дай колоду, борщит Витя. — Да нету, простую, беспонтовую. Удивленный продавец убирает с прилавка коробочку и кладет вместо нее точно такую же. — Я проверю, напоминаю. Давай, без фокусов, чтобы два раза ходить не пришлось. — Откуда ты такой взялся доктор? Щулица Витя, хитро выкрученный. — Откуда взялся, там больше нет, отвечаю. — Пошли, там мамзель извелась в ожидании своего счастья. Витя докуривает папиросу и рисует сплевывая через передние зубы. — Все-таки ты фраер, говорит он. Всегда возгубит жадность и бабы. Колода новая. Я ощупываю ее со всех сторон, глажу по запястью и даже пригасаюсь нижней губой. Едва заметных бугорков, на которые может ориентироваться рука раздающего, нет. Теряется и мое преимущество. Никаких закономерностей в рубашках я не вижу. — Хватит уже их мусолить, злиться Витя, знаков понаставишь. — Крапить ведь можно не всю колоду, отвечаю я. Достаточно тузы пометить и уже в прибытке. Нарочно после этого выбираю из колоды четырех тузов и старательно проверяю каждый по очереди. Запомнить за пару минут всю колоду невозможно. Четыре карты из нее вполне реально. У пикового чуть светлее пигмент в одном из углов. У бубнового красные линии уходят точно в середину каждого из углов. На крестях заметный типографский брак. Одна из зеленых линий заметна толще остальных. А червы... Там я успеваю сделать ногтем крохотное углубление на грани, которое тут же затасовываю. Уже через два круга мне раздают верный мизер. Две длинные масти без дыр при единственном бланковом короле. Шансы улучшить положение десять к одному. И только в прикупе лежат мои питомцы два туза. Один ляжет в пару к королю, второй становится единственным. И третьих ловушки уже не скинешь. Семь пик, сообщаю им. Уверен, спрашивает нетерпеливый Витя. Играю семь пик. Вист. Оставляю их без двух. Они не вистовать готовились, а мой мизер ловить. Дальше бью их аккуратно и решительно. К игре вслепую и без крапа они оказываются непривычными. Выкладывать себе сильную руку не рискую, зато раз за разом сажаю обоих на распасах, постепенно закрывая пулю. Особенность Ленинградки в том, что штраф за каждый следующий круг распасов увеличивается, и, глядя на гору, мои соперники смурнеют. Финиширую я с отрывом от Николая в пятьдесят вистов. Витек и вовсе остается далеко позади. Да чтоб тебя бросает он колоду на стол. Запомни, Николай напускает на себя грозный вид. Ты нас никогда не видел и про это место ничего не знаешь. Да не нужны вы мне. Стою и принимаюсь собирать свою ставку. Алла, пойдем. На улице блондинка напускает на себя вид оскорбленной невинности, шмыгает носиком и поблескивает глазками, словно готова заплакать. Я молча иду в сторону пляжа, она также выдерживая молчание шагает рядом. Ты зря старался, не выдерживает она. Я не такая, как ты подумал. Я не такой, я жду хотя погодите, сколько дадите. Хам! Аллочка замахивается, готовая съездить мне по физиономии. Вот сейчас она не играет, по-настоящему в бешенстве. Перехватываю ее за запястье. Башку включи, говорю. Думаешь, за шлюху выкладывают по семь тысяч рублей? Да им цена сто рублей пучок в базарный день. На лице у блондинки отражается сложный мыслительный процесс. От этого у нее даже лобик хмурится, но менее обаятельной Аллочкой при этом не становится. Тогда зачем? спрашивает она. Тебя хотя бы Алла зовут? Алла. Это хорошо, говорю. Я уже привык. Не хотелось бы переучиваться. Пойдем, Алла, перекусим, а то алкоголем натощак можно и желудок посадить. Мы присаживаемся на летней веранде одной из гостиниц. Швейцар почтительно принимает купюру и проводит нас в ресторан только для постояльцев. Алла быстро поглощает котлеты по-киевски и рассказывает свою историю. Она оказывается никаким не лаборантом и даже не приезжей, а молодой актрисой Ялтинского театра. Эта профессия только для девочек-старшеклассниц звучит романтично и маняще. На самом деле для амбициозных и юных прелестниц это тот еще серпентарий. Зарплаты маленькие, ролей не дают, прима уступать свое место не собираются, а жить хочется здесь и сейчас, не став морщинистыми и заслуженными. У некоторых симпатичных девчонок были свои покровители, но грань, после которой можно было влететь за аморалку, была слишком тонка. И тут в жизни Аллочки появился Витя. Он смутил сердце девушки ресторанами и подарками, а потом пару раз попросил помочь. Алла попробовала и вошла во вкус. Задания были несложными, к тому же по профилю. Она изображала и биатлонистку из Тула, и художницы из Перми, и даже стюардессу из Казани. Никакого интима не требовалось. Чаще всего сев за карточный стол, мужчина забывал обо всем, а встав уже не имел ни финансовых, ни моральных возможностей для продолжения общения. Деньги Алле перепадали редко, зато от Вити она получала польские челуки, чехословацкие туфельки, а иногда и золотые поприкушки, в том числе и бабушкину цепочку. Так зачем я тебе? Переспрашивает меня Алла. За тем же самым, говорю, теперь будешь работать на меня. Встречаемся завтра возле твоего дома в 10 утра, пока свободно. Что делать с выигранными деньгами? Мне они даром не нужны. Возвращать деньги шуерам и адмиралу я, конечно, не собираюсь, много чести, но держать при себе такую сумму здесь, на отдыхе, это просто глупо. Это делать просто негде. Не в трусы же вшивать дополнительный карманчик с внутренней стороны, чтобы все сокровища рядом лежали. Прокутить их, что ли? На 7 тысяч можно шикарный банкет закатить, да не один. Тем более, что и со спортсменками я договорился встретиться, да и с девочками-студентками мы тоже обменялись контактами. Спасенная мной Танечка очень плотоядно на меня смотрела, таким взглядом, что было понятно, что она очень не против отблагодарить меня как следует. Решено, сегодня устраиваю загул со студентками, а завтра гуляю со спортсменками. Вот только что делать с деньгами я так и не решил. А, впрочем, есть у меня одна мысль. Можно же поступить как бессмертный персонаж блистательного Иннокентия Смоктуновского. А что, хорошая идея? Оставить себе максимум тысячу, а все остальное перевести в какой-нибудь детский дом. Да хоть в мой родной, куда я попал после смерти родителей и сразу двух бабушек в автокатастрофе. Одним махом лишился всех родных. Были и нет их. Да, решено. Отблагодарю место, в котором человеком стал. Тем более, что и проблем с этим никаких. Я уже не один раз деньги перечислял, правда, не столько. Так что реквизиты я помню. Осталось узнать адрес сберкассы. Так и решу проблемы с деньгами и благое дело сделаю. Сказано, сделано. До ближайшего телефона автомата, откуда можно позвонить в справочное бюро, минута хода. Потратив пять копеек, я все выяснил. Идти оказалось недалеко. Перевести деньги у меня заняло меньше часа. Как раз управился к закрытию сберкассы. Притом тетка, которая там сидела, сначала не хотела меня обслуживать. Но узнав, куда и сколько, я перевожу денег, смягчилась. Потом встреча со студентами, и вот мы уже идем в ресторан, я всех угощаю. И уже на входе Танечка у меня спрашивает. Ты уже видел заметку про себя? Про то, как ты меня спас? Нет, не видел. Что за заметка? Да вот же. Она достает из сумочки газету и подает мне. Что за фигня какая-то? Ну, какая первая городская клиническая больница? И зачем тут фотографии совершенно левой бабы? Тут все неправильно. Таня, значит так, завтра мы идем с тобой в редакцию и заставляем их написать опровержения. Да и ты намного красивее, ты, Мымра, и смотреться в газете будешь намного лучше. Вот так и у нас с тобой планы на завтра. А теперь гуляем. Черное море в конце мая, начале июня нравится далеко не всем. Температура воды всего плюс двадцать, и для некоторых это холодно. Как, например, Галине Ивановне Евстигнеевой, томной женщине слегка запедещат, которая приехала отдыхать в Ялту вместе с мужем, врачом-терапевтом первой городской клинической больницы имени Пирогова, что в славном городе Москва. Галина Ивановна была мерзлячкой, да к тому же вредной, да к тому же еще и ревнивой. Вот буквально эта женщина была вся из достоинств. Будучи заведующей отделом в ЦУМе, Галина Ивановна считала себя несколько выше других по положению, еще бы. Она же работник торговли, повелительница дефицита и заклинательница импорта. Как и полагается, столь важной фигуре она свой отпуск планировала в бархатный сезон в сентябре, когда с одной стороны море все еще по-летнему теплое и ласковое, а с другой стороны уже не так печет, как в июле-августе. Да и детей она ничто бы не любила, а скорее предпочитала их избегать. Чем меньше этих полуголых маленьких варваров бегает по пляжу и улицам, тем лучше. Так она объясняла это своим подружкам, таким же, как и Галина Ивановна, дородным и обстоятельным. Поэтому известие, что ее муж Владимир Михайлович за каким-то хреном поменялся с коллегой и вместо того, чтобы взять отпуск в сентябре, он взял его сейчас, привело мадам Евстигнееву в ярость. Пришлось ломать все свои планы, чтобы только не отпускать мужа одного в Крым. А тот на самом деле и поменялся с коллегой для того, чтобы побыть немного одному без жены, которая за последнюю пару лет буквально извела его различными придирками и необоснованной ревностью. Если бы был повод, это еще ладно, не так обидно. Но хуже всего то, что и поводов Владимир Михайлович никогда жене не давал. Не из большой любви ее уже давно не осталось, а просто из-за того, что доктор Истигнеев считал себя порядочным человеком. А порядочные люди при живой жене по чужим бабам не шастают. В общем, не получилось у него спокойного отдыха, дражайшая супруга тоже поменяла даты, только чтобы не отпускать тебя одного, кобелина, и они поехали вдвоем. И каждый божий день Галина Ивановна припоминала мужу, что это из-за него ей холодно в воде, и что он, гад такой, специально потащил ее в такую холодину. В общем, отличный отдых для них обоих. Вот и сегодня, читая Истигнеевых, пришла на пляж Массандра, заплатила за шезлонги с зонтиком и с комфортом расположилась для отдыха. Вскоре к ним присоединились Афанасьевы, два брата, один из которых был с женой Светланой. Ивстегнеевы сдружились с ними с неделю назад. Сильный пол нашел общий язык на почве карты выпивки, а женщины сошлись на том, что все мужики козлы. Смотри-ка, Галка, Светлана подала подруге местную газету, тут про твоего пишут, он у тебя герой. Галина Ивановна развернула газету и точно в самом конце, там, где печатаются всякие объявления, кроссворды и прочая ерунда, она увидела заметку. Вчерашний день чуть было не стало центральной набережной. Молодая студентка Татьяна М. упала в море и так как девушка не умела плавать, чуть было не утонула. Находившиеся рядом отдыхающие вовремя вытащили пострадавшую из воды, но к тому моменту пострадавшая уже успела нахлебаться воды и потеряла сознание. Все произошедшее могло бы закончиться трагически, но рядом оказался отдыхающий в Ялте с женой врач, после представившейся доктором Евстигнеевым из первой городской клинической больницы города Москвы. После проведения комплекса реанимационных мероприятий, включавших в себя искусственное дыхание, Татьяна М. пришла в себя. От комментариев настоящий герой дня доктор Евстигнеев отказался. И внизу была еще и фотография этой Татьяны М. Девушка оказалась действительно молодая и очень симпатичная. Пока суд до дела, муж Галины Ивановны успел уже искупаться и вернуться к своему шезлонгу, чтобы моментально попасть под яростную атаку. — Вова, кобель ты этакий. Это как понимать, я тебя спрашиваю? Ты совсем уже распоясался? Совсем страх потерял? На голову ничего не понимающего мужчины тут же обрушилась газета. — Галя, о чем ты? Я не понимаю, говорил он, закрываясь руками, а между тем на это бесплатное шоу собралось уже большое количество зрителей, которые с интересом смотрели на начавшийся семейный скандал. — Ах, не понимает он, не понимает, Светка, ты посмотри на этого козла старого. Нас отправил в Дендрари, а сам с какой-то шалавой в дес надолбился. Искусственное дыхание он делал. Тоже мне ай болит. Да ты специально стал эту девку спасать, чтоб полапать ее как следует. Развратник старый козел. Отвечай, ты же на набережной не просто так оказался, ты с этой бабой хотел там встретиться. — Галочка, что ты такое говоришь, не был я ни на какой набережной, я не понимаю. Зато я понимаю, сволочь ты эдакая, я теперь все понимаю. Злосчастная газета не выдержала ярости разъяренной женщины и была обброшена после того, как превратилась в труху, а в руках Галины Ивановны появилось оружие посерьезнее, в вафельное полотенце. — Я все понимаю, продолжала Галина Ивановна, ты специально в Ялту сейчас поехал, чтобы с этой Татьяной М шаш не закрутить. — Так, с меня хватит, Галя, прекрати эту истерику, люди смотрят, я не понимаю, о чем ты говоришь. В этот момент Галина Ивановна решила, что с нее хватит, и, схватив свои вещи, пошла прочь с пляжа, ее подруга семенила следом. — Да, Михалыч, смотри, из-за чего твоя мегера закипела, сказал один из братьев и подал остатки газеты. — Вот уж бабы дуры, ты уж прости, что так про твою жену, ты человека спас, она такую сцену тебе устроила. Ошарашенный мужчина прочитал эту заметку и буквально закричал. — Да не я это был, не я, сегодня же пойду в редакцию и потребую, чтобы они опровержение выпустили. Кое-как одевшись, он побежал к телефону автомату, чтобы позвонить в справочную и узнать адрес редакции. Там ему все подсказали, но огорчили тем, что она уже закрыта. Делать нечего, пришлось идти до арендованной на время отпуска жилплощади в частном секторе. Жену Владимира Михайлович там не застала, квартирная хозяйка сказала, что та ушла к подруге. Идти к Афанасьевам и мириться доктор не решился. Сначала нужно было добиться опровержения этой глупости, а только потом с фактами в руках восстанавливать семейный очаг. Глава шестнадцатая. Федор Михайлович, а вот и ты. Родик в компании моих знакомых студентов самый глазастый и видит меня издалека, чуть ли не подбегает и начинает сжать мне руку. После того, как я двинул ему во время реанимации Ирочки, парень походил-походил букой, да и оттаял. Общаемся мы с ним вполне нормально, как и с его другом Владом и всеми тремя девочками, Аллой, Ирой и Танечкой. И что-то мне кажется, что если у парней ко мне вопросов нет, по Владу видно, что он сохнет по Али, а Родине прочь ухлёстывать за Ирочкой, обе мне безразличны, то вот девушке явно не прочь выяснить между собой отношения на предмет того, кому достанется докторское тело в качестве трофея. Смотреть за всеми тремя, а также за парнями, видимо, очень надолго застрявшими во френд-зоне очень весело, особенно учитывая, как все три комсомолки старательно подают мне вполне очевидные знаки того, что ни одна не против, в отличие от меня. Нет, они, безусловно, хороши все три, но я что-то не могу смотреть на них, как на сексуальные объекты. Уж слишком все три по-детскому наивны и чисты. На долгие отношения я не настроена крутить курортный роман, чтобы потом помахать рукой на прощание. Я с этими девушками не хочу. Вот, взять хоть ту же Иру. У нее наверняка ко мне что-то подобное импринтингу, как к своему спасителю. Так часто бывает, особенно если он спаситель не страшной, а вернее даже симпатичной наружности. Как говорится, это страшные коллеги мужского пола занимаются абьюзом. А красавчики не такие, они флиртуют. Вот примерно таким вот красавчиком я и был в ее глазах. Уложить Ирочку в постель непросто, а очень просто. Но вот если для меня это останется просто приятным моментом летней командировки, то для нее вполне возможно грядущий разрыв, а он неизбежен принесет серьезную психологическую травму. Девочка же на меня запала, так что нет. Отпускать невинные шутки и также невинно флиртовать, не переходя определенных, пусть и достаточно широких рамок, это пожалуйста, но не более. Другое дело Алла номер два. неудачная подсадная утка местных катал, которая теперь работает на меня. Вот ее типаж сусуальной хищницы вполне подходит для того, чтобы отдохнуть душой, но в большей степени телом. Но вот загвоздка в том, что надо разделять личные и рабочие отношения. Нет, есть, конечно, такие деятели, что совмещают, но чаще всего ничем хорошим это не заканчивается. Так что со студентами я просто хорошо проведу время в приятной для меня компании. С Аллой буду работать, а с личной жизнью что-то другое придумаю. Тем более, что у меня на примете аж целый женский коллектив из ленинградского яхт-клуба. А там фигурки что надо. Очень качественные женщины. В общем, пока я определялся в себе, мы с Роди подошли ко всей остальной компании. Здороваюсь с Владом за руку, целую девочек в их милые щечки, а потом предлагаю. Молодежь, вам не надоело на солнце жариться? А что, Федор, у тебя есть какие-то предложения? Тут же откликается Ира. Конечно же, Ира. Еще чуть-чуть, и она за спиной парней язык своим подругам покажет. Смотрите, мол, я вас опередила. Есть. А давайте махнем в ресторан. Вот прямо сейчас я угощаю. А мы сейчас не можем? Танечка не дает Ире вырваться вперед и вступает в разговор. Кто же в таком виде в приличное общество идет? Скорее, очень неприличная каламбурья. Тем более, нам нужно время, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Хорошо, если никто не против, то встречаемся возле ресторана через полтора часа. Вот только куда пойдем? А давайте в Алубку, предлагает Родик. Скажешь тоже, Родик, в Алубку. Там антисанитария жуткая. Это место по двадцать раз за сезон закрывает из-за разных нарушений, ответила Аллочка. Откуда знаешь? От верблюда, Родик. Я, в отличие от тебя, газеты читаю. Тот же курортный Крым об этом писал. Там еще карикатура была, как повар в супе полотенце отжимает. Ну, тогда в Джолиту, сказала Ирочка. Судя по тому, как заблестели ее глаза, девушке очень не нравилось, что Аллочка, вот ведь змея подколодная, так сильно себя выпячивает. Джолита тоже не подойдет, там за дищ домашние гуси и уток выдают. Ну и что? Просто не будем это заказывать. И все дела. Вот и голова садова, Ирка. Если они обманывают в одном, то где гарантия того, что вместо кролика тебе кошка не подадут. Там же скелетик тоже махонький. Или еще какую гадость? Да ты, Аллочка, прям ресторанный критик. Может, ну ее эту твою плехановку, переводись на журфак. Будешь акулой, пирой, грозой всего советского общепита. С улыбкой говорю я. Чуть было не ляпнул, а я тебе помогу, я же писатель, но вовремя прикусил язык. Не к чему самому разрушать легенду, что я доктор? Ну тогда в Арианду, говорю я. Насчет этого места ни у кого возражений нет. Ну это же интуристовский ресторан, с каким-то пиететом, говорит Роди. Туда просто так не попасть. Это не проблема. Есть у меня один друг, который нам в этом поможет. Ну так что? Через полтора часа возле Арианды? Против этого ресторана никто не был против, и девушки в сопровождении парней отправились приводить себя в порядок. Мне это не требуется. Костюм у меня такой, что и где-нибудь в Мишленовском ресторане в нем будет не стыдно появиться. Но я тоже пошел к себе. Вот не лежала у меня душа тащиться в ресторан с целой штукой. Понятное дело, что там и больше можно оставить. Дурацкое дело не хитрое. Но перед кем мне там сорить деньгами? Перед студентами? А надо ли? Как бы мне не оказаться в ситуации Стапа Бендера, который в золотом теленке тоже распушал хвост перед почти такими же советскими юношами и девушками. Хотел произвести впечатление, а в итоге в ответ получил только жалость и неприязнь. Нет, по пути Стапа Сулеймана и Бен-Мария Бендера я точно не пойду. Так что, да, ставлю в бумажнике рублей двести, много двести пятьдесят, приму душ, освежу аромат шипра и пойду в ресторан. Так, куда бы положить деньги? Можно, конечно, просто в чемодан. Скорее всего, ничего и не случится с ними. Ну, или пойти к женщине в самом соку, к Валентине Алексеевне и попросить побыть ее моим банкиром. Так, стоп, это не солидно. Хотя, почему не солидно? Я же, по моей собственной легенде, книгу пишу медицинскую. Вот и скажу, что получил аванс за часть рукописи, которую отправил. Такс, а как я ее отправил? Интернета-то нет. Михалыч, но ты чего? Телеграфом ты ее отправил? Когда В.А., что я ее все время называю по имени-отчеству, в инициалах есть какая-то притягательность, услышала мою просьбу, то сразу же согласилась. Согласилась, а потом спросила. А как вы, доктор, первые главы своей книги отправили в издательство да еще и так быстро? Валентина Алексеевна, ну что вы, как маленькая? Мы же не в каменном веке живем. Телеграфом? Как же еще? Как телеграфом? Ахнула она. Там же деньги за каждый знак берут. Вот зря вы отказались от того, чтобы я вам немного почитал. Мою книгу очень ждут Минздраве. Так ждут, что все вплоть до последнего местоимения оплатили. И знаете что? Давайте я вам все-таки почитаю. Очень у меня хороший отрывок получился прогнойное осложнение, воздушную гангрену и сепсис. Вот вы, например, знаете, чем опасно заражение крови при полосных операциях? Федор Михайлович, ВАА так сбледнула с лица, что я чуть было не засмеялся. Я вам верю, но, пожалуйста, не надо. Вам расписку выписать на деньги? Ну что вы, Валентина Алексеевна, мы же с вами не мещане какие-нибудь, а советские люди. Это совершенно излишнее. ВАА взяла у меня деньги, я довольный собой пошел на выход. Вот голову ставлю против макового зерна, что она сейчас очень многозначительно смотрит мне вслед. И сто процентов побежит хвастаться подругам. Еще бы, такой важный человек у нее угол снимает. Практически светило советской медицинской науки. Вообще-то, этих двоих звали Мишей и Максимом, но все вокруг называли не иначе, как Хриплый и Сиплый. Слишком уж характерные были голоса в этой парочке, которая, схоронясь в роскошных зарослях, во все глаза смотрела, как интересующий их фраер вышел из калитки и пошел к автобусу. «Этот?» спросил Хриплый. «Вроде да. Адрес правильный, да и по описанию похож», ответил Сиплый. «Может, тогда сделаем все прямо сейчас? Бабки точно при нем. Не дурак же он, чтобы оставлять такие деньжищи в какой-то халупе?» «Не дурак точно. Судя по всему, тертый калач. Но сейчас мы делать ничего не будем. Сам же на пляже слышал, что он в ресторан с девками намылился. Вот после шалмана, когда он накушается, мы его и потрясем. При девках. И бабки отберем, и лохом выставим». «Ну, как знаешь, ты у нас голова. Вот-вот». «Ну, вот, как я и говорил», сказал расстроенный Розик. «Мест нет, я уже и спросил». «У кого он спросил, понятно. Вон, перед дверями Орианды возвышается швейцар, практически апостол Петр, что горой возвышается перед райскими вратами и не дает всяким там шалопутным нарушать покой отдыхающих в советском общепитском раю. «Но он не проблема. Стегнеев зовут». «Федор Михайлович, дорогой, не признал вас? Прошу пардона». «Вот это другое дело. Молодец, мужик. И какой актер в нем пропадает?» «Сразу понял, что от него требуется, и подыграл. Хвалю». «Для вас всегда место найдется. Прошу за мной, товарищи». Мы со студентами вошли в зал ресторана, и швейцар тут же подозвал одну из официанток, вертлявую такую, при этом фигуристую. Униформа на ней сидела просто идеально, хотя тут других и не держат, наверное. «Людмила, это мой хороший товарищ Федор Михайлович Евстигнеев. Ты уж будь душкой. Сделай для товарища Евстигнеева и его друзей все по высшему разряду. Ну, как мы все тут умеем». «Конечно, Ефим Кондратыч все сделаю. Пойдемте, товарищи». «Федя, а этот Ефим Кондратыч есть твой друг, о котором ты говорил?» спрашивает Ирочка, оглядываясь. «Судя потому, что этим же заняты ее друзья-подруги, ребята здесь впервые». «Я тоже на самом деле. До этого я, конечно, был в Крыму, но по ресторанам особо и не ходил, но держу марку, изображая бывалого». «Да, он, отвечаю. На самом деле, когда я сказал про друга, то имел в виду дорогого Леонида Ильича, чей профиль украшает все советские банкноты. Но зачем молодежи знать такие вульгарные подробности?» «Что будете пить, молодые люди?» спрашивает официантка Людочка. «Она посадила нас за столик, с которого тут же убрала табличку зарезервированной и сейчас стоит в позе, чего изволите». «Скажите, Людмила», спрашиваю я. «А у вас рислинг совхоза имени Ковпака есть?» «Как не быть. У вас хороший вкус, Федор Михайлович. Это вино не пользуется особой популярностью, но оно превосходно». «Ну, вот и славно. Тогда нам пару бутылок рислинга, коньяк того же совхоза и что-нибудь к напиткам. Сыр, икры и салата с крабами. Пока так. С горячим мы по ходу дела определимся. Только бутылки не открывайте. штопор принесите. Я сам за друзьями поухаживаю». «Я все поняла», говорит Людочка. «Сейчас все сделаю. Один момент». При этом она кидает на меня очень красноречивый взгляд. «Михалыч», спрашивает меня Влад, «а ты зачем штопор попросил? Если мы в ресторане, так пусть персонал работает». «А затем, дорогой друг», отвечаю я, что не хочу, чтобы нас с вами напоили «Вино же виноградное, да и коньяк тоже». «Алла», обращаясь к нашему эксперту, «не расскажешь другу, что я имею в виду?» Та в ответ только отрицательно качает головой. «Не знает? Ну ладно, я сам». «Сливовое, потому что из недопитых бутылок в одну сливают и подают как только что открытое. Этим, к сожалению, грешат очень многие, а так даже соблазна не будет». Вино, коньяк и закуски нам подали очень быстро. Мы к этому моменту как раз успели определиться с горячим. Девочки взяли рыбу, а я с парнями мясо. Дичь, памятая слова Аллы, никто не рискнул заказать. «Ну давайте, молодежь», говорю я, вставая и держа рюмку коньяка, за прекрасных дам. Да, давно я так не отдыхал. Все получилось очень и очень хорошо. Моим новым друзьям, очень понравилось, мне тоже. Особенно то, как девушки неумело, но старательно боролись за мое внимание. А парни, вот же лопухи лопухами, толком ничего не поняли. Вот что значит молодежь необстрелянная. Опыта в общении с противоположным полом у них не очень много. Я же себе ничего лишнего не позволил и даже подыгрывал и Роди и Владу. Так что с моей подачи они вдоволь натанцевались с предметами своего обожания. Был, правда, один острый момент, когда к нашим девушкам решила подкатить компания из сильно подвыпивших гостей с севера. Наверное, вахтовиков из золотых рудников или нефтяников вместе с невесть, как затесавшимся к нему роженцам солнечной Грузии. Он-то и стал заводилой. Слушай, очень уж у вас девушки красивые, прям спаса нет. Начал этот обладатель шикарного профиля притом обратился он ко мне и не иначе решил, что я тут самый главный. Мы с друзьями с ними потанцуем. Что характерно, никакого акцента или чего еще карикатурного в нем не было. Просто мужик из той породы, что баба нравится, да еще и не бедный. Золото на нем не такое, как у давешнего адмирала, зато он берет количеством, плюс еще и наглый. Нет, таких кавалеров нашим дамам точно не нужно. Они не танцуют. Тоном нетерпящим возражения отвечаю я. А из чего ты за баб говоришь? Подхватывает этот разговор приятель жгучего брюнета. Этот прям типичный славянин, русый, здоровый, хоть сейчас в палату меры весов. Я же вижу, что они хотят, так что дядя, подвинься. Мужики, ну вы чего? встревает Родик. Молодец парень. Оппоненты явно пьянее и здоровее, таким и море по колено, но он не стушевался. Мужчина. Федор Михайлович уже все сказал. Отвень щегол. Твой номер шестнадцатый, дай мужчинам поговорить, сказал русый. Вот черт, как же не хочется, чтобы такой приятный вечер закончился банальной дракой. Но уступать нельзя, так что я не оборачиваясь говорю. Родион, все нормально, сейчас я с товарищами выйду и спокойно поговорю. Пойдем, поговорим, легко согласился русый, его приятели тут же закивали головами. Ребята, обращаясь я к студентам, я пойду покурю с товарищами, а вы пока не дайте девушкам заскучать. Влад до этого сидевший на своем месте попытался встать, но я его окликнул. Я сказал быть здесь, точка. Вместе строятся нефтяников-старатели, я выхожу из ресторана, и брюнет тут же начинает на меня наседать. Целыш Михайлович, ты чего такой дерзкий, шел бы ты отсюда пока целый. Ладно, если драки не избежать, то надо бить первым, тем более, что Ефим Кондратович на своем месте, как и милицейский патруль на другой стороне улицы. Я его вижу, а вот подвыпившая компания, видимо, нет, хотя нет, надо, чтобы начали они. Для таких ушлепков, как ты, я Федор Михайлович, и никак иначе. Понял меня, скотина? Ага, сработало. Бринет купился на эту дешевую провокацию и бросился на меня. Я немедленно отхожу в сторону и придаю ему небольшое ускорение толчком в спину. Лети, орел, лети. И все. Финита ля комедия. Ялтинские милиционеры вкупе со швейцаром сработали как надо. Притом, если этих бузотеров недоделанных они забрали, то меня нет. Я же ничего по сути не сделал. Товарищ обратился ко мне один из милиционеров. Евстигнеев Федор Михайлович тут же сказал швейцар. Мой очень хороший знакомый. Товарищ Евстигнеев, вы бы зашли завтра к нам в отделение объяснительно написать? Конечно, зайду, товарищ сержант, как иначе. Хотя тут и объяснять нечего. Товарищи просто немного перебрали, только и всего. Все равно порядок есть порядок. Конечно. Спасибо. Когда милицейская машина уехала, я поворачиваюсь к швейцару. Спасибо, Ефим Кондратович, очень вы меня выручили. Еще один червонец перекочевал ему в карман. Да я сразу понял, что к чему. Баб не поделили. В ответ я только развел руками. К чему слова, если все и так очевидно? Вы правильно сделали, что их на улицу вывели, и что один вышли тоже правильно. Ваши приятели совсем зеленые, точно бы кинулись. А вы видно, что человек бывалый, да и заплатили мне в два раза больше, чем эти. Что поделать, не мы такие, жизнь такая. Вы курите? Ответом мне стал удивительный кивок, и я поделился с ним своим камелом. Ладненько, пойду я. Ребята там наверняка места себе не находят. И еще раз спасибо. Обращайтесь. Когда я вернулся, то увидел, что девочки что-то выговаривают парням. Очень и очень импульсивно. Что за шума драки нету? Весело говорю я. Михалыч, ты как? Тут же спрашивает меня Родик. А что со мной может быть? Все хорошо. Федя, встряла в разговор Ирочка, а ну-ка покажи руки, пожалуйста, отвечаю. Я и предъявляю требуемое для осмотра. Девушка все пристально осмотрела, не иначе искала ссадины от ударов, но нет, покурил. Мы сошлись на мнении, что они немного перебрали, и я посадил их в такси только и всего, отвечая на невысказанный вопрос. Не знаю, насколько мне поверили, но мы еще немного посидели, и я попросил счет. Расплачиваюсь, и вся честная компания идет на выход. А давайте немного прогуляемся, вы посмотрите, какой вечер, говорит Ирочка. При этом ее рука так ловко проскальзывает под мою, что получается, что я веду «Я в целом не против, скорее даже за». И едва мы отошли от орианды, как я слышал, но очень типичный вопрос от парочки мужиков самого подозрительного вида. «Эй, закурить есть?» Глава семнадцатая. Обстановочку главную выбрали, какую подходящую. Только мы с Ирой свернулись с заполненной людьми набережной в тихий переулок, только распрощались с остальными студентами, как «Здрасте». Родик еще попытался рыпнуться, не желая оставлять нас с Эрой в одиночестве, но девушка посмотрела на него холодно, и он наткнулся словно на ледяную стену. «С Федором Михайловичем я буду в полнейшей безопасности», проговорила она. Заступаться за парня я не стал, хотя и особых планов насчет Ирины не имел. Тот весь вечер разрывался между Ирой и Таней, а на двух стульях, как известно, не усидишь. А я отказываться от удовольствия прогуляться с барышней по вечерней Ялте и Соловьев послушать не намерен. Насчет Соловьев, конечно, преувеличиваю ради красного словца. Даже отсюда слышно отголоски музыки, гремящие из протянувшихся вдоль берега ресторанов. Но романтика в виде полутемной улочки и аромата всяческих цветущих растений присутствует в полной мере. И тут сразу два неприятных человека. Двое из ларца одинаковых с лица. Не в том плане, что близнецы, а выражение одинаковое. Этакое самодовольно насмешливое. Нарошно ведь не одинокого прохожего поджидали, а с дамой. Понимает, что даже самый трусливый фраер при таких условиях ноги не сделает, а наоборот станет щедрым и сговорчивым. Повезло, что ребята ушли, те точно в драку бы полезли. А это не кабацкая потасовка, тут и нож словить можно, так что к лучшему это приключение в одиночку разруливать. Ирочка, постой тут, говорю девушке, надо же, знакомых встретил, пойду поздороваюсь, я недолго. Федор, ты уверен, волнуется она? Конечно, отвечаю, ты на их вид не смотри, в душе они милейшие люди. Оставляю Иру позади, а сам подхожу к товарищам гоп-стопщикам. Сразу понятно, что сигаретами тут не отделаться. Вы, говорю, уважаемый, по какому вопросу? Давайте по-быстрому все решим, а то меня девушка дожидается. «Слыхал? Мишаня, какой клиент пошел сознательный?» умиляется один. Голос у него звучит так, словно мужик шепчет, с трудом выжимая слова из голосовых связок. Наверняка кликух у него какой-нибудь сиплый. «Ради такой короли я бы тоже поспешил», хрипит второй. «Ты, мил человек, карманы выворачивай и хрусты сюда гони». Открываю при них бумажник, в котором лежит мятая треха. Прямо-таки кармический круговорот денег. Из Москвы она со мной приехала. Вагонные шулера до нее не добрались и Алочкины приятели не позарились. Варианте я расплатился, что называется, под расчеты и чаевых накидал щедро. Официантки при следующем визите по стойке смирно вытягиваться будут. Если он состоится когда-нибудь, конечно. «Ну вот, а я решил, что умный», шепчет сиплый. «Ты нам, дурачка, не включай. Хочешь, чтобы мы при фифе твоей тебя до трусов раздели? Так мы разденем, не сомневайся». «Хрусты гони», повторяется второй. «А если ты где под камешком спрятал или под деревом закопал, так мы до места сходим и лопатку прихватим». «Значит, не случайное. Точно знают, что деньги у меня есть». Жадные все-таки оказались шулера, Коля и Витя. Не игрой, так по-другому решили себе деньги вернуть. «Выигрыш забрать хотите, говорю, так нет его больше». «Говори, куда дел», рычит сиплый. Растегиваю карман рубашки и протягиваю им квитанцию. Оба уголовника слегка теряются. Сиплый, который в этой парочке ведет себя поавторитетнее, разворачивает бумагу и читает вслух в неверном свете уличного фонаря. «Квитанция? Почтовый перевод. Дом-интернат номер девять». «Ты чё, семь косых детишкам отправил?» перебивает его хриплый. «Я там вырос, говорю, человеком стал. Шальные бабки счастья не приносят, а так легко достались, легко расстались. Пускай у пацанов и девчонок будет то, чего у меня не было. Остальное в ресторане потратил, победу отмечал. Тут уж чеков не собирал. Придется вам на слово поверить». «Интернат номер девять это где?» спрашивает Сиплый. «Под Рязанью, говорю, в пригороде». «А я с Пскова», зачем-то сообщает он. «Тоже детдомовский. Слышь, фраер». Злится хриплый. «Бабок нет, котлы гони». «Ой, ты чего?» Он натыкается внезапно на выставленный локоть кореша. «Это, Мишаня, не фраер», говорит Сиплый. «Это человек. Ты запомни, Мишаня, как настоящие люди выглядят. Я за него любого теперь на ремни порежу. Понял?» «Да ладно, чего ты?» хрипит Мишаня. «Понял я тебя. Мы вас, гражданин доктор, проводим, если вы не возражаете», говорит Сиплый. «Район тут неспокойный. Мало ли кто встретится. Мы вам с барышней не помешаем, в сторонки пойдем». «Вы закурить спрашивали?» вспоминаю. «Так у меня есть, угощайтесь». «Угощайтесь», начинает ржать Сиплый. «У-ха-ха!» «Закурить у него есть». Всклипывает в ответ Мишаня. «Ой, не могу». Отсмеявшись, они все-таки берут из пачки сигареты. С верблюдом одобрительно заключает Мишаня, а Сиплый варварски отрывает фильтр. «Так мы идем дальше. Впереди я с Ирой, а шагах в двадцати сзади две серые фигуры, которые заметно по ярким огонькам сигарет». «Чего они?» испуганно оглядывается на затырочка. «Зачем за нами идут?» «Просто по пути им». «А что хохотали?» анекдот рассказал. «А мне расскажешь?» «Он неприличный, шучу». Ирина заливается румянцем. «Все равно расскажи». «Встречаются две подружки», говорю я. «Болтают, сплетничают, мужчин обсуждают. Одна другой говорит. «У тебя муж такой шутник?» «Встретил его недавно в автобусе. Он мне такой смешной анекдот рассказал, что я чуть с кровати не свалилась». «Вот ты!» Ира возмущенно стукает меня кулачком по плечу и при этом хихикает. «Похабник ты вот кто?» замедляем шаг, но к дому, где Ира проживает вместе с остальной студенческой компанией, приходим все равно слишком быстро. Стоять у ворот под присмотром двух угрюмых типов не слишком романтично, да и я не хочу переходить в отношениях с Ириной дальше ненавязчивого курортного флирта, так что чмоку ее в щечку и отправляюсь домой, куда добираюсь без приключений». «Семь тысяч?» «В детский дом», недоверчиво протянул Юра. «Ты меня за крысу держишь?» распалился Сиплый. «Думаешь, я бабки прикарманил?» «Сука буду», подтвердил Хриплый, доктор бумагу показал, почтовый перевод. «Не кипишуй», осадил его Юра, «и за базаром следи». «Я говорю, удивительное дело, так легко с деньгами расставаться». «Сука буду, удивительное», кивнул Хриплый. У него вообще был не слишком богатый словарный запас. Швейцару входа в ресторан «Ялта-ин-турист» внимательно разглядывал двух типов беседующих с представительным мужчиной и постоянным посетителем. В какой-то момент он собирался вызвать наряд милиции, но оба ханыги вели себя вежливо, а посетитель не показывал признаков волнения. Что могло объединять этих людей? Пожилой швейцар повидал всякого и уже ничему не удивлялся. — А держался как? — уточнил Юра. Минжанул хотя бы? — Спокойно держался, задумался сиплый. Бабу в свою стороне оставил, чтоб сбежать успел, если что. Не дурником, но без страха говорил, при этом уважительно. — Как мил даже, вспомнил хриплый и куревым угостил. — Держите. Юра раздал им по-четвертному. Заслужили. — Примног благодарны. — Приподнял кепку хриплый. — Дай вам бог здоровится. — Свисни, если понадобимся. В зале ресторана на Юру обрушился блеск хрусталя, столовых приборов и драгоценностей на женщинах. Вечерами здесь сидели люди, которые могли себе позволить практически все. Столы ломились от деликатесов, вин и коньяков. Публика блистала импортными пиджаками и пошитыми на заказ вечерними платьями. Нам бы, нам бы, нам бы всем на дно, там бы, там бы, там бы пить вино, там под океаном трезвый или пьяный не видно все равно. Бойкая певица в длинном облегающем платье, похожем на чешую рыбы, извивалась в такт песни, имитирующей забугорную жизнь. — Юра, ну где ты ходишь? — томно протянула брюнетка, скучающая одна за столиком. — Меня уже дважды на танец приглашали, так и уведут. — Дела, — коротко бросил Юра. Он налил игристого даме и коньяку себе и задумчивым взглядом уставился на танцующую толпу. Если человек расстается одним разом с такой суммой, то либо он дурак, либо для него это совсем не деньги. И второй вариант куда интереснее. Проснувшись утром, я первым делом отправляюсь в редакцию газеты «Ялтинский вестник». К своим собратьям папиру я испытываю смешанные чувства, которые блуждают между сочувствием и восхищением. Восхищение вызывает их способность выдавать по несколько тысяч знаков осмысленного текста в сутки. А сочувствие необходимо сделать это каждый день. В серьезной литературе все не так. Текст должен осмыслиться, отлежаться, надо проникнуться впечатлениями, сделать по ним наброски и заметки. Потом, когда замысел произведения виден целиком, можно аккуратно, легкими мазками набросать черновик. Этот текст потом будет многократно вычитываться и правиться строгим писательским внутренним редактором, пока не предстанет в окончательной рукописи. Как же повезло мне, что я серьезный писатель, а не какой-нибудь торопыга, выдающий на гора объемы текста. Сырой мы встречаемся на улице Гоголя, возле прорезающей весь город речки Учан-Су с ее многочисленными мостиками. Вчера девушка храбрилась, а сегодня выглядит смущенной. А вдруг они нам не поверят? Говорит она, на фотографии ведь другой человек. Мы им все в лицах покажем, веселюсь, чтобы сделали новое фото с места событий. Наире сегодня очень милое голубое платье. Свои волосы она накрутила, а глаза, несмотря на ранний час, подкрасила. Для нее фотография в газете дело серьезное. Можно даже сказать, личные минуты славы. Будет потом эту газету показывать, мол, вон со мной на отдыхе какое происшествие приключилось. Конечно, ради такого стоит восстановить справедливость. Почти возле самого входа на нас налетает сосредоточенный мужик, довольно молодой, но какого-то замученного вида. Вы не знаете, где Ялтинский вестник находится? Оглядывается он. Так вот же, показывает Ирина, мы тоже туда. Мужик, не дослушав, разворачивается и исчезает за дверью. Тоже, небось, перепутали с кем-то, сочувствую я, бракоделы. Ира смеется и для храбрости подхватывает меня под руку. Саня, к тебе пришли. В двери репортерского кабинета заглянула машинистка Валя. Мужик какой-то. Что за мужик? Санька Бекетов запустил пятерню в вихрастую голову, становясь похожим на лохматого домовенка из детского мультика. Какой-то доктор. Спас он кого-то там, хихикнула Валя. Что-то там неправильно. В общем, расстраивается он сильно. Из села Машберу отдела она была самой юной и непоседливой и сбегала от кипа неразборчивых журналистских черновиков при первой же выпавшей возможности. Твою мать, простонал Санька, еще опровержения не хватало. С утра он побывал на заседании комиссии горосполкома, на которой обсуждался моральный облик исполнителей развлекательных программ в ялтинских ресторанах. В репертуаре преобладают произведения интимного звучания, отдаются предпочтения низкопробным образцам западной эстрады. Солисты большинства оркестров неряшливо одеты, не стрижены, держатся на эстраде развязанно, а к концу вечера, как правило, бывают не совсем в трезвом состоянии. Вещала с трибуны приземистая тетка с прической у вороньи гнездо. На самого Саньку она и другие члены комиссии репортер и сам был недостаточно стрижен, неряшливо одет, а чуткий нос мог обнаружить тонкое амбре утреннего опохмела. Бекетов теперь опасался жалобу руководству на предмет собственного морального облика. А ведь этот бред надо еще в статье отобразить, да так, чтобы потом собственные не стриженные приятели насмех не подняли. Ответственный редактор уже дважды заходил из-за статьей, но текст у Саньки рождался в муках, как и положено шедевру. Подержи его, взмолился он, своди к корректорам, напоите чаем, пусть он там выговорится, успокоится, а я пока статью закончу. С тебя причитается, подмигнула Валя и исчезла в дверях. Но спокойно поработать с Саней не дали. Выбекетов? На стол перед ним шлепнулся прошлый номер вестника со злополучной заметкой поверху. Саня поднял голову перед ним монументально, словно отлитый и памятник над колоннами первомайской демонстрации, возвышался худощавый светловолосый мужчина, едва ли намного старше самого репортера. Едва заметный загар безошибочно выдавал в нем приезжего, а решительный и даже вальяжный вид, с которым незнакомец стоял посреди кабинета, говорил о принадлежности к начальству, неведомо какому, но уважаемому на всех уровнях советской действительности. Репортер затравленно оглянулся, все его коллеги старательно уткнулись в свои черновики, и помощи от них ждать не приходилось. Только Зиночка Кулигина задержала на гости мечтательный взгляд. Я Бекетов обреченно сознался Саня. Ну, Валя, подумал он, какого хрена ты не отвела его к корректорам? Фиг тебе теперь, а не чернослив в шоколаде со следующего репортажа кондитерской фабрики. Мы по поводу статьи. Из-за спины у мужчины выглянула девушка и застенчиво улыбнулась. Там фото неправильное, какая-то другая девушка напечатана, а не я. Технические накладки без зазрения совести соврал Бекетов. Они на пару вместе с Толиком Некрасовым отыскали это фото в архиве. Красивая, молодая, значит, ульянка, заявил Толик. Опровержение нужно в ближайшем номере, сказал мужик. И лучше, если это будет не просто жалкая пара строчек, а полноценная статья, материал в продолжение темы. Ну, конечно, озарила Бекетова, так и сделаем. К нам в редакцию обратилась героиня одного из материалов. Полетело его перво по бумаге. Он поинтересовался, в каком вузе учится Ира, давно ли она в Ялте и впервые или отдыхает в Крыму, о чем мечтает и еще множеством разных мелочей, которые придают газетным статьям солидности глубину. Пойдемте. Вдохновленный Бекетов проводил гостей до фотолаборатории, где передал в руки фотографа Женя Рогалика. Набивший руку на пляжных красотках Рогалик устроил Ирине фотосессию в тени каштанов. Ее спутник скромно стоял в стороне и в кадр не лез. Предвкушая новый материал, как минимум на полразворота, Бекетов пошел в кабинет. «Меня к вам направили по поводу статьи об утоплении на пляже. На лестнице на Саньку налетел какой-то мужик, требуя опровержения». «А вы кто?» опишел Саня. «Я доктор Евстигнеев». «Из Первой городской?» «Да, ну, хоть здесь угадали», обрадовался репортер. «Не переживайте, опровержение уже готовим, в следующем номере будет напечатано». «Но я насчет девушки?» растерялся доктор. «Я ее никогда в глаза не видел». «Конечно, конечно», привычно закивал Саня. «Технические неполадки, в следующем номере все исправим, а теперь позвольте записать ваши данные». «Это необходимо?» растерялся доктор. «Обязательно», кивнул репортер, «для солидности». «Ну, ладно», сдался терапевт Первой городской клинической больницы Владимир Евстигнеев. «Вам лучше знать». Ловкой набросал биографию доктора в карманный блокнот. «И еще», добавил он, «там на входе фотограф стоит, Женя Рогарик. Передайте, чтобы он вас запечатлел. Мы же не какие-нибудь жалкие пару строчек хотим. Мы сделаем такое опровержение, что топором не вырубишь». Глава восемнадцатая Вернувшись из редакции, мы с Ирой идем на пляж, где я передаю слегка разочарованную девушку в руки остальных студентов. «Федор Михайлович, может, останетесь?» жалобно просит она. «Татьяна черешни купила, сладкой, только что с рынка». «Простите, девушки, труба зовет», отнекиваюсь я. «Должен участвовать в конференции по опухолям заднекрестцовой доли позвоночника». «Мое счастье, что все присутствующие здесь будущие инженеры-строители, и я могу нести в их присутствии абсолютно любой бред на медицинскую тему». Огорченные девушки смотрят мне след, а я иду, конечно, ни на какую, ни на конференцию. Даже с пляжа видно, как заманчиво покачивают своими мачтами яхты. Говорят, что в Ялтинский порт подзащитовал нарезы, их пускают не всегда. Нечего всякой мелочи путаться под ногами у роскошных круизных лайнеров. Но, видимо, для регаты сделано исключение. Своих знакомых застаю на борту, где они наводят красоту, вечная суденушка. Хотя совсем уж скорлупкой яхты не назовешь, все-таки три человека на борту. И явился. Первый меня замечает феминистка Саша. А мы уж решили внесло кавалера Биде Виндом на верштак. Главное, чтобы не в морду Виндом, цитирую небезызвестного Христофора Бонифатьевича Врунгеля. Так не бывает такого, захватывается смехом хохотушка Танечка. Еще как бывает, возражаю. Но тогда яхта сразу на взлет идет. А что же ты тогда не принес нам реактивного топлива? Демонстрирует знание классики детской литературы Виктория. Мы бы сразу регату выиграли. Так Саша решит, что это дискриминация по девчачьему признаку Парерова. Мол, сами победить не можете, вот вам секретное оружие. Нет уж, я верю в ваши способности, а реактивное топливо предлагаю распить на берегу. Не получится, огорчается Танечка. Нам в море надо. Ни дня без него прожить не можете, шучу. Не в этом дело, вздыхают девушки. У нас вчера часть текелажа заменили. Надо попробовать его в деле на всякий случай. Вдруг ремонтники напортачили, а у нас регата завтра. Жаль, говорю, завтра я целый день занят, а потом вас с регата не вытащишь. Давайте Федора с собой возьмем, предлагает Таня. Вика, можно Федор с нами в море выйдет? Вика, которая оказывается капитаном небольшой команды, задумчиво кивает. Только если обещаешь с места не вставать и вести себя смирно, предупреждает она. Буду паинькой, обещаю я. В жизни мне довелось поплавать и на медлительных паромах, и на роскошных лайнерах, но вот так на небольшом суденышке под парусом выйти в море. От предвкушения даже внутри заныло что-то из детства, из острова сокровищ или каверинских двух капитанов. Усаживайтесь возле румпеля, командует Вика. По ее жесту догадываюсь, что румпель это руль, и размещаюсь рядом с ним с видом опытного морского волка. Словно гимнастка балансируя на качающейся палубе, ко мне подходит Саша и занимает место рядом. Руками не трогать, предупреждает она. Тебя уточняю. Румпель, забавно сердится она, меня тоже, как огрею, если что, и вообще, молчи, не отвлекай, ветер сложный. Почему? Тут же спрашиваю я, вроде как сзади он. А должен быть спереди, объясняет она, тогда нас бы просто отнесло в сторону, а так погонят на ту яхту, что перед нами стоит. Яхты стоят вдоль длинного, выдвинутого в море причала, словно автомобиля на парковке. Я понимаю всю сложность ситуации. Нам надо каким-то образом вырулить вбок, а у нас при этом нет ни мотора, ни весел, только паруса. Вика тем временем разматывает полотнище, которое оказывается длинным и узким парусом. Девушка подтягивает тросы, парус поднимается вверх и заполняется ветром. Он подхватывает плены, нос и кармани пускают. Яхта рвется с привязи, как нетерпеливый жеребенок, взбрыкивая при отдельных порывах ветра. Отдать носовой, командует Вика. Катя отвязывает на берегу канат, и когда полоска воды между берегом и яхтой расширяется, прыгает на борт. Она пробегает мимо меня вдоль берега, словно окорабатка. Это стаксель, показывает она на парус. Когда грот чердится Саша. Она нажимает на румпели, но с яхтой клонится вправо, отваливаясь от причала. Отдать кормовой, кричит Вика, когда яхта очевидно занимает нужный угол. Катя повторяет трюк с канатом на берегу, и судно все быстрее отдаляется от пирса. Она ловко запрыгивает на борт и смеется. Как всегда мы лучше всех. Яхта набирая ход, направляется к выходу из бухты. Вика и Катя перебрасываются малопонятными фразами вроде «трави, шкот, левый галс, поднять грот». Голова, предупреждает Саша, и у нас над башками пролетает длинная штанга, к которой прикреплен второй парус. Мы огибаем волнорез и маяк и выходим в открытое море. У вашей яхты есть название? Я вспоминаю популярную детскую книжку о неунывающем капитане. «Официального нет», отвечает Виктория. «Спортивным яхтам они не нужны, это же не прогулочное судно», огрызается Саша. «Они официальные, продолжаю я. Как писателю мне всегда нравится цепляться за малейшие подробности». «Змей Горыныч», хихикает Катя, «потому что у нее три головы, каждая из которых смотрит в свою сторону». «Серьезно?» удивляюсь, а я думал что-то вроде чайки или ласточки. «Это потому что у нее спортивный класс называется дракон», поясняет Виктория. «А змей Горыныч, потому что три головы и все не спорят друг с другом», дополняет Катя, игнорируя недовольство подруг. «Катя, сколько можно повторять всякие глупости», ворчит Саша. «Когда ты уже вырастешь?» Когда яхта выходит из золнореза, она набирает скорость и начинает подпрыгивать на волнах своим широким основательным корпусом, обдавая нас брызгами. «Она меня выдержит», подначил девчонок, «ведь я не из маленьких, а яхта трехместная и легкая». «Это крейсерская яхта», успокаивает меня Вика. «Это значит, что на ней можно даже океан пересечь, если ее правильно оборудовать». «Раньше на таких яхтах устраивали каюты с двумя койками», объясняет Саша. «Своим ходом». «Из Балтики в Черное море вокруг всей Европы». «Представляешь себе?» «Почему коек только две?» «Удивляюсь, яхта же трехместная». «А на вахте кто стоять будет?» хохочут девчонки. «Сразу видно, ты сухопутный». «Вот бы на нем в кругосветку отправиться», мечтает Катя, поглаживая дракона по выпуклому борту. «Я замечаю, что девчонки очень любят своего Горыныча и яхта, кажется, отвечает им взаимностью. Встав по ветру, судно натягивает паруса и легко несет нас вдоль Крымского побережья. Яхта режет волны Черного моря, словно бритва в руке закройщика скользит по тонкой натянутой коже. Я оборачиваюсь, глядя, как за спиной распахивается панорама Ялты, окрашенной первыми лучами закатного солнца. Ялта с ее не кажется, вырвались из болезненного сна художника абстракциониста. Воображаю, как было, когда впервые разлили эту палитру цветов по городу. Наверное, было что-то вроде «Эй, давай-ка покрасим эту башню в цвет мандаринового заката». И там она стоит, яркая, словно забытая скульптура. И горы. Они вырастают, как бессмертные гиганты, увенчанные зелеными шапками. Они величаво стремляются в небо, словно бросая вызов самой гравитации. Кто-то сказал бы, что это прекрасно, но для самих гор это бесконечная иступленная борьба камня и времени. Камень, который стремится в небо, и время, которое безжалостно сглаживает его острые края. Как вечный диалог, в котором нет победителя, и впереди Гаспро. Стройные белые линии здания выглядят бликами света на поверхности темного моря. Это место кажется идеальным, не стоит к нему приближаться, это грозит разочарованием. — Федор, ты чего? — спрашивает Катя. — О чем задумался? Я, стряхивая себя невольно оторопи, начинаю травить байки. Проливодийский дворец, последний дворец последнего императора Николая Второго, в котором после Сталин Рузвитт и Черчилль поделили послевоенную Европу. Рассказываю про санаторий профессора Боткина, который придумал свой личный способ лечения множества болезней, главными элементами которого были крымские вина и сон на морском побережье. Естественно, в его санатории не было отбоя от посетителей. Рассказываю про хваленое ласточкино гнездо, которое на самом деле обычный дачный домик с претензией на оригинальность не более. Девчонки закрепляют все свои тросы и канаты и практически не вмешиваются в работу волны ветра, поэтому с удовольствием слушают меня и в нужные моменты раздражаются хохотом. Даже строгая Саша немного оттаивает. Слушайте, а как же мы обратно поплывем? Удивляюсь я. Ветер оттуда. Ну вот, придется нам и правда в кругосветное плавание отправиться, чтобы с другой стороны вернуться. Саша не упускает повода, чтобы меня подколоть. Яхты, ведь они только по ветру плавать могут. Девчонки встают со своих мест и показывают мне настоящий класс. Наше судно лавирует, идя под острым углом к ветру буквально почти ему в лоб, а потом резко меняет курс, подставляя его порывом другую скулу, идя по зигзагу. У каждого движения яхты чувствуется свой ритм, своя мелодия. Она как бы танцует, а ловко маневрируя между волнами, прыгая от одной к другой точно дети на качелях. Это игривое противостояние, борьба с ветром, которое всегда красиво в своей простоте и кажущейся легкости. Дракон наконец показывает себя. Он демонстрирует, в чем разница между прогулочной лодочкой и торжеством инженерного гения, упакованного в девятиметровый корпус. Каждый блок, трос, шкив и еще бесчисленное количество деталей и креплений на его такелаже имеют свой смысл и цель. Девчонки работают как единый слаженный механизм, перебрасывая паруса, что-то подтягивая, отпуская в своих снастях и доворачивая руль, который на самом деле называется румбелем. Их движения кажутся небрежными в своей отточенности, но я догадываюсь, сколько за ними стоит часов тренировок и упорного труда, чтобы вот так понимать друг друга без слов, по одному взгляду или кивку. Мне становится не до разговоров, да они сейчас и ни к чему. Я любуюсь их четкими, согласованными действиями. Мне нравится ваш дракон, говорю я, когда яхта возвращается в ласковые воды Ялтинского порта. У нас на нем последняя регата, ласково поглаживает яхту Вика. Прощальная. На двадцать второе пересаживаемся, объясняет Катя, другой класс. Зато она в олимпийской программе участвует, говорит Саша. Правильно, что всех на них пересаживают. Надо соревноваться и побеждать. Видимо, они на эту тему спорят уже не в первый раз. У нас ведь как, объясняет Вика, если какой-то вид спорта есть в олимпийской программе, к нему все сразу и начинают готовиться. Были там драконы, на них весь союз плавал. С этого года драконов убирают и выставляют солинги. Будем переучиваться. Двадцать вторые это их разновидность. Их в Клайпиде делают. — А мне жаль Горыныча, вздыхает Катя. Столько с ним уже пудов соли вместе съездено. — Я желаю удачи вам и вашему Горынычу, говорю я, сплюнув три раза и стуча по деревянному борту. Буду за вас болеть, девчонки. А вытащить их куда-либо на вечер не получается. Завтра у меня весь день занят. Так что договариваюсь встретиться уже на регате или после нее. У меня на носу свое соревнование. Закрытый чемпионат по грязному проферансу без правил с товарищами, обыгравшими моего поэтического коллегу. Проферанс это игра обманчивая в своей респектабельности. Это не абсолютно криминальная двадцать одно и не до безумия азартная сека, где ставки могут за минуту вырасти от копейки до месячной зарплаты. Проферанс можно играть годами без какого-либо вреда для себя, получая большое удовольствие от проведенного времени. Можно проигрывать и выигрывать у друзей по червонцу и наслаждаться безопасным комнатным азартом. Более того, проферанс относится к той редкой категории карточных игр, которых мастерство в конечном итоге преобладает над случайностью почти как в шахматах. Для любого даже не слишком удачного расклада есть своя стратегия, и если ей следовать, можно достаточно регулярно оставаться в плюсе. Набив руку в своих тихих кухонных баталиях, начинающие чемпионы мечтают сразиться с более серьезными игроками. Я это прекрасно знаю, ведь сам был таким. Ключевое слово здесь при равной и честной игре побеждает более сильный игрок. Так что даже крохотное преимущество полностью меняет баланс сил. Поговорка «Знал бы, прикуп, жил бы в Сочи» не зря появилась. Всего две карты могут полностью изменить ход игры, либо значительно усилить комбинацию, которая есть на руках, либо наоборот оставить без своих, повесив в гору штрафов. Хорошо, если теряются значительные, но не критические средства, такие любители возвращаются в свою компанию с запасом истории о том, как они сели играть на Ялтинском пляже и не успели оглянуться, как остались без отпуска на их. Там такие ловкачи, что подметки на ходу режут. Можно даже сказать, что в данном случае имеет место взаимовыгодный обмен. Отпускник, теряя деньги, приобретают уникальные впечатления, опыт и неистощимый запас историй, которые он может рассказывать друзьям до старости. Именно за этим они часто и садятся и играют с заведомыми шулерами, воспринимая проигрыш как неизбежную плату за острые ощущения. Но иногда случается и хуже, как это произошло с моим приятелем Мухой. К восьми вечера я стою перед гостиницей Приморской в ожидании своей спутницы на сегодняшний вечер. Среди ялтинских дворцов и особняков гордо выстроившихся вдоль побережья корпус Приморской торчит как больной зуб. Его невыразительный и прагматичный фасад выделяется из общего туристического блеска как чайник в музее произведений искусства. Абсолютно типовое здание в форме прямоугольного параллелепипеда с тянущимися вдоль этажей балконами, благодаря особому устройству которых с соседями можно не только познакомиться, но и выпить или подраться. Говорят еще, что они чрезвычайно удобны для курортных адюльтеров. Не знаю, не пробовал. К гостинице приземистой нашлепкой примыкает ресторан, в котором, как в едином суповом котле, перемешивались приехавшие отдыхать номенклатурщики и колхозники, портнихи и актрисы филармоний, нефтяники и торговцы гвоздиками. Сейчас его большие панорамные окна полыхают ярким светом, а в них, как в аквариуме, можно видеть очертания столиков и снующих мимо них словно проворные рыбы официантов. Девушка появляется возле гостиницы как вихрь, за собой она оставляет водоворот обернувшихся мужчин и возмущенно дергающих их за рукава жены под рук. На улице Ялты она казалась инопланетянкой, а элитой 1972 года разлива. Желтая узкая юбка, которую по нынешнему времени можно вполне назвать мини, мелькающая при каждом шаге, выглядела яркой, как летнее солнце. Разноцветная блузка с цветочным принтом, неуместно свободная и непослушная, подвергала привычный взгляд на моду серьезной проверки. Ноги девушки были обуты в оранжевой платформы, настолько громоздкие, что, кажется, они готовы в любой момент отказать в послушании и подвести хозяйку. Но девушка, ни капли не смущаясь, продолжала свой путь, похожий на победное шествие, нарушая всевозможные законы советской физики и биомеханики. Ее огромные очки в стиле мухи закрывали глаза до того, что мимо проходившие граждане невольно пытались взглянуть на свое отражение в этих двух стеклянных монстрах. На шее у девушки гордо болталась гирлянда из ярких бус, при каждом движении сдающая звук, похожая на мелодию космического зонда, встречающего космическую пустоту. «Привет», говорит Ниалла, вызвав у всех мужиков в поле зрения завистливый вздох. «Ты уверен, что нас здесь не отравят?» «В своей филармонийской столовке небось котлеты без подобных сомнений уминаешь», отвечаю. «Это другое», вздыхает она, «тебе не понять». Она берет меня под руку и мы идем на штурм. Глава девятнадцатая Гостиничный ресторан напоминает провинциального актера, которому поручили сыграть короля. Вроде корона на голове и трон под задницей, но в итоге все равно получается председатель колхоза или третий секретарь райисполкома. Несмотря на все потуги, это заведение общепита не дотягивает до уровня своих коллег, расположившихся вдоль набережной. Здесь люстры светят тусклее и зеркала подернуты слоем пыли. Официанты двигаются ленивые нехоти, словно они делают курортникам одолжение, принимая у них заказы. Однако пара стопочек столичной или такое же количество бокалов благородного крымского коньяку, разница между этим местом и, скажем, ориандой уже не так бросается. Ноздри щегочет запах вожделенных, хотя и слегка пригоревших закусок. Певичка, которая фальширует на полоктавы, вдруг берет своим голосом за душу, а формы местных дам каким-то чудесным образом меняет свои очертания и принимается радовать взгляд. Утром и днем это место мало отличается от обычной столовки. Здесь завтракают курортники, сонные обгоревшие, с полотенцами, сланцами, зонтиками и шумными детьми со спасательными кругами и панамками. Люди из Воронежа, Норильска, Иваново и Свердловска знакомятся, обсуждают погоду комаров, волнение на море и чурчхелу. Но вечерами здесь витает аромат приключений и авантюризма. Семейные постояльцы коротают время в своих номерах, а в ресторан спускаются холостяки и те, кто по каким-то причинам оказался во временном и оттого еще более привлекательном одиночестве. Этим состоянием ловко пользуются не только любители в лице разбитных разведенок и мастеров выпить на халяву, но и профессионалы. За одним из столиков, к слову, сидят три дамы соответствующего рода занятий, выдающие себя не вызывающей внешностью или смелым гардеробом, а внимательными и хищными взглядами, а также тем, что они уже достаточно длительное время усолят одну бутылку минеральной воды на троих. Действительно, кто же будет напиваться на работе, да еще и за свой счет? Они выглядят, между прочим, бледнее моей спутницы. Ты не переборщила? Интересуюсь, я на всякий случай. Сам же сказал, чтобы все обратили внимание, парирует Аллочка. Так и происходит, разве нет? На мою спутницу реагирует бурно, даже мужчины, имеющие в своей компании дам, украдкой бросают взгляды. Что уж говорить про более темпераментных товарищей. Я на ее фоне совершенно теряюсь, впрочем, так и задумывалась, только, пожалуй, не в подобном масштабе. Доведи сейчас кому-нибудь поинтересоваться нашей внешностью, любой очевидец охотный подробно опишет Аллочкину юбку и серьги, а потом добавит, и с ней был еще какой-то невзрачный. Мое присутствие все-таки остужает самой горячей головы, но стоит понимать, что это лишь временно. Я же, между тем, веду себя в строгом соответствии с выбранной ролью, сорящего деньгами фраера, попавшего под влияние эпатажной местной красавицы. Аллочка снимает свои солнечные очки и, пожалуй, удваивает произведенный эффект. Ее глаза как будто очерчены углем, а веки выкрашены голубым мелом. Не девушка фреска. Привлеченный ее видом к нашему столику подруливает официант. Нам шампанского. Не разочаровываю его. Советского крымского новосветского, уточняет Аллочка, демонстрируя хорошее знание местных вин. И вот еще. Добавляю, припечатывая ладонью к столу червонец. Как вас величать? Привычные в двухтысячные. Бейджи еще не в ходу. Анатолий. Анатолий, говорю, мы здесь новенькие. Вы не могли бы взять над нами так сказать шефство? Севрюгу не берите, с полуслова понимает он. И паштет тоже не рекомендую. Балык свежий еще чахах били и дичь. Дичь, соглашаюсь. В памяти сразу всплывает Федя, а под дичь будешь? Официант покидает нас, и я натыкаюсь на внимательный взгляд Аллочки. А ты хорош, замечает она. Просто воспринял твои слова насчет отравления всерьез отвечаю. Купюра работает магическим образом, и наш стол начинает заполняться сырными нарезками, легкими закусками и фруктовыми тарелками. Анатолий жестом фокусника с легким хлопком открывает бутылку и разливает пенящийся напиток по хрустальным бокалам. За наше случайное знакомство провозглашаю я тост. Аллочка не понимает иронии и молча поддерживает. Вечер движется своим чередом, и моя спутница, которая, словно яркая, но далекая комета, приковала к себе на время все взгляды, успевает примелькаться. Конечно, время от времени подруливают и кавалеры с целью пригласить ее на танец. Сначала это практически хрестоматийный торговец с гвоздиками с Кавказа. Затем немного сумрачная и изрядно набравшаяся мужичара, похожая на рабочего вахтовика. Во втором случае я даже всерьез напрягаюсь, однако все обходится мирно и без хамства. Девушка достаточно явно демонстрирует желание никуда не уходить, а продолжать сидеть за столом и употреблять шампанское, закусывая деликатесами. Силком ее на танцплощадку понятно, никто тащить не собирается. Вообще, на мой взгляд, большинство подобных ссор провоцируются самими барышнями из любопытства, а также скудности фантазии и недоразвитости инстинкта самосохранения. Любят, а не доводить ситуацию до края, не осознавая, что та легко выходит из-под контроля и обратно не возвращается, сколько губки не надувая и ножками не топай. Наконец, оркестр играет что-то тонное и неспешное, и мы вместе с Аллой направляемся к танцующим парам, но до места назначения не доходим. Муха! Я едва не врезаюсь в своего приятеля. Сколько лет, сколько зим, какими судьбами? Поэт тоже старательно изображает удивление. С момента нашей последней встречи прошло не более суток. Федор, восклицает он, вот уж не ожидал. Мой вариант внедрения в узкую игровую кампанию вызывает у него немалый дискомфорт. Поэт испытывает муки совести, которые, однако, уступают перед страхом потери единственной жилплощади. Алла, королева моего сердца, громко и безвкусно представляю я свою спутницу, а это сам Владлен Аллый, выдающийся поэт современности. Аллочка, ты не слышала про него? Обязательно еще услышишь. Ну, что мы здесь стоим? Давайте выпьем за встречу. Украдко оглядываясь по сторонам, я оцениваю обстановку в зале. На себе ощущаю как минимум пару заинтересованных взглядов. Поскольку принадлежат они мужчинам и направлены не на мою инопланетянку, а лично на меня, делаю вывод, моя наживка уже замечена. Сейчас они как минимум принюхиваются к ней. Мой новый друг официант Анатолий курсирует между кухней и нашим столиком, а он заполняется бутылками с запотевшей водкой и местным коньяком. Алла вытаскивает муху танцевать, очарованные его поэтическими успехами. Я изучаю зал. Адмирала я замечаю еще до появления мухи, крупный пожилой мужчина с благородной сединой, послепительно белой накрахмаленной рубашки и неуставной фуражки, вроде как у их смена. Ну а что, солидный человек в возрасте имеет право на чудачество. Рядом, не скрывая знакомства, находится крепкий парень, которого я познаю как пловца. То ли охранник, то ли правая рука. Сидят скромно с графинчиком чего-то темного и блюдом фруктов. С другой стороны, понятно чего, коньяк у них в графине, виски тут вряд ли в ходу. Третьего показывает сам Муха. Баритон проводит время с дамой темноволосой и симпатичной, хотя на мой вкус чересчур длинноносой. Своего знакомства с адмиралом он не показывает, а вот по мне тоже несколько раз мазанул взглядом. После танца Алла идет ко мне, а Муха заруливает к адмиралу. Они о чем-то горячо, но недолго беседуют. Пойдем, говорит она чаяно краснее знакомой и зовут за свой столик. Пока я договариваюсь с официантом о смене дислокации, мою спутницу уже принимают как дорогую гостью. Седой церемонно лобызает ей ручку, а пловец отодвигает стул. Меня тоже встречают приветливо. Милейшие люди. Володя говорит, праздник у вас, интересуется адмирал. Гонорар обмываю, кивая в ответ. Сборник повести и очерков в печать ушел. Сто тысяч экземпляров. А в деньгах это сколько? Слегка прямолинейно интересуется пловец. Я всегда думал, что писателям копейки платят, не то, что спортсменам. Он напрягает грудные мышцы и плечи, распирая белую майку на радость Аллочке. Я в этот момент получаю законное право возмутиться. Десять копеек с экземпляра не хочешь? Говорю, десять тысяч рублей, как с куста. Я нахожусь в достаточном тимо, затем и али плотный пресс зажатых там червонцев. Совсем как в анекдоте времен дикого капитализма, когда барыга говорит качку. Разве у тебя пресс? Вот это пресс. Всего там сейчас чуть меньше ста рублей, остальное нарезанная бумага. Но впечатление производит, я аж сам вдохновляюсь. И на что потратить планируете? Любопытствует адмирал. Жигули и куплю. Делюсь с ним планами. Мне льготную очередь обещали. За это стоит выпить. Тастует он. Анатолий, шампанского. Поддерживаю идею. Такой план я и предложил Мухе изначально. Подставить меня каталом, чтобы соскочить с долга или хотя бы скостить его часть. Так сказать, отработать натурой. Дело подлое, но на удивление частое. Фраера обыгрывают на какие-нибудь невероятные и которые он отдать не в состоянии. Затем предлагают выход. Фраер словно птичка в клювике таскает им в катран друзей, приятелей, а за это его долг уменьшается. Он ведь человек свой, не пришлый с улицы. Ему верят. Так в лапы к каталам попадают люди осторожные и денежные, которые оставляют суммы, которых первоначальный фраер никогда в руках не держал. Этакий травянский конь в человеческом обличии. Муха к его чести сначала категорически отказался, что еще серьезнее укрепило меня в желании его выручить. Мне стоило больших трудов убедить его, что только так мне можно попасть за карточный стол без предварительного обхаживания и высматривания, которым обычно занималась эта компания. Что-то мне подсказывало, что они здесь чужие гастролеры и работают на свой страх и риск. Не зря прячутся в санатории и так тщательно выбирают жертву. Опасается подстав, но здесь им просто подается все на блюдечке, сферический лох в вакууме. Федор, а как вы здесь проводите свободное время? Кидает пробный мяч адмирал. Чем занимаетесь? Вместо ответа ответа весьма ощутимо хлопаю по бедру Аллочку. Свинья шумно возмущается та. Адмирал многозначительно улыбается. Моя степень объединения кажется ему достаточной. Вы в карты играете? спрашивает он. В проферанс. Он у нас бог проферанса, подмигивает муха. Никаких карт, возмущается Аллочка, опять засядешь на сутки, тебя оттуда клещами не вытащишь. Играю, учти, я у мамы больше денег занимать не буду. Явно апеллирует она к неким событиям в прошлом. Переигрывает, думается мне, но оказывается в самый раз. Быть ей примой в своей филармонии с такими-то талантами. Адмирал на этих словах обменивается с пловцом многозначительными взглядами и поднимает тост за знакомство. Алла танцует по очереди со всеми мужчинами за столом кроме меня и ведет себя шалависто. Адмирал относится к этому с легкой иронией, а вот пловец похоже западает. Я перехожу на водку. Она хороша тем, что прозрачная и выглядит в точности как минералка, в стакан с которой я ее аккуратно и сливаю. Спустя некоторое время мне удается удачно его перевернуть, обнуляя схему. Так что от спиртного во мне один запах, хотя со стороны кажется, что развезло уже серьезно. Для меня это отличный повод отлучаться в туалет и задерживаться там все дольше. Никого это не расстраивает, все, похоже, даже рады, ведь Аллочка без меня ведет себя еще смелее. Ты здесь? Федя, ты в порядке? Голос Аллы звучит под самой дверью туалета. Достала? Вот, она протягивает мне ключ, только учти, я в кражах не участвую. Если там что-то пропадет, сдам тебя в милицию по полной программе. Успокойся, говорю, мне это нужно в исключительно познавательных целях. Смотри, чтобы никто наверх не пошел. Не пойдут, хихикает она, мне Коля уже свидание на завтра назначил. Это который? Который спортсмен. Пойдешь? Только учти, он скоро совсем бедный будет. Тогда не пойду. Аллочке нравится дурить людей. Делает она это вдохновенно и с душой. Тогда возвращайся, не разочаровывай народ. Ключ основательный с металлическим жетончиком вместо брелка. Номер пятьдесят два. Значит, мне на пятый этаж. Уже поднимаясь по лестнице, вспоминаю про то, что на этаже вполне может быть дежурная. И присутствовала она там вовсе не для удобства постояльцев, а ради того, чтобы следить за распорядком дня и моральным обликом. Вдруг в номер к себе даму приведут после двадцати трех ноль-ноль. Непорядок. Счастью, на люксовом пятом этаже поста не обнаруживается. Серьезным людям разрешается жить без присмотра. Перед самой дверью с табличкой замираю. Вдруг я просчитался. Вдруг там кто-то в номере задержался и решил вздремнуть вместо того, чтобы в ресторане прохлаждаться. Вероятно такое? Вряд ли. Муха про других людей не упоминал. А ведь последняя игра почти сутки он был заметить следы еще одного постояльца в таком случае. На всякий случай сначала стучу. За дверью тишина. В прошлой жизни у меня разное случалось, но вот проникновение в чужое жилище впервые. До поездки в Ялту я был исключительно законопослушным человеком, а после сказывались ограничения другого характера. В инвалидной коляске по чужим хатам не полазаешь. Так что, борясь с сомнениями, решительно проворачиваю ключ в замке. В крайнем случае скажу, что дверью ошибся. Замки в эти времена типовые, про это вон даже целый фильм сняли. Ирония судьбы называется. Так что в желез такому визиту удивиться, но вряд ли заподозрит меня во враждебных намерениях. Толкун в дверь быстро захожу внутрь. Люкс выглядит пристойно, ковер на полу, мягкие кресла, даже телевизор. Но это уже претензия на роскошь. Номер двухкомнатный, через приоткрытую дверь видно угол полутораспальной кровати. Ради любопытства заглядываю в шкаф и вижу там висящие на вешалке мундир. Действительно, контр-адмирал, даже награды какие-то имеются. Ладно, Федор, ты тут не на экскурсии, время терять нельзя, в любой момент хватиться могут. Зачем я здесь? Хочу понять, как обыграли муху, потому что завтра здесь сидеть уже мне. Если это краб или ловкость рук, то с этим я справлюсь. Поймаю их на финте, и будут они кругом виноватые. У меня появится основание все мухи на долге обнулить. С соответствующей поддержкой, конечно, но это уже другой разговор. А если нет? Если они по-другому обыгрывают? Посредине гостиной стоит большой стол. Вокруг него четыре стула, а на нем пепельница, полная раздавленных окурков. Игра идет здесь. Оглядываю комнату на предмет естественных зеркал. Шифоньер с полированными боками стоит в коридоре. Немного зеркалит телевизор, но он в углу. Хрен, что в нем увидишь с любой точки. Сам стол накрыт тканевой скатертью. Я даже внутрь шифоньера залезаю, чтобы поглядеть, не наверчены ли там секретных отверстий для наблюдения. Ничего. Так, муха сидел спиной к окну. Что у нас сзади? Стекла могут зеркалить, но сейчас они плотно закрыты задернутыми шторами. Основательными такими портьерами хоть днем спи. Муха рассказывал, что при электричестве играли, значит, так и было. А насколько плотно они задернуты? Повинуясь интуиции, толкаю балконную дверь и выглядываю наружу. Глава двадцатая. Хреново выглядишь, вместо здрасти, говорит не Алла. Спасибо, я старался. Небритые физиономии, покрасневшие глаза, ради которых утром мне пришлось нюхать разрезанную луковицу и зализанные под расческу еще влажные волосы, создавали в глазах любого стороннего наблюдателя картину похмелья. Если даже Аллочка со своим театральным стажем оценила, значит, и для моих новых приятелей с Приморской сойдет. Мы появляемся в гостиничном ресторане в половине одиннадцатого. Здесь почти пусто. Завтрак еще подают, но обычно отдыхающие выдвигаются на пляж пораньше, чтобы занять место поближе к воде, а до обеда еще далеко. Такой своеобразный пересменок. Федор, Алла, машет нам рукой пловец, идите к нам. На лице у адмирала при виде моей спутницы появляется легкая досада, зато пловец в восторге. Он галантно отодвигает Аллочке стул возле себя и едва не приобнимает здороваясь. Только суровый взгляд адмирала его останавливает. Алла сегодня одета не в пример скромнее вчерашнего, но на мой вкус, пожалуй, даже обаятельнее. Легкое летнее платье, облегающее фигуру в правильных местах, югославские босоножки на каблучке, на голове соломенная пляжная шляпка. А лечиться не желаете, предлагает адмирал. Местное пиво весьма неплохое. А вы будете, интересуюсь? Мне рано, отвечает он. Я в такой час кофе предпочитаю. Тогда и я воздержусь, говорю. Тоже кофе выпил бы, если тут приличный. Я попрошу, чтоб сварили приличный, говорит мужчина, кивает пловцу. Тот молча встает и уходит в сторону кухни. Точно на подхвате. И кофе принести и в морду дать, если понадобится. Возвращается он совсем скоро, а потом официантка приносит две маленьких кофейных чашки, мне и Аллочке, хотя ее до этого ни о чем не спрашивали. Лезу в бумажник за чаевыми, но адмирал останавливает меня величавым жестом ладони. Я угощаю. Кофе мы пьем в тишине. Где-то в глубине здания мурлычет радио. С улицы раздаются детские крики, громкие и бессмысленные как у птиц. Вдалем углу зала появляется уборщица с большим цинковым ведром и, не стесняясь нас, принимается мыть пол. Адмирал выдерживает паузу. Раз я пришел, значит, собрался играть. Не кофе ведь выпить заглянул. Для этого места в Ялте достаточно. Значит, как клиент я уже созрел. Я вчера говорил, вы в преферансе сильны. Запускает он пробный шар. Неужели сильнее вы играете? Еще бы, говорю, как ребенка его обыгрываю. Он со мной за один стол играть боится сесть, знает, что без штанов его оставлю. Хвастаюсь, ничуть не боясь спугнуть своего собеседника. Такие вот самонадейные, как бы сейчас сказали мамкины гроссмейстеры, для катал самая лакомая добыча. Обычный человек может испугаться, проигрыша и пойти на попятный. Привыкший побеждать будет упираться из собственной глупой гордости, пока его не нагрузят по самой брови. Оставит он без штанов, ехидно заявляет Аллочка. Ты сегодня свои штаны едва нашел. Ты на себя посмотри, игрок. Домой иди отсыпаться. Сыц. Я хлопаю по столу ладони, сам морщусь, словно от головной боли. Без тебя разберусь играть мне или нет, раскомандовалась. Аллочка надувает губы и назло мне принимается строить глазки пловцу. Может, в другой раз интересуется адмирал, пряча улыбку. Я в порядке, заявляю. А кто четвертый? Вовк поэт? Нет, он как раз и составлял нам компанию, объясняет мужчина, но сегодня приболел. Я понадеялся, что вы его замените. Приболел, да, на двадцать косарей. Жалость, говорю, какая. А вчера вроде бодро выглядел. Продуло, наверное. Адмирал разводит руками. Ангина. Он вчера уже на самочувствие жаловался. Даже раньше спать пошел из-за температуры. Неужели не помните? Я, честно говоря, не все помню, признаюсь. Отравился я вчера чем-то. Видимо, чахокбили было не свежее. Аллочка фыркает презрительно. Адмирал сочувственно кивает. К местной кухне не сразу привыкаешь, говорит он. А так, вы вчера с четвертым нашим партнером познакомились, с Альдаром. Очень культурный, между прочим, человек. На самом деле не только познакомился, но и пошел танцевать с его дамой, той самой носатой баронеткой, которую представили как Жанну. Аллочка тогда закатила мне сцену ревности, после которой мы вполне неоправданно смогли удалиться. Ключ к тому моменту моя спутница вернула на прежнее место, как раз в то время, пока жаловалась Адмиралу, что я жуткий кобель и транжира. К прикосновениям со стороны нетрезвых дам мужчины относятся без особой подозрительности. А зря. Что-то припоминаю, говорю, он, кажется, художник, певец, поправляет Адмирал. Аллочка закатывает глаза. Тогда пойдемте, предлагаю, а то у меня завтра поезд. Время терять не хочется. Где у вас тут играют? Картежники снова переглядываются. Мой пассаж с поездом подсказывает им, что долгой прелюдии придется избежать. Ходить за мной неделю, как за мухой, у них не получится. Да и мне тратить на них столько времени неохота. Мы поднимаемся на пятый этаж уже знакомой мне дорогой. Аллочка ахает люксу, причем не слишком сильно играя. Адмирал изображает гостеприимного хозяина, показывая интерьеры, хвастается отдельным санузлом, а потом щелкает ручкой телевизора и блондинка залипает на ползущие по полю комбайны. Коля пловец приводит четвертого игрока Эльдара. Тот тоже прихватил с собой даму. Я так понимаю, для отвлечения Аллочки, чтобы не лезла мне под руку и не мешала играть. Брюнетка Жанна в темном платье, чересчур вечернем, для такого времени суток, очень выгодно подчеркивающим фигуру. Минус на минус действительно дает плюс. Алла усаживается вместе с Жанной возле низкого столика и принимается листать какие-то журналы мод с толстыми вкладками швейных выкройк посредине. Меня сажают на место мухи спиной к окну. Щель в задернутых шторах сейчас заметнее, чем ночью, но все равно в глаза не слишком бросается. Обычная небрежность. По копейке предлагает Эльдар, глядя на меня. Я оправдываю его мысли и презрительно кривлюсь. Устая трата времени, говорю, давайте с десяти копеек начнем. Вот это разговор, радуется адмирал. Рад, что у вас не ошибся, Федор. Солидного человека сразу видно. Я тоже не люблю по мелочевке играть. Азарт не тот. А я вижу, вы человек азартный. Не то слово, вздыхает Аллочка. Ну, давайте, соглашается Эльдар, вроде как с сомнением. Первую пулу я играю настолько плохо, что даже катал и начинает беспокоиться. Вдруг я психонат такой своей невезучести и уйду. Под конец даже подыгрывать начинают, явно занижая свои заказы и пасуя под мои, хотя могли бы вестуя оставить без одной или даже без двух. Все равно в финале я умудряюсь проиграть более трехсот рублей. Рассчитываемся, тянусь за бумажником. Неплохо бы, говорит Эльдар. Он вообще всем видом показывает, что человек неденежный и в этой компании случайный. Вы ведь не уходите, встревает адмирал. Нет, конечно, мотая в ответ головой. Вот после рассчитаетесь, он качает седой головой. Человек, вы серьезный, мы вам доверяем. Повторяется та же история, что и с Мухой. Проигрывать деньги, которые не держишь в руках и которые представляют из себя лишь сказанные вслух цифры, куда легче, чем кровные, которые достаешь из кошелька. Так же и с выигрышем. Почувствовав в руках хруст купюры, легче остановиться. Тогда как воображаемые 10 тысяч ничем не отличаются от 20 или 30. Такие уж особенности у нашего скудного человеческого воображения. Бумажную купюру в 100 рублей проиграть легче, чем на словах тысячу в долг. Федор, ты мне обещал шляпку купить, капризно заявляет Алла. Куплю, говорю, хоть две, не отвлекай только. В следующем круге ситуация повторяется и мой долг дорастает до 700. Играю я совершенно бестолково, следя вовсе не за своими успехами, а за реакцией партнеров по столу на расклады у меня на руках. Нет у вас минералочки случайно. Я смахиваю рукой несуществующий пот салба. Душно что-то. Катал обменивается понимающими взглядами. Мое похмелье кажется им причиной столь скверной игры. Молчаливый Николай, подчиняясь жесту адмирала, доходит до холодильника и приносит мне бутылку и сентуков. В номере есть даже такая роскошь, как собственный небольшой холодильник. Пью прямо из горлышка. Может, порублю, предлагаю, дадите отыграться? Ну, я даже не знаю, сомневается Эльдар. Федя, не надо, подает свой голос Аллочка. Надо, Федя, надо, посмеивается адмирал. Вот это ему гниди отдельно припомню. Порублю, давлю голосом. Хозяин, барин, соглашается наконец баритон. В гостинице тихо, пятый этаж с люксами и полулюксами вообще, похоже, не слишком плотно заселен. Номера тут дороговаты для простого советского человека, а не простые и ищут гостиницу попрестижнее. Но в соседнем номере явно кто-то есть. Сначала там включается пылесос, словно туда пришло обслуживание в номерах. Нас по какой-то причине оно минует. Но это можно объяснить, если на двери вывесили табличку «Не беспокоить». В простых номерах такое вряд ли прокатит. Никто не станет нарушать график уборки ради капризов постояльцев, а вот в люксе может сработать. Нас, по крайней мере, не беспокоят. Затем включается радио, что-то задорное, молодежное, с бодрыми мелодиями и звонкоголосыми ведущими. Потом телевизор. Агроном Виталий Буряков из колхоза красные репки обходит опытное поле азимой пшеницы сорта тимирязевская. Точно телевизор, по нему сельский час шел, значит, еще не закончился. В названии колхоза не уверен, может, не расслышал правильно. Потом снова гудение. Уборка номеров вернулась. Про красные репки посмотреть? Нет, тише гудит, вроде фена для волос. «Беспокойные у вас соседи, говорю, деятельные очень». Адмирал снова пожимает плечами, мол, ничего не поделаешь, никто не застрахован. Фортуна между тем поворачивается ко мне передом. Следующую пулу я не только отыгрываюсь, но и нагружаю остальных на две тысячи, в основном адмирала и оперного Эльдара. «Федор, я ухожу», решительно встает Аллочка. «Ты мне обещал не больше часа, сейчас уже три». Она тычет мне под нос крохотные часики на запястье. «Ты глупая, что ли? Свирепей я, ты что, не видишь, что мне карта идет?» Поднимаюсь из-за стола, в раздачах все равно пауза и встаю напротив Аллы. Мы просто орем друг на друга, остальные с интересом наблюдают. «Вот и забирай выигрыш, пока она идет», говорит Алла совершенно правильные слова. «В кои-то веки повезло». «Мне не повезло», кричу, «сколько тебе объяснять, играю я хорошо». «Хвастун!» «Я для тебя стараюсь, дура, «жигули» куплю, тебя катать и еще на гараж останется». «Ты как хочешь, а я пошла». Аллочка разворачивается и, не прощаясь, хлопает дверью. «Я сейчас». Бросаю остальным и выбегаю вслед за ней. «Не сбежит», вальяжно откинулся на спинку стула Ильдар. «Сейчас это Фифа присядет ему на уши». Никаким тенором он, естественно, не был. На встрече с адмиралом он был мелким мошенником на доверие, работая в паре с Жанной. Чаще всего они обирали доверчивых пенсионеров, сообщая тем про денежную реформу, обещая поменять сбережения прямо на дому. Взамен гробовых, которые часто сберкассе не доверялись, жулики оставляли расписку с красивой печатью и испарялись в пространстве. «От бабок не сбегают», ухмыльнулся Седовлас, и которого все звали адмиралом, тем более от халявы. «Он, повтори, что тебе шмары его вчера заливало», обратился он к Николаю. «У этого фраера хаз на Калининском», охотно поделился пловец, «И денег, как у дурака фантиков». «С чего бы ей откровенничать, не поверил Эльдар». «Тюрилась», похвастался Николай, «на свидание звала». «Так и настоящих мужиков сразу видят». Николай был настоящим пловцом, правда, до серьезных успехов, а тем более олимпийских медалей никогда не добирался. Адмирал подобрал его в команду на сочинском курорте, где тот существовал за счет щедрых, но престарелых дам. «А вот когда фраер обеднеет, ты ее и утешишь», решил адмирал. «Может, еще что полезное выболтает». Во флоте он никогда не служил и все свои знания о море почерпнул в мордовских лагерях. Там десять лет назад судьба столкнула Шулера с капитаном дальнего плавания, который неожиданно вернулся из рейса раньше срока. Анекдотическая ситуация закончилась скверно. Капитан зарубил супругу и ее любовника топором и сел на пятнадцать лет за двойное убийство. Прокурор просил вышку на суде а сделал скидку на чистосердечное признание и положительные характеристики с места работы. Добыть липовые документы и китель оказалось на удивление несложно, тем более, что по улице у них адмирал не расхаживал и демонстрировал только в узком кругу. Легенды оказались успешными и Шайка катал гастролировала все лето катаясь с курорта на курорт. В Ялте они уже задержались. Фраер Федя должен был стать финальной жертвой. Без меня не начали? В дверь как раз просунулась его голова. Бегу уже. Ждем. Приветливо отозвался адмирал, торжествующий, кивая стальным. Иди колода сдвинешь. Взгляд седовласого мужчины говорил, от бабок не сбегают. Поругались, сочувствует Николай. Видно, что не от сердца говорит, злорадствует. Но мне и подыграть не жалко. Надоело уже, говорю. Сил моих больше нет. Истеричка. Все равно красивая баба, причмокивает он, дразня. Ты хочешь, чтобы и в картах, и в любви везло, похохатывает адмирал. Так, милый друг, не бывает. Ты и так нас тут без ножа режешь. Должно ж тебе где-то в ответ аукнуться. Хоть какая-то мировая справедливость. Нет никакой справедливости. ехидничаю, закрывая ему пулю. Извольте еще сорок вестов в гору. План маршала в чистом виде. Силен, восхищается адмирал. Не врал, Володя. Ты правда игрок от бога. Разгромил. отыграться дашь? Подает голос Николай. По червонцу зависит. Голос его звучит глухо, и тишина в этот момент в комнате устанавливается максимальная. Понимаю, что это и есть та самая партия, та самая пуля, к которой меня весь день и вели. И кандидат выбран правильный. Несмотря на моральную подготовку, этот Николай действительно меня подбешивает. А будь Аллочкой, правда, моей девушкой я бы сейчас был на сплошных эмоциях. Мало того, чтобы обыграть, так еще и появляется возможность соперника потенциального унизить. Червонец завис это очень много. Меня прошибает пот. Уже не наигранный, а самый настоящий. Точно ли я все просчитал? Нигде не ошибся? Это не пляжные шулера, люди серьезные, судя по истории с мухой безжалостные. Их именно обыграть надо сначала. Чтобы они кругом неправы оказались, если выкручиваться нахернут. Справится ли Алла? Мы с ней первый раз в таком серьезном деле вместе. Вдруг струсят, да и бросят меня тут одного на растерзание. Вроде как понятно все, и в то же время я тут один среди чужих в полной изоляции. Как в подводной лодке, иду по приборам. Можно еще минералочки? Прошу. Жанна, принеси. Кидает адмирал команду, словно собачки. Та безропотно поднимается из кресла и приносит мне воду, на этот раз перелив в хрустальный стакан. Идет, покачивая бедрами, а когда ставит минералку передо мной, не изначай прижимается к плечу мягкой грудью. Эльдар не реагирует, все присутствующие не сводят с меня глаз. Делаю глоток и прокашливаюсь. По червонцу так по червонцу, говорю. Раздавайте. Глава двадцать первая Адмирал небрежно на боках стасует колоду. Я сдвигаю карты парами ложатся на мягкую скатерть. Сама собой за столом устанавливается тишина. С раскладами они не мухлюют, это я уже определил. Может, ловкости не хватает, а скорее всего надобности нет, потому что фокус в другом состоит. Крапа тоже нет, тут не пляжные каталы собрались. У них тут все по-честному. За одним маленьким исключением, так что не подкопаешься. Пожалуй, если бы не мой рейд днем ранее, я бы и не догадался в чем дело. А даже если бы выкупил, то сопротивляться бы не смог, пожалуй. Сам бы соскочил, а вот долг мухи отыграть бы уже не смог. Уж больно выглядит все конспирологически и натянуто. Адмирал сидит напротив меня, Эльдар по левую руку, а Николай по правую. Игра идет спокойно. Я объявляю шесть на пиках и забираю свои, потом по очереди играет адмирал Эльдар. Потом идут два круга распасов, на которых Николай и я записываем себе в гору одну и две соответственно. Стандартный преферанс игра стратегическая и медленная. В консервативной сочинке можно одну пулю целую ночь расписывать. Нет там особых неожиданностей. Не приспособлена она для ошкуривания лохов в экспресс режиме. В таких случаях больше в ходу вариации с повышенной азартностью. Такова упомянутая мной ленинградка с ее карательными распасами. Мы играем в самый жесткий вариант ленинградки. Распасовка идет прогрессирующая. Если в первом круге за каждую взятку в гору пишется два очка, то во втором круге уже четыре, в третьем восемь и так далее по нарастающей. Выйти на каждом круге тоже все сложнее. Если после первого достаточно шестерной игры, на втором требуется семерная, на третьем восьмерная дальше обычно не дотягивают. У кого-нибудь да не выдерживают нервы, потому как штрафы за недобор при выходе тоже удваиваются. Радио в соседнем номере предлагает «А ну-ка песню нам пропой веселый ветер». Адмирал с улыбкой пасует, Ильдар тоже. Мне нараспасы не хочется крайне. У меня на руках длинные пики и червовый марияж. Туза ни одного, но это не показатель. Напихает взяток при таком раскладе только так. На третьем круге это уже по восемь в гору за каждую. Любопытно, в колоде четыре туза. Значит, у моих соперников либо у каждого по два, либо три и один. Пасовать на трех тузах, если верить старой байке, способен только начальник станции Жмеренко. Говорят, его за такие фокусы сам Нестор Махно расстрелял. Либо кто-то здесь хочет повторить его подвиг, либо тузы лежат в прикупе. Рискую, объявляя Семернову и забирая из прикупа мусор мелкие крестушки. Меня сажают без трех. Подключаем математику и имеем двадцать четыре в гору, а поскольку штраф удваивается, то это уже сорок восемь. Переводя на язык денег четыреста восемьдесят вестов или четыре тысячи восемьсот рублей. Магомету не идет карта, Магомету пишут в гору, посмеивается адмирал. Раздавай, говорю, немели языком. Звучит грубо, но в моем положении оправданно. За пару минут я лишаюсь всего своего прошлого выигрыша. Совсем нашим удовольствием, сообщает он. На ровной дистанции немного улучшаю свое положение, играю шестерной, а потом и семерную. На вестах оставляю без одной эльдара. По классу игры соперники мне значительно уступают, верные расклады не ловят, но в критических случаях чудесным образом оказываются в курсе моих карт. Снова случаются распасы, врубается радиоприемник, на этот раз удивительно в тему. А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи, декламирует бодрый голос. Адмирал Эльдар пасует, и седой мужчина с любопытством поднимает глаза на меня, мол, как поступите, молодой человек? Пас, говорю, вы, товарищ адмирал, конечно, не полковник, но правило это не отменяет. Намекая на поговорку, полковник был большая сука, он пасовал при трех тузах. Ему придумана наука, он девять взял на распасах. Немного ошибаюсь. Тузы оказываются у Эльдара. Берет он не девять, а восемь, что тоже замечательно. Цифра у него на горе мигом повисает астрономическая. Эльдар охреневает и оглядывается на лидера этой компании с выражением «Да что же тут творится, люди добрые?» У самого адмирала на лице даже не досада, а сплошное изумление. Он вертит шеи, прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за стенки. Радиоприемник смолкает на полусловие и в комнате устанавливается звенящая тишина. Слышно даже, как Жанна страницами шуршит. В следующем круге раздает адмирал. Эльдар Струсев пасует, чтобы выйти из распасов надо объявлять восьмерную. В соседней комнате гудит пылесос, может там горничная развлекается, поработает немножко, потом радио послушает, потом снова за работу. Пас. Николай мнется. Его щеки в морозе. Половец кидает жалобные взгляды на адмирала, тот едва заметно кивает. Восемь пик. Пас. Эльдар пытается подыграть приятелю, надеясь, что у меня мусор. Вист в открытую. Николай явно погорячился. Я сажаю его без четырех. Даже отвлекаться на подсчет, пока не буду, но долг мухи я, кажется, отыграл. Самое славное, что эти ребята в полной растерянности. с карточной наукой. Дольше всех держится адмирал, но и он не выдерживает и заявляет мизер, в который я загоняю длинный паровоз из пяти взяток. Да что за фуфло, скакивает из-за стола пловец. Я сейчас вернусь. Если игру прерываем, то рассчитываемся немедленно, говорю. Или доигрываем, и после решайте все свои неотложные дела. Слышь, фраер, ты мне не указ, тут же вызверивается Николай. Он к входной двери, распахивает ее и утыкается носом в монументальные торсы Игорька, того самого борца-вольника из трудовых резервов, который очень любит крем-брюле и с которым мы познакомились на Массандровском пляже. Откуда Игорек взялся в приморской гостинице? Я пригласил, разумеется. А то советские деньги плохо подходят для переноски крупными суммами. Надорвусь еще. Вы номером ошиблись, лепечет пловец. Перед Игорьком он не смотрится абсолютно, на пол голова ниже и почти вдвое уже в плечах. Это ко мне, говорю, кореш мой. Заждался, видимо, заскучал. Мы скоро. Мы ведь скоро? Да, внезапно начинает заикаться адмирал. Ну, вот и отлично, говорю Игорьку. Ты присядь пока, с девочкой вон познакомимся, ее Жанна зовут. А я Игорь, говорит борец. Здрасте. Кресло под ним отчаянно скрипит. Причина побед моих соперников становится понятна мне еще вчера. На балконе прямо напротив раздвинутых шторм на подоконнике стоял бинокль, а рядом с ним размещалась деревянная табуретка для той ленивой жопы, которой приходилось наблюдать за игроками. Я приложился к биноклю, позиция спиной как окно наблюдателя как на ладони. Даже если держать карты поближе к орденам, самому-то игроку заглядывать туда все равно нужно. Значит, у играющих есть союзник, который полностью в курсе расклада у фраера. Но это еще половина дела. Надо как-то передать информацию за стол. Это не будущее, в котором существуют кликеры. Такие чудесные устройства, которые крепятся прямо к телу и по радиосигналу вибрируют или в варианте для мазохистов колют иголкой в ритме азбуки Морзе. В эти годы подобное устройство тоже, возможно, только выглядеть будет слегка тяжеловато. Вроде как в фильме. Прием-прием, доцент тупой, но аппаратура при нем. Внимательно осматриваю балкон, не нахожу никаких подсказок. Пожалуй, единственная странность — это сильно стертая краска на перилах у самой перегородки слева. Везде она свеженькая, а там дерево видно. Так, раскинем мозгами, откуда берется человек на балконе? Сидит там безвылазно все несколько часов игры? С бутербродами и бутылкой, если приспичит по маленькой? Не исключено. Другой вариант. Наблюдатель появляется с соседнего балкона. Перегородки тут узкие. Встал ногой на перила, ногу закинул и уже там. Свешиваюсь с левой стороны и заглядываю на балкон. Там вижу достаточно несложное приспособление. Электрический удлинитель и сразу несколько проводов со штекерами. Каждый штекер подписан П, Р, Т и так далее. Что означают эти буквы? Не знаю, но догадываюсь. Похоже на какой-то примитивный пульт управления. Причем длины шнура вполне хватит, чтобы затянуть его с соседнего балкона на адмиральский. Решаю на этом прекратить свою самодеятельность. Неизвестно, кто живет в соседнем номере и сидит ли он сейчас в ресторане вместе с стальными или решил не светить свою физиономию и остался внутри. Фактов для размышлений мне уже достаточно. На следующий день всей первой раздачи я трачу на то, чтобы понять сигнальную систему шалеров. Звуков в их распоряжении не так много. Я пытаюсь сопоставить болтовню телевизора, песни по радио и рев пылесоса с конкретным раскладом у меня на руках. Сначала я думаю, что они передают раскладку по мастям. Потом количество потенциальных взяток, но в итоге выявляю следующую закономерность. При слабой руке, подходящей для распасовки, включается пылесос. Если же распасовка для меня опасна, но и для уверенной игры карты слабые, врубается радио. Именно на звуках радио меня вгоняли в распасы. Телевизор говорит о сильной карте, с ним я легко беру заявленное. А фен, который гудит слабее пылесоса и на другой тональности, подает сигнал опасности. Он означает, что я занижаю заявку и могу посадить, если против меня будут вестовать. Самое любопытное, что человек, который наблюдает за картами, должен знать игру даже лучше адмирала, чтобы не просто семафорить, а давать годные советы. Как только в голове у меня выстраивается эта система, мы с Аллочкой разыгрываем ссору. В коридоре я даю ей наставление, причем мои сигналы куда проще. Я просто кладу с левого края карту определенной масти, в зависимости от которой надо включить нужный электроприбор. Пики, пылесос, Буби, телевизор, Крести, Фен, черви, радио. После чего Аллочка вместе с Игорем навещает соседний номер. Того, кто там находится, я до сих пор не видел и не знаю, но по плану его требуется аккуратно упаковать и заткнуть ему рот, чтобы взять управление в свои руки. Алла, как самая спортивная из этой пары, перелезает на наш балкон и продолжает наблюдение. Теперь мои соперники по-прежнему играют, подчиняясь советам, только сигналы подаю я. Здорово, правда? Видимо, схема раньше не давала осечек, так что только после позорного мизера жулики замечают неладное. Но к тому моменту я успеваю нагрузить их по самые брови. Финита. Пулю мы закрываем быстро. В соседнем номере выцаряется тишина, никто не отвлекает. Играют они скучно, без искорки, без куража, понимая, что проигрыш придется отдавать. По итогам вся троица, их сговоры уже никто не скрывает, оказывается, должна мне шестьдесят семь тысяч советских рублей. У Игорька глаза лезут на лоб, но он мужественно молчит. Проиграв, адмирал бросает всю свою вальяжность и напускные ужинки. Из-под маски выглядывает настоящее лицо. — На бон взял, — делает вывод он, — у своих крысить не по понятиям. я не ваш, усмехаюсь, я сам по себе, а то, что продул ты, так играть надо лучше, или ты отыграться просишь. Так я, вот он я, никуда не ухожу. — Не буду отыгрываться, — прикидывает адмирал, — чего ты хочешь? — Глупый вопрос, деньги, конечно, у меня столько нет. — Ты здесь не первый день играешь, и не только со мной. — А здесь что, по-твоему, ленинградский монетный двор? скалится шулер, напоминая в этот момент попавшего в капкан волка. — Для советских тружеников и пятихатка великие деньги. — Сколько есть наличными? — Спрашиваю. — Семнадцать тысяч. — Хрен его знает, врет или нет. С точки зрения выигрыша сумма скромная, для обычного человека колоссальная, на самой пенсии столько не заработать. — Расписку мухи давай. — Разболтал, значит, сучонок. — Конечно, говорю, и остальные сколько есть тоже давай. Приму в зачет долга. Расписок оказывается три. Самая крупная от Владимира Мухина на двадцать тысяч. Еще некий Константин Глебычев задолжал жуликам семь тысяч, а Семен Притко автомобиль ГАЗ-21. Забираю обе, чтобы потом вернуть владельцам. Сходимся с адмиралом на трех расписках и семнадцати тысячах рублей, после чего я подтверждаю, что больше претензий к этой гоп-компании не имею. Уже на выходе Седой кричит мне в спину. Передай, Юрий, что я с тобой расплатился по-честному и что завтра мы уезжаем. Молча хмыкаю себе под нос. Я понимаю, о ком идет речь. Я чуть не свалилась, жалуется Алла. Мне босоножки снимать пришлось и юбку задирать. Небось вся улица видела мой зад. Уверен, что зрители были в восторге, говорю, твой зад это настоящая достопримечательность, да что там, культурное достояние Ялты. Игорек густо краснеет. Тебе плевать, да? Алла надувает губы и тут же забывает про свою обиду. Много выиграл? Сколько? Очень много. Борец рад сменить тему целых. Тихо, прерывая его всему свое время. Ты мое забрал? Вылезает Муха. Отдали. А куда мы идем? Не успокаивается Аллочка. Праздновать, конечно, отвечаю, но сначала на почту. Мы заходим уже в знакомое мне почтовое отделение, где занимаем стол, на котором посетители могут написать адрес на конверте или заполнить бланк телеграммы, и я делю трофеи. Мухе возвращаю его расписку, которую он немедленно рвет на мельчайшие кусочки. Алла и Игорь получают по тысяче рублей. Деньги огромные, и глазки девушки тут же загораются жадностью, а Игорек просто хлопает ими, никогда не видевший за раз такую кучу денег. Положи на книжку, советую ему, иначе улетят, не заметишь как. Борец кивает, но видно, что он уже готовится любоваться не улетят, благо мест, чтобы спустить капиталы в Ялте достаточно. Также демонстративно отчитываю тысячу себе на оперативные расходы, а все остальное около 14 тысяч рублей отправляю почтовым переводом в детский дом в Пскове. Тот самый, про который мне подсказал налетчик с сиплым голосом. А может и не в тот. Главное, на полезное дело деньги пойдут. Нарочно делаю это при всех, чтобы в голову моим компаньонам не лезвие дурные мысли насчет того, где я деньги спрячу и как их у меня в случае чего вытащить. Золотая лихорадка штука скверная и лечить ее надо на корню. Ну, а теперь отмечать. Провозглашаю я и мы вчетвером идем в Тавриду. Все туда же на набережную. Душа требует праздника. Не клоунского игрового, который мы закатили с Аллой вчера, а именно расслабления после чудовищного стресса. Это со стороны могло показаться, что я не нервничал. На самом деле ого-го как. Ресторан дорогой с претензией на элитарность. Оркестр играет джаз. Мы поднимаем бокалы за успех и за новые начинания. Затем муха от облегчения, что вернул свою жилплощадь, переходит на крепкое. Никто ему не мешает и не осуждает. Игорек увлекается закусками. Мы с Аллой несколько раз выходим танцевать, делает это она умело и с удовольствием, да и я стараюсь не отставать, хотя за годы колясочной жизни и подзабыл, как это правильно делается. После кампания сама собой рассасывается. Игорек берется довести муху до номера и навалять любому по пути, если чё, а мы с Аллой долго стоим у каменного парапета, слушая почти невидимые в темноте волны и вдыхая их запах. Старший следователь Симферопольского ГУВД Виктор Болотин терпеть не мог гостиницы. Нет в них ни бдительных пенсионерок, ни забивающих во дворе козла мужичков, ни молодых мамаш с колясками, часами кружащих возле подъездов. Сплошное безразличие к окружающим. В соседнем номере убивать будут, никто не почешется, что, собственно, и произошло. Отпечатки взяли? — переспросил он у молодого очкастого криминалиста, просто чтобы с чего-то начать беседу. — Где? — вздохнул тот. — Тут двор проходной. — Чашки, стаканы, личные вещи. Что я тебя учить буду? Разозлился Болотин и прошел дальше в номер. — Все здесь? — Еще один в соседнем номере и двое этажом ниже, сообщил коренастый усатый опер, подглядывая в блокнот. Мужик и баба, возможно, семейная пара. — Возможно? — удивился следователь. — По документам, да, объяснил опер, но документы у всех липовые. Этим все шестеро друг с дружкой связываются в одну группу. Ну и гостиничные говорят, что их видели вместе. Приехали в одно время, проживают тут две недели. — Проживают, то есть. Поправился он. Представительного вида мужчина сидел на стуле, он был раздет до пояса, руки связаны за спиной, голова бессильно свесилась на грудь. Верхняя часть тела была в порезах и ожогах, очевидно, перед смертью его пытали. — Это же адмирал! — воскликнул Болотин. — Откуда вы знаете? — поразил свопер. — Китер в шкафу действительно висит. — Гастролер он, пояснил следователь. — Картежник. Деньги нашли? — Какие деньги? — Если он здесь уже две недели сумму должен был собрать немалую, Молотин рассуждал вслух. — Отсюда и следы пыток. Спешили душегубы, про тайник выспрашивали. Если денег в номерах нет, их и надо искать. Ломбарды, сберкассы, кабаки. Кто вносит большие суммы, кто покупает дорогие цацки, кто в загул ударится? Ищите. Найдем деньги, найдем убийцу. Глава двадцать вторая. Гражданка Евстигнеева, с мужем решили развестись. Голос народного судьи звучал так громко, что раздавался словно отовсюду одновременно. — Вы лучше у него спросите, буквально взвизгнула Галя. Ее муж, добропорядочный и тихий доктор Евстигнеев, поднял голову и внимательно посмотрел на свою супругу. Он еще никогда не видел ее такой, и, судя по всему, все присутствующие на этом суде были удивлены не меньше его. Откуда только взялось это странное платье, сшито из какой-то непонятной ткани цветом, напоминавшим газету? Вот буквально. В районе груди, точно по центру, привлекала внимание газетная шапка с орденом Ленина и заголовком, отдыхающий в Крыму врач из Первой градской больницы спас утопающую. Когда галочка двигалась, то платье еще издавало звук, похожий на шелест бумаги. Не сошлись характерами, товарищ судья, ответил доктор дежурной фразой. А что еще он мог сказать в такой ситуации? Как и любой приличный человек, он использовал именно эту формулировку. Ах, не сошлись характерами, снова взвизгнула галочка, буквально взлетела, отчего-то превратившись в газетный лист, а затем спикировала на своего незадачливого супруга. Доктор Евстигнеев инстинктивно вскинул руки для защиты головы, но это ему не помогло. Галочка газета ударила его с очень большой силой. Доктор закричал и проснулся. Ах, ты сволочь, герой-любовник недоделанный. Это была последняя капля, Евстигнеев кричала Галя уже по-настоящему, буквально избивая своего мужа свернутой газетой. Галочка, ты чего? Доктор скачил с хлипкого кресла кровати, куда был сослан после той злополучной заметки, и попытался выйти из зоны поражения этой газеты повышенной мощности. Но не тут-то было. Его жена разъяренной фурией продолжала наносить удары, а когда в газете остались одни лохмотья, перешла к более тяжелому вооружению, а именно к большому пляжному полотенцу с игривой надписью на французском «Bienvenu Anis». Это была настоящая гордость Галины Ивановны три года назад. Один дипломат, только что вернувшийся из заграничной командировки, отблагодарил гражданку Евстигнееву за организацию шикарного банкета целым набором полотенец, постельного белья и туфлями. Все это он привез как раз из Ницы. Естественно, что и полотенца, и белье, и туфли стали предметом зависти всех знакомых и друзей. Над ними тряслись, как над зеницей ока, и доставали их на свет только по очень важным случаям, таким, как поездка в отпуск, например. После вчерашнего отдыха этот привет с лазурного берега еще не просох. Вывешивать на улице свое сокровище Галина Ивановна не рисковала, а в комнате без него было душно и влажно. Так что и само по себе тяжелое полотенце было еще и сырым, а это значит его боевые свойства выросли раза так в полтора, то и два. И хлипкая майка алкоголичка никак не могла стать достойной броней против этого чудовища. — Сволочь! Кобель! Ты мне всю жизнь испортил, негодяй! Да я тебя сейчас просто закопаю! Евсегнеев не унималась Галина Ивановна, пока бегала за мужем, нанося ему удары. Тот, как и полагается воспитанному и к тому же робкому мужчине, даже и не думал отвечать на это жестокое нападение и только защищался, прикрываясь от полотенца чемоданом, стульями, крышкой от большой выворки, не весь как оказавшийся в комнатенке, которую они с женой снимали на время отпуска. Последний предмет, как оказалось, наиболее хорошо подходил для самообороны. Получился это кищит, который с успехом принимал на себя большинство ударов. Со стороны это могло даже показаться забавным. Мужчина в одних полосатых семейных трусах и майке как щитом закрывается от ударов женщины, которая выглядит как типичная мещанка старшего среднего возраста в халатике веселенькой расцветки с огурцами и засаленными рукавами. Халат, кстати, тоже заграничный, поэтому, что бы с ним ни случилось, выкинут его примерно никогда. Довершали картину, бегуди и лицо в сметане. Вчера галочкины профили анфас немного обгорели и проштрафившийся муженек бегал вечером в магазин за этим народным средством от ожогов. Правда, эта забота не помогла. Утром он все равно впал в немилость. Галя, что случилось? жалостно проблеял Евстигнеев, когда рука бойца колоть устала. Я же добился опровержения. Добился он? Слова мужа послужили катализатором для нового взрыва. Я тебе, гаду, покажу, чего ты добился? Галочка снова и силой ринулась в атаку и удары снова посыпались на импровизированный щит. Впрочем, все бы для доктора кончилось благополучно. В конце концов, всему виной была нелепая ошибка нерадивого журналиста и наверняка после очередного визита в местную газету правда бы восторжествовала и ячейка советского общества сохранила бы свое существование. Но, как назло, Галочкина ярость не выдержала и импортное полотенце. Оно зацепилось за край крышки и с треском порвалось. А следом еще и халат подвел, шов на рукаве треснул и он рукав оторвался. Ах ты, сволочь, ты посмотри, что наделал. Убирайся отсюда, козел, видеть тебя не хочу. Эти вещи стоят дороже тебя вон отсюда. Закончив тираду, Галина Ивановна бессиленно рухнула на кровать. Та предательски заскрипела под ее дородным телом, а в голове у доктора как будто что-то перещелкнуло. Он с каким-то холодным спокойствием собрал свои вещи в чемодан, оделся, не глядя на жену, сказал, иди ты в задницу, Галя, вместе со всеми своими тряпками, хрустальем, импортной мебелью, со всем твоим цумом. Сейчас я даже рад, что у нас детей нет, развестись будет проще. Он закурил, взял свои документы, деньги на билет до Москвы и уже в дверях бросил последние слова жене. Я возвращаюсь домой и развожусь с тобой. Пока что поживу у Петра Федоровича. Заведующий отделением в больнице, где работал Евстигнеев, уже несколько лет каждый день говорил, что тому надо бросить эту торговую жабу и найти себе нормальную бабу, чем вызывал вполне обоснованную ярость у Галины Ивановны. Она знала отношение к себе начальника ее мужа. Через час Владимир Михайлович уже был на вокзале, где ему повезло. Нашлось одно плацкартное местечко на ближайший поезд в столицу. Правда, как это обычно бывает в таких случаях, досталась ему верхняя боковушка возле туалета. Но это ничего. Главное, что уже скоро он окажется в Москве. Когда посадка на поезд уже началась, его внимание привлекла целая компания, очевидно, студентов, которые провожали девушку. Таня, может, не поедешь? Зачем тебе сейчас твою подмосковную тьму-таракань? Что ты там не видела? спросил один из студентов высокий и широкоплечий. Таким мужикам Евстигнеев всегда завидовал. На них бабы всегда вешались. На фоне этого красавчика, уже не молодой и щуплый доктор, смотрелся очень непрезентабельно. Нет, Родик, я же бабушке обещал, она обидится. Да и Кольку моего братца Хламона, я считаю, год не видела. Ну, как знаешь. Вся компания попрощалась с этой молоденькой и очень милой девушкой, которая показалась доктору смутно знакомой. Она зашла в тот же вагон. В отличие от Владимира Михайловича, у девушки было козырное место, нижнее через два купе от проводника. Видимо, грядущий разрыв с супругой, которая была еще и старше него на почти десять лет, так повлиял на доктора, он даже засмотрелся на эту Таню, особенно на ее филейную часть. А дальше потянулись одновременно скучные и шумные часы в духоте поезда, как назло рядом с доктором с моря возвращалась семья, бабушка, дедушка и сразу трое внуков, мал-мало-меньше. Варвара Лукинишна, так звали бабуля, типичная корочка на сетке, чахнущая над обожаемыми внуками, ни в какую не соглашалась открыть окна. Что ты, милок, детей продует? Так что и намека на свежий воздух не было. Когда до Москвы оставались считанные несколько станций, а часы с флуоресцентными стрелками на руке из Тегнеева показывали полночь, соседи угомонились, он уже собирался было заснуть, но у него не получилось. В ночную тишину с мерным перестуком колес ворвался громкий звук, и вагон, который шел вторым за тепловозом, буквально затрясся, а потом его еще и повело куда-то вбок. Воздух тут же наполнился криками боли, видать, пассажиров выбросило с верхних полок, а затем отчетливо потянуло дымом, и в окне показался огонь. Что-то случилось с поездом. Эта мысль, словно молния, пронзила голову из Тегнеева вместе с хаотичным всплеском других. Неужели пожар? Господи, спасите, горим, люди, помогите! Надрывно кричали откуда-то сзади. Доктор тут же подскочил к бабке и закричал ей, давай, мать, выводи детей, я помогу! После чего тут же подхватил на руки двух самых младших. Лелая нога у самого маленького неестественно вывернулась, похоже, это перелом. Муж бабки в это время был в тамбуре вместе с еще одним пассажиром, возвращавшимся в свой арбатский военный округ, офицером с разбитой головой, открывали заклинившую дверь. Вдвоем мужчины справились и сонные полуодетые люди начали буквально выпрыгивать из злосчастного поезда. Евстигнеев в одних штанах и майке даже без обуви с двумя детьми на руках тоже прыгнул и чудом не полетел кубарем. Сдав детей на руки бабки, он со словами «Я врач!» мельком осмотрел голову офицеру. «Жить будешь?» выдал он свой вердикт. А потом начал оглядываться. И открывшая перед ним картина ясно дала понять, что произошло. Впереди лежали на боку два тепловоза. Тот, что тащил поезд и еще один, за которым виднелись грузовые вагоны с углем в таком же положении. Первый вагон пассажирского поезда тоже лежал на боку и вокруг толпились люди, много людей. Добежав до главы состава, Владимир Михайлович налетел на мужчину в железнодорожной форме с погонами. Наверное, это был начальник поезда. «Что случилось?» «Я врач. Может быть, кому-то помощь нужна?» «Составы столкнулись, доктор», сказал он и схватился за сердце. Упал в руки и в стегне его и прохрепел. «Сердце!» «У меня нитроглицерин в кармане! Помоги!» Владимир Михайлович тут же достал пузырек с таблетками, затолкал их в рот мужчине и проверил пульс. «Так и есть! У того была тахикардия, пульс буквально зашкаливал!» «Посиди тут пока что, я посмотрю, может, еще кому помощь нужна?» «И где мы?» «Двадцать километров до Скуратова, Тульская область», ответил тот. «Да, доктор, посмотри». К сожалению, поездным бригадам и нескольким пассажирам первого вагона помощь уже не требовалась. Железнодорожная катастрофа страшная штука. Когда из-за ошибки или халатности лоб в лоб сходятся тысячи и тысячи тонн металла, то шансов у человека очень и очень немного. То, что в итоге погибло всего восемь человек, уже можно было назвать чудом. А тут еще и второй вагон, который не сошел с рельс, сгорел все сильнее и сильнее. Поэтому те пассажиры, которые не получили травм, помогали своим менее удачливым попутчикам убраться подальше от вагона. Да и пассажиры остальных вагонов уже покинули поезд и старались держаться от него подальше. — Вы пересчитали пассажиров своего вагона? — спросил Истегнеев у проводницы, когда оказался возле нее свои босые ноги. Он к этому моменту окончательно сбил об гравий, и майка стала черной от грязи. — Все здесь? — Вроде бы да, — ответила она как-то неуверенно. — Вроде бы. — Думай, дура, все или нет, ты за людей отвечаешь. — Я не знаю, — ответила та. — Что вы на меня орете? — На соседнем месте студентка ехала. Вмешался в разговор мужик в окровавленной рубашке. Я ее не видел. Чертыхнувшись, Истегнеев побежал к вагону. Владимир Михайлович на самом деле был очень храбрым человеком. Глядя на него, даже и не скажешь, что у этого тихого и незаметного мужчины в груди бьется очень большое сердце. Еще будучи старшеклассником он спас на осенней Зуши при токе Океи двух первоклашек. Несмотря на то, что не умел плавать, прыгнул за ними в воду и вытащил. Сам чуть не утонул и подхватил в итоге двустороннее воспаление легких, но спас, за что получил совершенно заслуженную медаль. Ну и решил идти не в строительный институт, а в мед. Это потом, благодаря удачной женитьбе, он как-то потерял сам себя. Превратился в боксерскую грушу для своей жены. На работе орел, пациенты и их родственники в нем души не чаяли, а дома так, бледная копия самого себя. Но сейчас эти околы спали, он снова стал тем бесстрашным старшеклассником, поэтому он не колеблясь, залез в вагон, чтобы спасти совершенно чужого ему человека. Внутри все заполнилось дымом, и чтобы добраться до этой студенки, нужно было пройти не меньше десяти метров. Евстигнеев оглянулся и увидел, что дверь в купе проводницы открыта. Он тут же зашел туда и увидел стопку полотенца и несколько бутылок минералки, то, что надо. Он тут же обмотал свои ноги парочкой полотенец, а потом взял еще одно, не тратя времени, сбил горлышки сразу двух бутылок из синтуков и щедро залил минералкой полотенце, которым обмотал лицо, оставив открытыми только глаза, после чего глубоко вдохнул вагоны. Из-за дыма он не сразу увидел девушку. Та лежала без движения на полу, придавленная целой горой чемоданов. Раскидав багаж, он рывком поднял девушку и взял ее на руки. Та была без сознания, хотя и живая, по крайней мере, он на это надеялся. Но сейчас было некогда проверять точно. Возвращался к выходу он долго. Импровизированный респиратор уже не помогал, да еще и загорелся пол, так что ему пришлось буквально идти сквозь огонь. Но он справился и, как и минутами ранее, спрыгнул на железнодорожную насыпь с ношей в руках, сорвал с себя измазанной сажей полотенце и тут же занялся девушкой. Та не дышала и пульса не было. Зрачки тоже не реагировали на свет. Все признаки клинической смерти налицо, случай для учебников. Правда, за каждым параграфом в тех самых учебниках скрывается чья-то жизнь, жизнь, которую нужно спасти. Поэтому Естегнеев тут же начал сердечно-легочную реанимацию, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Не тот, который показывают в фильмах со слабыми, практически незаметными движениями, а настоящий, как учили в первом меде, массажем сердца, от которого ломаются ребра. «Давай, девочка, давай!» хрипел он, когда пытался завести сердце. «Давай, живи!» 30 сильных компрессий и два искусственных вдоха. И снова, а потом еще, и еще, и еще столько, сколько требуется. «Он же советский врач и мужчина, который может, а если может, то должен!» Позже он узнал, что держал эту студентку почти 10 минут. Десять долбаных минут этот скромный и тихий мужчина с кризисом среднего возраста и Грымзой женой, оставшийся в солнечном Крыму, не давал умереть той, которая и была причиной появления Евстегнеева в этом проклятом поезде. А потом к ней вернулись пульс и дыхание. Как раз тот момент, когда до поезда добралась помощь. Пожарные и врачи. Правда, он их уже не видел. Едва появились коллеги, как Евстегнеев и сам потерял сознание. Спустя неделю в Скуратовской районной больнице. Да что, Михалыч, Петр Федорович, начальник и друг Евстегнеева, учился оптимизмом. Как и всегда, этого лысого и полного мужчину не могло ничего сбить с панталыку. Наверняка даже ядерный взрыв он пережил бы с присущей ему жизнерадостностью. Местные коновалы признали тебя транспортабельным, так что я забираю тебя к нам. Долечиваться будешь уже у нас в Первой Градской. А долечиваться Евстегнееву было необходимо. Инфаркт. Когда тебе нет еще и пятидесяти, это такая штука, с которой не шутят. А именно его он и словил в ту ночь. На адреналине и морально-волевых держался, а когда доктор уже выполнил свой долг, моторчик и сломался. Только чудом откачали. Петрович, тут лежит одна девушка, Татьяна Александровна Михайлова. Ее три дня назад перевели из интенсивной терапии. Можно и ее к нам забрать? Спросил Истегнеев. Ага, рыцарь в грязной майке и с босыми ногами хочет проследить за судьбой спасенной им прекрасной дела. Что ты удивляешься, мне местные уже успели все рассказать о твоих геройствах. Мне только непонятно, где твоя гадюка отцомовская. что в серебряные пруды столицы одноименного района Московской области, вот где действительно тьму таракань, они поехали вместе. А примерно через девять месяцев у Татьяны Истегнеевы родилась двойня, мальчик и еще мальчик. Глава двадцать третья. Вообще на сегодня в моих знакомых спортсменах была назначена регата в Севастополе, на которую они меня пригласили, но в дело вмешался, случай регату перенесли. И я даже не предполагал, что такое возможно. Думал, что этим страдает только Российская Федерация, но никак не Советский Союз. В массовом сознании моих бывших современников он был вечно застегнутым на все пуговицы, но нет, анекдотичные случаи и здесь случались. В общем, регату перенесли на послезавтра. А всему виной главком советским ВМФ адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков. Он должен был открывать регату, но, как сказали мне девочки, за день до этого вместе с командованием Черноморского флота куда-то отправился на крейсере Ленинград. Не удивлюсь, если обладатели больших звезд на погонах решили порыбачить в нейтральных водах. Почему нет? В результате у девочек образовалось окно, которое они решили провести с пользой, поплавать и позагорать. Я, конечно же, к ним присоединился. Чем хорош Крым, во всяком случае, летом 1972 года, так это тем, что диких пляжей тут, ну, просто выше крыши. Если есть желание и возможность, то совершенно необязательно изображать из себя бычка в томатном соусе и тереться локтями на городских пляжах, а уж если у тебя под рукой целая яхта, то ты практически король мира. Именно это я и думал, когда встретился с девочками их сменками, и мы договорились найти какой-нибудь уединенный пляж и провести на нем целый день. С девочек транспорты они сами не в том смысле, что у меня были на них какие-то планы горизонтального характера, хотя я бы и не отказался скорее, это вопрос эстетики. Спортсменки комсомолки были чудо как хороши. Но с меня напитки, легкая закуска и прочие не сильно обременительные вещи, призванные обеспечить хороший отдых. Одной из таких вещей стала Мухина гордость. Катушечный транзисторный магнитофон Волна 302 новинка свет в этом 1972 году. Незадачливый поэт-картежник купил его прямо перед тем, как проиграться в пух и прах, и чуть было не отнес эту классную штуку в комиссионку. Но тут появился я, и Мухе не понадобилось распродавать имущество. На радостях, что все обошлось, он мне отдал его в длительное пользование, и сейчас эта новинка как раз и пригодилась. Кроме магнитофона я позаботился о том, чтобы были напитки. Газировка, минералка, парочка бутылок вина и пиво были холодными. И на самом деле это было даже сложнее, чем раздобыть хорошую музыку. Купить-то напитки не проблема, они и во время тотального дефицита не были чем-то недоступным. Но вот как сохранить их холодными? Да, в продаже есть экзотика типа автомобильных холодильников или сумок термостатов, но вот беда, это очень и очень дефицитный товар, который не купишь в ближайшем универмаге просто так. Туристы со стажем для этих целей используют самодельные термостаты из пенопласта. У меня такое в Москве тоже есть. стоит себе пылиться на балконе. Я как-то не особо был ходоком на природу. Здесь же и такого варианта не было. Ответом стали два больших эмалированных ведра с крышками, которые я позаимствовал у моей квартирной хозяйки Валентины Алексеевны. Она после моих медицинских советов то ли сильно меня боялась, то ли наоборот зауважала до последней стадии. Так что зачем мне эта посуда спрашивать не стала. И зря. Я заготовил целую проникновенную историю про научный эксперимент с пиявками и конечностями из местного анатомического театра. Жалко, что не пригодится. Хотя, кто знает, может, еще использую. Со своей ношей я с утра зашел в ближайший гастроном, где мне за сущие копейки отсыпали два ведра чистейшего льда. Потом я купил все необходимое и, как вьючный верблюд, направился на пирс, где меня уже ждали девушки вместе со своей яхтой. «Судя по всему, день будет удачным», вместо приветствия сказала Саша. «Ведра у тебя похоже полные. Вот только что в них? Да так, ничего особенного скоро узнаете». «Федя, ну все-таки что там?» Саша вопросительно скривила брови и сделала губки бантиком. Получилось очень мило. Так бы и запечатал их поцелуем. «Ну хорошо, закрой глаза и все узнаешь». Подруги протофеминистки в это время готовили яхту к отплытию, но отложили все свои дела, чтобы посмотреть, что же я там приготовил. Саша послушно закрыл глаза, я поставил ведра, достал несколько кусочков льда из одного из них и подмигнул девочкам, насыпал этот зимний привет за шиворот ничего не подозревающей Саши. «Федя!» ее крик был, наверное, слышен на несколько километров. «Что за шутки? Я тебя сейчас прибью!» Зато Нике и Кате было весело, как и мне. «Ладно тебе, Саша, не обижайся, держи лучше мороженое», ответил я, доставая сразу три эскимо и подавая его девушкам. «Ника, Катя, угощайтесь». От сладкого все три отказываться не стали, фигурки у них отличные, и девочки-спортсменки совершенно не боялись их испортить. Впрочем, это и понятно. Парусный спорт, тем более на серьезном уровне это не пилатес, инстамодели моего прошлого будущего. Он требует большого количества энергии, так что такая мелочь, как сотни килокалорий, им, что слону дробина. «У меня тут клубника, напитки и кое-что из закусок», пояснил я. «Нам бы надо для всего этого дела тенек организовать, чтобы лед слишком быстро не таял». С этим проблем не было, и через десять минут мы уже отчалили. Утром был хороший ветер, который нес нас прочь, от заполненной людьми Ялты в сторону Севастополя. «Нам завтра снова плыть по этому маршруту», пояснила сменившая гнев на милость Саша. «После завтра утром регата теперь уже точно, так что мы нашу ласточку перегоним в Севастополь и там сами заночуем». «Понятно», ответил я девушке, высматривая, словно капитан пиратского судна, место для стоянки возле берега. Нам была нужна бухточка, без людей, но с пляжем, куда можно было подплыть на яхте девушек и встать на якоре. Спустя примерно час такое место было обнаружено и мы высадились на берег. И первым Саша высадила меня. Эта очаровательная стервочка таки решила мне отомстить за лед за шиворотом своего легкомысленного платья. И, улучив момент, столкнула меня в воду прямо в моем щегольском наряде вместе с заграничным рейбаном и прочими макосинами с гавайской рубашкой. Как назло еще и мухин магнитофон в этот момент хриплым голосом Высоцкого запел «Уходим под воду в нейтральной воде». Очень подходила к моему положению. «Как водичка, Федор Михайлович, ангельским голосом пропела Саша, когда моя голова показалась над водой. Не слишком прохладная?» «Ладно, Александра, держись», ответил я, когда мокрый до нитки залез на яхту. «Это война!» «Сейчас ты сама узнаешь, какая тут водичка». «Нет, Федя, ты не посмеешь!» Последние слова она уже кричала в полете. Я подхватил ее с размаха и кинул в воду. «Один-один, юная леди!» Правда, через мгновение я снова полетел в воду. Ника и Катя решили отомстить за подружку. Им это удалось, но частично. В последний момент я ухватил обеих за руки, и в итоге все четверо оказались в воде. Ну, а когда девочки снова были на борту яхты, то мне открылась до нельза эротичная картина. Все трое были в легких сарафанах, очень легких, и мокрая одежда абсолютно ничего не скрывала в их фигурах. Скорее, наоборот, дразнила. Мой организм на это отреагировал вполне определенным образом, и мне снова пришлось нырнуть в воду теперь уже по своей воле, не показываться же этим прелестницам на глаза в таком интересном виде. В итоге выгрузились мы только где-то через полчаса и потом придались пляжному отдыху. С музыкой, помимо Высоцкого у нас были записи других исполнителей, напитками, карточными фокусами и игрой в дурака на желание. Как без них? В общем, было довольно весело. Я хорошо провел с девочками время, и когда дело было ближе к вечеру, мы начали собираться. Как-то так получилось, что Ника и Катя стали готовить яхту к отплытию, а мы с Сашей задержались на берегу. То, что это не просто. Так я понял, когда девушка, улучшив момент, когда ее подружки нас не видят, впилась поцелуем в мои губы, а потом потащила в сторону нагромождение камней, скрывших нас от посторонних. Вот уж не думал, что девушка сама проявит инициативу в таком интересном вопросе. Впрочем, мне грех жаловаться. Что-то в ее протофеминизме есть, думал я, когда мы уже возвращались в яхту. Ни намека на советскую скромность. В порту мы договорились, что я, как они сказали, схожу с ними в Севастополь завтра и поболею за первый в Союзе женский экипаж на регате. Других дел у меня в Ялте не было. Мои друзья-студенты, проводив Таня на поезд, уехали на какую-то экскурсию на север полуострова. На записку мухи, которую передала мне хозяйка, я не отреагировал. Володя хотел вместе сходить на танцы, душа поэта требовала приключений. Один на танцплощадке он боялся появиться, побьют еще местные, с его удачей это запросто. Так что я, как добропорядочный писатель, решил посвятить время работе над книгой, а то некрасиво получается. Творческая командировка есть, а самого творчества кот наплакал. Нет всяческих художеств и авантюрных сюжетов, у меня уже на пару книг, но пишут, что я не про криминальный мир Ялты и совсем даже наоборот. В моей книге считай торжество идей социализма и коммунизм наступит, если не сегодня, то завтра, к обеду точно. Там не то, что катало карманников не должно быть, но и любых намеков. Один сплошной советский позитив и вера в светлое будущее. Впрочем, учитывая то, как закончилась наша морская прогулка, позитива у меня и у самого было выше крыши, так что веранда наполнилась стуком клавиш печатной машинки. Двадцать страниц я выдал, прерываясь только на сигареты и парочку кружек чая. Была у меня в юности такая привычка. Внезапно от работы, а дело было уже за полночь, меня отвлек осторожный стук. Судя по всему, это была Валентина Алексеевна, больше некому, так что я решил похулиганить. Быстро вставил в машинку чистый лист и лихорадочно забарабанил по клавишам. «Войдите!» крикнул я, так и есть она. «Мне стало интересно, как вы работаете, доктор», с порога заявила она. Судя по всему, интерес у нее совсем другого плана, иначе с чего бы на ней боевая раскраска с униформой женщины-вамп, блузка с вырезом, юбка и туфли, плюс еще и косметика с духами. Тут налицо явные признаки того, что она решила взять быка за рога. Ну или меня за совсем другое место. «Спасибо за ведро, Валентина Алексеевна, эксперимент прошел блестяще. Вот как раз по горящим следам его описываю», ответил я, допечатал фразу и подал лист незваной гости. «Как вам?» Она взяла лист и начала читать слух. Таким образом, экспериментально установлено, что под воздействием моноэтилхлорированного эфира и синильной кислоты, полученной из трупов только что забитых пиявок, резекция головы проходит удовлетворительно. Следующим этапом станет пересадка головы от донора к реципиенту с сохранением всех жизненных показателей и повторной операции через 96 часов. «Доктор, а что такое резекция головы?» спросила она дрожащим голосом, когда закончила чтение. «О, дорогая Валентина Алексеевна, отличный вопрос. Давайте я вам наглядно покажу. У вас такая подходящая шея. Не волнуйтесь, это мысленный эксперимент, эмпирический, скажем так». Я подошел к ничего не подозревающей женщине и дотронулся до ее шеи. Вот здесь наиболее удачное место. Берется хирургическая пила номер пять и после того, как пациент внутримышечно, то есть в ягодичную мышцу получает вышеуказанный препарат из пиявок, хирург проводит удаление головы. Благодаря препарату пациент остается в сознании, но абсолютно ничего не чувствует. О, черт, переборщил. Мадам-хозяйка не выдержала рассказа про чудеса науки и хлопнулась в обморок. Хорошо, хоть успела ее подхватить и уложить на кровать. Размеры моего номера люкс настолько впечатляющие, что делать лишних шагов мне для этого не пришлось. Привел я ее в чувство совершенно негигиеничными методами, вспомнил товарища Новосельцева и товарища Калугина. Когда Валентина Алексеевна пришла в себя, я тут же извинился. Прошу прощения, не ожидал, что вы такая чувствительная. И это очень жаль. Я же хотел просить вас выступить добровольцем, чтобы вы смогли вписать свое имя в мировую историю медицины. Вот я идиот, язык мой, враг мой. Не удержался и снова пошутил, так что бедная женщина снова хлопнулась в обморок, теперь правда в более комфортной для себя позе. Пришлось снова приводить ее в чувство и снова извиняться. В итоге она в крайне бледном состоянии, с потекшей косметикой, спешно ретировалась. Что ж, шалость удалась и надеюсь, что больше она не будет строить планы разной степени развратности в отношении меня. Довольный собой, я выкурил еще одну сигарету, невидимой тенью пробрался к уличному душу и, помывшись, отправился спать в отличном расположении духа и с предвкушением завтрашнего дня. Когда она свистывает, и морячка, и моряк появился на пристани, то увидел заплаканных девочек и их ласточку в совершенно плачевном состоянии. Еще вчера это была красавица яхта, а сейчас она представляла собой жалкое зрелище. Все до последнего канаты, которых очень много, изрезаны самым варварским способом, а на небесно-голубых бортах и палубе виднеются грубо написанные буквы. Катька шалава, если еще раз будешь чужим мужикам глазки строить, то порежут уже не канаты на твоей посудине, а налысо обреют и морду краской зальют. Что тут у вас случилось? Кто это так вашу яхту? Спросил я всех троих. Да не знаем мы, ответил за всех Саша. Катя с Никой вечером пошли на танцы, а утром, когда мы сюда пришли, то увидели вот это. Ну-ка признавайся, кому ты там глазки строила? Накинулась Саша на свою подругу. Да не знаю я, плача ответила та. Ника, скажи, что ничего подобного там не было и близко. Катя права, ответила не менее заплаканная Ника. Мы немного потанцевали с ребятами яхтсменами из нашего клуба, но все было очень прилично, да и танцевала Катя только с холостыми, мы же там всех знаем. Однако это точно проявление ревности, ответил я, указывая на бедняжку яхту. Видать, там была еще и какая-то поклонница тех, с кем ты Катя танцевала, а ты, девочка красивая, вот завистница и побоялась, что уведешь предмет ее воздыхания. Узнаю, какая тварь это сделала, и сама ее на лысо побрею, и мордой в краску макну, раз пять для гарантии, злобно прошипела Саша. Мы же из-за нее теперь в регате участвовать не будем. Хотя это мог кто-то из мужиков быть. Вы, козлы, на любую подлость готовы, только чтобы не дать женщинам себя обставить. Мгновенно Саша еще меня сделала крайним. Вот такая вот коллективная ответственность по гендерному признаку. Это уже точно? спросил я, имею в виду пропуск регаты. А как мы все успеем нет ничего. Все, можно договариваться о транспортировке ехты обратно в Ленинград и ехать домой. Глава двадцать четвертая. Так, девочки, не надо пороть горячку, сказал я, когда выслушал Сашу. Сейчас я кое-куда съезжу. Есть у меня в Крыму очень хороший знакомый. Может быть, он сможет нам помочь. Ждите меня здесь, и выше голову глядишь, еще и выйдите завтра на старт. Договорились? Ответом мне стали взгляды трех пар заплаканных, но при этом очень красивых глаз, в которых считалась надежда. Ради таких взглядов можно и нужно попробовать сделать чудо. Поэтому я бегом вернулся на улицу, поймал такси, сейчас не время экономить, и поехал в совхоз имени Ковпака. Если кто и поможет сейчас, то только Бубун. Федор Михайлович, какими судьбами? спросил меня тот, когда таксист высадил меня возле администрации совхоза, и я вошел в кабинет директора. Да вот, мне снова нужна помощь, не стал я тянуть кота, за все подробности исхода перешел к делу. Очередных шулеров и продажных ментов на место поставить? Боюсь, что вынужден отказать. Завтра в Севастополе регата, на которой сам Горшков будет. Сам понимаю, что главком ВМФ это такая величина, что нужно показать самое лучшее. Подожди-ка, Сергей Геннадьевич, про регату я знаю, я из-за нее к тебе и приехал. Но какое отношение Горшков к твоему совхозу имеют? К совхозу никакого. Так и мой совхоз к флоту тоже. А это хотелось бы исправить. У меня одни из лучших в Союзе вин и коньяков, а Министерство обороны меж тем закупает для своих нуж всякую траву. Вот я и хочу это дело исправить. Так ваши вины до меня начинает доходить будут подавать важным гостям на регате. Да и не только вина, коньяк тоже. Но главный упор конечно на вино, на рислинг, его ты уже пробовал, на каберне, на совиньон, на портвинн и самое главное на херес. Такое испанское вино, ну ты наверняка знаешь, на мой взгляд, за хересом будущее в Союзе. Он намного вкуснее, чем портвинн. Сергей Геннадьевич, ты хочешь три топора заменить хересом? Не думал, что ты идеалист. Три семерки копейки стоят, а твой херес наверняка будет на порядок дороже. Федор Михайлович, укоризненно смотрит на меня бубон. Что ты, мое вино, это не конкурент евпаторийской бормотухи, это совершенно разные вещи. Я говорю про настоящий херес и портвейна не про то, что эти бракоделы гонят у себя на заводе. У нас в стране совершенно не хватает качественных крепленных вин. Вот я и хочу на завтрашний регат и подать мой херес. И не просто подать, но еще из десяток ящиков подарить ответственным товарищам разной степени важности. Да ты прям специалист по рекламе. Совершенно искренне удивился я. Практически акула винодельческого бизнеса. Что поделать? По-другому нельзя. Если делать все по-обычному, то мое вино так и не выйдет за пределы Крыма. Только нестандартными способами я смогу сделать его известным и популярным по всей стране. Ты знаешь, Сергей Геннадьевич, у голове у меня сразу же появляется шальная мысль. Я хоть и приехал к тебе за помощью, но думаю, что в чем-то смогу тебе помочь. Слушаю. Тут же откликается Бубун. Правда, параллельно этому он разливает по бокалам так нещадно нахваливаемый Херес и закуривает сигарету. Последнее делаю я. Приходится сначала выпить вина и закусить его табачным дымом. Херес и правда неплох. Крепкий и вкусный. И только потом я перехожу к моей просьбе. Видишь ли, Сергей Геннадьевич, я тут в Ялте познакомился с тремя очаровательными девушками, которые к тому же еще и яхцеменки. Они должны были выступать на завтрашней регате. Потом я рассказываю о приключившемся несчастье и перехожу к сути своей просьбы. Может, поможешь девочкам? Не поверю, чтобы ты какие-то канаты не смог бы раздобыть. И что твои хлопцы не могут покрасить яхту, я тоже не поверю. Вот и дон Жуан прям самый настоящий Казанова. Не много тебе сразу, три девицы. Хотя, дело молодое, ладно, ладно, шучу я, шучу и верю в образцовый моральный облик советских писателей и спортсменок. Я тебя понял. А мне что взамен? Моя благодарность и благодарность трех красивых девушек. Ну, этого добра мне не надо. И вообще, я женат, так что пусть твои бабы сами тебя благодарят. Тут же вставил он еще одну шуточку. Ты пойми меня правильно, Михалыч, я тебе помогу. Это нет вопросов. Я действительно это могу. И за спасибо, просто из-за моего к тебе хорошего отношения я бы тоже помог. Но ты сам сказал, что можешь что-то предложить взамен. Так что же? Ну, смотри, ты, считай, решил устроить самую настоящую рекламную кампанию на завтрашней регате. А над наглядной агитацией ты подумал? Вот представь, пьет горшков твой херес, а у него перед глазами проплывает яхта на борту, которая написана, ну, допустим, херес производства завода имени Ковпака. Это ж какой эффект будет? Такое точно запомнят. Идея хорошая. Надо посоветоваться с Петровичем. Это мой главный инженер. Бубон взял трубку телефона и позвонил. Через пять минут в кабинет зашел мужчина сильно старше товарища директора. Мне почему-то сразу вспомнилась поднятая солена Шолохова, этакий дед-щукарь, только в отличие от своего книжного прототипа, наделенный не только большим умом и житейской мудростью, но и большими же полномочиями. Главный инженер совхоза, это не шутка. Максим Петрович, вот, познакомься, товарищ Евстигнеев, писатель из Москвы, пишет роман о нашем совхозе. Знаю, знаю я его, тут же отозвался вошедший. Мне галочка, эта дочка моя, про него уже рассказала. Ну, так вот, Федор Михайловичу помощь нужна в одном деле. Скажи-ка, Петрович, та дефицитная краска, о которой мы говорили, она у тебя еще осталась? Есть немного, а что? Да надо покрасить кое-что, а наша обычная и сохнуть будет долго, и боюсь, что морской воды не выдержит. Ну, скажу, что и мой дефицит морской воды не очень любит. Ну, да, она лучше ее переносит, чем обычная. Так ты не ответил, она у тебя еще осталась? Конечно, мы же ее много получили. Отлично, значит так, бери машину с пяток своих хлопцев и езжай в Ялту с Федором Михайловичем. Там есть одна посудина, которую нужно привести в божеский вид. И вот еще что, по дороге заедь к Степанову, я ему позвоню. У него должны быть канаты. Возьми там их разных и с запасом. Я в яхтах не разбираюсь, так что бери все, что есть. Машиной, которую выдал нам Бубун, оказался ГАЗ-51 с тентом. В кузов сразу сели несколько работников совхоза, которые погрузили туда же все необходимое для покраски яхты. Когда с этим делом было покончено, мы поехали. По пути заглянули в какую-то военную часть, где нам на КПП без лишних слов загрузили чуть ли не пол кузова различных канатов. В нагрузку к ним шли сразу два моряка, которые должны были помочь девочкам с канатами. Вот в таком виде мы поехали на пристань. Сказать, что мое появление было триумфальным, это значит промолчать. Девочки к этому моменту уже совсем раскисли, и на них было больно глядеть. Но с появлением помощников все моментально изменилось. Пока Петрович со своими людьми красили яхту, их сменки с моряками приводили в порядок рангоут и текелаж. По-моему, так все эти паруса и канаты назывались. Я же выполнял роль бесплатной и неквалифицированной рабсилы. Пронеси подай и прочее. Ну, а когда носить стало совершенно нечего, Вика на правах капитана яхты сказала, что нечего тут всяким сухопутным крысам под ногами моряков мешаться. Иди-ка ты лучше домой. То, что в это же время такие же сухопутные крысы красили яхту, ее совершенно не волновало. Ну, ладно, она действительно права, тем более, что раз я и завтра буду весь день занят, то надо сегодня ударно поработать. С пирса я направляюсь домой, то есть, конечно, в съемную комнату, в которой настолько прижился, что даже мысленно именую домом. К моему удивлению, шумный двор Валентины Алексеевны пустует. Не успевая ее удивиться этому необычайному событию, как мне на плечи наваливается кто-то сильный и увесистый, и я от неожиданности лечу на землю. Руки выламывают за спиной, я вижу перед носом хорошо начищенные черные ботинки, совершенно неуместные в такую жару и воняющие ваксы. Милиция, вы арестованы. Вам знаком гражданин Петрунков, Семен Ефимович, спрашивает меня следователь. На вид ему лет тридцать пять, невысокий, с мягким, незапоминающимся лицом. Виктор Владимирович Болотин, так он представился, общается со мной вежливо, даже закурить предложил, а вот при задержании помяли, до сих пор плечо болит, да и вообще позор какой, на глазах у домовладелица арестовали, как я теперь ей в глаза смотреть буду? Страха внутри у меня никакого нет, поскольку я твердо уверен, что ничего противозаконного не совершал. Остается только ждать, когда возникшее недоразумение разрешится. Впервые слышу это имя, отвечаю. Следователь ухмыляется, словно я пошутил очень остроумно, и кладет передо мной фотографию. Человек на ней стоит, чуть наклонив лов вперед, набычившись, и во мне возникает странная уверенность, что к этому снимку в фаз прилагается подобный в профиль. Другими словами, фотографировали гражданина в милиции. Хотя мужчине на фото лет прилично меньше, я сразу же его узнаю. «Я знаю его как адмирала, говорю». Отпираться бессмысленно. Десятки людей видели нас вместе за одним столиком. Абсолютно любой из них мог сообщить в компетентные органы о нашем знакомстве. Мы его особенно и не скрывали. То, что адмиралом интересуется милиция, тоже предсказуемо. Он шулер со стажем, это видно. А судя по методам получения выигрыша, еще и уголовник. Выселение людей из собственных квартир проходит уже по категории мошенничества или вымогательства. Не силен я в уголовном кодексе, не могу сказать точно. А теперь вопрос интереснее. Как милиция могла меня найти? Мою личность Федора Евстигнеева могут связать с адмиралом только три человека. Муха, Аллочка и Игорек. Из них только последний знает мой адрес, он его и посоветовал. Следовательно, как минимум с ним, вежливый следователь уже пообщался. Исходить надо из худшего, из того, что поговорили со всеми тремя. Значит, надо предложить следователю историю, которая объясняла бы все наши действия, но не противоречила закону, да и вообще, неужто адмирал ментам нас сдал? Чушь. Он сам первый под удар попадает тогда, значит, буду аккуратно выяснять, в чем дело. Адмирал и все, удивляется следователь, даже имени не спросили. А зачем? Отвечаю, не имея обыкновения лезть к людям, если они сами не представляются. На столе у него вдруг начинает звонить телефон, большой, черный, старый, даже для этого времени аппарат выдает звонкую трель. Следователь на нее никак не реагирует, а я тем более. Мы оба дожидаемся, пока звонки прекратятся. И на какой почвы вы с этим адмиралом познакомились? С какой целью интересуетесь? Говорю. Чем вообще обязан нашей замечательной беседой? Ваши коллеги кричали, что я арестован. На каком основании? Да вы не нервничайте, усмехается следователь. Повторю свой вопрос, говорю. Интересный вы человек, Федор Михайлович, резко меняет тему следователя. Ваши знакомые говорят, что вы врач. Даже специальности называют, правда, разные. А при вас нашли членскую карточку Союза Писателей СССР. Так кто же вы? Врач или писатель? Чехов тоже врачом был, отвечаю. Это не мешало ему книжки писать. Но вы можете позвонить в Москву или обратиться в местное отделение Союза Писателей. Там подтвердят мою личность. Зачем тогда доктором представляетесь? Спрашивает следователь. Моя профессия вызывает ненужный ажиотаж, объясняю. А не чужие рукописи читать и рецензии выдавать. Уверен, что вы тоже не всегда своей работой бравируете. Кислая физиономия следака выдает, что я попал в точку. Я встречал в жизни немало судей или прокуроров, которые представлялись простыми ирисконсультами, чтобы люди в их присутствии не начинали фильтровать каждое слово. Иные профессии чересчур напрягают. Мой собеседник чувствует, что нить беседы ускользает от него и решает перехватить инициативу. Гражданин Петроньков был найден в своем гостиничном номере мертвым. Следователь впивается в меня взглядом со следами пыток. У меня резко потеют ладони. Дело не в страхе перед этим самым следаком или подозрением в убийстве. Такое ощущение, что сама смерть проходит мимо буквально в одном шаге от меня и я чувствую ее леденящее присутствие. Со следами пыток. Дураку понятно, зачем пытали адмирала. Выясняли, где деньги. А денег-то и не было. Деньги я выиграл и унес. Не все, конечно. Уверен, что адмирал себе заначку все равно оставил, все до упора не отдал, но оставил сильно меньше, чем должен был иметь всего. Вот ему и не поверили. Пытали, а когда не сказал, убили. Ты не виноват, убеждая себя. Один мудак обирал людей до нитки, другие мудаки его за это прикончили. Это их мудацкие дела. Ты здесь с краю, ты муху спасал. И все равно скверный холодный осадок поселяется где-то внутри, словно веселый несерьезный спектакль оборачивается вдруг трагедией. Испугался? Резко переходит на ты следователь. Конечно, отвечает, тебе со смертями иметь дело по «А я, мягко говоря, шокирован». «Не ожидал, что мы тебя так быстро найдем?» Говорит он вроде как даже ласково. «А я и не прятался, товарищ следователь, говорю. А зачем искали-то?» Сейчас самое время потребовать себе адвоката. Вот только не предполагается его в советское время. Спасение утопающих делорук самих утопающих. Телефон звонит вновь. Следователь кривится от досады, настолько звонок происходит не вовремя. Он снимает трубку, нажимает на отбой и кладет ее рядом с аппаратом. «Так в чем заключалось ваше знакомство?» Следователь сдает назад, словно раскачивает меня на эмоции, давая успокоиться. «Мы в карты играли», говорю, «в проферанс». Игра в карты в СССР никак не преследовалась и не наказывалась. Это я знаю абсолютно точно. Шулера могли посадить за тунеядство, за жульничество, если ловили но за сами карты никогда. Кто во что и на что играет личное дело каждого? «Выиграли», любопытствует следователь. «Проиграл», говорю, «еле ноги унес». «А у меня другая информация», говорит он, «вы применили к Петронькову физическое насилие и ушли с деньгами». «Точно Игорек, думаю, раскололся до самой жопы. Странно, что физически очень сильные люди частенько могут быть трусливыми». «Дело в том, объясняю, что человек, известный мне как адмирал, оказался шулером. Когда я это выяснил, он и его приятели повели себя агрессивно. Моей девушке удалось ускользнуть из номера и привезти помощь, так что вернул я исключительно свое». «А у меня другая информация», снова говорит следователь, но в этот момент дверь в кабинет открывается. «Виктор Владимирович, я занят», рявкает следак. «Это срочно!» не уступает вошедший вас к телефону, Симферополь. Мы оба синхронно смотрим на лежащую на столе телефонную трубку. «Болотин, ты охренел? Почему я не могу до тебя дозвониться? Ты что вытворяешь? Что ты там вообще себе возомнил?» Следователь вздохнул и немного отодвинул от уха трубку, из которой минут пять сплошным потоком лились ругательства. Его коллега, пригласивший Болотина к телефону, пожал плечами и виноват и отвел глаза. На этого симферопольское начальство трахало мозги ему, и сейчас он просто сдался. «Товарищ полковник, я считаю, этого Естегнеева нужно задержать и как следует покрутить». «У него алиби!» проявила удивительная осведомленность начальства. «Твой труп, гостиничный администратор, живехоньким видел, когда Естегнеев вечером за всей компанией в кабаке кутил». «И все равно», по всему выходит, что именно он деньги вынес. «Не мог же он выиграть у самого адмирала?» «Ты охренел?» снова взбеленилось начальство. «Да ты знаешь, кого задержал! Он член Союза писателей из Москвы. Из-за него начальник милиции с Жанкой чуть со своего места не вылетел. Он с депутатами вась-вась, а ты покрутить! Я тебя самого так покручу!» Володин снова отстранил трубку от уха и поморщился. «Понял, товарищ полковник, исполняю!» Дойдя до двери своего кабинета, он несколько раз выдохнул, чтобы унять эмоции. «Прошу прощения за недоразумение, гражданин Ястигнеев!» произнес он. «Вы можете быть свободны!» Мужчина засиял улыбкой, которая показалась следователю издевательской. «Хорошо, что он не видел взгляд, которым Болотин Глава 25 Солнце красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля. Фальшиво пел я следующим утром, умываясь отличной ледяной водой. Настроение, несмотря на бодрую песенку, у меня было очень и очень паршивое. Мало того, что меня задержали по непонятному мне поводу, так еще и произошло это прямо на глазах моей квартирной хозяйки, которая едва и вернулся милиции, тут же закатила мне хороший такой скандал. Видно, что у нее в этом деле большой опыт. Доктор, что это все значит? У меня тихое спокойное заведение. Никогда она повысила голос и для убедительности подняла вверх палец. У меня не было никаких проблем с жильцами. А тут вы вытворяете такой фокус. Что теперь обо мне подумают соседи? Валентина Алексеевна, позвольте спросить, а вы это тут при чем? Товарищи милиционеры пригласили меня побеседовать по одному щекотливому вопросу. Я видела, как они вас приглашали, и все видели. Что вы сделали, доктор? Это же наверняка связано с вашими опытами, так? Уверяю вас, это была именно беседа, а то, что товарищи милиционеры проявили излишнее рвение, так это работа у них такая, немного перестарались, с кем не бывает. Такого не бывает с моими жильцами, Федор Михайлович, и поэтому я требую, чтобы вы завтра же съехали, мне не нужны проблемы. Договорились, ответил я, завтра я уезжаю, а теперь позвольте откланяться, у меня завтра тяжелый день. Хорошо, согласилась она, только скажу сразу, деньги за комнату, уплоченные вами, я оставлю себе в качестве моральной компенсации за сегодняшнее. Вот же бизнесменша местного разлива, деловая хватка у этой мадам отличная, она и обоснование под свое крохоборство хорошее подвела, не прикопаешься, впрочем, я бы и сам не стал с нее требовать возвращать деньги, мелко это, как по мне, так что я молча кивнул и пошел спать. Закончив с мыльно-рыльными процедурами и собрав чемодан, я по-быстрому сгонял на автовокзал и сдал свои вещи вместе с пишущей машинкой в камеру хранения. Не тащиться же с ними в Севастополь на регату, не солидно это? Теперь можно было ехать к девочкам на пристань, у них все было готово. Яхта сверкала свежеокрашенными бортами, на которых я прочитал броскую надпись «Херес совхоза имени Ковпака». Ребята Бубуна во главе с Петровичем вывели эту рекламу по трафарету, смотрелось очень и очень неплохо. Сам Сергей Геннадьевич тоже был на пристани и руководил погрузкой красавицы яхты на грузовик. Аккуратнее рукожопа я, прикрикивал на рабочих, если не дай бог попортите нашу красавицу, то я вам руки поотрываю и в задницу ставлю. Увидев меня, он прекратил костерить почем зря рабочих и сказал «Вишь, Михалыч, какой херней приходится заниматься вместо того, чтобы работать, а все из-за тебя». Это почему из-за меня? Спросил я, пожав ему руку. А из-за кого? Ты же меня втравил в эту авантюру, ты и Петрович с его краской. Она только-только схватилась. Помары твоим девочкам в Севастополе идти было никак нельзя. Вся бы красота слезла в один момент, так что придется нам яхты везти по суше, но это ничего. Сейчас все закончим, отвезем, а в Севастополе девушки займут первое место. улыбнулась. Конечно займем, как же может быть иначе? Ну вот и славно. Вася твою мать, ну что ты делаешь бисов сын, аккуратнее. Тут же переключился он на одного из рабочих. Через несколько минут погрузка была закончена и целая процессия грузовик с яхтой и две легковушки двинулись в стороны Севастополя. Город славы русских моряков встретил нас очень приветливо. Было видно, что предстоящая регата это большое событие в жизни города. Афиши и флаги встречались буквально на каждом шагу. Девушки были последним экипажем, которые вышли на старт, и к началу регаты они заняли свое место рядом с другими участниками. Благодаря Бубуну и его положению, как никак он депутат Верховного Совета, герой социалистического труда, кавалер сразу нескольких орденов, за прошедшую войну и целый директор передового совхоза, я занял место среди почетных гостей, среди которых неожиданно для себя увидел Володьку Лотарева, моего приятеля писателя. Вова, какими судьбами? Ты что тут делаешь? Спросил я его, едва увидев. Тот же вопрос, Михалыч, ты же вроде должен писать книгу про виноделов. Так я и пишу. Ну и заодно мы с товарищем Бубуном решили поболеть за моих новых знакомых. Ты их тоже знаешь. Единственный в Ленинградском яхт-клубе женский экипаж. Наш пострел везде поспел, засмеялся Лотарев, а мне главный поручил про девушек очерк написать. Пока мы с ним болтали, адмирал Горшков уже успел на своем разъездном катере объехать строй яхт, а потом с высокой трибуны объявил регату открытой. К моему большому удивлению и даже горчине сама гонка парусных посудин для лучших людей города и Черноморского флота была не так интересна, как сопутствующий этому событию банкет. Пока шесть десятков парней и три девушки соревновались, ответственные товарищи ели пили и разговоры разговаривали. И не последнее, очень сильно, не последнее место в этом занял товарищ Бубун со своими винами и коньяком. Вот, товарищ Советского Союза, попробуйте нашу крымскую новинку. Херес производства совхоза имени Ковпака. Голос Павла Макаровича Стинькового, председателя Севастопольского горосполкома, был слаще, чем мед. Не иначе Бубун и его зарядил для своей рекламной кампании. Тут же рядом с адмиралом появилась галочка с подносом, на котором была бутылка вина, штопор и несколько фужеров. Павел Михайлович лично открыл эту бутылку и разлил вино по бокалам, горшков со свитой, стенковое Бубун и еще несколько фигур поменьше тут же выпили, и адмирал сказал, а хорошее вино, вернее, даже не так отличное вино, товарищи. Это значит, Сергей Геннадьевич, твоя работа? Твоя, без ложной скромности сказал Бубун. Урожай семидесятого года лично бутылки отбирал, хотя и без этого у нас все вино и коньяк хорошее. Товарищ Бубун еще и очень сильно помог одному из экипажа участников регаты, тут же добавил стенковой. У яхты номер двадцать семь возникли трудности, и товарищ Бубун лично проследил, чтобы яхта вышла на старт. Его работники вчера до самого утра приводили яхту в порядок, красили и много еще чего делали. Двадцать седьмая говоришь? переспросил Горшков и тут же взял свой бинокль. Сейчас посмотрим на твоих протеже. Сказал, поднес бинокль к глазам и через несколько секунд засмеявшись дал бинокль Бубуну. Хороша леврею яхты, нечего сказать, мне нравится. Директор совхоза имеников пока взял бинокль, всмотрелся в него и не сдержавшись выругался. Тут же среди гостей появились другие оптические приборы, один из которых тоже бинокль, но не такой крутой, как у Горшкова, в итоге попал им не в руки. Я нашел взглядом яхту девушек и понял, почему Сергей Геннадьевич выругался. То ли морская вода, то ли спешка, то ли самоуверенность главного инженера совхоза сыграла с нами злую шутку и надпись на правом борту получилась, скажем так, неоднозначная. Нет, она была хорошо читаемая, но вот некоторые буквы были несколько более яркие, чем остальные, и эти более видимые буквы сложились в еще одну надпись «ХЕР в АМ». Вот что я прочитал на борту яхты девушек. Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что яхта под номером двадцать семь в этот момент лидировала, и обращение было как будто к остальным участникам регаты и тем, кто приложил руку к тому, чтобы вывести ее яхту из строя. Но на наше счастье Горшков это по-настоящему развеселило, и вслед за ним смеялись уже остальные, так что под Херрес и коньяк, который тоже пользовался успехом у военных и чиновников, Горшков и остальные только подшучивали над незадачливыми участниками регаты, которых обставлял женский экипаж. Жаль только, что выиграть девушкам не удалось. Вот был бы всем Херам Хер. В итоге они заняли третье место, что на самом деле было очень большим успехом. Третье место в регате все-таки немного расстроило девушек, они рассчитывали на золотые медали, а вот Бубун был в восторге. Мало того, что его совхоз засветился перед всем крымским бомондом, так еще и представители ВМФ заинтересовались его продукцией на самом высоком уровне, и этот интерес уже перерастал в прочные хозяйственные связи. Зачем военно-морскому флоту алкоголь, а санатория, дома, отдыха, пускай это не рыночная экономика, в которой нужно искать сбыт своей продукции, но конкурировать с гигантами, такими как Массандра, приходится вполне себе агрессивной рекламой, и не последняя роль в популярности совхоза сыграл чрезвычайно привлекательный вид экипажа. Так что на благодарности Бубун не скупился, для всех причастных был заказан стол в Арианде, нашлось там место и главному инженеру совхоза Максиму Петровичу и его дочке агроному Галине, еще многим незнакомым, но наверняка достойным и уважаемым людям. Но королевами бала были три их сменки Вика, Катя и Саша. За праздничным столом они оттаяли и осознали, что третье место в таком серьезном состязании это тоже немалое достижение, тем более, что раньше им постоянно приходилось даже просто доказывать окружающим возможность существования экипажа, состоящего из одних девушек. За них поднимали тосты, за всех вместе и за каждую по отдельности. И стал отказываться от коллектива и я, когда до меня дошла очередь. Я предлагаю выпить за наших замечательных победительниц. Говорю и вижу, что на щеках у Кати появляется румянец, а глаза Саши начинают метать молнии. Она больше всего расстроилась из-за третьего места и сейчас видит в моих словах издевку. Я не оговорился, именно победительниц, ведь еще вчера никто бы не мог подумать, что они вообще смогут принять участие в регате. Но в ситуации, в которой многие мужчины опустили бы руки, эти хрупкие девушки смогли победить обстоятельства, чей-то злой умысел, собственное волнение, и прославили замечательный херес совхоза именников пока так, как никто и никогда не прославлял ни одно вино. собравшиеся хохочут, поднимая бокалы с вышеназванным напитком. По требованию бубуна сегодня за столом присутствует продукция только их совхоза. Феде спасибо, хлопает в ладоши Катя. Это он всех нас познакомил, без него ничего бы не получилось. Вика поддерживает ее и салютует мне бокалы, на взгляд Саши обещает такие проявления благодарности, из-за которых мне хочется украсть ее из-за стола и уединиться как можно скорее. Так и есть. Бубун хлопает меня по плечу. Действительно, с тобой нас судьба свела. Не было в моей судьбе тебя, дорогой Сергей Геннадьевич, думаю я. Не было в ней Виктории, Кати и Саши. Не было студентов и доктора однофамильца. Не было, а теперь есть. И в этой жизни мне куда легче и приятнее, чем в прошлой, которую я провел, запоминая масти и высчитывая комбинации. Век бы не видеть эти карты, не держать их в руках, даю я себе зарок и неожиданно легко соглашаюсь с этим обещанием. Знаю, что так с похмелья обещают завязать с бутылкой, после очередного скандала и мотания нервов с амурными похождениями, но на сердце становится удивительно легко. Ах, ты шалава! Мое спокойствие раскалывается в дребезге звуками пронзительной какой-то базарной потасовки. И я тебе сейчас все волосяки повызергаю, вяжет смуглая худая брюнетка, пришедшая вместе с председателем яхт-клуба, за который выступают героини нашего торжества. Я с этим товарищем так и не познакомился. Он мелькал в эти дни где-то на периферии, отодвинутой энергией бубуна и самих их сменок. Мне, честно говоря, он показался никаким. Про таких говорят ни рыба, ни мясо. На торжество его решили пригласить. Не посторонний человек все-таки, а он пришел с дамой. То ли с женой, то ли с боевой подругой. Штампов в паспорте у них не проверяли. И вот сейчас этот самый председатель решил потанцевать с невозражавшей насчет этого Катей и навлек на обоих лютый гнев своей спутницы. Соня, угомонись, просит тот, но брюнетку уже несет по волнам русской словесности. Мало я вам стервам снасти порезала, заявляет она. Все равно выкрутились, но знаете, житья я вам не дам. На этой патетической ноте дама гордо удаляется, а председатель яхт-клуба, тоскливо повесив голову, уходит вслед за ней. Ну, все, приплыли, говорит Вика. А кто это? Задаю своевременный вопрос. Софочка, администратор клуба, а по совместительству любовница председателя, всхлипывает Катя. Я же с ним ничего, он просто подходил иногда пошутить, полюбезничать. Мне приятно было. Девушка, понимая, что легкость ее характера едва не привела их с подругами к катастрофе, начинает рыдать. Она инвертит, как хочет, объясняет Саша. Так что теперь нам придется паковать вещички. Вот только кому нужен полностью женский экипаж? Да всем, заявляю я. Сергей Геннадьевич, а что если тебе выступить инициатором создания яхт-клуба в Ялте? Потянет совхоз имеников пока такое дело? Это дело надо обмы... в смысле обмозговать, заявляет Бубун. Сейчас пока ваши успехи у самого адмирала Горшкова на слуху. Может, и выгорит. Он вместе с Викторией, как капитаном яхты, погружается в какие-то детали, а я вдруг чувствую на своем плече вежливое прикосновение. Евстигнеев Федор Михайлович, обращается ко мне официант, кажется, это один из тех, кто обслуживает наш банкет, хотя я могу ошибаться. К людям в униформе редко присматриваешься, если кто-то из них не вызовет у тебя не вижу смысла отрицать. С вами хотят побеседовать. Он делает жест подбородком, указывая на выход. Снаружи. Кто? Удивляюсь. Она не представилась. Так это девушка? Да, кивает он. А почему она не зайдет? Официант пожимает плечами. Действительно, откуда он может знать мысли незнакомой ему девушки? Мне почему-то приходит на умалочка. Это в ее артистическом темпераменте прийти и требовать встречи. Возможно, припугнули ее в милиции, теперь она в растрепанных чувствах ищет со мной встречи, чтобы обсудить все обстоятельства произошедшего. Все это я додумываю уже на ходу, идя к выходу. Мысль о том, что я никому из ялтинских знакомых не сообщал о банкете в Орианде, почему-то не приходит мне в голову. Мозг человека такая забавная штука, он способен придумать объяснение чему угодно. Причем, если ситуация будет тревожная, то он набросит еще десятки поводов для волнения, а если, как сейчас, уютное и мирное, то и мысли будут самые спокойные, объясняющие любые неприятности. Крепкий и сладкий бубунский херес поселяет в душе редкостное благодушие, а ведь я его еще и коньячком шлифанул, не удержался. Аллочка пришла и не хочет светить наше знакомство, вот и ждет снаружи. Я уже практически уверен в этом, выходя из шумного и душного ресторана в прохладный Ялтинский вечер. На ступеньках никого, мимо шагает смеющийся народ, в двух шагах гудит полная отдыхающих набережная, издалека доносится плеск волна, прибрежные камни, удивление верчу головой, никакой аллочки нет и в помине, только вдали в тени деревьев замечаю темную фигуру. Что за дурацкие шпионские игры? Бурчу себе под нос, сделая два шага в ее направлении. А вдруг обе моей руки оказываются в крепком захвате, не так, как их заламывали орлы следователя Болотина, а словно на каждый повисло по трехпудовой гире. Хлоп, и на глаза опускается темнота. Мешок наголову надели, догадываясь своим нетрезвым мозгом, пытаясь заорать на меня, как пушинку запихивают на заднее сиденье автомобиля, и тот трогается с места. Камер на крыльце естественно никаких не было, швейцара, что удивительно, тоже это наталкивает на определенные размышления, по большей части невеселые. У меня нет денег, говорю в пространство. Парни, вы ошиблись, у меня ничего нет. В ответ тишина. По голове меня не бьют и везут не в багажнике, уже хотя бы это неплохо. Хотя какого черта, снова ищу для себя успокоения, все хуже некуда. Машина останавливается, меня также аккуратно вытаскивают наружу и ведут. Под ногами ни асфальт и ни лес. Там бы я уже все корни и коряги собрал бы вслепую, а тут ни разу не споткнулся даже. С головы сдергивает мешок и я щурюсь, хотя свет совсем не яркий. Небольшая лампа освещает беседку. Посредине стоит стол, на котором расставлены блюда с закуской и открытая бутылка коньяка. Надо же, с одного банкета на другой попал. Прошу прощения за столь экстравагантный способ приглашения, говорит сидящий за столом мужчина. Присаживайтесь, Федор, давайте знакомиться, меня зовут Юра. Мужчина этого я очень хорошо знаю, я прежний. Ну, здравствуй, Юра дышит. Аристарх Ридер Саша Токсик Игрок Читал Сергей Уделов Март 2024 года